Глава 56. Сегодня мы уже не те, что были раньше. Нижняя Академия раз в год отпускала студентов на каникулы. Некоторые предпочитали остаться на острове, большинство учащихся на два месяца возвращались домой или отправлялись в путешествие по свету, чтобы набраться опыта или стать сильнее. Немало старших студентов присоединялись к экспедициям или работали с организациями, связанными с Федерацией. Такое сотрудничество было выгодно обеим странам. Те, кто учился в Академии первый год и впервые находился вдали от дома, очень хотели вернуться в родные места. Получив сообщение от Люда Убине, Ван Буале покинул пещеру духовной печи, на горит хромического оружия царило оживление. Студенты сновали туда-сюда с багажом, о чем-то болтали и смеялись, делились своими планами на каникулы. Все было как в день зачисления. Дикие местности таили немало опасностей, поэтому Дао Академия брала на себя обязанность по перевозке студентов из Академии до их родных городов. «Увидимся в следующем учебном году, главный префект!» «Главный префект! Хорошо отдохнуть!» Встреченные студенты перед отъездом тепло прощались с Ван Буале. Похоже, в свете предстоящих каникул они стали более фамильярными. В атмосфере всеобщей суматохи Ван Буале улыбкой отвечал на приветствие студентов. За год в Дао Академии он тоже соскучился по родному городу и родителям. Желая поскорее отправиться в путь, он ускорил шаг. В пещере Бессмертного он быстро собрал багаж, сложив все в бездонный браслет и купил много бутылок духовно-ледяной воды. «Эта вода – особенность Дао Академии! Ее вкус отличается от всей этой духовной воды, что я пробовал! Надо привезти ее маме!» Через Дженна Лиана он приобрел много качественных пилюль для обычных людей, расплатившись духовными камнями. Закончив сборы, он вышел из пещеры Бессмертного и взглянул на место, где прожил последний год. Ван Була глубоко вздохнул и запечатал магическую формацию. «Пора домой!» С ярким блеском в глазах он побежал вниз по склону горы. В этот момент он словно забыл о своем статусе и вновь превратился в юношу, только что поступившего в Академию. В огромном порту летающих кораблей озера Зеленолесье сейчас было так же оживленно, как год назад. Со всех сторон звучал смех, прощание, всюду сновали студенты. Одни искали свои корабли, другие уже поднимались на борт. Ван Була протискивался через толпу, пока не услышал знакомый голос. «Главный префект сюда!» У ближайшего летающего корабля с огромным воздушным шаром стояло множество старых знакомых. Студентов, которые прибыли с ним из города Феникс. Среди них были Думинь и Зайка, они пришли заранее. При виде Ван Була Думинь фыркнула, а Зайка ему улыбнулась. Чейн Зе Хан тоже был здесь. С прибытием Ван Була он напрягся, явно вспомнив о всех его эскопадах на факультете боевых искусств и последующем стремительном взлете на родном факультете. Ван Була начал пробиваться через толпу к Людоубиню и остальным. К сожалению, его статус главного префекта тут не особо помогал. Людей было слишком много. Наконец, он сумел прорваться к кораблю. Утерев пот, он уже хотел достать воды, как Людоубинь подал ему бутылку. «Главный префект – вот!» – с улыбкой сообщил он. «Я даже подготовил немного, чтобы вы могли отвезти родителям». Ван Була в очередной раз убедился в способностях Людоубиня. Со смехом похлопав его по плечу, он отпил из бутылки. Думинь демонстративно отвернулась и еще раз фыркнула. Ей явно не нравилось то, что она сейчас увидела. Утолив жажду, Ван Була окинул взглядом людей на корабле, а потом посмотрел на пикт хромического оружия. Ему еще сильнее захотелось вернуться в город Феникс. Ван Була не давала покоя мысль, где отец достал половину маски, куда подевалась вторая половина. Эти вопросы мучили его уже долгое время, и если о такой необычайной маске станет известно посторонним, это может навлечь на его семью серьезные неприятности. По этой причине Ван Була не стал посылать сообщение отцу с вопросом о маске, вместо этого он решил отложить расспросы до каникул. Вскоре корабль сотрясло. Все летающие суда в порту начали подниматься в воздух, в небе они установили курс и разлетелись во все стороны. Солнечный меч в небе, казалось, наблюдал за кораблями, развозящими студентов по домам. Духовная мощь, исходящая из поврежденного солнечного диска и бронзового меча, ощущалась немного не так, как в начале эры духовного истока, ныне шел уже 38-й год этой эпохи. Какое-то время спустя судно покинуло облака и туман, с летящего по чистому небу корабля открывался захватывающий дух вид на бескрайнее небо, которое было так не похоже на дикие местности внизу. Такой пейзаж и изредка пролетающие мимо птицы создавали умиротворяющую картину. Вот только если приглядеться к этим птицам, то можно было увидеть их кровожадные глаза, острые когти и зубы. В диких регионах Федерации опасность поджидала на каждом углу. В отличие от войны чудовищ, разразившиеся много лет назад, ныне звери не имели лидера и находились в разобщенном состоянии. И все же даже один зверь в этих местах представлял серьезную опасность для людей. Появление духовной энергии больше всего повлияло на растения и животных. После победы в войне, много лет назад, города Федерации научились справляться с рассеявшимися ордами чудовищ. В нынешнее время с подъемом древних боевых искусств и появлением культивации шла серьезная охота на этих существ. Да, у Академии Фера считалось серьезнейшим игроком Федерации, поэтому их корабли для перевозки студентов были оснащены мощными духовными сокровищами. На борту даже присутствовала охрана. С такими мерами предосторожности опасность во время путешествия была минимальной. На судне, взявшем курс на город Феникс, царила радостная атмосфера. Все-таки это было их второе длинное путешествие. За этот учебный год многие успели подружиться, поэтому им было что обсудить. В ходе путешествия между юношами и девушками промелькнули первые искры будущих романтических отношений. Более того, некоторые еще в Академии начали встречаться и сейчас фарковали на борту. Одинокие люди им завидовали и пытались убедить себя, что эти отношения долго не продлятся. Ван Буэлла не стал исключением. В одном из просторных отсеков корабля он сказал, «Студенты моего поколения совсем не следят за своим поведением и речью. Похоже, все забыли, что тогда сказал ректор. Обмениваться нежностями? Как неприлично!» В этом отсеке находилось немало людей, включая Люда Убинь и остальных. Думинь лишь цокнула языком, зайка прикрыла ладонью улыбку и рассмеялась, а Чейн Зехан закатил глаза. В словах главного префекта есть смысл. Не обращая ни на кого внимания, сказал Люда Убинь, словно действительно было сказано что-то мудрое. Он следовал заветам отца. Начальник был всегда прав. Среди студентов были арбитры факультета хромического оружия. Они тоже согласно закивали. При виде такого количества последователей Ван Буэлла самодовольно надулся. В такой обстановке он стал необычайно разговорчивым. «Все мы выросли!» Убрав руки за спину, с ностальгией в голосе начал Ван Буэлла, словно вспоминал о чем-то произошедшем много лет назад. «Я помню, как будто это было вчера. Наивные, красивые, такие юные, мы направлялись на учебу в академию. Стройные, брови в разлет, в глазах бляск. Мы были детьми, такими невинными и чистыми. Но время никого не щадит, пролетел всего миг, и сегодня мы уже не те, что были раньше. Разве вы не согласны?» С начала учебного года прошел всего год, но Ван Буэлла ни с того ни с сего заговорил, как мудрый старец. Студенты вокруг растерянно переглянулись, даже Люда Убинь не понял, как отреагировать на слова Ван Буэлла. Если он согласится, тогда признает старшинство Ван Буэлла, если нет, то пойдет против золотого правила отца. «Это вопрос с подвохом!» Понял Люда Убинь. Зайка больше не могла сдерживаться, от смеха она чуть живот не надорвала. Чэнь Зэхэн притворился, будто не услышал вопроса, Думень больше не могла это терпеть. «Господин Ван, могу ли я узнать, сколько вам лет?» С ехидной усмешкой спросила она. Покачав головой, Ван Буэлла снисходительно посмотрел на нее и со вздохом сказал, «Сегодня мы уже не те, что были раньше, Минь-Эр. Видишь, даже твоя грудь стала больше». Глава пятьдесят седьмая. «Кто-то выше». От возмущения Думень тяжело сдышала, к сожалению, ей нечем было крыть. Если она попытается как-то возразить, то Ван Буэлла с его подвешенным языком просто извиниться и признает неправоту, сославшись на свою юность. Сумев заставить Думень замолчать всего одной фразой, Ван Буэлла довольно вздохнул и продолжил. «Даубень, как летит время! Ты стал еще выше! Да и зайка превратилась в большую зайку! Дзэхэн тоже возмужал! Эх, как быстро летит время!» Чэнь Дзэхэн из-под лобью оставился на Ван Буэлла, а зайка залилась краской, а Людаубень кисло улыбнулся. С очевидным вздохом Ван Буэлла заметил странные выражения лиц товарищей. Что до меня, я тоже вырос. Теперь я главный префект кафедр духовных камней, начертаний и духовных заготовок факультета дхармического оружия. Если коротко, главный префект трех кафедр. Я стал первым префектом, или, как многие говорят, величайшим главным префектом в истории факультета дхармического оружия. Ван Буэлла рассказывал о своей счастливой жизни, словно обнажал душу. Без какого-либо раздражения он упомянул все свои титулы и прибежал пальцами по волосам, словно в них уже появилась седина. Остальные не знали то ли плакать, то ли смеяться. Ван Буэлла нагло хвастался собственными достижениями. Людаубень и остальные арбитры отнеслись к его похвальбе нейтрально, но у остальных вроде Чэнь Цзэхэня и Думень это вызвало лишь раздражение и презрение. Переглянувшись, они вспомнили, что Ван Буэлла обладает властью главного префекта только во время учебного года, поэтому подумывали о не наброситься ли на Ван Буэлла и не преподать ему урок. Однако от этой идеи пришлось отказаться, в случае нападения скорее не они, а Ван Буэлла преподаст им урок. Заметив притихших слушателей, Ван Буэлла не моргнув глазом повернулся к Людаубиню. В приступе озарения тот зааплодировал. «Главный префект прав! Какие мудрые слова! Действительно, время быстро летит! Всего за один год мы так изменились!» Думень, Чэнь Цзэхэн и студенты из других факультетов с нескрываемым презрением посмотрели на Людаубиня, Ван Буэлла с другой стороны пришел в восторг. Только он хотел продолжить мысль, как покрасневшая зайка, стоявшая в углу, негромко сказала. «Брат Буэлла все верно сказал». Для Думень это стало последней каплей. Она схватила зайку за руку и потащила за собой, явно собираясь убедить лучшую подругу свернуть с неверного пути. Лицо Ван Буэлла посветлело. «Сестра Сяоя!» — сказал он. «Приходи как-нибудь в гости! Моя мама отлично готовит!» Джоу Сяоя зарделась, ее глаза заблестели, она не успела ответить, Думень, вцепившись в ее руку, увела девушку из отсека. Несмотря на это, пару секунд спустя Джоу Сяоя прибежала обратно и застенчивая улыбка кивнула. Настроение Ван Буэлла стало еще лучше. Чувствуя, что он сегодня в ударе, Ван Буэлла прочистил горло, собираясь продолжить. «Впереди туманолесья! Гляньте! Кто-то в небе!» Все побежали на палубу посмотреть, среди облаков летела свирепая на вид многоножка. Каждый взмах ее крыльев сопровождался свистом ветра, каждая чешуйка с пурпурно-черным отливом была размером с кулак. Несмотря на текущую изран кровь, существо все равно испускало угрожающую ауру. К тому же ее пронзительные крики больно били по барабанным перепонкам. «Это...» Студенты на борту, разбиравшиеся в подобных тварях, воскликнули. «Чудовище стадии истинного дыхания!» Ван Буэлла с шумом втянула в легкий воздух. Пока студенты пребывали в состоянии шока, летающий корабль накрыл защитный барьер. Студенты даже не почувствовали спокойного взгляда человека в секретной каюте корабля, который мог видеть все, что творилось в небе вокруг судна. Ван Буэлла и другие студенты увидели десятки лучей радужного света, которые вели преследование за монстром. Эти радужные следы оставляли за собой летающие мечи с пугающими аурами, возглавлял группу молодой человек в белом халате. Он стоял на древнем черном мече, похоже, это был студент, но блеск его глаз мог соперничать с солнечным мечом в небе. Дюжины летающих мечей под его контролем напоминали готовящуюся к атаке бурю клинков, после нескольких магических пассов их скорость резко возросла. Размытым расчерком они умчались за чудовищем. «Проклятая тварь! Тебе не уйти!» Чудовище издало протяжный крик, но не смогло увернуться. В этот самый миг его пронзили мечи. Брызнула кровь. Пригвожденное к земле существо еще дергалось в конвульсиях. Смерть была неминуема. Парень в белом приземлился рядом с монстром и одним движением забрал труп. Подняв голову, он с прищуром посмотрел на летающий корабль. «Разве это не Сюэлин с факультета боевых искусств?» Сказал он. «Верно!» Раздался спокойный голос из секретной каюты корабля. Парень в белом халате улыбнулся. Накрыв ладони кулак в знак почтения, он выполнил несколько магических пассов, чтобы взять под контроль летающие мечи, после чего на своем черном клинке улетел в небо. Наконец он скрылся из виду. Все произошло слишком быстро. Монстр был повержен менее чем за полминуты. Только после того, как парень в белом скрылся в туманолесье, студенты на судне провелись от шока. Спустя какое-то время Ван Бооло тяжело вздохнул. На него произвело серьёзное впечатление о том, как парень в белом умело расправился с монстром. По его мнению, даже старейшина павильон от хромического оружия слегка бледнёл на его фоне. Всё-таки старейшина был стариком, отрёкшимся от мирской суеты, тогда как парень в белом одолел в бою жуткое чудовище. Старик и молодой человек создавали совершенно разное первое впечатление. Это был... практик? Ван Бооло опустил голову и посмотрел себя под ноги, голос раздался откуда-то снизу. Вполне очевидно, что Дау Академия отрядила для их сопровождения эксперта. Остров Верхней Академии. Ван Бооло разгорелось любопытство, ему очень хотелось когда-нибудь попасть туда. Все остальные остаток пути находились под впечатлением от увиденного. Несколько дней спустя в лучах закатного солнца корабль приземлился в городе Феникс. Красновато-оранжевое зарево на горизонте окрасило город в тёмные тона. В городе Феникс, расположившемся на юго-востоке Федерации, проживало всего пару миллионов человек. И за исключением 17 главных городов, вроде города Эфира, в Федерации таких небольших городков было не очень много, всего несколько тысяч. Несмотря на свои скромные размеры, город был оборудован защитой против чудовищ, к тому же к востоку находился крупный город. За всю свою историю город Феникс лишь раз сталкивался с нашествием чудовищ 30 лет назад. Если горожане не покидали пределы города, внутри городских стен они чувствовали себя в безопасности. Летающий корабль Дау Академии Эфира приземлился в воздушном порту рядом с ещё восемью судами из других школ, по трапам спускались студенты, которые очень соскучились по родному городу. При виде знакомого порта они ускоряли шаг, чтобы поскорее встретиться с родными, которые пришли их встретить. Ван Боуэлэ привёл мысли в порядок, убрав из головы образ практики убивающего чудовища, а потом радостно помахал Людоубиню и остальным. Сойдя с корабля и влетев в зал ожидания, он сразу заметил высокого худого мужчину, озиравшегося в поисках Ван Боуэлэ. «Старик Ван, я здесь!» Улыбаясь от уха до уха, Ван Боуэлэ стрелой помчался к нему. Вот только его крик оказался слишком громким. То, как он назвал отца, привлекло внимание других родителей. Многие странно покосились на Ван Боуэлэ, его отец натянуто улыбнулся. «Ах ты негодник! Чего раскричался?» Ван Боуэлэ смущенно рассмеялся и тут же крепко обнял отца. Видя, как сын соскучился, тот погладил его по голове. «Боуэлэ, ты опять потолстел!» Заметил он. «Старик Ван, ты опять похудел!» Не растерялся Ван Боуэлэ, чем заслужил от отца легкую оплеуху. Счастливые отец и сын вместе покинули воздушный порт. Глава 58. Семья из трех человек. По пути домой Ван Боуэлэ так и подмывал и спросить о маске, но он сдерживал порывы. Такие серьезные вопросы не стоило обсуждать на улице, он решил расспросить отца после того, как они придут домой и немного выпьют. Вскоре они добрались до дома, где Ван Боуэлэ провел свое детство. После года вдали от дома на него нахлынуло сильное чувство ностальгии. Работа археолога позволила отцу купить дом с небольшим двориком в элитном районе по меркам города Феникс. Вот только по цене такое жилье все равно уступало простой квартире в городе Эфира. В доме Ван Боуэлэ встретил аромат готовящейся еды, сбросив обувь, он с горящими глазами вбежал в дом. С кухни как раз вышла женщина с блюдом, на котором дымилось тушеное мясо. «Мам, я дома!» С радостным криком Ван Боуэлэ обнял женщину. «Какой бойкий!» Мать Ван Боуэлэ на вид можно было дать около сорока. Хоть на ее лице уже виднелись морщины, в молодости она явно была настоящей красавицей. Она поставила блюдо и с любовью, глядя на Ван Боуэлэ, усадила его за стол. «Боуэлэ, как ты исхудал? Кушай, кушай!» Сказала она, положив перед Ван Боуэлэ внушительный кусок тушеного мяса. Разувавшийся в прихожей отец натянутый улыбнулся и покачал головой. Главная причина, почему Ван Боуэлэ не мог похудеть, крылась в чрезмерной материнской любви. Мать его действительно очень баловала. Вскоре семья из трех человек начала ужинать. После рассказа Ван Боуэлэ о жизни в академии, отец достал бутылку вина и налил себе и сыну. «Боуэлэ, хватит столько есть! Лучше выпей! Старик Ван, тост за твоего сына! В будущем семья может на меня рассчитывать! Ты, наконец, сможешь уйти на пенсию и больше не рыться в земле! Слишком это дело опасное!» Отец шутливо отчитал сына. Ван Боуэлэ, похоже, до сих пор не видел разницы между археологами и расхитителями могил. В любом случае, от слов сына в его душе потеплело, и он с довольной улыбкой сделал глоток вина. Мать Ван Боуэлэ слушала их беседу, галитя на мужа и сына с неподдельной любовью. «Мам, в академии дела идут просто отлично! Я единственный главный префект факультета от хромического оружия!» Поделился Ван Боуэлэ, жая последний кусок мяса. Наш Боуэлэ еще в детстве был смышленным и красивым мальчиком, неудивительно, что его сделали главным префектом. Взяв еще кусок тушеного мяса палочками, мать положила его сыну на тарелку и с интересом спросила. «Боуэлэ, кто такой главный префект?» Ван Боуэлэ терпеливо объяснил матери роль главных префектов в академии, рассказ порядком ее удивил, да и отец с недоверием посмотрел на сына. «Теперь понятно, почему мэр города недавно нанес нам визит. С ним пришло столько людей. Оказывается, все из-за нашего способного мальчика». Мать Ван Боуэлэ рассказала, что за последние несколько месяцев мэр и его заместитель несколько раз навещали их, справлялись о здоровье и оставляли много подарков. «Заместитель мэра? Его сын работает на меня!» Ван Боуэлэ радостно поднял руку и потряс браслетом на запястье. «Не будем об этом. Посмотрите сюда. Этот бездонный браслет я получил в награду от старейшины из Верхней Академии за правильный ответ на вопрос». Похвастался Ван Боуэлэ. Он достал духовно-ледяную воду, пилюли и несколько хромических артефактов. «Эту духовно-ледяная вода производит с Дао Академией. Попробуйте. Отлично освежает. И возьмите эти пилюли. Я достал их на факультете алхимии. Они укрепляют здоровье и могут вылечить любую болезнь. Мам, у тебя слабое здоровье, поэтому тебе следует принимать их чаще. Пап, возьми эти пилюли на твои археологические раскопки. В следующий раз я куплю пилюли еще лучше». Вручив родителям хромические артефакты, Ван Боуэлэ пояснил. «Эти артефакты я сделал сам. Это для тебя, пап. А эти тебе, мам». В виде плоды спустя всего год обучения и то, как сын беспокоился о них, родители расцвели. В этой небольшой семье царила атмосфера любви и согласия. За ужином Ван Боуэлэ рассказал обо всех своих приключениях в Академии, благоразумно опустив несколько эпизодов. Ему не хотелось беспокоить родителей. По окончании ужина Ван Боуэлэ помог родителям убрать тарелки со стола. «Не ссорься с Думинь. Она показалась нехорошей девочкой. А вот Джоу Сяуя, о которой ты упомянул, приведи ее в следующий раз в гости», сказала мать Ван Боуэлэ. «Без проблем. Я каждый год могу приводить разных девушек». Со смехом заявил немного перебравший вина Ван Боуэлэ. «Боуэлэ, хватит поясничать!» Мать сурово посмотрела на сына, а отец только улыбнулся, крутя в руке бокал с вином. Этот разговор напомнил ему о молодости. «Мам, я всему научился у папы!» Сухо покашлив сказал Ван Боуэлэ. Его отец чуть не подавился вином. Он начал оправдываться перед женой, то и дело косесть на сына. Ван Боуэлэ смущенно рассмеялся и подлил отцу вина. Пока они выпивали, Ван Боуэлэ размышлял о черной маске, этом необычайном предмете. Из-за нее родители могли оказаться в опасности, поэтому он не стал интересоваться о ее свойствах. Вместо этого он попытался выводить из отца побольше информации неочевидными вопросами. «Ты имеешь в виду маску, которую ты стащил?» переспросил отец. «Мелкий негодник. Ладно, не буду тебя наказывать. Можешь оставить ее себе», сказал отец. «Маска. Дай-ка подумать. В прошлом году я был в составе археологической группы, направленной в Туманолесье. Я нашел ее в районе Пятипалой горы. По возвращении домой я внимательно изучил ее, но не обнаружил следов духовной энергии, а значит, она не представляет особой ценности. Поэтому я выкупил ее, надеясь установить примерный возраст. Но ты не дал мне этого сделать, умыкнула я перед поступлением в Академию». Даже изрядно выпив, отец Ван Буоле в деталях объяснил происхождение маски. Ван Буоле поинтересовался о точном месте раскопок и второй половине маски, но отец заверил, что они не нашли второй части. В итоге он помог отсюда идти до родительской спальни и отправился в свою комнату, лежа на кровати и любой слуной. Он задумался. Туманолесье. Ван Буоле чувствовал особую связь с этим лесом. Из рассказа отца он прикинул примерное месторасположение раскопок. Он планировал отправиться туда, когда станет сильнее. Следующие две недели Ван Буоле большую часть времени проводил с родителями. На улицу он выходил в основном, чтобы помочь матери сходить за покупками или увязывался за отцом и его друзьями-археологами. Жизнь вошла в привычное для него русло. Такое она была до его поступления в Дао Академию. Ван Буоле нравилась такая размеренная жизнь. Он настоял, чтобы родители стали принимать привезенные им пилюли. В результате их здоровье укрепилось, появилась дополнительная энергия, они стали выглядеть моложе. Ван Буоле был рад за них. Он также заставил их носить сделанные им дхармические артефакты. С ними у отца будет чем защититься, даже если он натолкнется в экспедиции на чудовище. Каникулы продолжались. Как-то раз Ван Буоле лежал на кровати, поглаживая живот после обильного полдника, как вдруг на кольцо пришло приглашение. Собирались не ребята с Дао Академии, а бывшие ученики его прошлой школы. Все вернулись домой на каникулы, поэтому это было отличное время для встречи бывших одноклассников. Сходка? Ван Буоле сел и с блеском в глазах посмотрел на кольцо передатчик. Он выбрался из кровати и быстро переоделся. Попрощавшись с матерью, он выскочил из дома. Это была первая встреча одноклассников после выпуска из школы. Организатор выбрал местом сбора изысканный ресторан с практически лучшей в городе винной картой. У входа Ван Буоле столкнулся с Думень. Она пришла не в форме Дао Академии, а в повседневной одежде и с заплетенными в хвост волосами. В непривычном наряде она выглядела особенно привлекательно, но стоило ей заметить Ван Буоле, как она одарила его своим фирменным исправляющим взглядом. «Эй, что опять? Я даже слова сказать не успел!» Посетовал Ван Буоле. Думень сама не могла объяснить, почему при виде толстяка в ней поднималась волна раздражения. Недовольно фыркнув, она гордо подняла голову и прошла мимо. «У женщин с маленькой грудью и вправду вспыльчивый характер!» Пробормотал Ван Буоле и вошел следом. Внутри большого зала стоял не очень громкий гол. Один из молодых людей в костюме поднял руку, словно куда-то указывал, а потом что-то сказал, вызвав всеобщий смех. Вскользь взглянув на Ван Буоле, он посмотрел на Думень. «А вот и наша староста!» Парень в костюме характерным жестом попросил остальных раступиться. Ван Буоле он просто кивнул, ничего не сказав. Ван Буоле моргнул. Отношение было слишком разительным. В школе их класс вряд ли можно было назвать особо дружным, поэтому он без задней мысли сел за стол. Глава 59. Встреча выпускников «Буоле, только посмотри на Ченбина!» Как разважничался! После выпуска он не смог поступить в академию. Слышал, что его родня подсуетилась и выбила ему тепленькое местечко служащего в администрации города Феникс. Прошептал невысокий парень с короткой стрижкой, который сидел рядом с Ван Буоле. «Впечатляет!» Ван Буоле едва заметно кивнул. Еда выглядела весьма аппетитно, поэтому он взял палочки и принялся за дело. В спешке он не успел поесть. Когда собрались все одноклассники, за столом стало очень шумно. Они обсуждали годы учебы в школе, веселые и не очень случаи. В ходе разговора их стол то и дело взрывался смехом, Ван Буоле тоже участвовал в беседе, но он чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Большинство бывших одноклассников сильно изменились. Некоторые воспользовались случаем, чтобы похвастаться своими достижениями, отчего Ван Буоле стало неуютно. Особенно выделялся Чэнь Бин, парень в костюме. Тот старательно строил из себя важного государственного служащего федерации. Он зарезервировал столик в этом ресторане и во время разговора несколько раз включал кольцо-передатчик, чтобы якобы отчитать кого-то. Этим он пытался показать свой статус. В их компании был еще один парень, Хуан Гуй, студент Дао Академии Святоречья, одного из четырех ведущих учебных заведений федерации. Он развалился на стуле, словно был лидером их группы. Изредка он поднимал бокал вина и спокойно обращался к собравшимся. На деле же он каждой фразой хотел всем показать свою исключительность. Те, кто сидел рядом с ним, поддерживали его и постоянно делали ему комплименты, отчего Хуан Гуй стал главной звездой за столом, затмив Чэнь Бина. Такие мелочи никогда бы не заставили Ван Буоле чувствовать себя не в своей тарелке. Но Хуан Гуй, быстро набравшись, ударил кулаком по столу и громко заявил «Дорогие друзья, прошел год, мы все изменились, домейн стала настоящей красавицей!» В чувствах сказал Хуан Гуй. Услышав до боли знакомый тон, Ван Буоле скривился. Заметив кислое выражение лица Ван Буоле, Хуан Гуй рассмеялся «Все изменились, за исключением Балле! Он все такой же толстый!» Его прихлебатели разразились хохотом, другие люди за столом тоже начали шутить про Ван Буоле. Ему нельзя было показывать гнев, поэтому Ван Буоле лишь недовольно взял палочками еду и положил себе на тарелку. Думень про себя злорадствовала. Не каждый день увидишь Ван Буоле, которому было нечем ответить. Возможно, из-за ее бывшей роли старосты или милого наряда, но на нее обратил внимание Хуан Гуй. «Думень, слышал, ты и Ван Буоле поступили в ДАО Академии Эфира. Поздравляю! На какой факультет?» «Алхимия», — с улыбкой ответила Думень. «А, факультет алхимии! Если у тебя будут вопросы по алхимии, не стесняйся послать мне сообщения. Мы уже закончили одну школу, поэтому я с радостью помогу тебе!» У Хуан Гуя загорелись глаза, как только прозвучило слово «алхимия». Кажется, он нашел новую тему для разговора. «Ребята!» Тут же встрял один из его прихлебателей. «Вы не знаете, но Хуан Гуй не простой студент ДАО Академии Святоречья, а главный префект кафедры травоведения факультета алхимии!» Все за столом порядком удивились, некоторые впервые про это слышали, однако сам титул звучал крайне впечатляюще. Ван Буоле про себя вздохнул. Теперь Хуан Гуй нравился ему еще меньше. При виде выражения лиц людей за столом, Хуан Гуй пришел в восторг. Вот только он скрыл его за улыбкой. «Это все мелочи. Мы все здесь хорошо знаем друг друга. Должность главного префекта не делает меня лучше остальных. Джоусинь, много треплешься. В качестве наказания допивай свое вино!» Шутливо потребовал Хуан Гуй. Его прихлебатель рассмеялся, сказал тост и залпом осушил бокал. «Главный префект прав. Я просто хотел объяснить всем роль главного префекта, поделиться своими знаниями, если так можно сказать». Признался Джоусинь. «Ха-ха, ладно уж твоя взяла». Хуан Гуй улыбнулся и покачал головой. «Друзья!» Сухопокашлив начал Джоусинь. «Роль главного префекта не так проста, как кажется. Может быть, вы не знаете, но главный префект – важная должность, которую можно получить только за особые способности на конкретной кафедре. Он не простой студент, а ученик самого ректора. Так все устроено в каждой академии. «Думень, у вас в Дао Академии эфира все так же, верно?» Думень слегка поменялась в лице, стрельнула глазами в Ван Буоле и кивнула. Ван Буоле потер переносицу. Ничего не сказав, он посмотрел на Джоусинь и Хуан Гуэ. Теперь все за столом поняли значимость должности главного префекта. В глазах молодых людей появился восхищенный блеск. Сидящие за столом поднимали бокалы и говорили «тос за Хуан Гуэ». Тот тоже пригубил вино вместе со всеми, но каждый раз делал крошечный глоток. За столом воцарилась веселая атмосфера. Внезапно Хуан Гуэ обратил внимание на Ван Буоле. Сначала застолье тот ни разу не предложил «тос за него», что вызвало его недовольство. «Баоле, как у тебя дела в Дал Академии Эфира?» Слыбкой спросил он, не став дождаться ответа, Хуан Гуэ продолжил. «Забудь. Не хочу сыпать соль на рану. Мы столько проучились вместе. Все знают, что ты прошел туда по минимально допустимому баллу. Небось, еще занимаешься в поте лица. К слову, на какой факультет ты поступил?» «Хармического оружия», — коротко ответил Ван Буоле, чувствуя подступающую ярость. «А, факультет хармического оружия. Необычный факультет. Учиться там непросто. Если доучишься, то тебя ждет светлое будущее. Выбери ты факультет алхимии, то я смог бы тебе помочь. Мне вряд ли удалось бы поднять тебя в сотню лучших, но под моим началом ты бы точно оказался в первой тысяче студентов». Хуан Гуэ не обратил внимания на тон Ван Буоле. Единственным человеком, кто интересовал его на этой встрече, была Думинь. За год она сильно похорошела. Что до остальных, по его мнению, между ними уже лежала широкая пропасть, поэтому их можно было игнорировать. Оскорбительный тон Хуан Гуэ взбесил Ван Буоле еще больше. Если бы за столом не сидели бывшие одноклассники, и это не была встреча выпускников, он бы давно уже перешел к действиям. Придаваясь депрессивным мыслям, он заметил, как глумливо улыбалась Думинь. В ответ он одарил ее исправляющим взглядом. Выражение лица Ван Буоле еще больше развеселило Думинь. Она переключила внимание на Хуан Гуэ и кокетливо ему улыбнулась. «Хуан Гуэ все верно сказал». Получив положительный ответ от Думинь, Хуан Гуэ улыбнулся. После этого он стал необычайно словоохотливым, он рассказывал про учебу в Дао Академии Святоречья, не забывая при любой удобной возможности чем-нибудь похвастаться. Раздраженный Ван Буоле подумал о Людо Убине. Они учились в разных школах, поэтому его не было на этой встрече выпускников. Будь он здесь, то уже давно бы поведал всем собравшимся его статусе в Академии, проблема была бы решена. Ван Буоле не хотел уподобляться хвостуну Хуан Гуэ, такие вещи всегда должен рассказывать кто-то другой. Поглаживая живот, он подумывал о том, чтобы уйти пораньше. В этот момент в ресторан вошел встроенный и высокий мужчина средних лет, всем своим видом он буквально проецировал властность. В сопровождении подчиненных и сотрудников ресторана он направился к отдельному кабинету, проходя через зал он внезапно остановился. Присмотревшись, он широко улыбнулся и быстрым шагом двинулся к столу Ван Буоле. Его сопровождающие немного удивились, но без лишних вопросов засеменились следом. Появление такого количества людей привлекло внимание людей за столом. Чань Бин, государственный служащий, тут же поменялся в лице. Он подскочил с места, тогда как Ван Буоле и все остальные лишь удивленно подняли головы. Подошедший к ним мужчина явно был важным человеком. «Ты ведь Буоле, верно?» – спросил мужчина. «Ха-ха, я отец Даобиня. Слушал, ты неоднократно помогал ему в академии и даже посодействовал, чтобы его зачислить в дисциплинарный комитет. Я очень тебе признателен». Этот мужчина действительно был отцом Люда Убиня, заместитель мэра города Феникс. Сын по приезду показал ему фото Ван Буоле, поэтому он сразу же его узнал. Когда улыбающийся мужчина пожал ему руку, Ван Буоле вышел из ступора и с улыбкой сказал. «Мэр Лю?» В голосе отца Люда Убиня чувствовалась теплота, словно он разговаривал со своим племянником. Его подчиненные и сопровождающие вопросительно посмотрели на Ван Буоле. Многие из них пытались понять, кем был этот молодой человек и каким статусом обладал. Отец Люда Убиня поднял бокал и выпил за здоровье всех за столом. Чань Бин поприветствовал его. На это отец Люда Убиня, заметив, что молодой человек был простым государственным служащим, коротко кивнул и потерял к нему интерес. Перед уходом он перекинулся с Ван Буоле еще парой слов. Сидящие за столом не знали, что и думать. Из разговора между Ван Буоле и мужчиной, а также по реакции Чань Биня, они поняли, каким статусом обладал незнакомец. Разговоры за столом стихли, все в нерешительности смотрели на Ван Буоле. С самого начала Ван Буоле никак не выделялся, но в итоге именно он озадачил и удивил их больше всего. Глава 60. Немедленно возвращайся в Дао Академию. Ван Буоле с удовлетворением отметил, что оказался в центре всеобщего внимания. Если его с первого взгляда узнал отец Люда Убине, его ждет светлое будущее. При виде ошеломленных лиц Ван Буоле начал думать, что сказать, как вдруг Хуань Гуи негромко рассмеялся. Ого, Буоле, я недооценил тебя. Ты смог пристроить кого-то в дисциплинарный комитет. Задачка не из простых, однако и я проделывал подобное, так что процесс мне известен. Знаешь, я ведь главный префект и ответственный за дисциплинарный комитет в моей академии. Меня постоянно донимают студенты с подобными просьбами. Очень тяжело им отказывать, знаешь ли. Поделился Хуан Гуи. Он театрально вздохнул, словно на его плечах лежал тяжкий груз. Буоле, в будущем постарайся не просить своего главного префекта об услугах. Я слышал, все Дао Академии реформируют систему главных префектов. Теперь на факультетах будет коллегиальный орган. Даже я уже размышлял о том, как мне в будущем общаться с двумя другими префектами. Если ты будешь засыпать просьбами главного префекта, с которым ты дружен, это может ухудшить ваши отношения. Хуан Гуи сказал это таким тоном, словно сам оказывался в похожей ситуации. Напряженная атмосфера за столом заметно разрядилась. Вскоре молодые люди вновь начали весело болтать. Теперь все относились к Ван Буоле иначе. Правда, они старались этого не показывать. Объяснение Хуан Гуя прояснило для них ситуацию. И Ван Буоле прочистил горло. Он хотел рассказать всем, что тоже был главным префектом, и ему не нужна ничья помощь. К тому же ему можно было не беспокоиться о других главных префектах. На своем факультете он был единственным. Именно он избавился от всех прошлых главных префектов. В данной ситуации Ван Буоле посчитал неуместным упоминать об этом лично. Пока он размышлял, как бы намекнуть об этом всем остальным, в другом конце зала поднялся шум. Из отдельного кабинета вышли крупные мужчины и оцепили часть ресторана. Следом за ними оттуда вышел мускулистый мужчина, буквально излучающий силу, вместе с несколькими дюжинами лакеев. На плечах мускулистого мужчины лежала пурпурная мантия. Немного позади шел отец Люда Убине, почтительно наклонив голову. За мужчиной в мантии осторожно следовал хозяин ресторана. Все эти люди направлялись к столу Ван Буоле. Еще не подойдя к столу, мускулистый мужчина рассмеялся. Чэнь Бин вскочил как ошпаренный и в панике чуть не потерял равновесие. — Приветствую, мэр! — громко и четко произнес он. Услушав уважительное приветствие Чэнь Бина, остальные тоже поднялись из-за стола. Между заместителем мэра и самим мэром была огромная разница. В эру духовного истока мэром даже такого небольшого городка мог стать кто-то особенный. Такой человек должен быть хорошо выученный, с блестящей родословной и серьезными навыками, чтобы соответствовать титулу мэра города в эпоху после войны с чудовищами. Когда к их столу подошел заместитель мэра, это всех порядком удивило, но сейчас пришел сам мэр. Многие за столом очень удивились и даже слегка перепугались. — Юные дарования федерации! Это я помешал вашей встрече! Не надо вставать! Пожалуйста, садитесь! С улыбкой сказал мэр города Феникс и помахал рукой в характерном жесте, попросив всех сесть. — Ван Буэлэ! Когда все расселись, мэр подружески обратился к Ван Буэлэ. Его голос был не очень громким, но ему все равно удавалось держать людей в напряжении. Такую же властность Ван Буэлэ почувствовал в парне в белом халате, который убил чудовище во время их путешествия домой. При встрече с мэром города его вновь посетило похожее чувство. — Моё почтение, мэр! Я Ван Буэлэ из Дао Академии Эфира! Ван Буэлэ поднялся и накрыл ладони кулак, смиф при этом не показаться подобострастным или надменным. — Какой выдающийся юноша! Со смехом похвалил мэр города. — Я только что слышал от старины Лю, что в ресторане Ван Буэлэ. Я заглядывал с визитом к тебе домой, но не застал тебя. Ты настоящая гордость города Феникс! Мэр окинул взглядом своих людей. — Я так понимаю, вы не знаете о достижениях этого прекрасного юноши. Обратился мэр к крупным чиновникам города, которые пришли с ним. Ему удалось превзойти многих других кандидатов и поступить в одну из четырёх Дао Академий. То, что он был зачислен на факультет хромического оружия, лишь подчеркивает его необычайный талант. Из всех студентов он пробился на самый верх и стал главным префектом. Это делает его лучшим из лучших. Вдобавок, Ван Буэлэ стал первым главным префектом сразу трёх кафедр у себя на факультете. Впервые в истории! Порядком удивившись, чиновники не удержались и похвалили Ван Буэлэ. Тем временем у бывших одноклассников за столом отвисла челюсть, особенно у Хуан Гуэ. Тому стало трудно дышать. Он побледнел и с недоверием уставился на Ван Буэлэ, прекрасно понимая, что значит быть единственным главным префектом на факультете. И всё же он не мог примириться с тем фактом, что Ван Буэлэ это удалось. Мэр города выпил за здоровье Ван Буэлэ. Его подчинённые поддержали начальника. Вновь оказавшись в центре внимания, Ван Буэлэ буквально расцвёл. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он знал, как вести себя в соответствии со своим статусом главного префекта. Его манера держаться впечатлила чиновников города Феникс. Отец Люда Убиня представил всех Ван Буэлэ. Встреча получилась короткой, но у всех осталось приятное первое впечатление. Перед уходом мэр похлопал Ван Буэлэ по плечу и с улыбкой сказал. «Буэлэ, слышал, у тебя получаются радужные духовные камни необычайного качества. Не забудь переплавить один для родного города. Мы поместим его в музей, как напоминание будущим поколениям студентов, с кого следует брать пример». Молодые люди за столом позеленили от зависти. О таком внимании они могли лишь мечтать. После ухода мэра и его сопровождающих, взгляды всех за столом обратились на Ван Буэлэ. Хуан Гуэлэ не мог сдержать распирающего его любопытства. «Ты?» Спросил он дражащим голосом. «Ты главный префект трёх кафедр?» Этот момент изумил Хуан Гуэлэ больше всего. Другие могли не знать о сложности получения сразу трёх таких титулов, но главный префект кафедры травоведения Дао Академии Святоречья понимал значимость и власть человека, являющегося единственным префектом факультета. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. С начала эры духовного истока никто в Дао Академии Святоречья не смог добиться подобного статуса. С начала новой эры во всех четырёх великих Дао Академиях количество людей, сумевших стать главными префектами сразу трёх кафедр, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому удивление Хуан Гуэлэ было вполне понятным, Чен Бинь тоже поражённо застыл. Он не всё понял, но энтузиазм мэра города мог означать только одно. Перед Ван Буэлэ лежала мощёная дорога, ведущая в светлое будущее. Что до других одноклассников, они до сих пор не оправились от шока. Эта сцена навсегда отпечаталась в их памяти. При виде реакции остальных Ван Буэлэ беззаботно рассмеялся, он не хотел хвастаться и специально ничего не говорил, однако его всё равно узнали. Это было делом рук самой судьбы, однако он не стал задирать нос, хоть Хуан Гуэлэ и повёл себя с ним не очень красиво, Ван Буэлэ не стал остро на это реагировать. «Ничего особенного», — скромно объяснил он. «Так получилось, что я стал главным префектом кафедры духовных камней. Столкнувшись с упомянутой тобой реформой, мне было неохота возиться с двумя главными префектами. Я упертый парень, поэтому я пошёл по пути наименьшего сопротивления, превзошёл обоих префектов кафедр начертаний духовных заготовок. Это значительно всё упростило, так как теперь только я принимаю решение на факультете». Ван Буэлэ сам оказался под впечатлением от своей скромности. В глазах остальных же такое преуменьшение собственных достоинств выглядело немного странно. Думень с другой стороны слегка расстроилась, кто мог предсказать, что Ван Буэлэ подвернётся такой шанс покрасоваться перед всеми. Хуан Гуэ рядом с ней умолк, обуреваемый смешанными чувствами, он натянуто улыбнулся радостному Ван Буэлэ. Вскоре встреча подошла к концу. Ван Буэлэ поднялся из-за стола и вышел из ресторана под взглядом выбитого из колеи Хуан Гуэ. Незаметно прошёл ещё месяц каникул. До начала нового учебного года оставалось несколько дней. За этот месяц в гости зашла зайка и стала новой любимой девочкой его матери. Люда Убинь тоже часто заглядывал, не забывая про небольшие гостинцы. Вместе они исколесили весь город Феникс. Последние дни каникул Ван Буэлэ планировал провести в такой же расслабленной манере, как вдруг ему пришло срочное сообщение из ДАО Академии эфира. Ван Буэлэ, немедленно возвращайся в ДАО Академию! Глава 61. Опасность в ушине. К сообщению прилагался документ. В нём объяснялось, что три дня назад на факультете техармического оружия произошёл инцидент с участием нескольких учащихся, решивших остаться в Академии на каникулы. Дело было серьёзным, поэтому требовалось вмешательство дисциплинарного комитета. Поскольку Ван Буэлэ являлся единственным главным префектом факультета, Академия попросила его в срочном порядке вернуться. Обычно в таких случаях связывались с ближайшим от Академии главным префектом, но на факультете техармического оружия не осталось никого, кроме Ван Буэлэ. Такая обширная власть рука об руку шла с ответственностью. Это был его долг. Титул главного префекта – это тоже своего рода бремя. Приходится поступаться собственным свободным временем ради службы народу. Ван Буэлэ в этот же день объяснил ситуацию родителям, им не хотелось отпускать сына, но они были рады видеть, как он возмужал. Они настояли на том, что проводят его до воздушного порта. До начала нового семестра оставалось ещё несколько дней, поэтому воздушный корабль ДАО Академии Эфира ещё не прибыл. В итоге он выбрал небольшой летающий корабль, который летел до города Эфира, билеты стоили недёшево, но он планировал взыскать расходы со своего учебного заведения. Попрощавшись с родителями, Ван Буэлэ сел на ближайший рейс и уже через полчаса оказался в воздухе. Маленькие воздушные суда, ходившие между городами, были не такими безопасными, как корабль ДАО Академии Эфира. Обычно путешествия проходили гладко, если, конечно, не брать в расчёт форс-мажоры. Всё-таки маршруты полёта постоянно проверялись на безопасность. Расположившись в каюте, Ван Буэлэ зевнул. После длинных каникул он был как никогда расслаблен, он потер глаза и посмотрел на ночное небо через иллюминатор. Даже если этот кораблик будет лететь быстрее, путь до Академии займёт около пяти дней. Ван Буэлэ лег поудобнее и погрузился в сон. На следующее утро он вышел из своей кабины, чтобы размяться. На борту находилось более десяти пассажиров, семь-восемь явно были бизнесменами, которые летели в другой город по делам, остальные выглядели довольно обычно. Трое были одного с ним возраста, на борту даже нашёлся толстяк, который эмоционально поприветствовал Ван Буэлэ. Обменявшись приветствиями, Ван Буэлэ отправился в кают-компанию. После плотного завтрака он отправился на палубу, полюбоваться пейзажем и подышать свежим воздухом. «Эта посудина должна лететь быстрее! Скоро окажемся в Туманолесье!» Рассматривая крестность, Ван Буэлэ размышлял о месте из описания отца, то самое, где он нашёл маску. «Для вылазки сюда пока рановато, в противном случае я бы с удовольствием посетил упомянутое отцом место». Ван Буэлэ сокрушённо покачал головой, он знал о живущих в дикой местности чудовищах, даже на ступени укрепления пульса при встрече с одним из таких зверей шанс погибнуть был очень высок. Археологическое сообщество, где работал его отец, с несколькими сотнями сотрудников отправляло массивную охрану для обеспечения безопасности. Ван Буэлэ понимал необходимость вооружённого эскорта, но ему очень не хотелось рассказывать остальным о месте раскопок. Со вздохом он решил наведаться туда сразу по достижении наивысшей точки ступени укрепления пульса. В такую экспедицию он собирался взять много дхромических артефактов и пилюль, он уже хотел вернуться в каюту, как заметил впереди в небе световой барьер. На пути воздушного корабля находился чёрный световой барьер, напоминавший металлическую пластину шириной в полкилометра. Барьер появился слишком внезапно, поэтому корабль не успел уклониться. Ван Буэлэ округлились глаза, когда корабль с грохотом налетел на преграду. Судно дико затрясло. «Что происходит? Кто учил пилота так управлять кораблем?» На борту зазвучали недовольные крики пассажиров. В результате столкновения нос корабля раскололся надвое. Из-за высокой скорости полёта обломки со страшной силой прошили все части корабля словно шрапнель. Ван Буэлэ поменялся в лице и весь напрягся, когда мимо него просвистел один из таких обломков. Если бы он не вцепился в поручни, то его бы выбросил за борт сильный порыв ветра. «Что за чёрт?» Все мысли в его голове перепутались, события развивались слишком быстро, с появлением чёрного барьера до столкновения прошли считанные секунды. Ван Буэлэ не успел толком ничего понять, как смерть прошла всего в каких-то сантиметрах от него. К счастью, корабль оказался довольно крепким, а чёрный барьер – неглухой стеной. По этой причине судно не разбилось в дребезги, однако последствия столкновения были серьёзными, корабль больше не мог продолжать полёт. Такое резкое торможение сорвало пассажиров с мест, в то же время на корабле зазвучал сигнал тревоги. «Нападение! Нападение врага!» Экипаж и охрана корабля поднялись на палубу, изумлённо осмотревшись, они тяжело задышали. В их глазах появилось отчаяние, пассажиры запаниковали, одни попытались спрятаться, большинство же выскочило из кают и бросилось на палубу, чтобы узнать, в чём дело. От увиденного на палубе по их спинам пробежал холодок, а рты раскрылись в беззвучных криках. «Это... воздушные пираты!» Понял Ван Була. Это происшествие разительно отличалось от того, что он пережил в Нексусе иллюзий. В вышине над их кораблям кружило пять других судов, и они постепенно снижались. Корабли были покрашены в цвет свежей крови, на одном из бортов красовался жутковатый логотип, идеально подходящий их опасному ремеслу. Изначально у попавшего в окружение корабля ещё был шанс дать отпор, но тут с пиратских судов спрыгнуло около двадцати человек в чёрном, судя по их свирепому виду, им было не впервой проливать кровь. От их кровожидных взглядов у пассажиров внизу мороз пробежал по коже. Эти воздушные пираты находились на ступени укрепления пульса, некоторые даже на великой его завершённости. Охрана корабля чувствовала бессилие, несколько пассажиров заплакали от мысли о неминуемой смерти. «Мы — авиакомпания «Дун Лень», — дрожащим голосом сказал мужчина в толпе, судя по форме капитан корабля. Ему не дал закончить один из мужчин, спрыгнувших на палубу. «Закрой пасть!» Воздушные пираты на корабле внимательно изучали пассажиров. Они даже сверялись с чем-то в своих нефритовых табличках, заметив толстяка одного возраста с Ван Буэлэ, у них загорелись глаза. Вот только после слечения с нефритовой табличкой они нахмырились. Ван Буэлэ прищурился, его сердце бешено застучало в груди. Это была реальность, а не проверка в мире иллюзий. Сейчас его жизнь действительно находилась под угрозой, он без колебаний спрятал руку в рукав и вытащил из браслета летающий меч. Держа меч в рукаве, он задрожал всем телом и притворился напуганным. В этот момент воздушные пираты заметили его в толпе. Сразу узнав Ван Буэлэ, их глаза кровожадно загорелись. Другие пассажиры их явно не интересовали. Когда они двинулись в его сторону, Ван Буэлэ понял, что именно он был их целью. «Мелкий ублюдок здесь!» Ехидно сказал один из пиратов. В следующий миг больше десяти людей в черных нарядах бросились к Ван Буэлэ со скоростью ступени укрепления пульса, явно намереваясь убить. Ван Буэлэ нервно втянул в легкий воздух, пока нападавшие приближались, меч в руке исчез, вместо него из браслета появился мегафон. Созданный имдхармический артефакт. Приложив его к губам, он так напрягся, что у него на лбу вздулись вены. «Это вы, жалкие ублюдки!» В этот крик он вложил всю силу своего голоса. Этот оглушительный крик благодаря усилению мегафона подобно громовому раскату прокатился звуковой волной по всей палубе. У ближайшего к Ван Буэлэ нападавшего округлились глаза от боли, его барабанные перепонки лопнули. Вскрикнув, он был отброшен назад звуковой волной, остальные тоже пострадали от звуковой волны. Те, кто находились ближе к Ван Буэлэ закашлялись кровью, нападавшие, кому повезло оказаться немного дальше, оглушенно застыли. Даже у Ван Буэлэ зазвенело в ушах, хотя он был к этому готов. Заметив прибывающее подкрепление, он воспользовался этой заминкой и молниеносно прыгнул за борт. Глава 62. Контур атаковать «Проклятье!» Подкрепление воздушных пиратов прибыло слишком поздно, они опоздали, Ван Буэлэ уже выпрыгнул за борт. Действовал он без колебаний. Люди в черной одежде напряглись, их взгляды посуравели. Подбежав к борту, у которого только что стоял Ван Буэлэ, они увидели человека, стремительно летящего к земле. Ему удалось разглядеть, как он поднял голову и холодно на них посмотрел. От этого взгляда у воздушных пиратов ни с того ни с сего мороз пробежал по коже. Ван Буэлэ превзошел все их ожидания. Все-таки в их глазах это был обычный пацан. Пацан, который дважды смог их удивить. Они серьезно недооценили его. При виде его перепуганного лица первая группа потеряла бдительность и расслабилась, думая, что их жертве некуда бежать. Но толстяк мегафоном ранил одного из них и оглушил остальных, после чего спрыгнул за борт. От кого-то его возраста пираты явно не ожидали чего-то подобного. Чтобы воплотить в жизнь такой план, требовалось не терять головы и грамотно рассчитать время. Больше всего нападавших удивило то, что с появлением подкрепления Ван Боулэ спрыгнул с корабля. Даже такие матерые разбойники заколебались бы перед прыжком с такой высоты, тогда как Ван Боулэ сделал это без тени сомнений. Любой другой на его месте тоже бы не сразу решился на прыжок. Все-таки корабль находился в нескольких километрах над землей. После прыжка с такой высоты мог выжать эксперт стадии истинного дыхания, но кого-то на стадии древних боевых искусств без какой-либо подготовки ждала неминуемая смерть. Ван Боулэ это не остановило. Прыжок показывал суровость Ван Боулэ даже по отношению к себе. Что интересно, это был единственный путь к спасению. Жесткий парень. Ему еще и двадцати нет. Если дать ему время, он точно станет одним из тех, кто будет убивать, не моргнув глазом. А я все гадал, зачем нас послали убить какого-то соплика. Теперь все понятно. Если он так суров с собой, то будет еще более жесток с врагами. Практически 30 человек в черном все еще стояли на корабле. Наконец все посмотрели на старика, прибывшего с подкреплением. Он носил точно такой же наряд, как и все остальные, за исключением уникальные перчатки из черного металла на правой руке. Его холодный взгляд буквально излучал угрозу. Он явно был лидером нападавших. Ван Боулэ должен умереть. Мы обязаны добыть его голову, несмотря ни на что. За ним! После его приказа остальные воздушные пираты, даже не посмотрев на других пассажиров, вернулись на свой корабль и пустились в погоню за Ван Боулэ. Тем временем Ван Боулэ камнем летел к земле. Все произошло слишком внезапно, чтобы он успел понять, почему эти люди хотели его смерти. Вместо этого его мозг лихорадочно рассчитывал скорость падения и расстояние до земли, корректировка полета и все эти расчеты были возможны благодаря постоянной работе с формулой длинночертаний. Его мозг теперь умел практически молниеносно проводить такие расчеты. Смягчение! «Нужно чем-то смягчить приземление!» Из-за бьющего в лицо ветра ему было трудно дышать, ощущение было такое, будто воздух сдавливал его со всех сторон. Перед глазами начало темнеть, Ван Боулэ стеснул зубы и усилием воли очистил разум. Спустя пару вдохов он перевернул ладонь, и на ней появилась печать. Один из переплавленных имдхармических артефактов. С рявом он послал в нее всю свою духовную энергию. Он решил перемешать начертания, чтобы нарушить течение энергии. Этим он планировал вызвать взрыв. Кто-то другой не смог бы этого сделать, но Ван Боулэ переплавил этот храмический артефакт и своими руками нанес каждое начертание, поэтому он как никто другой знал о его конструкции. Вскоре из печати в его руке брызнул ослепительный свет, Ван Боулэ бросил ее вниз, где та и взорвалась. Взрывная волна ударила прямо в него, отчего из уголков губ потекла кровь, но этот маневр позволил ему немного снизить скорость падения. Ван Боулэ с безумным блеском в глазах один за другим взрывал ткармические артефакты, таким образом он снизил скорость падения и изменил траекторию полета. В итоге он падал не на равнину, а на скалу в одну из долин неподалеку. Даже с заметно сниженной скоростью, удар от столкновения со скалой все равно грозил переломать ему все кости, после чего он упадет на землю, где и встретит свою смерть. Ван Боулэ понял, что наступил самый ответственный момент. Рядом со скалой Ван Боулэ с ревом привел в действие поглощающая семечка. Духовные энергии и безумное желание выжить породили невероятную силу притяжения, которая была направлена на скалу. В результате Ван Боулэ с силой впечатал в скалу. От боли он во все горло закричал. Чувство было такое, будто все его тело разламывалось на части. Однако боль того стоила, скорость падения снизилась. Благодаря силе притяжения последние 30 метров до земли он пролетел уже не так быстро. Удары об землю помогли смягчить халат главного префекта и защитная функция бездонного браслета. К счастью, он относительно легко отделался после удара об землю. Сплюнув набравшуюся во рту кровь, он побежал по узкой тропинке вдоль скалы. Всю дорогу Ван Боулэ тяжело пыхтел, опасность еще не миновала, к тому же происходящее отличалось от всего пережитого им ранее. Похоже, нападавшие не отстанут, пока не убьют его. Кто они такие? Почему хотят убить меня? Как они узнали, что я окажусь на этом корабле? Костюшки на его пальцах побелели, все-таки он был еще совсем молодым. В страхе он судорожно попытался включить кольцо передатчик и позвать на помощь, но оно почему-то не работало. С этим сгорела его последняя надежда на спасение. В глазах Ван Боулэ появился звериный блеск, он понял, убийцы долго планировали нападение, иначе как они оказались настолько хорошо осведомлены и подготовлены. Должно быть это как-то связано с просьбой вернуться в ДАО Академию. В глазах Ван Боулэ появилась решимость, сейчас было бесполезно об этом думать, сбежать из этой ситуации было практически невозможно, сейчас только он сам мог себя спасти. Раз так, остается только контр-атаковать. Ван Боулэ стеснул зубы. Прибавив ходу, он вскоре взобрался на скалу, на бегу он принял несколько пилюль. «Успокойся!» мысленно говорил себе Ван Боулэ. «Нельзя поддаваться панике! Успокойся!» Глубокие вдохи и выдохи помогли немного унять расшалившиеся нервы, у него по-прежнему все внутри сжималось от страха, но сейчас он хотя бы не выглядел таким напуганным. «Эти люди хотят убить меня!» «Ради меня они использовали несколько кораблей и напали группы почти в 30 человек!» «Кто знает, сколько еще осталось на борту!» Помимо серьезного численного перевеса, у них есть эксперты великой завершенности ступени укрепления пульса. С одним я еще могу справиться, но их слишком много. Меня точно убьют! У меня одно преимущество – солидное количество дхармических артефактов. У меня над ними только базовый контроль, поскольку я еще не достиг стадии истинного дыхания. С другой стороны, если я настрою начертания, то могу ими драться. Нападавших надо разделить, нельзя попасть в окружение или оставаться на открытом месте. «Лес! Надо скрыться в лесу!» С этой мыслью Ван Буэлэ огляделся и побежал к далекому Туманолесью. На подступах к колесу он услышал звуки приближающихся воздушных судов. Обернувшись, он увидел пять летящих к нему кораблей. «Хотите убить меня? Посмотрим, хватит ли вам силенок!» У Ван Буэлэ был затравленный взгляд, как у загнанного в угол зверя. После того, как он нырнул в лесную чащу, над Туманолесьем зависли пять воздушных судов. Обильное листва и плотное переплетение деревьев полностью блокировали обзор с воздуха, из-за чего преследователи лишились своего преимущества. Вскоре корабли разлетелись в разные стороны, после чего с них сошли более двадцати человек, взяли область в кольцо и направились на поиски Ван Буэлэ. «Ван Буэлэ не нужен нам живым! Как только найдете его, убейте на месте!» Глава шестьдесят третья Охота на загнанного зверя Земля в Туманолесье весь год оставалась влажной и вязкой. В лесу обитали ядовитые змеи, многоножки длиной в треть метра и еще много тварей опасней. Даже в пограничных областях леса опасность поджидала на каждом углу. Ван Буэлэ никогда не был в этом лесу, хоть в Нексусе иллюзии крайне подробно имитировался этот лес. Многие его детали были очень точно отражены в иллюзорной копии, поэтому в каком-то смысле Ван Буэлэ уже довелось побывать в Туманолесье. Немного углубившись в чащу, он с головой нырнул в жидкую грязь. Зажав антидот в зубах, он не шевелился, терпя неприятные ощущения от холодной грязи на коже. Из грязи торчало только ноздрей глаз, которым он наблюдал за округой. Вскоре сердце Ван Буэлэ бешено застучало. Неподалёку появился мужчина в чёрном. С хромическим артефактом в руках он быстро бежал по лесу в поисках Ван Буэлэ. Артефакт сразу привлёк внимание Ван Буэлэ. Он не знал о его назначении, но будучи главным префектом трёх кафедр факультета хромического оружия, по одному виду установил, что этот артефакт использовался для поисков по исходящим от человека эманациям. После достижения человеком в ступени физической печати становилось возможным полностью запечатать тело, что делало бесполезным термовидение, эффективными были только тхармические артефакты, улавливающие эманации. Приведя артефакты, у Ван Буэлэ всё внутри похолодело. Времени на размышления не осталось, он выпрыгнул из своего укрытия, мужчина в чёрном, который ещё секунду назад не знал о местоположении Ван Буэлэ, сорвался с места в одно время с Ван Буэлэ. Его целью было грязевое укрытие. Если бы Ван Буэлэ остался в нём хотя бы на мгновение дольше, то атака мужчины, взорвавшая это болотце и разметавшая во все стороны грязь, точно ранила бы его. Со страхом в глазах Ван Буэлэ бросился бежать. Ван Буэлэ! Мужчина ухмыльнулся и бросился следом. Благодаря культивации ступени укрепления пульса его скорость резко возросла, позволив ему в мгновение око догнать жертву. Он выбросил вперёд руку, намереваясь схватить его за плечо, но тут появилась настолько сильная сила притяжения, что ошламлённого мужчину резко рвануло вперёд, и он запнулся. Он всего лишь оступился, но Ван Буэлэ этого было достаточно. Он резко развернулся, вместо страха в его глазах появилось нечто животное, некий первобытный инстинкт. Это были глаза не добычи, а охотника. «Хочешь убить меня?» «Размечтался!» С утробным рыком Ван Буэлэ резко поднял руку. Мужчина в чёрном оказался в неустойчивом положении из-за силы притяжения. Ван Буэлэ схватил его кисти, молниеносным движением сломал её. Не дав ему возможности закричать, Ван Буэлэ ловко зашёл за спину и зажал ему рот рукой. Тяжело дыша, он напряг мускулы и свернул мужчине шею. У нападавшего закатились глаза, и он забился в конвульсиях. Наконец он обмяк. В неестественной тишине леса было слышно только тяжёлое дыхание Ван Буэлэ. Даже сломав шею нападавшему, он ещё десять вдохов зажимал ему рот. Расслабив руки, он оцепенело уставился на тело у своих ног. «Я убил кого-то!» Пробромотал Ван Буэлэ. Его затрясло, но во взгляде чувствовался инстинкт убийцы. Человека, только что отнявшего чью-то жизнь, этот инстинкт отличался от его обычной свирепости, которая на самом деле была ничем иным, как юношеской баровадой. Но сейчас всё было иначе. Какое-то время простояв на одном месте, он, наконец, поднял голову. В тёмном лесу его взгляд казался нес с собой какую-то устрашающую силу. Ван Буэлэ в полной тишине обыскал тело и забрал пожитки покойного. Больше всего его интересовал поисковый артефакт, имевший форму чёрного диска. Предмет явно был защищён и не мог быть использован посторонними. Обычно требовался либо отпечаток пальца, либо проверка сетчатки, либо капля крови, либо флуктуации духовной энергии. Это было что-то вроде пароля. Ван Буэлэ с прищуром покрутил диск в руке, а потом убрал его в бездонный браслет. Оттуда же он достал восемь печатей, хромических артефактов и спрятал их в одежде покойника. В грязи неподалёку он зарыл несколько летающих мечей и настроил начертания таким образом, чтобы произошла цепная реакция. Соорудив ловушку, он скрылся в чаще. Вскоре на место прибыли трое людей. Заметив мёртвого товарища, они поменялись в лице и настороженно начали обыскивать округу. Убедившись в отсутствии Ван Буэлэ, они пошли к покойнику, чтобы узнать, как именно он погиб. Самый осторожный из них удержал товарищей и наслал на мертвеца порыв ветра, который сдвинул ткань, явив уже покрасневшие печати. Из-за ветра они тут же сдетонировали, разорвав труп на куске. — Чёрт возьми! — Коварный малый! Троица выдохнула, порадовавшись собственной осторожности, как вдруг из грязи вылетело около десяти летающих мечей, причём настолько быстро, что троица, ещё не пришедшая в себя после взрыва печатей, просто не успела среагировать. Раздались пронзительные крики, летающие мечи насквозь прошили тела трёх людей в чёрном. Их предсмертные крики нарушили тишину тенистого леса. Их товарищи поражённо повернули голову в сторону, откуда донёсся звук, Ван Буэлэ тоже слышал крики, но сейчас он полз в траве к мужчине в чёрном. Как только он отвлёкся на вобле товарищей, Ван Буэлэ помрачнел и приготовился атаковать, но тут он заметил странные искажения травы и кустов неподалёку. Поменявшись в лице, он хотел отступить, к сожалению, он заметил ловушку слишком поздно. — Попался, мелкий ублюдок! Мужчина зловеща скалился. Как будто из пустоты появилось ещё шестеро его подельников, они взяли Ван Буэлэ в кольцо и начали мёдленно обступать. Один из них держал в руках жемчужину, именно она создала мираж, спрятавший шестерых мужчин. — Объём его! Все семеро вытащили тхармический артефакт и раскрутили культивацию и укрепление пульса, отчего в округе осталось очень мало кровавого цы. Когда они пошли в атаку, Ван Буэлэ приготовился к схватке до последней капли крови. Мощным ревком он кинулся на мужчину, который выступал приманкой. Одновременно с этим он разбросал во все стороны десять печатей, заставив остальных уйти в защиту. Взгляд Ван Буэлэ не предвещал ничего хорошего, сила притяжения работала в полную силу, только мужчина поменялся в лице, как Ван Буэлэ ловко схватил и сломал его палец. Мужчина закричал, наплевав на сломанный палец, он попытался ударить Ван Буэлэ головой, тот увернулся, из-за чего удар пришёлся в плечо. Однако Ван Буэлэ удалось перехватить кисть своего противника и вывихнуть сустав. Под таким натиском лоб мужчины покрылся испариной, он кричал и пытался вырваться, но Ван Буэлэ двигался так быстро и естественно, словно не в первый раз это проделывал. Следующий удар пришёлся мужчине в пах, сила, вложенная в удар, отбросила его на несколько шагов. Он закричал во всё горло и начал в агонии кататься по земле, у шести его товарища отвисла челюсть. Пока они удивлённо смотрели на Ван Буэлэ, тот, не теряя времени даром, сжёг взглядом одного из них и поднял руку, словно мог управлять брошенными печатями. Печати действительно полетели в этого человека в чёрном. Следующим взмахом руки он выпустил в остальных больше десяти летающих мечей, свистящие клинки вынудили их оставить атаку и уклониться, мечи попали вдвоих, правда, раны были несмертельными. В самотохе Ван Буэлэ на огромной скорости набросился на следующего нападавшего. Ему в спину ударил кто-то из ещё стоявших на ногах убийц, но он стиснул окровавленные зубы и сломал свои жертвы запястья, а потом ударил в пах. Услышав дикие вопли, увидев копающую с губ Ван Буэлэ кровь, ударивший его в спину человек в чёрном наряде затрясся от страха. Он хотел сбежать, но сила притяжения Ван Буэлэ не дала ему этого сделать. В следующий миг тот уже стоял прямо перед ним. «Сдохни!» проричал Ван Буэлэ и ударил его кулаком в грудь. Послышался хруст, мужчина замертво рухнул на землю. Ван Буэлэ убил ещё одного человека. Схватка развивалась крайне стремительно, с окружения до момента, когда он расправился с третьим, прошло всего несколько секунд. Четверо ещё стоящих нападавших ошеломлённо застыли, они явно не ожидали от Ван Буэлэ такого свирепого натиска. Тем не менее, они были опытными бойцами, чья жизнь всегда балансировала на стрие ножа. С кровожадными ухмылками они вскинули свои дхармические артефакты и пошли в атаку. Ван Буэлэ прищурился. Взмахом руки он послал в них печати и летающие мечи и сам пошёл в лобовое столкновение. Спустя пять минут Ван Буэлэ схватился за грудь и закашлялся кровью. Он поспешно покинул место схватки, оставив у себя за спиной семь трупов, медленно погружавшихся в грязь. Глава шестьдесят четвёртая. Непредвиденное событие. Если бы у Ван Буэлэ было достаточно времени, то он не получил бы такие серьёзные раны. К сожалению, ему нужно было как можно скорее закончить схватку с семерыми нападавшими. Если бы поединок затянулся, то другие успели бы прийти к ним на помощь. Это столкновение дорого ему обошлось. К примеру, из схватки с последними четырьмя нападавшими Ван Буэлэ вышел бы раненым, даже будь у него тхармический артефакт. В данный момент его аура стала немного нестабильной, пригнувшись он побежал через заросли, не забыв принять несколько пилюль и проверить бездонный браслет. Сколько пилюль? Не густо. К тому же я уже истратил половину запасённых тхармических артефактов. Ван Буэлэ облизал окровавленные губы, он заметил в дереве неподалёку достаточно большое дупло, где и спрятался. С помощью скрывающей жемчужины, снятой из трупа одного из мужчин в чёрном, он замаскировал себя и наконец смог с облегчением выдохнуть. Достав поисковый тхармический артефакт, он прищурился. Для настройки надо сначала его открыть. Если как-то перевести его в обратный режим, тогда я смогу выяснить местоположение охотящихся за мной людей. Какой-нибудь другой студент никогда бы с этим не справился. Но главному префекту трёх кафедр факультет тхармического оружия, вооружённому формулой для расчёта начертаний, такое было по силам. После изучения чёрного диска он был уверен, что у него имелся определённый шанс на успех. У меня всего восемь поисковых артефактов. Можно допустить несколько ошибок. Главное успешно вскрыть хотя бы один. Каждая секунда была на счёту, поэтому Ван Буоле незамедлительно начал экспериментировать с артефактами. Количество ищущих Ван Жена людей в Томонолесье уменьшилось примерно на треть. Оставшиеся стали вести поиск более осторожно. На самом деле преследовать Ван Буоле было не только трудно, но и очень опасно. Даже у таких опытных головорезов после того, как им сообщили новости, по коже пробежали мурашки. Возглавлявший их старик рассматривал тела семерых своих людей в грязи, где их оставил Ван Буоле. Для покушения на Ван Буоле, простого студента, он взял много людей, но они всё равно понесли потери. Это стало настоящей пощёчиной для его профессиональной гордости. Он помрачнел, как же ему сейчас хотелось открутить голову мелкому гадёнышу. Проколетье. Мне было сказано, что Ван Буоле находится на великой завершённости физической печати. Как, чёрт возьми, он прикончил с десяток моих людей. Даже на ступени укрепления пульса сделать такое очень и очень непросто. Изначально они просто выполнили приказы, но сейчас им уже самим хотелось заполучить голову Ван Буоле. И почему у этого сопляка столько от хромических артефактов? Старик заскрежетал зубами, приведя страха в глазах подчинённых он посуравил. Продолжайте искать. Не ослабляйте бдительность. Этот мелкий змеё наш не так прост, как кажется. Как только найдёте его, подайте сигнал. Я сам оторву ему голову! Стоящие рядом с ним люди кивнули, они рассредоточились и продолжили поиски, постепенно сужая круг. Пока они прочесывали лес, Ван Буоле уже убрал пять испорченных дисков. Сейчас он с блеском в глазах смотрел на успешно модифицированный тхарамический артефакт. Диск показывал двадцать огоньков, постепенно расходящихся в разные стороны, три ближайших находились не очень далеко друг от друга. Ван Буоле что-то пробурчал себе под нос и продолжил наблюдать. Он понимал, что с сужающимся кругом поисков убийцы рано или поздно найдут его. Больше не могу атаковать. Надо уйти глубже в лес, растянуть их и потом продолжить контратаку. Ван Буоле с тяжелым вздохом покинул свое укрытие, сверяясь тхарамическим артефактом, он то осторожно передвигался между деревьями, то переходил на бег. Он огибал убийц одного за другим, продолжая держаться на безопасном расстоянии и углубляясь в туманолесье. Если все пойдет по плану, то ему удастся вырваться из окружения. Когда он почти улизнул от убийц, его ноги внезапно примерзли к земле, дыхание сбилось. Он почувствовал направленную на него кровожадную ауру. Медленно повернувшись, Ван Буоле побледнел, на лбу выступил холодный пот. Справа от него на дереве висело семь змей толщиной с руку, они имели красный окрас, вот только головы были белого цвета. Поначалу их можно было принять за лица младеанцев, но их змеиные глаза вызывали какой-то инстинктивный страх. Краснокосная белолицая змея! В мире иллюзии он уже сталкивался с этим видом змей. Вот только тогда она была одна, а сейчас перед Ван Буоле их было семь. Еле дыша, он начал осторожно пятиться, без необходимости он совершенно не хотел драться со змеями. Не кричите, пожалуйста, не кричите! Я не стану убивать вас! Глаза змею угрожающе блеснули, а одна уже открыла пасть. Стиснув зубы, Ван Буоле молниеносным рывком сократил дистанцию и обрушил на них тхармические печати, пилюли и летающие мечи. Этой атакой ему удалось убить шесть из них. Всё произошло практически мгновенно, Ван Буоле атаковал со всей силы, но этого всё равно оказалось мало. Последняя змея сумела увернуться и открыла пасть, тихий лес прорезал громкий детский плач. Ван Буол искривился, змеи не пугали его так, как их крик. По миру иллюзии он помнил, что кричали эти существа чрезвычайно громко. Чёрт возьми! Ван Буоле быстро сгреб тхармические артефакты и трупы змей, после чего бросился в гущу леса. Разбираться с последней не было времени, его преследователи тоже услышали змеиный крик и резко обернулись. Старик ухмыльнулся и поднёс руку с кольцом к губам, над этой частью леса была установлена блокада связи, отрезавшая контакты с внешним миром. Но у него и членов его группы связь работала. «Корабли! Разбомбить эту область!» приказал старик. Изначально он не хотел этого делать, боясь привлечь крохотом зверей и чудовищ со всей округи, но они провели в лесу уже слишком много времени, к тому же им никак не удавалось поймать Ван Буоле, поэтому старик решил отбросить осторожность. Пять воздушных кораблей прибыли к этой части леса и ударили вниз лучами света. Сначала во все стороны ударило волной нестерпимого жара, а потом в месте, где закричала змея, произошел взрыв, поднялся невообразимый грохот, взрывы разворотили грязь, вырвали с корнем деревья, бомбардировка полностью сравнялась с землей эту часть леса. Ван Буоле был вынужден покинуть укрытие. Кашляя кровью он выбрался на поверхность, при виде добычи глаза старика загорелись, он запрокинул голову и расхохотался, а потом на огромной скорости побежал к Ван Буоле. Настолько быстро, что его тело практически превратилось в луч света, такая скорость была возможна благодаря великой завершенности укрепления пульса. В каком-то смысле старик уже переплавил свои кровавыцы до предела. Похоже, в результате какого-то удачного стечения обстоятельств, произошедшего в прошлом, его аура стала напоминать истинное дыхание. Хотя это не была стадия истинного дыхания, однако с такой аурой его боевая мощь заметно превосходила великую завершенность укрепления пульса. Ван Буоле был ранен во время нескольких стычек, к тому же во время бомбардировки его тоже задело, он тяжело дышал, следя за приближением старика в одном шаге от истинного дыхания. Поднятая рука старика покраснела, словно втянула в себя весь воздух в округе, неся с собой ужасающую силу и оставляя за собой дорожку горячего воздуха, рука приближалась к Ван Буоле. Омри! Чувствуя близость смерти, Ван Буоле понял, бежать было некуда. С безумным блеском в глазах он вытащил все дхармические артефакты из бездонного браслета, после активации все предметы вспыхнули ярким свечением. В окружении духовной энергии они устремились к старику, прогремел взрыв, кто-то другой побоялся бы встретить их лоб в лоб, предпочтя уклониться, но старик презрительно улыбнулся и жал пальцы в перчатки. В этот же миг из неё ударила волна энергии невероятной силы. Разбейся! Небольшая буря энергии ударила из перчатки в тхармические артефакты Ван Буоле. В результате столкновения печати потрескались, но не разбились. Удар разбил только внешний слой тхармических артефактов, духовные заготовки внутри не пострадали. Оставшиеся артефакты заблокировали и нейтрализовали обжигающий жар, посланный стариком. Энергия перчатки всё равно прошла через тхармические артефакты, но до Ван Буоле дошло всего сорок процентов от изначальной атаки. Под защитой бездонного браслета и даоского халата Ван Буоле только закашлялся кровью и на огромной скорости рванул вперёд. За пазухой он держал пурпурный меч. Это был его главный козырь. Ван Буоле не хотел, чтобы противник узнал о нём раньше времени и был готов защититься. Этим мечом он планировал нанести смертельный удар. «Чёрт бы тебя побрал!» Вороголся старик, его лицо перекосило, он не ожидал, что у Ван Буоле окажут храмические артефакты настолько высокого качества. Тем временем к месту схватки спешили его подручные. Увидев кашляющего кровью Ван Буоле и удар их предводителя, в них проснулась жажда убийства. Только они хотели присоединиться к схватке, как произошло то, чего никто не ожидал. Над туманолестьем внезапно послышалось жужжание, звук заставил нервничать не только людей, но и всю живность в лесу. Истинные обитатели леса инстинктивно чувствовали в этом звуке угрозу. Ван Буоле и люди в чёрных нарядах позади поменялись в лице. Из леса вдалеке в воздух поднялся москит, достигавший десятков метров в длину. Чем-то он напоминал маленькую гору свирепый гигантский москит. Под влиянием исходящей от него неописуемой ауры в страхе застыли Ван Буоле и посланные за ним убийцы. Глава 65 Хороший москит Насекомое было просто огромным. На нём легко можно было разглядеть волоски и ноги, напоминающие пики. Движение его крыльев порождало сильный ветер, который раскачивал близлежащие деревья и ударил в лица Ван Буоле и остальных. Больше всего поражал хоботок москита. Он выглядел пугающе острым, словно мог пробивать металл. С приближением москиту Ван Буоле от страха расширились глаза, убийцы в чёрном и их предводитель были напуганы не меньше. Люди невольно поёжились, чувствуя себя муравьями перед гигантом. Опустившееся на них неописуемое давление казалось могло раздробить их кости и плоть. По этой причине убийцы отказались от идеи преследовать Ван Буоле, а они застыли на месте, боясь пошевелиться. Аура москита вселяла в сердца людей первобытный ужас. Ван Буоле чувствовал, что это существо одной своей ауры могло уничтожить их тела и души. Пока все дрожали от страха, москит неспешно подлетел и, зависнув в воздухе, странно наклонил голову. За его глазами казалось скрывался интеллект, и сейчас в них искрилось раздражение, словно его очно разозлили воздушные корабли. Несколькими взмахами крыльев москит смел корабли, как будто они были игрушечными. С грохотом они рухнули в лесу вдалеке, только один корабль успел вовремя вернуться и сбежать. У людей внизу перехватило дыхание, они поюжились, когда москит вместо преследования сбежавшего корабля сел на дерево и посмотрел на них. На ком бы не останавливался взгляд существа, тот сразу переставал дышать. У ван Буоле все внутри похолодело. Москит скользил взглядом по толпе, ни на ком надолго не останавливаясь, пока он не посмотрел на старика. Занервничав и испугавшись, старик задрожал. «Что это за зверюга такая?» Про себя в ужасе подумал он. «Проклятие! В списке десяти самых больших существ Федерации нет никаких москитов!» Люди боялись пошевелиться. Они даже дышать старались как можно реже. Спустя какое-то время они поняли, что москит никуда не собирается. Похоже, ему приглянулось это место. От этого они запаниковали еще сильнее. Ван Буоле проглотил комок в горле. Как он заметил, москита почему-то интересовал только старик. В его голову невольно закрылась мысль, как было бы здорово, если бы москит просто убил его. Не сводя глаз с москита, он осторожно сделал шаг назад. Если гигант как-то отреагирует, он тут же застынет, как вкопанный. Однако после пяти шагов москит даже не обратил на него внимания, Ван Буоле немного расслабился и стал отступать быстрее. Убийцы, заметив, что делал Ван Буоле, тоже осторожно пошли в его сторону. Как несказанной радости, москит проигнорировала их, и все же никто не посмел перейти на бег. Они продолжали очень осторожно делать шаг за шагом. Издали все выглядело так, будто время замедлило свой ход, Ван Буоле и убийцы пытались убраться от москиты как можно дальше, пусть они и двигались крайне медленно. Встревоженный старик тоже попытался сделать шаг назад, но стоило ему пошевелиться, как вдруг взгляд москита стал холоднее, словно бы предупреждая его не двигаться. Что за чёрт? У себя в голове взвал старик. Они могут двигаться, а я нет. Чего этот москит так ко мне прицепился? Ван Буоле и подручные старика тоже это заметили и поменялись в лице. У Ван Буоле сердце застучало быстрее, он был очень признателен москиту. Хороший москит! Ван Буоле двигался всё быстрее и быстрее, отойдя от москита на 300 метров, он повернулся и перешёл на бег. К этому моменту убийцы в чёрном тоже отошли достаточно далеко. Как только Ван Буоле бросился бежать, они переглянулись. Их лидер не мог пошевелиться, с другой стороны их задание ещё не было выполнено, поэтому двое из них, кто достиг пика укрепления пульса, повели остальных в погоню за Ван Буоле. Вскоре в месте бомбардировки воцарилась тишина, там остался только дрожащий как осиновый лист старик, который никак не мог повлиять на ситуацию. Следящий за ним москит лишил лидера убийц всякой надежды. В лесу Ван Буоле наконец выбежал из области давления москита, но опасность ещё не миновала. Его глаза блестели. Он сам не заметил, как в ходе всех этих инцидентов стал действовать намного решительней, быстрее и безжалостней. Надо сменить план, у них ещё остался один корабль, уйти от них будет тяжело, если я быстро не убью оставшихся преследователей, то вновь окажусь в опасности, когда меня догонит этот старик. Нельзя строить стратегию на моските, старик может как-то улизнуть. К тому же я не знаю, почему он только смотрит на него, но не атакует. В ходе анализа взгляд Ван Буоле посуравил. У меня один путь, как можно скорее избавиться от всех, за исключением старика, этим я серьёзно подниму свои шансы на спасение из этой передряги. С этой мыслью Ван Буоле с холодной решимости посмотрел на пурпурный меч в руках. Он решил перестать убегать, развернувшись на месте, он бросился на убийц в чёрном. Для увеличения эффективности поисков они разделились, но продираясь через лес старались держаться недалеко друг от друга и постоянно находились на связи. Два эксперта на пике укрепления пульса возглавили группу, поскольку были самыми быстрыми. Во время поисков лесной чащи они услышали впереди громкий хлопок, мимо них пронёсся толстяк в даотском халате главного префекта и скрылся в подлеске. «Туда!» мрачно скомандовали двое лидеров и сами поспешили вслед за беглецом. За ними последовало семь-восемь убийц, выглядела их группа весьма угрожающе, когда большинство убийц бросилось в погоню, двое их товарищей неподалёку тоже хотели поспешить следом, как вдруг траву рядом с ними подёрнула рябь и оттуда выскочила тень. Ван Боуле двигался настолько быстро, что двое убийц успели только поменяться в лице, как он уже стоял рядом с ними. Не дав им шанса закричать, Ван Боуле, молниеносно взмахнул рукой, оставив за собой пурпурный расчерк. По скорости этот меч значительно превосходил обычные летающие мечи, клинок со свистом умчался в лоб одного из мужчин, тогда как Ван Боуле с размаху ударил ногой в пах второго убийцы. Проигнорировав его контратаку, он впечатал его в дерево и зажил ему рот. Его жертва начала дёргаться, но в итоге испустила дух. Другой убийца валялся на земле с пурпурным мечом, торчащим из черепа. Схватка, казалось, шла как при замедленной съёмке, но в действительности она закончилась в считанные мгновения. Ван Боуле тяжело дышал, даже с пилюлями его силы уже были на пределе. Всё-таки в каждой схватке решался вопрос жизни и смерти, к тому же ему требовалось заканчивать их как можно скорее. Под таким давлением он в каждом столкновении тратил много силы и энергии. Времени праздно размышлять у него не было. Ван Боуле вытащил меч и достал из бездонного браслета автоматон. Отдав приказ, он послал автоматона вперёд, а сам побежал следом. Впереди четверо убийц продолжали поиски. Спустя десять вдохов два эксперта на пике укрепления пульса наконец догнали тень в халате главного префекта, как оказалось это был наряженный автоматон. Уведенный ими толстяк всё это время был автоматоном, на которого надели несколько слоёв одежды, чтобы придать ему округлую форму. В этот момент их лица искривились в гримасе страха и издалека до них донёсся чей-то дикий вопль. Прибежав на звук, они обнаружили четырёх мертвецов и разбитого автоматона. Всем быть настороже! Ван Боулэ где-то рядом! У него есть автоматоны и хромические артефакты! Не ослаблять бдительность! Эти двое экспертов прокричали на весь лес, чтобы их услышали другие члены группы. В эту же секунду воздух прорезал очередной крик. Он здесь! Он в одежде одного из на... Крик оборвался, в лесу вновь воцарилась гнетущая тишина, оставшиеся убийцы поёжились и тяжело задышали. Насторожно озираясь, они старались держаться как можно ближе друг к другу. Из высокой травы за ними наблюдал Ван Боулэ. На его груди зияла рана настолько глубокая, что можно было разглядеть ребра. На спине имелись ещё две похожие резаные раны. Его одежда промокла от крови. От дикой боли лоб покрылся потом, но он терпел, жуя последние несколько пилюль. Я убил девять человек, осталось ещё семеро. Вряд ли они теперь разделятся, нужен новый план. Ван Боулэ пополз назад, лихардочно пытаясь придумать, что делать дальше. Вдалеке послышалось жужжание. Вскоре в небе у него над головой пролетел гигантский москит. Это перепугало всех оставшихся в живых убийц. Они изумлённо задрали головы к небу. Москит улетел? Ошеломлённо подумал Ван Боулэ. Не знаю, жив ли ещё старик, но это ничего не меняет. У меня остался всего один шанс дать им бой. Глава 66 Знаете толк в развлечениях? С этой мыслью Ван Боулэ сделал глубокий вдох. Он использовал всё, что у него было в последней резне, поэтому ему удалось немного выправить проигрышную ситуацию и заметно поднять свои шансы. При виде улетающего москита, не зная при этом о судьбе старика, который сейчас вполне мог уже идти по его следу, у Ван Боулэ не осталось времени на планирование. Особенно с учётом того, что москит пролетел прямо над ним. Убить! Принял решение Ван Боулэ. Его взгляд стал холоднее льда, а растаявшие во рту пилюли наполнили его теплом и силой. Сорвавшись с места, он на предельной скорости помчался на семерых убийц, которые сразу бы заметили его, если бы их не отвлек пролетавший москит. Ван Боулэ воспользовался этим, чтобы сократить дистанцию. Ван Боулэ! Когда они наконец заметили его, он уже находился в радиусе тридцати метров от них. Вспыхнув силой культивации ступени укрепления пульса, он на ходу вытащил мегафон. Он набрал в лёгкий воздух и издал самый громкий за всю свою жизнь крик. Мегафон не выдержал такого оглушительного рёва и разбился, однако из него ударила невероятная по своей силе звуковая волна. Порождённый ей чудовищный ураган был увиден невооружённым глазом, семеро мужчин были готовы к бою, но не к чему-то такому, поэтому никто не успел защититься. Пока у них звенело в ушах и они пытались прийти в себя, Ван Боулэ пересекал разделявшее их расстояние. Вот только звуковая волна дезориентировала не всех убийц. Трое заранее вытащили свои дхармические артефакты и стояли в оборонительной позиции. У них тоже зазвенело в голове, но не так, как у остальных. Эта троица с криками пошла в атаку на Ван Боулэ, двое из них находились на пике укрепления пульса, именно их Ван Боулэ боялся больше всего. В прошлом он попытался отступить и как-то обойти их, сейчас его глаза излучили свирепость, он не только не отступил, наоборот, побежал еще быстрее. За мгновение до столкновения он резко взмахнул рукой и утробно прорычал «Схватите их!» Из безданного браслета появились семь веревок и столько же автоматонов его последняя надежда. Помимо мужчин и женщин были даже звери-автоматоны. Следуя приказу хозяина, они набросились на двух экспертов пика укрепления пульса. Те поменялись в лице и попытались защититься, но автоматонов было слишком много, к тому же они были очень крепкими. Вдобавок они пытались связать их веревками, с чем им было тяжело справиться. Один из них отступил еще с подлески, за ним вели преследование четыре веревки и пять автоматонов. Его товарищ не успел уклониться, веревки связали его ноги. Стоило ему упасть, как на него навалилось два автоматона и прижали к земле, пытаясь вырваться, он поменялся в лице. Звуковая волна, потом атака автоматонов, все произошло слишком быстро. Ван Буэлэ хотел воспользоваться шансом, чтобы расправиться с ним, но при виде странного блеска в глазах убийцы едва заметного движения руки, словно тот сжимал что-то в кулаке, резко передумал. Вместо него Ван Буэлэ налетел на третьего убийцу. Изо рта мужчины в черном брызнула кровь, когда он брысился бежать, Ван Буэлэ послал вслед за ним десять летающих мечей, которые были заметно острее тех, что он использовал в прошлом. Беглец попытался защититься от хромическим артефакта безуспешно, мечи прошили его насквозь. Тяжело дыша, Ван Буэлэ повернулся к четырем другим убийцам. Несмотря на дезориентацию после звуковой атаки, побледневшие мужчины бросились бежать, чтобы перегруппироваться и в подходящий момент перейти в контратаку. Ван Буэлэ бросил в них семь крохотных печатей, в непосредственной близости от своих жертв они взорвались. Один из убийц чуть угодил ему в голову. После взрыва на земле осталось лежать тело. Небеса! Откуда у него столько от хромических артефактов? Даже для факультета от хромического оружия это уже перебор! Трое оставшихся мужчин задрожали. Тхромические артефакты Ван Буэлэ обладали такой ударной силой благодаря высококачественным камням, служившими ядрами для духовных заготовок. Сила их самоуничтожения оказалась неожиданно мощной, поэтому даже без прямого попадания все трое все равно закашлялись кровью. Ван Буэлэ бросился вслед за беглецами, пурпурный рощерк и из шеи одного брызнула кровь, другой получил ногой в пах, еще не успел стихнуть его вопль, как Ван Буэлэ сломал кисть последнему, а потом ударил перепуганного мужчину в лоб, судорожный ловертом в воздух он посмотрел на пойманного эксперта на пике укрепления пульса. Из семерых противников он убил пятерых. Он увидел, как один из экспертов сумел вырваться и подняться с земли, пусть и с большим трудом. Все потому, что его связывало слишком мало веревок и всего два автоматона. В его взгляде читались потрясения и облегчения, он раскрыл ладони и отбросил в сторону необычного вида пилюлю. «Ван Буэлэ, ты умен, но упустил единственный шанс убить меня!» Глаза Ван Буэлэ блеснули, действительно он планировал избавиться от него в первую очередь, но тот что-то держал в руке. Это вполне мог быть блеф, но Ван Буэлэ не хотел рисковать и терять на ловушку время, ведь за это время четверо других убийц могли прийти в себе и лишить его преимущества, вот почему он решил сперва убить этих пятерых. Даже если он прочел ситуацию неверно, у него все еще сохранялся шанс на победу. «Еще не поздно убить тебя сейчас!» Холодно бросил Ван Буэлэ. Он побежал на эксперта на пике укрепления пульса, завязалась схватка, за десять вдохов они больше дюжины раз крестили клинки. Его противник не только обладал культивацией пика укрепления пульса, но и сражался от хромическим артефактом в виде сабли. После каждого взмаха его оружие, излучая духовную энергию, сталкивалось с пурпурным мечом Ван Буэлэ. Когда мужчина привык к ритму Ван Буэлэ, тот внезапно использовал поглощающее семечко. Из тела ударила мощная сила притяжения, убийца оказался весьма коварным противником. Он лишь делал вид, что вошел в ритм, на самом деле он не ослаблил обдительности в ожидании очередного коварного приема Ван Буэлэ. Тем не менее, мастерство Ван Буэлэ стало для него настоящим сюрпризом. В этом плане он уже вышел за пределы стадии древних боевых искусств. Все-таки в этой схватке все, кто на себе почувствовал эффект поглощающего семечка, были мертвы. Убийца даже не успел использовать тактику, заготовленную на случай неожиданности. Некая сила внезапно рванула его вперед, он не успел даже вскрикнуть «Пурпурный меч Ван Буэлэ вошел прямо в горло». Глядя Ван Буэлэ в глаза, убийца вцепился в его одежду, пока жизнь не оставила его и он не упал на землю. Ван Буэлэ слегка наклонился и уперся руками в колени, чтобы перевести дух. Только он вытащил меч из поверженного противника, как за спиной послышались шаги. Он обернулся, из темноты леса вышел старик в черном. Его глаза были налиты кровью, остановившись в тридцати метрах от Ван Буэлэ, он взглянул на лежащие неподалеку тела. «Если б я знал, что так все обернется, то никогда бы не взялся за эту работу!» Мрачно прошипел он. «Слишком поздно! Сейчас я могу только убить тебя!» Старик поднял руку в перчатки и жал пальцы в кулак. В этот самый миг вокруг него занялся ураган невероятной силы, который буквально сочился жаждой убийства. Тем временем в подлеске неподалеку другой эксперт на пике укрепления пульса в страхе вглядывался в темноту. Вокруг него валялись разорванные веревки, а на нем висели пять автоматонов, три крупных и свирепых, а также две служанки. Все пятеро держали его с ничего не выражающими лицами. Похоже, они не собирались отпускать его, пока не получат новый приказ, но не это так его напугало. Передик локотал черный туман, в котором проглядывался кто-то похожий на обезьяну. Вот только это был костлявый молодой человек с упирающей затылочной костью и удлиненной челюстью, как у примата. При взгляде на него создавалось впечатление, что он любил убежать в слабых, но всегда боялся и сторонился сильных. Паря в воздухе, он подогнул ноги и приложил палец к губам. Шшш, тихо, покосившись на автоматонов, сказал он мужчине в черном, не мешайте им двоим драться. А вы, ребята, довольно интересные. Люди этого мира знают толк в развлечениях, неплохие игрушки. Да расслабься ты. Мой хозяин, роковая звезда, не разрешает мне убивать людей. Я пришел помочь тебе. В глазах говорившего что-то промелькнуло, стоило ему коснуться автоматонов, как они внезапно задрожали. Похоже, что-то в них изменилось. Глава 67. Смертельный поединок. Вечер не принес с собой прохладу. В первые же минуты в том аналисии из-за высокой влажности у людей рубашки промокали от пота. Ярким контрастом выступало место недавнего побоища, где ван Буэлэе старика окружала леденящая аура смерти. В самом начале убийцы думали, что их жертва, простой студент, окажется легкой добычей. Как маленький тигренок с привязающимися клыками, он не представлял большой угрозы. Во всяком случае, они так думали. Убивая всех этих людей, ван Буэлэ постоянно балансировал на грани между жизнью и смертью. Когда с 30 убийцами было покончено, их кровь уже невозможно было смыть с рук. В глазах старика ван Буэлэе изменился, перед ним все еще стоял толстяк, но теперь он держался крайне настороженно, взвинтив концентрацию до предела. Хоть он и был более искусным бойцом, чем его жертва, это был не повод расслабляться. Старик еще никогда не встречал кого-то похожего на ван Буэлэ, человека, который был жесток не только к другим, но и к самому себе. Если бы не москит, то ван Буэлэ уже давно бы кормил червей, с другой стороны, не от него одного отвернулась удача, толстяк сбежал бы из окружения, если бы не крик краснокосной белолицей змеи. Тогда бы этот день закончился совершенно по-другому. Сделав глубокий вдох, старик жал пальцы в кулак. Шквальный ветер вокруг него усилился, хромический артефакт заработал в полную силу, от каждой части тела исходил кровавый цы, его нервы были натянуты до предела. Он мог нанести удар в любую секунду, глаза цепко следили за целью. Ван Буэлэ делал частые судорожные вздохи. Полученные раны наконец начали брать свое, пилюли давали лишь временное облегчение, к тому же ему ни разу не удалось толком отдохнуть. Его держали на ногах только сила воли и желания выжить. Стоило ему хотя бы на секунду расслабиться, и он потеряет сознание. Пора покончить с этим! В голосе Ван Буэлэ чувствовалась сталь. Он прыгнул назад и приземлился на поваленное дерево, которое под его весом заскрипело. Оттолкнувшись ногами, Ван Буэлэ побежал на старика, на ходу выпустив в него восемь летающих мечей. Среди них скрывался пурпурный клинок. У старика был острый глаз, как только Ван Буэлэ отскочил назад, он высоко подпрыгнул. Стоило ему сжать пальцы в перчатке, как она превратилась в щит голубой энергии, который заблокировал летающие мечи. Издали это выглядело так, будто столкнулись две падающие звезды. Взрыв! Негромко скомандовал Ван Буэлэ. После взрыва семи мечей, летевших вокруг пурпурного клинка, на щит старика обрушился град металлических осколков. Под шквалом шрапнеля щит исказился, позволив пурпурному мечу мгновенно миновать защиту старика. Тот лишь холодно хмыкнул. Он с некоторым презрением отнесся к мечу, хотя знал, что это был артефакт того же калибра, что и его перчатка. К тому же, без настоящего умения и таланта человек не мог так искусственно управлять хромическими артефактами. И всё же ему не составило труда увернуться от меча. Он ловко ударил правой ногой Ван Буэлэ, при этом зачерпнув энергию, которая стала волной жара. Более того, из кончика его ботинка высунулась чёрная игла. Всё это произошло быстрее, чем человек успел бы щёлкнуть пальцем. Ван Буэлэ был готов рискнуть всем. Он не только не попытался уклониться, наоборот, его пальцы сомкнулись на ноге старика. В этот самый миг его бок ожгла сильная боль. Несмотря на хруст костей после удара ноги, брызнувшую изо рта кровь и вонзившуюся вплоть иглу, он даже не моргнул и использовал всю силу поглощающего семечка. Умре! Семечка создала мощную силу притяжения, отчего старик слегка оторопел. Он потерял контроль над собственным телом и остановился. Старик с тревогой заметил, как пурпурный меч приближался к его груди. Он был опытным бойцом, поэтому в такой критической ситуации на его шее и лбу от натуги вздулись синие вены, и он с речанием взмыл в воздух. За щитной перчаткой он перехватил меч и кровожадно прорычал. «Остановись!» Из перчатки брызнул голубой свет. Старик использовал всю свою силу, чтобы удержать пурпурный меч. Вдобавок, он уже готовился нанести ему удар по ванн-булэ. Вот только меч, похоже, сейчас представлял собой только внешнюю оболочку. Внутри него было пусто. Под давлением перчатки меч разбился на миллион мелких осколков, которые ударили в старика. Это стало сюрпризом даже для такого матерого убийцы. Он закричал и в ярости отшвырнул ванн-булэ в сторону. Это дало ему небольшую передышку. Правда, ему не удалось избежать осколков меча, которые вонзились в лицо. «Ты смазал его ядом!» Почувствовав слабость в теле, старик закричал. Старик отскочил назад и начал изо всех сил замедлять циркуляцию в своем теле. Когда он потянулся за противоядием, ванн-булэ со смешкой побежал на него. Этот козырь он подготовил после прошлой стычки со стариком. И яд он добыл из ядовитых желез краснокосных белолицых змей, чьи трупы забрал с собой. Изначально пурпурный меч был очень крепким, поэтому ванн-булэ прибегнул к своим знаниям от хромическом оружии, чтобы сделать полость для яда и застать старика врасплох. В соответствии с планом он специально сделал его хрупким, чтобы тот разбился. Ему пришлось пожертвовать небесным гнездом, чтобы не вызвать у старика подозрений. Игра стоила свеч, ванн-булэ в такой опасной ситуации казалось не замечал кровоточащие раны у себя на боку. С активным поглощающим семечком он подлетел к старику, лишив того возможности принять противоядие и ударил кулаком. Как будто ты меня не отравил! Ванн-булэ тяжело дышал. Практически сразу после удара иглой у него онемел весь бок. Когда начало темнеть перед глазами, он понял, что черная игла была тоже смазана ядом. По лбу старика градом валил пот, он хотел вырваться, но обезумевший ванн-булэ притянул его к себе с помощью семечка. Этот маневр был исполнен с филигранной точностью. Похоже, ванн-булэ был готов пойти на все, лишь бы убить старика. У того не осталось энергии, чтобы справиться с атакой или достать антидот. «Сейчас узнаем, чей яд сработает быстрее!» выкрикнул ванн-булэ. Стеснув зубы, он взял старика в захват и обвил его ногами. «Псех!» вскричал старик, чувствуя гниение раны. Его тело пронзило острая боль, результат попадания в кровоток яда. Вместе с криком он извернулся и ударил ванн-булэ. Изо рта ванн-булэ брызнула кровь, но пламя в глазах полыхало все так же ярко. Он выглядел как человек, которому было нечего терять. С ухмылкой он ударил лбом по лицу старика. «Хочешь убить меня? Твоего дедулю Вана?» По телу старика прошла судорога. Не желая умирать, старик с безумным еще раз. Захваты были специальностью ванн-булэ. Сражаясь с головокружением, он выдержал удар старика, а потом схватил его запястье и вывернул, после чего ударил в пах. «Хочешь посостязаться с дедушкой Иваном? Старый ублюдок! Я моложе! Поэтому мой организм дольше может бороться с отравлением! Первым от яда точно сдохнешь ты!» Не обращая внимания на текущую изо рта кровь, ванн-булэ прибегнул к тактике психологической войны. С пронзительным, практически животным воем старик обрушил на него очередную серию ударов, вскоре оба уже катались по земле. Их борьба больше не выглядела как схватка двух экспертов укрепления пульса, а скорее двух кабацких дрычунов. Схватка не продлилась долго, старик с душераздирающим воплем отрубил себе левую руку, которую держал ванн-булэ. Вырвавшись из захвата, он отскочил назад. Ванн-булэ был на пределе. Он хотел остановить старика, но не смог подняться, дрожав всем телом, он чувствовал, как его покидает последние силы. Перед глазами темнело, у старика выше пояса уже гнила плоть, он хотел положить противоядие в рот, но было слишком поздно. Его всего вздрясло, и пилюля выпала из рук. Тело старика начало разлагаться под влиянием яда, исчезнувшая плоть обнажила алые кости. Ванн! Перед смертью старик посмотрел на своего противника и с горечью рассмеялся. После жуткой смерти старика ванн-булэ, задыхаясь, пополз к трупу. «Не хочу умирать!» В бреду бормотал он. «Я хочу стать президентом федерации!» «Я еще не попробовал столько вкусных снеков!» «Я...» Уже теряя сознание, он сделал последнее усилие и дополз до противоядия старика. К сожалению, сил поднять пилюлю у него не осталось, последнее, что запомнил ванн-булэ, как он открыл рот и проглотил пилюлю вместе с землей. Глава 68 «Ты извращенец!» Неизвестно, сколько прошло времени, ванн-булэ разлепил веки и тут же зажмурился, когда ему в глаза ударил пробивающийся сквозь листву солнечный свет. Сейчас погони и покушения на его жизнь казались сном. Какое-то время он то приходил в себя, то вновь впадал в забытье, как вдруг все тело пронзило неописуемая боль, и он резко сел. «Я не умер!» обрадовался ванн-булэ, но при виде множества ран ему опять стало дурно. Одежда была вся изранена в лоскуты и запачкана кровью, его плачевное состояние и следы схватки вокруг напомнили ему о смертельном поединке, который состоялся в этом лесу. «Кто хочет моей смерти?» Ванн-булэ стиснул зубы и с усилием поднялся. С горьким смехом он неосознанно потянулся за пилюлями, но в браслете было пусто. «Все мои пилюли, тхармические артефакты, все пропало!» Ванн-булэ проверил разбросанные по округе трупы, поиски принесли свои плоды. Ему удалось добыть несколько тхармических артефактов и пилюль, он обнюхал их, но все равно не смог понять их свойств. Боясь, что они могли оказаться ядовитыми, до поры до времени он убрал их в бездонный браслет. «Не хочу рисковать, я и так чудом выжил. Будет обидно, если после этого кровавого побоища я умру из-за того, что принял не ту пилюлю!» Ванн-булэ подобрал толстую ветку и, опираясь на нее, поковылял к старику. При виде красных костей он сглотнул комок в горле, но все же забрал перчатку и бездонную сумку. Будучи главарем, у старика была своя бездонная сумка. Рассортировав все свои предметы, Ванн-булэ скривился от боли, рана в боку болела особенно сильно. «Надо найти выживших, если кто-то остался!» С блеском в глазах подумал он. «И выяснить, кто их наниматель!» Несмотря на серьезные раны, пока он лежал без сознания, его силы восстановились. Готовясь к возможному продолжению схватки, он натянул перчатку. Уже перед уходом до его ушей донесся едва уловимый крик. «Спасите!» «Помогите!» Ванн-булэ обернулся и опасливо огляделся. Прислушавшись, он осторожно двинулся на голос. Вскоре он вышел к неглубокому овражку. Привидеть человека на дне, а точнее ситуации, в которой он находился, у него округлились глаза и отвисла челюсть. «Это...» «Это...» На земле лежал голый, сильно исхудавший мужчина с мешками под глазами. Рядом лежало пять голых автоматонов. «Помогите!» Заметив Ванн-булэ, взмолился мужчина и заплакал. «Ты что сделал с моими автоматонами, изверг?» Вскричал Ванн-булэ от переизбытка эмоций. Придя в себя, он с удивлением осознал, что это был один из двух экспертов пика ускорения пульса, который сбежал в начале драки. Сейчас он находился в таком незавидном положении, что Ванн-булэ сперва не поверил своим глазам. «Насколько надо отчаяться, чтобы столько времени резвиться с моими автоматонами? С ними что, и вправду можно переспать?» Ванн-булэ скептически посмотрел на голого мужчину, в его глазах он выглядел извращенцем. Ванн-булэ и два, сдерживая ярость, попытался взять под контроль автоматонов, с его губ сорвался облегченный вздох, когда пять автоматонов открыли глаза. Убрав их в бездонный браслет, он повернулся к голому мужчине. «Это перебор!» с болью в голосе сказал он. После обвинения в глазах мужчины промелькнула обида. Он хотел что-то объяснить, но был слишком слаб. «Бестужий подлец! Раз так, испытаю пилюли на тебе!» Ванн-булэ вытащил все пилюли из браслета и по одной начал скармливать мужчине. Спустя семь-восемь пилюль тот не только не умер, наоборот, ему даже стало лучше. Ванн-булэ ударил его кулаком в грудь, отчего мужчина опять скрутил от боли. Пленник закричал, а потом у него изо рта брызнула кровь. «Извращенец!» обвинил Ванн-булэ. Он на время оставил мужчину и принял проверенные на нем пилюли, после чего закрыл глаза. Спустя два часа он вновь их открыл. Его состояние заметно улучшилось. Мужчина, с другой стороны, все еще был сильно ослаблен. В его взгляде легко угадывался страх. «Говори, кто заказчик?» «Кто нанял вас убить меня?» Угрожающе потребовал Ванн-булэ. Мужчина никак не ответил. Ванн-булэ холодно посмотрел на своего пленника. Вместо дальнейших расспросов он достал множество неизвестных пилюль. Сначала он показывал пилюли мужчине, а потом засовывал их ему в рот. Каждые несколько штук он наблюдал за реакцией своей жертвы. Если ему становилось лучше, то Ванн-булэ награждал его ударом в грудь. Если состояние ухудшалось, Ванн-булэ давал ему еще пилюль. В ходе этой пытки мужчина ослабел еще сильнее, однако он ничего не сказал, даже когда Ванн-булэ заставил его принять яд. В итоге ему пришлось вложить в рот пленника противоядие. «Вижу, ты у нас молчу!» Раздраженно бросил Ванн-булэ, размышляя, как бы выбить из него информацию. Задачка была не из простых. Совсем недавно мужчина жалобно звал на помощь, но сейчас, казалось, совсем потерял страх смерти. Внезапно Ванн-булэ посетила идея, разлег из браслета пять автоматонов. От одного их вида мужчину задресло, в глазах появился страх. «Я скажу! Все скажу!» Залепитал он еще до вопроса Ванн-булэ. «Не надо! Убери! Убери их подальше от меня!» Ванн-булэ улыбнулся. Изначально он хотел лишь проверить одну теорию. Кто мог знать, что у его пленника сразу же развяжется язык? Он невольно задался вопросом, действительно ли мужчина изнасиловал его от хромические артефакты или произошло нечто другое. «Я мало что знаю! Главарь всего раз упоминал об этом! Заказчик вроде как из города Эфира! Сын какой-то Большой Шишки!» Выпылил мужчина, едва сдерживая слезы. Взгляд Ванн-булэ посуровел. Признания этого человека только подтвердили его первоначальную теорию. «Сын Большой Шишки!» «Лень Тянь Хао!» «Я лишил его места главного префекта, и он послал за мной убийц?» «Или дело в другом!» «Может быть, Цао Кунь и Лень Тянь Хао смогут вновь стать главными префектами!» «Они, вероятно, заручились помощи проектора, иначе бы я не получил приказ возвращаться в Дао Академию!» В глазах Ванн-булэ промелькнула жажда убийства. В результате инцидента в лесу он сам не заметил, как стал более жестоким. В то же время он не собирался недооценивать своего противника, он не мог напасть на них и отомстить, но если играть по правилам, то было вполне реально заставить их заплатить, а значит отомстить. Мольбы пленника вырвали Ванн-булэ из размышлений. Мужчину всего трясло от страха, он странно на него покосился, а потом перевёл взгляд на автоматонов. И действительно, если бы они не поймали мужчину, то его, скорее всего, уже не было бы в живых. Кто знал, что автоматонов можно использовать и таким образом? Это напомнило ему о загадочном хозяине шлема, про которого упоминался Хайян. Он хотел купить автоматонов, причём столько, с подозрением подумал он. Им же не двигали какие-то скрытые мотивы? Нет, не может такого быть. Идея показалась Ванн-булэ дикой, поэтому он решил оставить свои подозрения. Вложив в рот пленнику несколько пилюлей, он вырубил его, взвалил на плечо и скрылся в лесу. Ему он был нужен живым. Следуя обратной дорогой, он пытался найти выживших, вскрын вышел на место, где схватку остановил огромный москит. Помнится, в той стороне упали четыре воздушных корабля, а ещё одно судно успело улизнуть. После долгих блужданий полюса он нашёл места падений кораблей, облазив их сверху донизу, он не нашёл ни одного выжившего. Что интересно, один из кораблей был повреждён не так сильно, как остальные, хотя весь экипаж погиб при падении. Сам по себе корабль мог считаться адхармическим артефактом, поэтому как желанный Louis Vuitton не потерял сознание после нескольких ударов. Вон Бууforce совершенно не хотелось, чтобы пленник сбежал, но убивать его было нельзя. Только после этого он наконец смог расслабиться. В спокойной обстановке он задумался о произошедшем, от воспоминаний о пережитых опасностях его дресло. «Мир – очень опасное место. По возвращении в ДАО Академию надо будет усерднее заниматься и больше тренироваться». Разглядывая эту Монолеси через иллюминатор, он увидел вдалеке пять стоящих в ряд горных пиков Пятипалую Гору. При виде горной цепи Ван Буэлэ присвистнул, про это место рассказывал отец. Именно там он нашёл половинку маски. Может, стоит взглянуть? Глава 69. Несравненная красавица Пятипалая гора располагалась на границе Томонолесья. В долине между третьим и четвёртым пиком текла река, напитывавшая влагой окрестные леса. Изредка в реке на солнце поблескивала блестящая чешуя, а потом со всплеском рыба исчезала в воде. Издали местность выглядела дикой и опасной. Ван Буэлэ остановил корабль над рекой, опершись на бортик, он посмотрел вниз на горную цепь, напоминавшую пять пальцев. Ситуацию сложно было назвать идеальной, с другой стороны, было бы глупо оказаться так близко к нужному месту и не посмотреть на всё своими глазами. «Я просто немного там всё разведаю!» — подумал он. «Если будет слишком опасно, вернусь на корабль!» С этой мыслью Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и направил воздушный корабль на снижение. Оставив корабль парить на небольшой высоте, он съездил ногой по голове своему пленнику, чтобы тот и дальше оставался без сознания, после чего покинул судно. После схватки с убийцами Ван Буэлэ стал более решительным и жестоким. Это было видно невооруженным глазом. Приземлившись на землю, он нырнул в подлесок. Он передвигался по лесу с заметной сноровкой. Несмотря на свои округлые формы, он в несколько ловких прыжков исчез между деревьев. После недавних злоключений Ван Буэлэ научился неплохо лавировать среди деревьев. Он не стал экспертом, но все равно был неплох. Слегка пригнувшись, Ван Буэлэ продвигался по лесу и внимательно следил за окружением. Он перемежал быстрые рывки и прыжки, двигаясь зигзагами, вместо того, чтобы идти по прямой к Пятипалой горе. С высоты птичьего полета эти пять горных пиков не выглядели такими уж большими. В земле горы казались гигантскими. Пять горных пиков с их практически отвесными склонами напоминали острые кончики мечей, пронзавшие небо. Из рассказа отца следует, что вход в пещеру находится у подножья третьего пика. Ван Буэлэ пригнулся и двинулся дальше. На пути ему все чаще стал попадаться птичий помет. Это немного успокоило и вселило в Ван Буэлэ уверенность. Похоже, в этом месте гнездились и отдыхали птицы. Раз это место выбрали птицы, значит опасности здесь практически не было. Вскоре Ван Буэлэ забрался на первый пик и взял курс на третий. Он мог подвезти воздушный корабль к горе, но тогда его бы пришлось оставить парить на большой высоте, откуда бы он отлично просматривался. Поэтому Ван Буэлэ решил оставить корабль в лесу, чтобы его никто не заметил, и он мог скрыть свое пребывание в этом регионе. «Только взгляну! Если там опасно, то я сразу же сбегу!» Чем ближе Ван Буэлэ был к цели, тем сильнее становилось напряжение. Он замедлил шаг, а по достижении третьего пика практически приник к земле. С такой высоты он видел реку и резвящуюся в ней рыбу. «Если я свалюсь...» Ван Буэлэ быстро отмел эту мысль и покрепче схватился за скалу. Оглядевшись, он заметил место из рассказа отца. Оно располагалось где-то на середине склона, прямо над рекой. Из скалы росло сильно наклоненное дерево, а рядом с ним находилась большая трещина. Именно она вела на место раскопок, найденные отцом Ван Буэлэ и команды археологов. «Как они вообще отыскали настолько хорошо запретанное место?» При виде трещины Ван Буэлэ немного удивился. «Ему бы никогда в голову не пришло проверить её». «Надеюсь, отец ничего не перепутал? Он изрядно тогда перебрал». Ван Буэлэ застыл, но в итоге решил довериться отцу, поэтому он осторожно начал взбираться к трещине. К счастью, Ван Буэлэ уже находился на ступени укрепления пульса и обладал поглощающим семечком, которое помогало держаться за скалу. С этой техникой он без проблем добрался до дерева и трещины. Вместо того, чтобы сразу нырнуть в неё, он огляделся, после чего, оттолкнувшись руками, запрыгнул в трещину. Внутри ему в лицо сразу же ударил поток холодного воздуха. Сделав глубокий вдох, он прижался к скале и осторожно начал продвигаться вперёд. «Она что, идёт под уклоном?» Через несколько шагов Ван Буэлэ осмотрел каменные стены. Судя по всему, трещина была неприродного происхождения. «Она образовалась в результате падения с неба какого-то объекта. Даже после падения объекта извне гора устояла». Мелькнула у Ван Буэлэ мысль. В ходе продвижения через трещину он ничего не нашёл. В конце тоннеля находилась яма шириной более ста метров, но вокруг ничего не было, ни помёта, ни следов жизнедеятельности птиц. Одно из двух либо отец соврал, либо археологическая группа вынесла отсюда всё подчистую. Ван Буэлэ остановился в центре ямы и разочарованно огляделся. Он пробирался сюда с небывалой осторожностью, но в итоге ничего не нашёл. Его подавленное состояние было вполне понятным. Он обыскал место ещё раз. Так ничего не обнаружив, Ван вздохнул и двинулся к выходу. Как вдруг он остановился, посмотрел на яму и из любопытства решил достать чёрную маску из бездонного браслета. Ван хотел поместить маску в центре ямы, чтобы проверить, действительно ли она была тем объектом, который упал с неба в гору. Как только он достал чёрную маску, та внезапно вспыхнула радужным светом, который залил стёны пещеры. Впервые за пределами мира иллюзий маска повела себя таким образом. Ван Буэлэ в панике бросился бежать, но уже через три шага он обернулся и посмотрел на пространство над ямой. В этом месте по какой-то причине можно было увидеть изображение, проецируемое сиянием маски. Проекция показывала трупы обоих полов, всех возрастов, людей и монстров. Это явно была сцена какой-то войны. Поле боя было поистине масштабным, в нескольких местах лежали обломки разбитых статуй, это был всего лишь образ, но Ван Буэлэ показалось, будто ему в нос ударил запах крови. Сама проекция была вся в алахтанах, в ней с неба к земле приближалась гигантская ладонь. Еще можно было разглядеть, как валом небе одно за другим гасли солнца, а в самой высокой точке находился туманный образ огромного размытого лица. Его взгляд, направленный на землю, буквально излучал холод, внизу сгрудилась толпа людей, которую защищала женщина в черной маске. Несмотря на маску, как только Ван Буэлэ ее увидел, у него в голове промелькнуло всего два слова «Несравненная красавица». Судя по ее глазам, она не желала сдаваться, собираясь стоять до конца и убить своего противника, даже если им был бог. Смотря в глаза огромному лицу в небе, она взмахнула рукой, как вдруг рядом с ней буквально из воздуха появился меч из позеленевшей бронзы, который окружала зловещая аура. В этот же миг небо, казалось, изменилось, все вокруг загрохотало, словно время остановилось. Стоило Ван Буэлэ увидеть парящий рядом с женщиной меч, как у него чуть глаза не выкатились из орбит. Его как будто ударило током, все мысли перемешались. Черная маска в руке померкла, сияние и проекции исчезли, и в пещере вновь стало темно. Растерянный Ван Буэлэ судорожно ловил ртом воздух, прежде чем прийти в себя, он еще долго простоял в пещере. Двинувшись к выходу, он шокированно бормотал себя под нос. «Меч! Этот меч!» Выбравшись наружу, он несколько раз тряхнул головой, а потом со скепсисом посмотрел на солнечный меч в небе. В таком состоянии Ван Буэлэ вернулся на корабль и долго просидел на палубе. Когда хаос в голове немного улегся, он завел корабль и взмыл в небо, вот только он не заметил, как его судно проводил чей-то взгляд. Этот человек стоял у входа в пещеру на Пятипалой горе. Его лицо мешали разглядеть лучи закатного солнца, он носил длинный белый халат, ветер играл его седыми волосами, позади него клубился черный туман, где скрывался юноша, чьи выступающие скулы и рот делали его похожим на обезьяну. Рядом с ним беззвучно парил москит. Глава семидесятая Переступить черту Ночное небо накрыло весь мир, подобно черному покрывалу, на котором поблескивал рассыпь звезд. В темноте световым пятном выделялся защитный барьер воздушного корабля, изредка он вспыхивал магическим светом, словно судно трясло. Сейчас, помимо плененного мужчины Иван Буэле, на его борту находились другие люди. Пассажиры, которые стали свидетелями нападения воздушных пиратов, эти люди направлялись в город Эфира, но из-за столкновения их корабль остался парить в воздухе и не мог лететь дальше. К тому же все системы связи вышли из строя. К счастью, Иван Буэле подобрал их. Их очень впечатлило то, что Иван Буэле вернулся за ними на исправном корабле. Они понимали, что человек, ставший целью такого количества экспертов в ступени укрепления пульса, явно был не заурядной личностью. Вдобавок, не каждому обухватило храбрость и спрыгнуть с зависшего на огромной высоте корабля, а потом вернуться живым. От него буквально веяло запахом крови и смерти, приведя внешности под стать крововой ауре, и пленника, который дышал на ладан, у пассажиров затряслись поджилки. С этого момента они ходили вокруг него на цыпочках, никто не рискнул спросить о случившемся и страха вызвать его гнев. В Анбуэле не было до всего этого никакого дела. В данный момент он сидел в отдельной каюте в своем изорванном и окровавленном халате главного префекта, и его взгляд был устремлен в иллюминатор на Туман Олесье. Прошло уже два дня, но его до сих пор преследовали воспоминания о схватке в лесу и увиденном в пещере Пятипалой горы. «Её маска и меч!» пробормотал Анбуэле, вглядываясь в непроглядное ночное небо. «Это же не может быть древний меч, пронзивший солнце! Размеры просто несопоставимы!» Ван Буэле вздохнул и попробовал переключиться с тяжких дум на что-то более легкое. Он задумался о погоне в лесу и своих шансах. В такой передряге на девять шансов умереть был лишь один остаться в живых. «Лень тянь хао!» мрачно подумал Ван Буэле. После этого инцидента он очень беспокоился за родителей. Перед началом путешествия с Туман Олесье два дня назад он связался с родителями. Убедившись, что с ними все в порядке, он облегченно вздохнул. «Статус главного префекта всего факультета тхармического оружия уже сделал меня мишенью. Если они переключатся на членов моей семьи...» От этой мысли Ван Буэле поёжился и сильно сжал пальцы. «Я на 70% уверен, что за всем стоит лень тянь хао!» Его отец важная шишка. Сперва надо нарыть о нём информацию. Его отец явно не какой-то там клерк, раз проектор проглотил свою гордость и согласился потакать всем капризом его сына. Напрашивается неутешительный вывод. С местью придётся повременить. Ван Буэле закрыл глаза и задумался, что можно было сделать с имеющимися у него картами, чтобы как можно быстрее разрешить этот кризис. До конца путешествия они больше не встретили серьёзной опасности, защитный барьер оберегал их от атак зверей и чудовищ. Пассажиры старались не показываться Ван Буэле на глаза, но их нервозность и страх за время пути заметно ослабли. Под управлением Ван Буэле корабль приземлился не в городе Эфира, а прямо на острове Нижней Академии. На борту не нашлось несогласных с этим решением. Поблагодарив Ван Буэле, они направились с острова к городу Эфира. Попрощавшись со всеми, Ван Буэле посмотрел на знакомую Дау Академию, а потом глубоко вздохнул и направился к пику ректора вместе с пленником. Новый учебный год ещё не начался, потому в Академии было не очень людно, но Ван Буэле был знаменит на всю Нижнюю Академию, встреченные им студенты, которые решили не уезжать на каникулы, не могли не заметить его рваный наряд и следы засохшей крови. «Это Ван Буэле? Что с ним стряслось? Он весь в крови и, похоже, ранен!» Ван Буэле сохранял невозмутимость. Он носил этот наряд не из желания покрасоваться, просто у него не осталось другой одежды. Пока студенты не успели разнести новости о его возвращении по Академии, он вместе с пленником поднялся на пик ректора. Под ошеломлёнными взглядами служителей пика он остановился перед главным зданием, накрыл ладонью кулак и громко произнёс, «Ученик Ван Буэле, сумевший чудом избежать смерти, просит аудиенции у ректора!» Его голос был отлично слышен как снаружи, так и внутри здания. Медитировавший внутри ректор тотчас открыл глаза и посуровел. Резким движением кисти он заставил массивные двери медленно отвориться. На освещенной солнечным светом улице старик увидел Ван Буэле в окровавленном рваном халате. Ректор тут же поменялся в лице и быстро поднялся. «Что случилось?» Ван Буэле посмотрел на ректора, а потом на какое-то время закрыл глаза. Открыв их он вошёл, швырнул пленника в сторону и достал кольцо-передатчик, после чего проиграл сообщение с требованием в срочном порядке возвращаться в Дау Академию. Услышав его, ректор сделался очень серьёзным. Он подошёл к лежащему на полу мужчине в чёрном халате. «Я...» Пленника била крупная дрожь. Он хотел попросить о пощаде, но ректор не дал мое слово сказать. С яростным огоньком в глазах старик молниеносно ударил в одну из акупунктурных точек у него на голове. Он не убил пленника. Ван Буэле этого не знал, но удар был нужен для того, чтобы погрузить сознание человека в хаос. Кольцо на пальце ректора ярко блеснуло, приняв форму острой иглы, которая вонзилась в акупунктурную точку пленника. Тот забился в конвульсиях, духовное сокровище ректора вторглось в разум жертвы и стало просматривать его воспоминания. У Ван Буэле перехватило дыхание. Он не стал ничего говорить, решив подождать результата проверки. Спустя какое-то время ректор извлёк иглу и отвёл руку. Мужчина в чёрном рухнул на пол и забился в конвульсиях, у него на губах пузырилась пена. Выглядел он весьма плачевно, но в глазах ректора этот человек был никем. Сейчас руководитель Нижней Академии, похоже, всеми силами пытался сдержать бушующие внутри эмоции, но ему не удалось скрыть пламя ярости в глазах. «Не беспокойся, я предоставлю тебе удовлетворительное объяснение», — заверил старик. «Спасибо, ректор!» Это был второй раз, как Ван Буэлла заговорил. Он поклонился и ушёл, оставив ректора в крайне скверном настроении. «Выясни, что произошло на самом деле!» С тяжёлым вздохом приказал ректор. «Как прикажете!» — хрипло сказал кто-то откуда-то сзади. Ван Буэлла ни разу не покинул свои пещеры Бессмертного. Всё это время он и ждал весточки от ректора. Зная о статусе Дова Академии Эфира, нетрудно было догадаться, насколько серьёзным был этот случай. Он не знал, чьим сыном был Лин Тяньхао, как и не знал, какое влияние окажет личность его отца на исход дела. Прошло ещё два дня. На вершине горы стоял ректор, любуясь ночным небом, он слушал доклад человека за спиной. «Ректор, я провёл тщательное расследование и даже побывал в Туманолесье», — хрипло добавил он. «На месте нашёл тела. Всего 27 человек, которых наняли разыграть нападение воздушных пиратов. В их группу входили два эксперта на пике ступени укрепления пульса и один в одном шаге от стадии истинного дыхания. Улизнувший воздушный корабль мы нашли, правда тоже разбитым». Ректор уже обо всём этом знал из воспоминаний пленника, но, услышав подтверждение этой информации, он не смог скрыть удивление. Повернувшись к человеку позади, он спросил. «Ван Булаев правду в одиночку перебил всех нападавших». «Скорее всего, всё так и было. Он точно был один. К тому же, в пользу этой версии говорят показания опрошенных пассажиров. Я проверил все группы. Большинство из них скончались от одного удара. Многих убили дхармические артефакты. Вдобавок, место схватки буквально усыпано их осколками. Воздушные суда уничтожило какое-то крылатое существо. Ничего удивительного, это ведь туманолесье. После осмотра места происшествия могу сказать, что юнец угодил в очень опасную передрягу». Похоже, даже говорившему не верилось в то, что он рассказывал. «Ван Бо Лэ должно быть использовал все свои знания от хромическом оружии, которые получил в Дао Академии. Вполне вероятно, он прибегнул к каким-то секретным техникам. Но в любом случае, покушение действительно имело место быть. Организаторы Линь Дяньхао и его люди. Предположительно, Дзян Линь и Цаокунь предложили ему эту идею. «Секреты». Немного помолчав, узрёк ректор. «О всех есть секреты. Это не проблема. Но Линь Дяньхао у этого сопляка хватило наглости бросить вызов четырём великим Дао Академиям». С этими словами он вышел и направился в Верхнюю Академию. Очевидно, Линь Дяньхао своими действиями приступил к черту, поэтому об этом следовало доложить в Верхнюю Академию. В докладе ни разу не был упомянут москит, более того, в воспоминаниях плененного мужчины исчезло всё, что касалось юноши в чёрном тумане, похожего на обезьяну. Словно ничего этого никогда не было, всё просто было стёрто. Незаметно прошло ещё два дня, до начала учебного года оставались считанные дни, результаты расследования наконец стали известны Ван Буэлэ, обо всём ему сообщил ректор. Ван Буэлэ поначалу не поверил своим глазам, хотя многие его подозрения подтвердились. «Этим они переступили черту. Академия гарантирует твою безопасность, а семье тоже можешь не беспокоиться. Он сенатор, что с того? Если кто-то опять попытается что-то устроить...» Это были последние слова в сообщении. Ван Буэлэ стало трудно дышать. Его глаза ярко заблестели. Решение Доо Академии показало ему, что он мог верить в своё учебное заведение. «Твой отец сенатор? Ну и что? Линь Дянь Хао, Дзян Линь и Цао Кунь! Ваш дедушка Ван скоро сведёт с вами счёты!» Со смехом подумал Ван Буэлэ. Он включил кольцо-передатчик и послал Люда Убинью и остальным сообщения, в котором приказал всем арбитрам вернуться в Академию. Глава 71. Первое. Никогда не поздно отомстить. Ван Буэлэ в силу своего характера не прощал даже самые мелкие обиды, не говоря уже о чём-то столь серьёзном, как покушение на жизнь. Одна единственная ошибка могла стоить ему жизни – он не был уверен, что смог бы выжить, доведись ему пережить это ещё раз. Покушение не только спровоцировало Ван Буэлэ, но и дал Академию Эфира. В сообщении ничего не говорилось о том, что он должен предпринять какие-то конкретные шаги, однако Ван Буэлэ всё равно хотел отомстить. Сведение счётов создаст ещё больше ненависти, но Ван Буэлэ было всё равно. Если он ничего не предпримет, то в глазах Линь Тянь Хао и остальных будет выглядеть слабым. Вот почему он собирался отомстить им лично и получить как можно больше удовольствия от процесса. В результатах расследования ректора и о прилагаемом сообщении говорилось, что Цзян Линь и Цао Кунь были сообщниками Линь Тянь Хао. Расследование оказалось на удивление тщательным, Цзян и Линь и Цао Кунь не принимали прямого участия, они помогали в организации покушения. Они заслуживают того, чтобы быть публично униженными. Так будет лучше всего! Ван Буэлэ проводил время в своей пещере Бессмертного в компании Снэков, с предвкушением ожидая возвращения Линь Тянь Хао и его лакеев. Три дня спустя в Дао Академию вернулись Лидао Бинь и остальные арбитры, они оперативно отреагировали на призыв вернуться и сразу же доложили Ван Буэлэ о своём прибытии. Ван Буэлэ не стал поручать им что-то конкретное, ограничившись расплывчатой формулировкой «Ожидайте приказов». Наконец, два дня спустя начался учебный год. Ранним утром облачившись в новый Даоский халат головного префекта, Ван Буэлэ застрял у зеркала в попытке изобразить самую грозную позу. Вдобавок он активировал кольцо-передатчик и связался с Людоубинем. «Арбитры факультета хромического оружия! Через полчаса всем прибыть к воздушному порту Дао Академии!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, поправил пояс под округлым животом, сложил руки за спиной и с довольной улыбкой вышел из пещеры Бессмертного. Практически сразу до его ушей донесся голый свист приближающихся воздушных кораблей, практически все старшие студенты возвращались в Академию к началу занятий. Хоть некоторые корабли привозили новых студентов заранее, сегодня в воздушном порту Дао Академии было не протолкнуться. К тому же некоторые старшие студенты дружелюбно приветствовали новичков в надежде отыскать ту единственную, с кем можно было закрутить роман в новом семестре. Этот год отличался от остальных, а в этот раз сразу после получения приказа от Ван Буэлэ в воздушном порту выстроились с Людоубиньи несколько сотен арбитров. Они успели прибыть на место до своего начальника, такое количество молодых людей в одинаковой черной форме просто не могло не привлечь внимания других студентов. «Что происходит? Почему здесь так много арбитров? Они из факультета дхармического оружия!» Пока студенты строили догадки, Людоубиньи и остальные арбитры молча стояли, сурово глядя на толпу. Вскоре вдалеке показался силуэт Ван Буэлэ, в глазах сотен арбитров разгорелся огонек, и они хором его поприветствовали. Не имело значения, действительно ли они рады его видеть. «Доброе утро, главный префект!» От неожиданности многие студенты вздрогнули, Ван Буэлэ чувствовал себя просто прекрасно. Со сложенными за спиной руками он подошел к арбитрам и посмотрел на воздушный корабль, уже шедший на посадку. Получив от ректора добро на предложение взять дело в свои руки и бортовые номера воздушных кораблей, на которых летели Линь, Тяньхао, Дзян Линь и Цаокунь, Ван Буэлэ оставалось только ждать. Его молчание слегка нервировало арбитров и людоубиня, но никому не хватило храбрости спросить, в чем дело. Так они и стояли в томительном молчании, студенты в воздушном порту растеряли свой задорный настрой, приятная суматоха сменилась довещей атмосферой. Многие шептались и полушепотом делились своими теориями. Тем временем в порту продолжали приземляться воздушные суда, разговоры сходящих с них старших студентов тотчас стихали при виде внушительной группы арбитров в факультет от хромического оружия. Не зная, что именно происходит, они обходили группу арбитров стороной, никто не хотел к ним приближаться, новоприбывшие растворялись в толпе и пытались узнать у знакомых, в чем дело. Некоторые воздушные суда привозили преподавателей, сопровождавших новых студентов. Новички еще не знали ничего про арбитров, радостно сходя в порту Дао Академии, они оживленно болтали, но выстроившиеся в ряд люди в черных халатах навели их на логичный вопрос. Кто это такие? Гляньте, толстяк впереди одет по-другому. Похоже, его статус не такой, как у остальных, раз у него другая форма. Сопровождающие их учителя странно покосились на ванболы. После их короткого объяснения новым студентам стало слегка не по себе. Теперь они знали значение черной формы арбитров и о статусе толстяка перед ними. Постепенно корабли привозили все новых студентов, толпа увеличивалась, гомон тоже нарастал. Внезапно ванболы направился к одному снижающемуся кораблю. Многие арбитры посуровели и на автомате последовали за своим начальником, ванболы шел к уже севшему кораблю, с которого сходили студенты. Один из них нервно озирался, это был бывший главный префект кафедры духовных камней Дзян-Люнь. Ванболы наказал Дзян-Люня за прошлые прегрешения, но после встречи префектов и потери им власти его признали невиновным. Он ненавидел ванболы и знал о замыслах Линь-Тянь-Хао. Более того, он даже внес свою лепту в составление плана покушения. Неудивительно, что при виде ванболы он застыл. У него сузились зрачки, сбилось дыхание, а сердцебиение сорвалось в голоб. Шестое чувство подсказывало, сейчас произойдет что-то плохое. С блеском в глазах ванболы тут же прыгнул вперед, скорость была настолько высокой, что его тело превратилось в длинный радужный луч, который приземлился на воздушном корабле. «Дзян-Линь!» прозвучал низкий голос. «Ты исключен из Академии за покушение на жизнь главного префекта! Я получил приказ на твой арест! Арбитры, взять его!» Голос ванболы подобно урагану прокатился по всему воздушному порту. Ошеломленный, дзян-Линь резко поменялся в лице и задрожал. Он неосознанно начал пятиться. «Ванболы!» Не своим голосом закричал он. «Что все это значит?» Первой реакцией студентов и преподавателей, прибывших на одном с ним корабле, было встать на пути ванболы. Но, услышав его слова, они разошлись в стороны. Теперь путь к дзян-Линью был открыт. Глаза дзян-Линьи дико забегали, в них легко угадывались страхи отчаяния. Он с воплем попытался дать отпор. «Сопротивление представителю власти?» Взгляд ванболы не сулил ничего хорошего. Он очень быстро оказался рядом с перепуганным дзян-Линьем, схватил его за руку и впечатал лицом в землю. Из горла дзян-Линья вырвался полный боли крик, на лбу выступил пот. Излучая жажду убийства, ванболы чуть сдвинулся и вывернул вторую руку. Не обращая внимания на крики, он с размаху ударил кулаком ему в грудь. Это уничтожило меридианы и повредило древние боевые искусства. Изо рта дзян-Линья хлынула кровь, после кровавой схватки в лесу его культивация заметно превосходила культивацию дзян-Линья. Закровавленный молодой человек был выброшен с воздушного корабля, где его подхватили арбитры и унесли прочь. К счастью, он уже потерял сознание, поэтому больше не сопротивлялся. Всё произошло очень быстро. Многие студенты примерзли к месту при виде жестокости ванболы. В их головах до сих пор звучали его слова. «Покушение на убийство главного префекта?» «Небеса! Я что-то совсем запутался!» «Его исключили?» «Я тут кое-что вспомнил!» «Несколько дней назад я видел ванболы всего в крови!» Пока толпа гудела, ванболы с палубы корабля внезапно заметил ещё один интересующий его корабль, тот только что приземлился. На его борту один бледный как мел пассажир осторожно пятился. При виде Цао Куни губы ванболы изогнулись в хищные улыбки. Почувствовав на себе тяжёлый взгляд ванболы, Цао Кунь в страхе попытался сбежать. Вот только обогнать голос ванболы ему не удалось. «Цао Кунь! Ты исключён из Дао Академии за покушение на жизнь главного префекта!» С этими словами ванболы сорвался с места, Цао Кунь видел, какая судьба постигла Дзян Линя. «Ванболы! Я невиновен!» Дрожащим голосом выдавил он. «Это всё линь Тяньхао! Он всё придумал! Прости меня! Я больше так не буду!» Глава 72. Исключение. «Твои обещания уже ничего не стоят!» Мрачно процедил ванболы. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он знал, как вести себя с врагами. Никакого милосердия и жалости. Вдобавок их следовало ослабить до такой степени, чтобы они в будущем больше не представляли угрозы. Особенно если учесть, что произошло в Томанолесье, от воспоминания о нападении его взгляд посуровел, и он с необычайной скоростью бросился на Цао Куня. Люда убиня остальные арбитры наконец оправились от шока, при мысли о том, что ванболы пошел на прямую конфронтацию с бывшим главным префектом, у них немного сбилось дыхание, в особенности у тех, кто стараниями Цао Куни попал за решетку. Они с небывалым рвением бросились ему на перерез. «С дороги!» – прорычал Цао Кунь. Оказавшись в ловушке, он, рыча как обезумевший зверь, пытался вырваться и спастись. Вот только он, похоже, забыл, что находился в Дао Академии Эфира, даже если ему удастся сбежать, уйти далеко не удастся. Да и он уже упустил шанс для побега. Люда убинь с арбитрами уже отрезали все пути к отступлению, мгновением позже перед ним уже стоял Ван Боуле. Цао Куня била неконтролируемая дрожь, все внутри сжалось от страха, на грани истерики он понял, что ему не сбежать. «Ван Боуле! Я хочу увидеть реактора! Я...» Не дав ему закончить, Ван Боуле размашисто ударил в его дань тень, Цао Кунь сложился пополам. С его губ брызнула кровь, а сам он побелел и рухнул на землю. Удар был очень болезненным, как и в случае Дзяна Лине, в результате были уничтожены меридианы. Культивация древних боевых искусств Цао Куни была повреждена. «Возьмите обоих под стражу!» Покалечив двоих студентов, спокойно приказал Ван Боуле. Арбитры и Люда Убин оперативно схватили бьющегося в конвульсиях Цао Куни и подняли Дзяна Лине, который все еще находился без сознания. Старшие студенты в воздушном порту почувствовали, как у них по спине пробежал холодок, а они смотрели на Ван Боуле с благоговейным трепетом. Что до новых студентов, они практически ничего не знали о главных префектах, в отличие от их старших товарищей, поэтому просто завидовали власти Ван Боуле. «Главный префект такой сильный!» восхищенно сказал Один. «Это Ван Боуле? С какого он факультета? Я тоже туда хочу!» добавил другой. «Как мне стать арбитром? Крутые ребята!» Все новички восхищенно галдели, а некоторые студентки по-особому смотрели на Ван Боуле. Все-таки они пока еще ничего не знали. Ван Боуле впечатлял куда больше, чем остальные могущественные люди, которых им довелось увидеть. У него была аура человека, в чьих руках находились судьбы других людей. Она делала его особенно привлекательным. Не обращая внимания на шушукающихся студентов, Ван Боуле выпятил живот и с закрытыми глазами ожидал прибытия Лин Тяньхао. Эдзиан и Линя Цаокунь были лишь пешками, Лин Тяньхао вот кто дергал за ниточки. Именно ему Ван Боуле хотел отомстить, тем не менее Ван Боуле не особо надеялся на это. Все-таки семьи Эдзиан Линя и Цаокунь вертелись не в тех кругах, чтобы их могли заранее предупредить, поэтому они ничего не подозревая и вернулись в Академию, где и были арестованы. Лин Тяньхао с другой стороны был сыном сенатора. Воздушный корабль, на котором он находился, не прибыл в назначенное время. Ван Боуле понял, Лин Тяньхао прознал о случившемся и не стал возвращаться в Дао Академию. «Побоялся вернуться?» С холодным смешком сказал Ван Боуле, а потом повернулся к стоящему рядом Людоубиню. «Сделай объявление об исключении Лин Тяньхао с факультетом хромического оружия за покушение на жизнь главного префекта!» Сказав это, Ван Боуле накрыл ладонью кулак и поклонился толпе, после чего пошел к выходу с воздушного порта. Людоубинь кивнул и вместе с остальными арбитрами двинулся следом, после поимки Дзян Лени и Цао Куни он быстро передал приказ факультету хромического оружия и Нижней Академии об исключении Лин Тяньхао. Когда их группа двинулась к выходу, толпа студентов по рту взорвалась криками, произошедшее уже обсуждали в духовном интернете. Со временем это стало самой горячей новостью Дао Академии. Дао Академия не только не стала наводить порядок, наоборот, было сделано объявление, где Троица обвинялась в покушении на главного префекта. Два ареста в воздушном порту добавили Ван Боулы известности, теперь среди новых студентов он вообще стал настоящей звездой. Узнав о случившемся, люди не переставали говорить об этом. Единственный главный префект факультета хромического оружия стать экспертом ступени укрепления пульса всего за год. С такой известностью, куда бы Ван Боулы ни направился, к нему всегда подходили студенты просто поприветствовать или поболтать. Информация о нем распространилась не только по Дао Академии, но и за ее пределами. О нем слышали даже в трех других Дао Академик Федерации. Жизнь Ван Боулы вернулась в спокойное русло. Он догадался, что ректор намеренно скрыл информацию от Зян Линьи и Цао Куни. Эти два стали агнцами на заклане, дабы умерить гнев Ван Боулы. Линь Тяньхао так и не прилетел, однако объявление о его исключении подтвердили в Нижней Академии. Ван Боулы понимал, это был лучший исход, на который он мог рассчитывать. «Ничего еще не кончено!» Процедил Ван Боулы сквозь теснутые зубы. Погоня и кровопролитная схватка в лесу помогли ему понять, насколько важными оказались знания о хромических артефактах. Именно с их помощью ему удалось выбраться и стоя передряги. «Надо переплавить больше артефактов!» Ключевую роль в том конфликте сыграл Пурпурный меч. Ван Боулы расправил складки на халате и привел себя в порядок перед встречей с деканом факультета. Он хотел поблагодарить его за подаренный меч. Бородач в своей резиденции посмотрел на склонившегося перед ним Ван Боулы, как декана факультета от хромического оружия его ввели в курс дела. Его просто не могли не поставить в известность, ведь все участники событий были с его факультета. Узнав обо всем, Бородач с трудом взял под контроль свой гнев. «Боулы, ты правильно поступил! Отпрыски именитых семей считают, что могут игнорировать законы, думают, что могут бросить вызов четырям великим дао-академиям! Наивные глупцы! Благодарю вас, декан! Если бы не подаренный вами летающий меч, то я, скорее всего, не выбрался бы из леса живым!» Сказав это, Ван Боулы накрыл ладонью кулак и поклонился. Это тронуло Бородача, он действительно беспокоился об этом студенте. Ван Боулы вытащил из безданного браслета обломки пурпурного меча, Бородач не смог скрыть захлестнувших его эмоций. Он, конечно, слышал о произошедшем, но состояние меча ясно говорило, насколько Ван Боулы пришлось тяжело в схватке с убийцами. Декан поднял глаза на особого студента, которого он собственноручно выбрал. «Не беспокойся!» С теплотой и гордостью за своего подопечного сказал он. «Я сделаю ещё один!» Ван Боулы был приятно удивлён. Ещё немного побеседовав, он поблагодарил декана и вернулся в пещеру Бессмертного. Там он взялся за нанесение начертания на духовные камни. Нападение убийц показало, насколько ему не хватало защитных тхармических артефактов. Эти артефакты были сделаны не то чтобы очень филигранно. Я бы даже сказал грубовато. Однако они оказались крайне полезными. В этот раз надо сделать ещё больше. К тому же не помешают и защитные артефакты. Шло время. С началом учебного года и прибытием новых студентов на каждом факультете стало оживлённее обычного. В те редкие моменты, когда Ван Боулы выходил на улицу, он ловил на себя восхищённые взгляды новых студентов своего факультета. Ван Боулы наслаждался вниманием, но не забывал о необходимости переплавить больше тхармических артефактов. По этой причине большую часть своего времени он проводил в пещере духовной печи. Две недели спустя от ректора пришли две шкатулки. В первой лежало зеркало, излучающее мощную подавляющую силу. На нём имелись три оружейных метки. Ван Боулы оцепенело уставился на духовное сокровище третьего класса. Во второй он обнаружил нефритовый кулон с вырезанным водяным драконом. На нём тоже обнаружились три оружейных метки. Если смотреть на кулон достаточно долго, водяной дракон, казалось, едва заметно двигался. Ещё одно духовное сокровище третьего класса! Ван Боулы шумом вдохнул, он понимал всю ценность двух этих предметов. Не став доставать их из шкатулок, он включил кольцо передатчик и связался с ректором. «Я лично переплавил нефритовый кулон!» Прозвучал из кольца голос старого доктора. «Это подарок, который будет тебя защищать!» «Что до зеркала, его прислал мэр города Эфира!» «Мы его тщательно проверили, оно в полном порядке, если не хочешь его...» Слушая ректора, Ван Боулы задумался. Похоже, отец Линтиан Хао и дау Академии Эфира пришли к какой-то договорённости. «Конечно хочу!» «Не думай, выпалил он!» «Зачем мне отказываться от него?» А ректор добродушно рассмеялся. Он думал, что Ван Боулы придётся убеждать принять подарок, но тот, похоже, сразу сообразил значимость и смысл подарка. Немного помолчав, Ван продолжил, но уже тише. «Боулы, четыре великих дау Академии и семнадцать сенаторов являются частью Федерации, поэтому некоторым вещам никогда не будет дан ход. Забудь о случившемся, я гарантирую, что в будущем подобного не повторится». «Исключения тоже отменили?» Осторожно спросил Ван Боулы. Его глаза засверкали, как две льдинки. «Правила дау Академии не приложены. Ни о каком восстановлении в Нижней Академии не может быть речи!» Успокоил ректор, а потом отключил связь. В пещере духовной печи Ван Боулы перевел взгляд с кольца на две шкатулки. «Восстановление в Духовной Академии. Получается, запрет на обучение в Нижней Академии не лишает тебя права учиться в Верхней». Глава семьдесят третья Силуэт в солнечном свете Пусть Нижняя и Верхняя Академии не зависящие друг от друга в списке студентов. «Я, Ван Боулы, не забуду и отомщу!» Зная, кем был отец Лин Тяньхао, его ни капли не удивило решение ДАО Академии. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он вычитал, как вести себя в такой ситуации. В каком-то смысле он пошел на попятную, к тому же ДАО Академия предоставила ему определенную компенсацию. «Подарки оприму, но все равно отомщу!» Ван Боулы посмотрел на нефритовый кулон и зеркало. «Какая интересная штучка!» заключил он после их осмотра. Нефритовый кулон представлял собой духовное сокровище для атаки и защиты. Ван Боулы чувствовал духовную силу. Проверив начертания, он пришел в восторг от его возможностей. Зеркало не уступало кулону, оно не могло защищать и атаковать напрямую, зато создавало видимость крепкой защиты, чем можно было вводить противника в заблуждение. Вдобавок его можно было использовать и во время атаки. В общем, оно могло оказаться полезным во многих ситуациях. Ван Боулы очень понравились эти два духовных сокровища, они пришлись как нельзя кстати, после схватки в лесу у него почти не осталось духовных артефактов. С двумя сокровищами такого класса он почувствовал себя в большей безопасности. Но этого все еще мало. Надо переплавить больше артефактов, особенно защитных, чтобы в случае опасности быть во всеоружии. Ван Боулы вновь вернулся к переплавке и начертаниям, следующий месяц прошел без происшествий. Ван Боулы практически не покидал пещеру духовной печи, количество дхармических артефактов в его распоряжении неуклонно росло. У него уже было более десяти больших печатей, не говоря уже о веревках. Основной фокус он сделал на дхармических артефактах жемчужинах. Создание одной требовало от Ван Боулы огромных усилий, духовная заготовка была полностью сделана из радужных духовных камней и списанных чудовищным количеством начертаний. При активации она окружала владельца защитным барьером наподобие барьера Золотого колокола. Одной была мала, Ван Боулы успокоился только тогда, когда переплавил больше дюжины. Защитных артефактов достаточно, пришло время поработать над нападением. Ван Боулы утер трудовой пот и прикончил несколько пакетиков со снеками. Из всех доступных вариантов он остановился на летающих мечах, с культивацией стадии древних боевых искусств Ван Боулы не мог управлять тхармическими артефактами так ловко, как бы ему хотелось. Да и раскрыть весь их потенциал он не мог, но как единственный главный префект факультета тхармического оружия он использовал невиданные ранее студентами начертания, чтобы как-то обойти эту проблему. Используя магнетизм, с его помощью можно обеднить эти летающие мечи, так я смогу управлять всеми, контролируя всего один меч. Глаза Ван Боула заблестели, когда он добавил начертания магнетизма на духовные заготовки летающих мечей. Финальный продукт был далек от идеала, сила магнетизма позволяла соединять всего несколько летающих мечей, с другой стороны, во время испытаний он одним взмахом руки мог послать в полет не один, а сразу несколько летающих мечей. Их скорость и маневренность стали заметно выше, особенно если сравнить с тем, как они показали себя в Туманолесье. Он не был полностью удовлетворен результатом, но в данный момент на больше он был не способен. Надо добавить функцию самоуничтожения! Ван Боула почесал затылок. После схватки в лесу, где на кону стояла его жизнь, Ван Боула посчитал, что артефакты взрывались недостаточно быстро. Если бы можно было установить таймер взрыва, тогда они стали бы идеальным оружием. Надо добавить функцию самоуничтожения на все артефакты, чтобы они могли по команде взрываться. Еще остался большой мегафон. Настоящая находка! Как переплавлю его, надо будет придумать как сделать его более мощным! Две недели спустя Ван Боула все еще переплавлял тхромические артефакты. Когда он уже почти закончил, ему пришло сообщение от зайки, что побудило его выйти из пещеры духовной печи подышать свежим воздухом. Любой с пышными облаками в небе, он неосознанно погладил бездонный браслет. Со мной сейчас больше артефактов, чем раньше. Не без удовольствия, подумал он. Если бы мне еще раз пришлось драться в том аналесье, то я бы разобрался с убийцами без какого-либо труда. Довольно же я очередной снег, Ван Боула отправился на прогулку по факультету тхромического оружия. Студенты на пути рефлекторно с ним здоровались, многие новые студенты взирали на него с неприкрытым восхищением. Галюдя на них, Ван Боула пробежал пальцами по щетине у себя под носом. Я стал старше. Со вздохом пробормотал он. Ван Боула и его одноклассники больше не были новичками, они постепенно добивались успехов в избранных им специальностях. Подражая ректору, Ван Боула одаривал новичков ободряющим взглядом и вежливо кивал им в ответ. О большем они и мечтать не могли. Оставляя за собой восторженных студентов, Ван Боула шел дальше. Причем приветствия продолжали звучать со всех сторон. Купаясь в лучах всеобщего обожания, Ван Боула не мог не признать, что решение поступить в ДАО Академию Эфира было лучшим из тех, которые он принимал в жизни. Я просто обречен быть особенным. Все эти годы внимания в городе Феникс, чтобы стремительно сделать себе имя в ДАО Академии Эфира. Подумал Ван Боула, спускаясь пик от хромического оружия. Заходящее солнце окрасило небосвод в мягкий оранжевый цвет. Любой с небом, он доел содержимое пакетика. Вскоре подошла зайка. В своем голосовом сообщении она сказала, что хотела навестить его, поэтому Ван Боула остановил процесс переплавки, чтобы встретить ее. Девушка заметила ждущего Ван Боула, в ее глазах заплясали радостные искорки, а щеки покрылись румянцем. «Брат Боула!» Ускорив шаг, крикнула она. Лицо Ван Боула посветлело. Сцена бегущей к нему зайки напоминала о том, что он видел в мире иллюзии во время испытания. Прочистив горло, он скромно улыбнулся, как настоящий джентльмен. Остановившись перед ним, зардевшаяся зайка хотела что-то сказать, но, посмотрев ему в глаза, ее сердце забилось такой скоростью, что она начаться забыла то, что было у нее на уме. Она достала коробочку с пилюлями и протянула Ван Боула. «Брат Боула, эти восстанавливающие пилюли я переплавила во время работы в уединении. Это тебе!» Скромно сообщила покрасневшая девушка. После небольшой паузы она залилась румянцем и серьезно добавила. «Брат Боула, я постараюсь переплавить еще пилюль, чтобы в случае опасности они могли помочь тебе». Она развернулась, чтобы уйти, но тут опять повернулась к нему и протянула еще одну коробку. «А, это не та коробочка. Вот это правильно!» Щеки-зайки горели, поэтому она попыталась спешно ретироваться. На самом деле она никогда не считала себя смелой. Изначально она хотела сказать гораздо больше, но при виде Ван Боула ее сердце забилось в бешеном ритме, все мысли спутались, поэтому она забыла, что хотела сказать. Ван Боула с теплоты посмотрел на Джоу Сяуя. Теперь он понял, что она попросила о встрече, чтобы передать ему пилюли. Опустив глаза на коробочке в руках, Ван Боула ощутил, как в душе поднималось неописуемое чувство. Моргнув, он побежал следом за убегающей девушкой. «Джоу Сяуя! Джоу Сяуя! Почему ты такая трусиха? Ты ведь подготовила свое признание и в итоге все испортила! Разве ты не практиковалась?» Бормотала себе под нос Джоу Сяуя, пребывая в собственных мыслях, она не услышала, как к ней подбежал Ван Боула, который краем уха услышал ее бормотание. Кхм! Прочистил горло Ван Боула. «Испортила что?» От неожиданности Джоу Сяуя вскрикнула, обернувшись на удивленно посмотрела на Ван Боула. «Брат Боула, почему ты пошел за мной?» При виде того, как забавно зайка поменялась в лице, Ван Боула тепло сказал. «Я хотел проводить тебя до факультета алхимии, вот почему!» «А, хорошо, спасибо!» Коротко согласилась зайка. Ее плохое настроение улетучилось, теперь ее глаза вновь ярко блестели. По залитой оранжевым светом дороги до Академии шли Ван Боула и зайка. По мере захода солнца их тени постепенно удлинялись. Издалека доносились голоса студентов, читавших слух отрывки из книг, топот бегущих учащихся с факультета боевых искусств, смех молодых людей, проходивших мимо, все эти звуки слились для этих двоих в монотонный гул. Словно во всей Доу Академии остались только они вдвоем. Зайка лучезарно улыбалась, в ее глазах красиво отражался свет закатного солнца, что лишь подчеркивало ее красоту. В этой прекрасной сцене, которую венчало ало-золотое небо, было идеально все, за исключением бледного худощавого юноши в халате студента, проходя мимо, он посмотрел на идущих Ван Боула и зайку. Как только он увидел красивую девушку, его губы растянулись в улыбке, с ярким блеском в глазах он подскочил к парочке, причем с таким видом, будто Ван Боула здесь вовсе не было. «Дорогая одноклассница, мы разве нигде не встречались? Могу ли я узнать тебя получше? Пожалуйста, дай мне свои контакты!» Сказал худощавый студент Зайки. Глава 74 Я постигаю Дао Стоило молодому человеку открыть рот, как Ван Боула состроил кислую мину. Словно он наконец нашел бутылку духовно-ледяной воды в жаркий день, но обнаружил плавающую в ней муху. Ван Боула инстинктивно хотел одарить юноше испопеляющим взглядом, но в итоге лишь шумом втянул в легкий воздух. Он решил повести себя как настоящий джентльмен, поэтому молча нахмурил брови. Зайка тоже нахмурилась, судя по всему, к ней уже не в первый раз подходили с подобной просьбой. Мы никогда раньше не встречались, к тому же у меня нет никакого желания узнавать друг друга получше. Прямо дала свой отказ Зайка. После этого она перестала обращать на юношу внимание и повела Ван Боула прочь. Брат Боула, не сердись. Немного виновата, сказала она, желая развеять подозрения Ван Боула. Я его не знаю. Ван Боула сразу полегчала, но он решил придерживаться образа джентльмена, поэтому с улыбкой сказал. С чего мне сердиться? Показывает какая ты привлекательная Сеуя. После этих слов Джоу Сеуя расцвела, а её улыбка стала ещё прекрасней. Гуляя в лучах закатного солнца, она мечтала, чтобы этот вечер никогда не кончился, чтобы он длился вечность. Ван Боула тоже был счастлив. Почувствовав душевный подъём, он хотел что-то сказать, как вдруг их нагнал худощавый молодой человек. Эй, эй, у меня для тебя есть подарок! Прими его! Молодой человек немного задыхался от бега, что показывало его невысокую культивацию стадии древних боевых искусств. Он с блеском в глазах смотрел только на Зайку, словно Ван Боула вообще не существовало. Это его изрядно взбесило. На идею оставаться джентльменом был поставлен крест. Не успела Зайка ответить, как Ван Боула раздражённо бросил. Что это за чушь? Ей ничего не нужно! Не доходит? Она не станет принимать твой подарок! Ван Боула взял Зайку за руку и потянул за собой. Только сейчас худощавый юноша заметил присутствие Ему не было дела до статуса Ван Боула тот в свою очередь демонстративно проигнорировал его рассерженный взгляд. Он такой надоедливый! Я же сказала ему, что не хочу знакомиться, но он всё равно захотел подарить мне подарок. Как думаешь, что это? С левопытством спросила Зайка. Ясное дело, этот тёп скажет, что он и есть подарок! Я знаю об этом трюке лет шести! Сколько раз я дарил самого себя в качестве подарка? Хм! Вот с этим жалким приёмчиком он решил пойти против меня? Надменно заявил Ван Боула. У Зайки слегка расширились глаза. Похоже, слова Ван Боула её немного шокировали. Наконец, придя в себе, она заметила, что Ван Боула держала её за руку и сразу же раскраснелась. Счастливая парочка продолжила свою прогулку по залитой оранжевым светом дорожке. Вскоре идеалическую атмосферу опять нарушил худощавый парень. В этот раз он прибежал с букетом сорванных с соседней клумбы цветов. Опустившись на одно колено перед Зайкой, он искренне заявил «Веришь или нет, но я влюбился в тебя, как только увидел. Любовь с первого взгляда. Именно такие девушки мне нравятся. Пожалуйста, прими мою любовь. Я готов взять тебя за руку и не отпускать до конца времён». Зайка явно не ожидала такого напора. Ей нередко досаждали парни, но кого-то столь настырного, как этот юноша, она ещё не встречала. Мимо них проходили другие студенты, устроенная сценой участником, который был Ван Боуле, не могла не привлечь их внимания. Глаза Ван Боуле полыхнули яростью. Он подскочил к юноше и оттолкнул его в сторону. «Ищешь неприятностей?» Юноша отшатнулся и сердито посмотрел на Ван Боуле. «Я с факультета просветления Дао!» Неграмко заявил он. «Что с того? А я главный префект трёх кафедр факультет от хромического оружия!» Надменно парировал Ван Боуле, почувствовав, что юноша хочет показать свой статус. Почему-то это заявление не произвело на него никакого эффекта. Вместо этого у юноши на шее вздулись вены, и он уже громче объявил. «Я постигаю Дао!» «Да плевал я на твоё Дао и его постижение!» Рявкнул Ван Боуле, теряя терпение. Он ударил юношу обратной стороной ладони. Несмотря на раздражение, он не стал бить со всей силы, поэтому тот отлетел всего на пару шагов. Сквотив зайку за руку, он двинулся прочь. Юноша позади внимательно посмотрел на Ван Боуле, а потом со смехом ушёл. От его смеха многие студенты поюжились, одни поражённо прикрыли рот ладонью, другие ошеломлённо вздохнули. «Факультет просветления Дао!» Ван Боуле серьёзно вляпался! «Чёрт!» «Студентов с факультета просветления Дао нечасто можно встретить! Они практически не покидают свою гору! Этим ребятам лучше не переходить дорогу!» «Я слушал, куда бы они ни пошли, стало ли?» «Стоит им только сказать «Я постигаю Дао!» И всё! Попытки помешать им равносильны попытки помешать их учёбе!» «Факультет просветления Дао не проводит лекций!» «От студентов требуется лишь искать просветление!» «Они могут попасть в любую часть острова Нижней Академии!» «Правила и законы Академии на них не распространяются!» «Любая проблема решается тем, что они говорят о том, как сейчас ищут просветление!» «Разговоры студентов долетели до ушей зайки Иван Боуле!» «Брат Боуле!» «Он с факультета просветления Дао!» С тревогой сказала зайка «Факультет просветления Дао?» «Кому какое дело?» Иван Боуле тоже был немного удивлён Большую часть прошлого года он провёл в уединении и в борьбе за первую строчку рейтинга трёх факультетов Разумеется, он знал, что прошлый президент федерации закончил этот факультет и имел общее представление об их цели по постижении Дао В каком-то смысле он немного им завидовал Однако у него не было полной картины Услышав обсуждение студентов он лишь раздражённо фыркнул Зайка никак не могла перестать нервничать В спокойствие Иван Боуле немного её успокоило Проводив её к горе алхимии Иван Боуле остался наблюдать за ней пока она не скрылась на другом склоне На пути домой он задумался о студенте с факультета просветления Дао Через кольцо передатчик он связался с Людоубинем который быстро прислал ему необходимую информацию об этом факультете Прочитав сообщение до конца Иван Боуле застыл Вот это факультет просветления Дао В сообщении говорилось что факультет считался слабейшим на всём острове Нижней Академии С другой стороны его можно было считать сильнейшим Студенты этого факультета посвящали своё время декламации стихов и распитию алкоголя приступая к процессу постижения Дао по настроению У них часто говорили «Ваши учителя лишь простые смертные но наши учителя сами небо и земля» Поэтому они могли начать постижение Дао где угодно «Ребята с этого факультета зазря коптят небо в ожидании смерти» Ван Боуле конечно немного удивился но беспокоиться не стал По возвращении в пещеру Бессмертного он уже выкинул из головы недавний инцидент Ночь прошла спокойно но на рассвете следующего дня ещё до того как Ван Боуле успел выйти из дома он получил голосовое сообщение от Люда Убиня «Главный префект! Беда!» раздался нервный голос из кальца передатчика «Снаружи вашей пещеры Бессмертного!» «Снаружи моей пещеры что?» растерянный переспросил Ван Боуле На улице он застыл как вкопанный Рядом с пещерой Бессмертного медитировали 7-8 студентов в даотских халатах которые сразу же уставились на него Одним из них был тот самый худой юноша который признался зайке в своих чувствах Ван Боуле удивился но всё же твердо встретил их взгляды «Чего вы тут забыли?» «Это факультет хармического оружия!» «Мы постигаем Дао!» нестроенным хором выдали студенты они стиснули зубы и продолжили буравить Ван Боуле взглядом словно хотели разозлить его своим поиском просветления похоже они даже были готовы к нападению «Кучка умалишённых!» Ван Боуле всплеснул руками и отправился к пещере духовной печи группа студентов с факультета просветления Дао тут же повскакивала с места и последовали за ним какое-то время Ван Боуле старался не обращать на них внимания но вскоре потерял терпение куда бы он ни отправился за ним по пятам следовали студенты их даже пропустили в пещеры духовной печи рассевшиеся студенты кольцом окружили Ван Боуле похоже они серьёзно намеревались везде следовать за ним на требование разогнать надоедливых студентов Людао Бинь беспомощно развёл руками и сообщил, что с ними ничего нельзя было делать пока они постигали Дао даже у дисциплинарного комитета академии не было власти прогнать их к тому же эти студенты оказались на редкость настырными после того, как они три дня проходили за ним Ван Боуле настолько от них устал что решил перейти к рукоприкладству в результате на следующее утро перед пещерой бессмертного сидело ещё больше людей полностью её окружев они внимательно смотрели на дверь и постигали Дао Глава 75 Факультет, с которым шутки плохи Перед пещерой Ван Боуле в позе лото соседели дюжины студентов факультета просветления Дао с небывалой решимостью и упорством они сверлили взглядом дверь пещеры где сейчас стоял Ван Боуле понаблюдав за ними какое-то время он почесал затылок как неблагоразумно я отвесил им всего пару подзатыльников но их количество увеличилось с семи до нескольких дюжин чувствуя подступающую головную боль Ван Боуле вернулся в пещеру бессмертного плевать, просто буду игнорировать их фыркнув под умолон не будут же они сидеть там вечно своё раздражение Ван Боуле решил снять медитации и культивации в пещере бессмертного ему можно было не беспокоиться о том, что творилось снаружи уединение продлилось две недели Ван Боуле закончил культивацию в отличном настроении и открыл дверь в этот момент его глаза стали размером с блюдца несколько дюжин студентов факультета просветления Дао всё ещё сидели снаружи теперь они не только медитировали некоторые что-то ели эта сцена выбила землю у него из-под ног судя по всему, они решили всерьёз здесь обосноваться это немного напугало Ван Боуле особенно когда они принялись буравить его взглядом Ван Боуле опять начала болеть голова но сдаваться он не собирался то, что студенты факультета просветления Дао пытались оказать на него главного префекта трёх кафедр факультета хромического оружия психологическое давление вызвало у него презрительную усмешку сложив руки за спиной, он двинулся вперёд вот только за ним незамедлительно последовали студенты факультета просветления Дао когда Ван Боуле шёл, шли и они когда он останавливался они тут же рассаживались в позе лотоса и удостаивали его тяжёлым взглядом вскоре Ван Боуле начал оказаться будто он сходит с ума что бы он ни делал, куда бы ни направился эти ребята всюду за ним таскались они ходили с ним даже на занятия учителя никак не препятствовали им находиться в лекционном зале Ван Боуле всё больше и больше злили студенты которые постоянно наблюдали за ним и медитировали когда вы уже прекратите? не сдержался Ван Боуле прилипли как банный лист несколько дюжин студентов ехидно ухмыльнулись и громко объявили мы постигаем Дао это ещё сильнее взбесило Ван Боуле я предупреждаю в ваших же интересах уйти по добру-поздорому тогда я отвесил несколько затрещин но если вы видите меня то этим дело не ограничится Ван Боуле уже предупреждал их но его преследователей это не особо обеспокоило да и сейчас в их глазах без труда угадывался безумный блеск давай если посмеешь тронуть нас то узнаешь какие последствия ждут тех кто пытается помешать постижению Дао Ван Боуле если ты не ударишь нас то ты не мужчина бей в голову чем сильнее тем лучше студенты факультета просветления Дао разразились криками Ван Боуле сделал глубокий вдох он уже раньше сталкивался с безумцами но чтобы с такими студенты факультета просветления Дао обступили его при этом продолжая смотреть на него как сумасшедшее участники факультета дхармического оружия быстро ретировались на безопасное расстояние где продолжили дискуссию как ожидалось от главного префекта только он не боится дать отпор этим типам с факультета просветления Дао не часто выведешь такую сплоченность как у факультета просветления Дао пока студенты факультета дхармического оружия не громко переговаривались Ван Боуле в ярости посмотрел на обступивших его людей вы действительно думаете что я не посмею поднять на вас руку Ван Боуле включил кольцо передатчик и вызвал Люда Убиня тот очень не хотел выполнить полученный приказ но все же привел с собой целую группу арбитров до них сразу же долетел приказ Ван Боуле прогоните нарушителей спокойствия с факультета дхармического оружия и больше не пускайте их сюда Люда Убиня и остальные арбитры переглянулись в итоге они стеснули зубы и бросились вперед они не стали атаковать их с другой стороны на их стороне было численное преимущество в итоге им удалось прогнать с горы несколько дюжин студентов факультета просветления Дао только после этого Ван Боуле успокоился хотите противостоять мне? крайне довольный собой Ван Боуле сложил руки в замок и двинулся к пещере духовной печи он считал что весьма поднатарел в плане переплавки дхармических артефактов поэтому достал перчатку снятую из тела старика в туманолесье это по-настоящему могущественное сокровище надо немного его доработать добавить полость для яда и функцию самоуничтожения на экстренный случай тогда оно станет еще сильнее в долгожданной тишине он занялся своими делами к сожалению вскоре спокойные деньки подошли к концу через три дня во время переплавки дхармических артефактов он получил от Люда Убине голосовое сообщение главный префект все плохо их тут сотни с факультета просветления Дао пришли сотни людей мы не смогли их остановить они направляются к вам из рук Ван Боуле выпал дхармический артефакт при том чуть не взорвавшись резко вскочив он пулей вылетел из пещеры духовной печи неподалеку он увидел шумную толпу в несколько сотен студентов факультета просветления Дао которые приближались к нему небеса что им нужно на этот раз Ван Боуле стало не по себе он попытался сбежать но их было слишком много у кого-то оказалось достаточно хорошее зрение чтобы его заметить после его крика остальные тут же побежали за ним в какой-то момент они рассредоточились чтобы быстрее найти свою жертву студенты факультета дхармического оружия тоже отметили увеличившееся количество студентов с другого факультета на своей горе даже старшие студенты никогда не видели ничего подобного главный префект опять наломал дров в этот раз все очень серьезно из всех людей академии он перешел дорогу этим психом никто в здравом умении станет связаться с факультетом просветления Дао Ван Боуле чувствовал бессилие преследователей было слишком много вскоре его обнаружили студенты факультета просветления Дао не стали бросаться на него или что-то кричать они молча смотрели на него куда бы он ни отправился они следовали за ним буравья его спину они искали просветление это продолжалось еще три дня наконец Ван Боуле оказался на грани нервного срыва ничего удивительного студенты факультета просветления Дао ходили за ним всюду включая туалет куда быстро набивались люди и рассаживались в позе лотоса ища просветления если Ван Боуле задерживался там по какой-то причине то количество преследователей возрастало до сотни что вполне логично выводило его из себя это уже ни в какие ворота не лезет это вообще факультет? как по мне это настоящая преступная шайка Ван Боуле резко натянул штаны он не хотел ни атаковать, ни прогонять их из страха что на следующий день за ним явится уже весь факультет просветления Дао в конечном итоге Ван Боуле приобрел побольше съестного и вернулся в пещеру бессмертного он собирался несколько месяцев провести в уединении в надежде что преследователям надается стеречь его пещеру через несколько дней Ван Боуле понял как сильно ошибался похоже ребята с факультета просветления Дао раскусили его замысел или были хорошо знакомы с тактиками своих жертв через несколько дней они привели еще сотню людей возросшая толпа вновь обосновалась у пещеры бессмертного Ван Боуле где пытались найти просветление в Дао Ван Боуле не ожидал такого еще через десять дней их численность вновь возросла теперь они начали разбивать палатки рядом с пещерой Ван Боуле пока Ван Боуле находился в состоянии шока новости расползлись по всей академии и просочились в духовный интернет эта история стала самой горячей новостью в сети уже два месяца прошло никто не хочет связываться с факультетом просветления Дао в этот раз Ван Боуле так легко не выпутается все началось с того что Ван Боуле увел девушку одного студента с их факультета во всяком случае я так слышал небывалая активность в интернете побудила маленького Дао начать стрим каждый день он с камеры приходил к лагерю разбитому на факультете хромического оружия и начинал оттуда вести трансляцию изначально он планировал запечатлеть унижение Ван Боуле и его недовольное лицо но со временем план изменился в чате то появлялся то еще зал загадочный богатей по имени папочка президент федерации каждый раз он вставлял больше десяти ракет маленький Даос давно окрестил его одним из своих самых главных спонсоров и этот спонсор по непонятной причине не любил факультет просветления Дао чтобы не лишиться потока приходящих от него ракет он решил сменить угол освещения конфликта и начал сообщить обо всех необоснованных действиях факультета просветления Дао хотя не все студенты смотрели его шоу многие в той или иной степени становились жертвами факультета просветления Дао и их пассивной агрессии они заходили в чат под анонимными аккаунтами и высказывали что они на самом деле думали о факультете к сожалению стрим прекратился через четыре дня в тот день снаружи жилища маленького Даоса появились пятеро студентов факультета просветления Дао они сели на землю и смотрели на предмет своего просветления только когда маленький Даос пообещал больше не включать стрим они оставили его в покое и вправду никто не хочет переходить дорогу факультету просветления Дао со вздохом заключил маленький Даос галядя на факультет хромического оружия он впервые посочувствовал Ван Буэлэ Глава семьдесят шестая Начало контратаки Психи Безумцы Шпана В пещере бессмертного Ван Буэлэ уплетал Снэки время от времени нервно бросая взгляд на дверь несколько раз он высовывал голову наружу поэтому ему не требовалось открывать дверь чтобы знать сколько снаружи стояло палаток несколько сотен студентов факультета просветления Дао теперь жили снаружи его пещеры находиться под наблюдением сотен пар глаз было очень угнетающе он понимал что не мог выйти на улицу с таким эскортом ему будет очень тяжело куда-то сходить будучи запертым в четырех стенах Ван Буэлэ раздраженно подумал это возмутительно он удрученно отложил пакетик снэков от всего этого у него пропал аппетит ему удалось избавиться даже от Лин Тяньхао пережить покушение на жизнь в туманолесье он был практически непобедимым как так вышло что он не мог разобраться с факультетом просветления Дао нужен план Ван Буэлэ запустил руку в шевелюру первой мыслью стало имя Сэхайян ему он и отправил голосовое сообщение в этот раз Сэхайян почему-то не ответил только после целого градусообщения тот наконец откликнулся хоть мои братья в этот раз я не смогу тебе помочь пожалуйста не пытайся меня найти я не боюсь никого во всей Дао Академии за исключением факультета просветления Дао сколько бы денег ты не предложил я не могу решить эту проблему даже думать не хочется что они сделают если узнают о нашем разговоре они полные психи стоит их только разозлить как брат пожалуйста сжалься надо мной прослушав ответ Сэхайяна Ван Буэлэ презрительно скривился трус процедил он в конечном итоге Ван Буэлэ понял что пришла пора обратиться к декану поэтому следующим он отправил голосовое сообщение ему декан факультет просветления Дао не дает мне покоя почему Академия закрывает на это глаза эти ребята уже перешли все границы после длинной паузы декан наконец ответил Буэлэ скажи зачем ты вообще связался с факультетом просветления Дао дело не в том что Дао Академии все равно просто за этим факультетом стоит кое-кто кого мы не можем оскорбить по сторонним нельзя вмешиваться они нашли в тебе объект для просветления поэтому только ты можешь разрешить проблему но не это самое страшное хочешь знать что еще страшнее если твои преследователи обретут просветление то ничего не закончится понимаешь ли на факультете учится больше двадцати тысяч человек просто извинись я могу выступить медиатором Ван Буэлэ никогда не смотрел на проблему целиком слова декана произвели на него неизгладимый эффект от одной мысли о целом факультете преследователей лоб Ван Буэлэ покрылся испаренной если бы я только поступил на факультет просветления Дао Ван Буэлэ задумался о том случае когда его обвинили в мошенничестве во время испытания в мире иллюзий будь он с их факультета то просто заявил бы что постигал Дао на этом инцидент был бы исчерпан возможно прошлый президент федерации был таким могущественным потому что он закончил факультет просветления Дао практически дипломированный гангстер и шантажист Ван Буэлэ чувствовал подступающее безумие он не стал отметать предложение бородача извиниться и все же ему не хотелось этого делать в этой ситуации Ван Буэлэ не чувствовал своей вины я ничего не сделал так с чего мне извиняться их ответная реакция совершенно несправедлива стеснув зубы он принял решение факультет просветления Дао вы зашли слишком далеко вам меня не сломать готовьтесь хоть вас больше я вам покажу при исполненной решимости он задумался об одной странности его противники ни разу не подняли на него руку вместо этого они использовали его для поиска просветления в таком случае он тоже не станет поднимать на них руку чтобы не выглядеть как невежественный варвар умеющий все решать только силой разве они просто не изводят людей я уже в 6 лет знал много приемов чтобы выводить из себя тех кто мне не нравится изначально ван буолэ ничего не предпринимал из-за того что они учились в одной академии вот только его чушь терпения наконец была переполнена ван буолэс усмешка открыл бездонный браслет внутри хранилось много неиспользуемых материалов для дхармических артефактов которые он ранее подготовил для будущих переплавок проверив содержимое браслета ван буолэ вышел из пещеры как только он показался на улице студенты факультета просветления Дао поднялись и с каменными лицами последовали за ним посмотрим кто сдастся первым ехидно подумал ван буолэ и послал сообщение Людаубиню он приказал им перекрыть пещеры духовной печи после чего повел студентов факультета просветления Дао вокруг горы дхармического оружия в один момент ему удалось улизнуть и тайком пробраться в пещеры духовной печи на месте уже ждали Людаубинь с командой в несколько сотен арбитров которым было приказано запечатать пещеры духовной печи Людаубинь охраняй это место никого не пускай внутрь наказал ван буолэ а потом с огромной скоростью промчался мимо и скрылся в пещере его не интересовало что арбитром придется сделать чтобы остановить факультет просветления Дао внутри он сел в пузо лотоса и достал автоматон бурявите меня взглядом всюду за мной таскаетесь хотите использовать меня для поиска просветления так давайте я немного упрощу вам задачу ван буолэ прищурился и стал придавать автоматону свою внешность он хорошо разбирался в процессе переплавки автоматонов для создания внешней оболочки ему требовалось всего шесть часов получилась практически его идеальная копия он не забыл даже про халат главного префекта не смотря лишь на внешнее сходство в итоге получилась очень реалистичная копия ван буолэ охмельнулся и продолжил переплавку прошло три дня снаружи пещеры духовной печи людаобини арбитры окруженные сидящими в позе лотоса студентами чувствовали растущее давление внезапно из пещеры духовной печи вылетел округлый силуэт который очень напоминал ван буолэ пролетев на огромной скорости над головами людаобини арбитров он умчался вдаль это привлекло внимание всех студентов факультета просветления дао они резко вскочили с мест это ван буолэ он наконец-то сломался не выдержав давление народ надо и дальше использовать его для поиска просветления ван буолэ если ты такой крутой не убегай когда студенты факультета просветления дао с криками бросились в погоню людаобини остальные утерли спарину со лба они уже хотели разойтись но тут из пещеры духовной печи выбежал еще один ван буолэ главный префект в произнес людаобинь уставившись на ван буолэ остальные арбитры тоже остолбенели у них глаза на лоб полезли когда из пещеры выскочил третий четвертый пятый тринадцатый главный префект все выглядели как ван буолэ все носили халаты главного префекта на улице они разбежались в разные стороны чем еще сильнее сдачили арбитров хоть людаобини остальные начали догадываться о том кем или скорее чем были все эти люди они все равно были потрясены это автоматоны автоматоны были крайне сложны в изготовлении внутренняя часть была даже важнее внешней оболочки требовалось мастерски владеть начертаниями и уметь создавать крепкое ядро духовной заготовки чтобы получился автоматон который будет вести себя как живой на острове нижней академии только ван буолэ был способен на такое лишь он мог переплавлять радужные духовные камни которые служили ядром автоматона и создавать сложные начертания благодаря формуле вдобавок он очень хорошо разбирался в духовных заготовках людаобини остальные остолбенело проводили взглядом убегающих автоматонов студенты факультета просветления дау растерялись на горе от хармического оружия внезапно стало больше десяти ван буолэ и дураку ясно что-то здесь было не чисто изготовленные ван буолэ автоматоны выглядели слишком реалистично особенно тяжело приходилось с тем кто был незнаком с хармическим оружием им было очень трудно найти решение проблемы они видели ван буолэ но не могли понять настоящий он или нет они долго преследовали и буравили взглядами одного из них а потом выяснялось что это была фальшивка когда они опять отправились на поиски то находили только поддельных ван буолэ некоторые ван буолэ бежали или находились в пещере духовной печи другие вернулись в пещеру бессмертного или отправились в лавовую палату одни в развалку гуляли по факультету хромического оружия никто не мог найти настоящего не только студенты факультета просветления дау находились в замешательстве но и учащиеся факультет хромического оружия им словно открыли глаза и показали совершенно новый мир в академии и сети разгорели жаркие дискуссии схватка между ван буолэ и факультетом просветления дау вошла в новую фазу свежие новости ван буолэ сделал более десяти автоматонов себя чтобы сбить с толка факультет просветления дау если они и ищут просветления это будет ложное просветление вскоре на пике хромического оружия воцелился хаос но в конечном счете автоматоны оставались автоматонами мрачные студенты факультета просветления дау пытались выработать способ по обнаружению фальшивок на этом попрещание быстро достигли определенных успехов во всяком случае так они думали настоящий ван буолэ гулял в толпе и поглядывал на студентов факультета просветления дау которые думали что он фальшивка рассеять ваше внимание лишь одна из моих целей моя настоящая задача потянуть время чтобы я успел собрать больше ваших обликов у меня припасено еще много планов я хочу чтобы вас пробирал озноб каждый раз когда вы увидите меня с блеском в глазах ван буолэ скрылся вдалеке на второй день на пике хромического оружия появился еще один автоматон он выглядел не как ван буолэ в этот раз его облик совпадал с виновником происходящего того самого студента который признался зайке в любви автоматон выглядел точь в точь как тот худощавый парень если не присматриваться то было очень трудно найти разницу автоматон шел в людском потоке словно искал кого-то завидев группу молодых людей с факультета просветления дау и студента с похожей внешностью автоматон направился к ним что до зачинщика конфликта в данный момент он искал просветление в позе лотоса этот ван буолэ тот еще хитрец но мы не можем сдаться скрежища зубами сказал он своим товарищам мы должны показать ему что ждет тех кто перейдет дорогу нашему факультету верно братчень можешь не беспокоиться ван буолэ боится драться с нами против нас у него нет шансов обедненные ненависти к общему врагу они делились идеями как поступить с ван буолэ как вдруг один из них поднял голову и оцепенел при виде идущего к ним автоматона братчень эм может мне мерещатся но я вижу второго тебя глава семьдесят седьмая новый режим студенты факультета просветления дау в замешательстве подняли головы при виде стремительно приближающегося автоматона у них округлились глаза особенно у зачинщика всей этой истории который носил фамилию чень что-то бормоча себе под нос он оцепенел осмотрел на копию самого себя автоматон уселся в позу лотоса напротив него и принялся буравить его взглядом ты если не принимать в расчет сильное сходство его взгляд был точь в точь как у парня по фамилии чень прежде чем он успел еще что-то сказать автоматон выдал я постигаю дао от этих слов брат чень вздрогнул это была фирменная фраза факультета просветления дао которую они постоянно затыкали других студентов когда ее произнес кто-то с похожей внешностью он потерял хладнокровие судорожно вдохнув он был и вынужден признать что вся эта сцена выглядела крайне сюрреалистично другие студенты факультета просветления дао тоже пораженно примерзли к месту они переводили взгляд с копии на брата ченя и обратно словно думали будто им мерещатся ван булэ должно быть эталон в ярости вскричал брат чень и ударил ногой автоматон удар даже не поцарапал автоматон а вот нога онемела этот автоматон был очень крепким тот сердито посмотрел на худощавого юношу и воскликнул я постигаю дао пошел к черту со своим дао ван булэ похищение чужих обликов это не шутка миллионы семей страдают от этого каждый год в ярости взревел брат чень товарищи хотели помочь ему как вдруг в толпе показалось больше дюжинный человек с внешностью студентов факультета просветления дао их точные копии четыре автоматона выглядели как товарищи брата ченя студенты факультета просветления дао ставшие прообразом для этих автоматонов лишились дара речи для борьбы с целым факультетом ван булэ приобрел у Сэйхайяна серьезное количество материалов за весьма внушительную сумму Сэйхайян не хотел оказаться под прицелом факультета просветления дао но жажда наживы перевесила страх после того как ван булэ отвлек внимание студентов факультета просветления дао они тайком провели сделку из полученных материалов ван булэ переплавил автоматоны он внес в них особые команды с помощью начертаний чтобы те искали свои оригиналы после нахождения оригинала они подходили к нему и принимались буравить его взглядом при этом крича я постигаю дао происходящее выбило почву из-под ног студентов факультета просветления дао все таки им еще не доводилось испытывать на себе пронзительный взгляд другого человека который пытался найти просветление судя по всему это было лишь начало пока автоматоны сводили с ума свои оригиналы несколько дней спустя на пике дхармического оружия еще одна группа студентов факультета просветления дао обнаружила свои копии стоило автоматонам обнаружить свои прообразы как они тут же принимались неотступно ходить за ними куда бы ни отправился оригинал копия не сводя с него глаз следовал за ним они стояли у кровати своих прообразов пока те спали изредка выкрикивая как они постигают дао буравящие взгляды автоматонов сводили их жертв с ума вдобавок они были слишком крепкими поэтому сломать их не получалось все это время факультет просветления дао сами на стенку лезли от отчаяния мы не можем проиграть это контратака ван булэ он огрызается народ надо держаться верно надо отыскать настоящего ван булэ и показать ему почему никто не переходит дорогу нашему факультету студенты скрипели зубами пытаясь привыкнуть к тому что на них и днем и ночью смотрит автоматон они не только не отступили наоборот у них появился некий боевой задор развитие конфликта потрясло всю дал академию даже ректор краем глаза следил за развитием событий остальные факультеты до хрипоты спорили о том кто победит да и в сети велись жаркие словесные баталии слышали про новый поворот в противостоянии между ван булэ и факультетом просветления дао на горе хромического оружия появилось практически сотни автоматонов копии студентов факультета просветления дао они смотрят на них и кричат что ищут просветления давно я так не смеялся кто б мог подумать что ван булэ до такого додумается студенты факультета ловушек отправились на гору увидеть все собственными глазами их больше интересовал процесс переплавки автоматонов участники на факультете просветления дао злились но не могли найти куда выплеснуть эту злобу заметив что они не вернулись на свою гору ван булэ решил прибегнуть к самой действенной тактике если бы не временные ограничения я бы каждого снабдил по автоматону хотя сейчас в поле работает менее сотни этого достаточно отправка автоматонов на факультет просветления дао чтобы там они могли начать сеять хаос дать им команду говорить гадости другим от имени прообраза или что похуже все это не принесет пользы более того люди сочтут эти методы слишком подлыми из-за чего упадет мой авторитет к тому же это может коснуться ни в чем неповинных студентов я же хочу заставить моих противников сожалеть о том дне когда они решили пойти против меня мысленно он вернулся к человеку автомонолесье которого нашел весьма компрометирующим положение ему не хотелось опускаться до такой низости но факультет просветления дау не оставил ему другого выбора они изводили его многие месяцы пришло время отплатить им той же монетой активация стонущего режима на ладони в анболе появился диск ему направлял автоматонами после небольшой настройки диск засиял студенты факультета просветления дау которым посчастливилось не стать прототипами для автоматонов не могли скрыть своего презрения по их мнению остальные развели панику из ничего им требовалось только терпеть взгляды своих копий только и всего те кто стал прообразом для автоматонов постепенно начали привыкать к преследующим их копиям некоторые даже шутили что им стало проще искать просветление когда они наконец привыкли к автоматонам у тех внезапно блеснули глаза теперь они смотрели на свои прообразы со страстью в глазах с их губ сорвались томные стоны от этого звука у студентов факультета просветления дау мороз пробежал по коже большинство из них застыли на месте но некоторые как ошпарены отскочили в сторону это это еще что небеса эта штука способна издавать звуки это что был стон ван боле выключи их немедленно эта штуковина только что нежно застонала студентов факультета просветления дау ставших прообразами автоматонов захлестнули неописуемые ярости страх от одной мысли о том как автоматоны будут всюду ходить за ними и постановать их пробирала дрожь заткнись черт возьми закрой рот хватит издавать эти звуки особенно тяжело пришлось брату ченю ван боле уделил его автоматону особое внимание чтобы звук получился как можно более натуральным его товарищи по факультету разинули рты больше никто не испытывал презрения теперь они действительно благодарили судьбу за то что их не выбрали в качестве прообраза для автоматона это нежное постанование обескураживало особенно в присутствии других студентов академии новости о том что автоматоны начали вести себя очень странно быстро облетели академию и сеть ван боле перешел к новой тактике небеса такого еще никто не делал стоны студентов факультета просветления дау довольно реалистичные автоматоны ван боле очень похожи на настоящих людей главный префект вы продаете их я бы купил одного когда покупки автоматонов заговорили в интернете академии студенты факультета просветления дау поежились у кого еще не было собственного преследователя начали подумывать о побеге глядя на несчастных товарищей у них все внутри сжималось от страха если кто-то купит автоматон похожего на него никому не хотелось об этом думать в итоге немало людей спешно покинули факультет хромического оружия студенты факультета просветления дау посмотрели на свои стонущие автоматоны да они могли сбежать и некоторые действительно вышли из игры и все же большинство не желало сдаваться без боя а вот они отправились на поиски ван боле за ними по пятам ходили автоматоны то выкрикивая о поисках просветления то томно постановая ван боле выходи хватит прятаться встреть нас лицом к лицу твердолубость этих людей разозлила ван боле вы сами напросились извращенный режим активация ван боле стиснул зубы и нажал на диск глава семьдесят восьмая факультет просветления дау теперь вы боитесь стоило ван боле нажать на диск как глаза автоматонов на пикет хромического оружия внезапно вспыхнули и они остановились даже постанование прекратилось удивленные студенты факультета просветления дау обернулись в этот миг до них донесся более громкий стон лица автоматонов выглядели очень странно их глаза маслянисто блестели студенты остолбенели когда их копии начали снимать себе одежду они почему они раздеваются нет что-то не так бежим пока большинство студентов факультета просветления дау все еще находилось в шоке те кто посмышлений побелели и бросились бежать но было слишком поздно раздевавшиеся автоматоны набросились на своих прототипов их стоны в этот раз показались им очень жуткими к тому же они были прочными поэтому студенты факультета просветления дау не могли сломать их побелев от страха студенты с криками пустились в бегство небеса автоматоны сошли с ума ван булэ у тебя вообще совесть есть некоторых так и вовсе парализовал страх их автоматоны поймали первыми среди них оказался зачинщик худощавый парень с фамилией чэнь катаясь по земле и пытаясь вырваться они кричали во все горло автоматоны неутомимо их преследовали сопровождая крики я постигаю дау тонными стонами вся академия следила за событиями на пике хромического оружия поэтому остальные факультеты быстро прознали случившимся духовный интронет встал на уши когда несколько человек начали стримы с факультет от хромического оружия исходят странные стоны народ за студентами факультета просветления дау гоняются стонущие автоматоны боюсь представить что с ними станет если их поймают ван булэ перешел к тяжелой артиллерии ха-ха даже факультет просветления дау испытывает трудности как говорится клин клином вышивают отличная работа главный префект булэ пока среди наблюдателей царило оживление факультет хромического оружия затопили охи и стоны студенты факультета просветления дау мечтали только об одном бежать быстрее они в панике ретировались в горы настолько силен был страх их щеки побледнели волосы растрепались одежда смялась эта атака автоматонов нанесла серьезный удар по их боевому духу теперь на их сердца легла тень в головах была всего одна мысль держаться как можно дальше от ван булэ и факультет от хромического оружия извращенный режим имел ошеломительный успех наконец ван булэ решил выйти на люди его буквально распирал от самодовольства и радости гуляя по факультету хромического оружия со сложными за спиной руками он наблюдал за паническим бегством студентов факультета просветления дау от тома на стонущих автоматонов зрелище что надо факультет просветления дау настоящая бандитская шайка им не победить моих стонущих монстров с громким смехом ван булэ проводил студентов факультета просветления дау до подножья горы те разумеется заметили ван булэ но в такой щекотливой ситуации никто не посмел остановиться в ходе своего бегства им пришлось сделать вид что они его не заметили ван булэ находился в прекрасном настроении когда он двинулся к пещере бессмертного студенты факультета хромического оружия на пути странно косились на него однако в их глазах легко угадывалось уважение в пещере бессмертного ван булэ со вздохом распечатал пакетик снеков наконец-то тишина ну что факультет просветления дау теперь вы боитесь со мной жутки плахи ван булэ какое-то время наслаждался покоем когда он решил отдохнуть перед тем как продолжить переплавку хромических артефактов сбежавшие студенты факультета просветления дау вновь начали разрабатывать план мести их конфликт ждала очередная эскалация автоматоны ван булэ застали их врасплох однако они не могли так просто сдаться факультет просветления дау занимал самое высокое место в иерархии острова им впервые довелось столкнуться с такими трудностями отчего многие чувствовали будто факультет потерял лицо пока они составляли новый план на всех факультетах было сделано объявление которое изменило приоритеты многих из них теперь студенты просветления дау потеряли к вам был интерес от последней новости у них внутри все сжималось от восторга экзамен в этом году собирались провести раньше обычного этот экзамен позволял студентам перейти с нижней академии в верхнюю обычное испытание не имело ограничений по возрасту любой студент будь то первокурсник или пятикурсник мог принять участие если чувствовал что был готов большинство кандидатов были студенты проучившиеся в академии уже пять лет в случае успешной сдачи их зачислили в верхнюю академию в случае провала их ждало отчисления издал академии и поиски другого карьерного пути этот сложнейший экзамен предоставлял отличный шанс перейти со стадии древних боевых искусств на стадию истинного дыхания единственным критерием для его успешного прохождения был переход на стадию истинного дыхания обычно в этом ежегодном экзамене принимало участие около сорока тысяч человек но лишь крохотная часть упадала в верхнюю академию экзамен проводился перед каникулами но в этот раз дату сдвинули руководство академии сообщило причину переноса к стандартному экзамену добавили еще и испытания в мистическом мире для лучших студентов во время прошлых экзаменов сорока тысячам студентов приходилось рассчитывать только на себя и свою удачу чтобы поступить в верхнюю академию сделать это было непросто к счастью сложность была незапредельной к тому же участвовали студенты со всех факультетов в испытании в мистическом мире участвовали не только студенты дау академии эфира но и учащиеся трех лучших академий федерации место где находился мистический мир не принадлежало ни одной из академий вместо этого все четыре учебных заведения пользовались им совместно после войны с чудовищами четыре великих дау академии объединили силы чтобы выбить это место из под контроля множество местных фракций ввиду особых обстоятельств четыре дау академии могли открыть это место раз в несколько лет к тому же туда можно было направить только четыре тысячи человек по тысяче студентов от каждой академии главной причиной почему дау академия перенесла экзамены стало определение даты открытия мистического мира поэтому не только дау академии эфира но и три другие академии сдвинули начало экзаменов им требовалось провести соревнования чтобы выбрать тысячу лучших студентов именно они станут избранными кого дау академия отправит в мистический мир четырех дау академий оставшиеся кандидаты как и раньше отправятся в более скромный мистический мир который имелся у каждой дау академии новости облетели дау академию быстрее лесного пожара мистический мир которым пользовались все четыре дау академии явно предоставлял больше возможностей участникам чем места используемые для испытания всех остальных студентов истинное дыхание находилось над древними боевыми искусствами но на истинном дыхании тоже имелась своя градация истинное дыхание это духовный корень сообщение ректора застала ван боло в пещере бессмертного старый доктор сообщил ему об экзамене и предложил принять в нем участие и духовный корень необходим для сброса смертных оков ван боло вздохнул и стал изучить информацию о стадии истинного дыхания присланную ректором в кольцо передатчик качество духовных камней разница от одного до восьми цуней примечание переводчика цунь наименьшая единица в традиционной китайской системе измерения расстояний один цунь примерно 3,33 см во время обычных экзаменов на территории академии не встречаются духовные корни больше пяти цуней только во время экзаменов в мистическом мире можно найти корень длиннее пяти цуней эту стадию назвали не духовным корнем а истинным дыханием потому что духовные корни не имеют форму это лишь ауры три ступени древних боевых искусств это подготовка для удержания истинного дыхания все таки людские тела подобны ситу не способны удержать в себе такую силу даже если обычный человек берет в себе истинное дыхание ему не удастся удержать его вот для чего нужны три ступени древних боевых искусств ступенцы и крови создают фундамент и делают тело крепче вторая ступень физическая печать служит для запечатывания потовых пор тела финальная ступень укрепления пульса запечатывает последнюю пору в теле только так можно полностью изолировать тело от внешнего мира и удержать истинное дыхание сделав его частью себя ван буоле долго смотрел на кольцо передатчик половину прочитанного он уже знал остальное оказалось весьма познавательным стадия истинного дыхания подумал ван буоле перед его мысленным взором возникла картина молодого человека который убил зверя на стадии истинного дыхания когда они возвращались на воздушном корабле домой тщательно все взвесив ван принял решение участвовать глава 79 истинно просветленный сын я уже забрался на самую вершину иерархии нижней академии для дальнейшего роста надо пробиться на стадию истинного дыхания в автобиографиях высокопоставленных чиновников сказано что тот кто хочет многого добиться должен постоянно двигаться вперед я очень хорошо здесь устроился но пора перебраться в верхнюю академию и ступить на стадию истинного дыхания на следующую ступень ван буолы сжил пальцы в кулак в его глазах появился воинственный блеск в настоящий момент он имел лишь общее представление о верхней академии если он безраздельно правил на факультете нижней академии то в глазах учащихся верхней он конечно не был пустым местом но между ними и все еще лежала огромная пропасть преодолеть ее можно только обретя истинное дыхание смертельная схватка в туманолесье открыла ван буолы глаза необходимо было постоянно становиться сильнее чтобы никто не смел на тебя руку поднять федерация от уровня культивации в некотором роде зависела то насколько высоко можно подняться по карьерной лестнице государственного аппарата я сделаю это стану одним из тысячи отправлюсь в мистический мир воспользуюсь этим шансом по максимуму и обрету истинное дыхание вместе с ним к этому решению пришли студенты нижней академии многие из которых учились на старших курсах однако желающие нашлись и среди новичков кто уже перешел на ступень физической печати они подумывали испытать удачу в случае провала они смогут попробовать снова но если сдадутся то никогда себе этого не простят одним из них был Джой Фань он только закончил культивацию в демонстрационном зале факультета боевых искусств утерев под солба он услышал объявления прозвучавшие из кольца передатчика тысячи человек моя цель попасть в десятку лучших с блеском в глазах подумал он такое же решение приняли Чэнь Зе Хэн и Лут Зе Хаус его факультета а также другие студенты включая Думинь с факультета алхимии на балконе пещеры бессмертного факультета магических формаций стояла красивая девушка в даотском халате ее волосы цвета вороного крыла слегка колыхались на ветру судя по спокойному и расслабленному лицу ее совсем не тревожила мирская суета из глаз девушки еще не исчезла невинность но сейчас она сияла решимостью многие считали ее редчайшим самородком в начале прошлого года она прославилась тем что могла поступить в дау академию белого оленя но выбрала это учебное заведение со временем она стала главным префектом и с тех пор больше не давала поводов для слухов звали ее джао ямен истинное дыхание со вздохом прошептала она она даже не задумывалась о том стоит ли участвовать в экзамене для перехода на стадию истинного дыхания ответ был очевиден сама судьба вела ее по этому пути с началом подготовки к экзамену накал страстей между ван буолы и факультетом просветления дау заметно по утих однако эта история еще не закончилась все потому что по факультету поползли слухи об одном студенте кому удалось обрести просветление и почувствовать свое дау благодаря ван буолы этот студент сейчас находился в уединении новости были с энтузиазмом встречены на факультете просветления дау если бы не экзамены то на поиски ван буолы отправилось бы еще больше студентов в надежде найти в нем просветление в дау услышав новости ван буолы не на шутку испугался он вспомнил как декан предупредил его о том что на факультете просветления дау учатся 20 тысяч человек это должно быть чей-то розыгрыш чья-то глупая шутка с тревогой подумал он через несколько дней после объявления о дате экзамена студенты начали регистрироваться на горе просветления дау имелся нависающий над глубокой пропастью утес стоя на этом утесе человек чувствовал себя так словно парил среди неба и облаков на краю утеса в позе лотоса сидел привлекательный лусый молодой человек в халате дау академии он не был главным префектом да и о нем почти не знали студенты факультета просветления дау к тому же он не принимал участие в их войне против ванбула похоже ни дрязги факультета ни титулы не имели для него никакого значения перед ним стояла пустая чашка безукоризненной чистоты в ней не было воды казалось будто она простояла здесь огромное количество времени молодой человек сам не знал сколько времени здесь просидел внезапно в пустой чашке появилась капля воды губы молодого человека растянулись в улыбке в этот самый миг жизненная аура вокруг него немного изменилась с распространением этой ауры трава и цветы вокруг внезапно затрепетали казалось что они даже немного подросли без пустоты позади возник старик в простом даотском халате его лицо испещряли морщины а глаза напоминали глубокие провалы в которых бушевало пламя при этом в нем не чувствовалось ни капли высокомерия если закрыть глаза то вместо этого старика можно было увидеть ослепительное солнце если бы ван боуле был здесь то он бы сразу же заявил что довещая сила которая исходила от этого человека значительно превосходила давление старика из верхней академии посетившего лекцию ректора создавалось впечатление будто это жуткая аура могла выжить землю дотла к тому же появление старика не заметил никто на острове нижней академии как будто он по желанию мог скрыть свое присутствие ото всей дау академии все потому что это был бывший президент федерации и единственный главный старейшина дау академии эфира неплохо хоть у тебя и ушло на это немало времени наконец ты достиг успеха с мягкой улыбкой похвалил старик лысый юноша тут же обернулся заметив старика позади он накрыл ладони кулак и поклонился наставник тебе не нужно принимать участие в большом экзамене дау академии это состязание не для факультета просветления дау что до тебя я отведу тебя в особое место для культивации только для тех кто учится на факультете просветления дау сказав это старик взмахнул рукавом пространство тут же покрылось серебью когда все пришло в норму юноша и старик исчезли тем временем студенты дау академии кто уже зарегистрировался на экзамен в предвкушении потеряли руки наконец стало известно когда начнется экзамен через пять дней также появилась информация о количестве участников ввиду особых обстоятельств количество заявок было на десять тысяч больше итоговое число участников достигло пятидесяти тысяч дополнительные десять тысяч являлись студентами что еще не достигли последнего пятого года обучения однако считали себя готовыми к испытанию в мистический мир четырех дау академии могли войти тысячи человек тем не менее такую шансу подал довольно редко поэтому многие хотели им воспользоваться нацелившись попасть в группу избранных для тех кто не попадет в число счастливчиков у дау академии эфира имелся свой собственный мистический мир результаты там были значительно ниже духовный корень не мог превысить пять суней для большинства студентов этого было более чем достаточно тем временем соревнования между пятидесятью десятками тысяч студентов случалось только тогда когда четыре дау академии открывали общий мистический мир для многих студентов это был единственный шанс в жизни поучаствовать чем-то подобном незарегистрировавшиеся студенты с нетерпением ожидали начала интересно кто войдет в тысячу первогодок можно не брать в расчет но неплохие шансы у ван буолэ джо и фани джоу емен и еще пара человек со второго года не забывая про старших студентов все таки они проучились в дал академии больше всех с их знаниями у них есть все шансы попасть в группу избранных будь то обычный разговор между студентами или горячие дебаты в сети у всех на уме сейчас был только предстоящий экзамен по мере приближения экзамена атмосфера в академии накалялась наконец настал день экзамена да у академии объявила правила его структуру сначала академия собиралась провести предварительный отбор двух тысяч человек из пятидесяти тысяч кандидатов зарегистрировавшимся главным префектом можно было не участвовать они сразу попадали в группу из двух тысяч прошедших отбор студентов следующий этап подсеивал еще тысячу человек метод отбора был не очень сложным две тысячи участников тянули жеребий который определял им будущего противника после чего они проводили пять поединков место действия пики факультета в дау академии где находилось почти сто арен таким же способом определялось на какой арене будут сражаться студенты с пятью победами кандидат мог без труда попасть в тысячу лучших студенты с четырьмя победами тоже с высокой вероятностью пройдут дальше остальным придется драться за оставшиеся места такого рода соревнования не позволяло выявить сильнейшего в каком-то смысле лучшего студента не будет только тысяча лучших важным фактором в такого рода состязаниях выступала удача после объявления на острове нижней академии воздух буквально был наэлектризован зарегистрировавшиеся участники начали свои бои на аренах один бой сменялся другим учителя были очень заняты так как выступали судьями на матчах и следили за тем чтобы никто серьезно не пострадал воздух сотрясали крики болельщиков на аренах Иван был и не отсиживался весь день в пещере бессмертия вместо этого он довольно часто посещал матчи его главной целью было увидеть как сражаются студенты других факультетов в будущем ему в любом случае предстояло с ними столкнуться факультет магических формаций факультет ловушек факультет алхимии если пойму чем и как они сражаются то мои шансы на победу над ними возрастут Иван Буэлла не собирался недооценивать своих оппонентов поэтому он с пакетиком снеков в руках внимательно наблюдал за матчем на одной из арен много схваток шли параллельно поэтому по возвращении в пещеру бессмертного он изучил видеозаписи в духовном интернете чтобы получить полную картину наконец из пятидесяти тысяч осталось две тысячи студентов Глава восьмидесятая так я тебе и поверю 90 процентов финалистов составляли студенты пятого года обучения вне зависимости от их культивации и навыков этим они уже продемонстрировали свои успехи в учебе они не тратили свое время в дау академии попусто что ясно показывало их превосходственно новыми студентами за схватками многих из них Иван Буэлл наблюдал очень внимательно студенты факультета боевых искусств прибегали в бою к загадочным техникам которые преподавали только на их факультете некоторые могли создавать иллюзии позади себя результат использования метода циркуляции ввиду избыточного кровавого ц еще использовали секретные техники для увеличения скорости при виде такого ускорения зрачки Ван Буэлл сузились тем не менее эксперты факультета боевых искусств не представляли такой серьезной проблемы как учащиеся факультеты алхимии и магических формаций они куда больше пугали Ван Буэлл тактики их студентов были очень странными Ван Буэлл видел как старший студент факультета алхимии не мог победить соперника с факультета боевых искусств в открытом бою поэтому он использовал яды и заставил того сдаться факультет алхимии имел в своем распоряжении пилюли для усиления физических способностей стоило им их принять как их сила возрастала до невообразимых высот разнообразие пилюли открывает для факультета алхимии широкий спектр всевозможных тактик подготовиться ко всем невозможно помимо этого еще одну головную боль представлял факультет магических формаций во время атаки студенты этого факультета могли очень быстро создавать магические формации с помощью окружающей силы они подавляли и сдерживали противника к тому же Ван Буэлл с собственными глазами видел как один студент создал целый мираж в той схватке его противник не стал даже сражаться тут же признав поражение остальные факультеты вроде того что специализировался на ловушках тоже имели в своих рядах весьма проблемных с его точки зрения студентов за время состязаний Ван Буэлл намного лучше понял ту систему которую из себя представляла до академии эфира после определения двух тысяч студентов начался второй тур в котором участвовали еще и зарегистрировавшиеся главные префекты в определенном смысле это был последний этап у зрителей он вызвал более серьезный ажиотаж чем первый этап отбора даже учителя испытывали определенный интерес к тому же количество рефери увеличилось с одного до трех группа чуть превышающая две тысячи человек могла по праву считаться элитой дао академии эфира с уверенностью можно было сказать что большинство из них вступит на стадию истинного дыхания даже студенты которых отсеют в результате второго турнира могут обрести истинное дыхание в мистическом мире дао академии поэтому преподаватели внимательно следили за тем чтобы во время экзамена никто случайно не погиб из верхней академии тоже пришли люди чтобы предотвратить любой возможный инцидент этот экзамен стал важнейшим событием для всей дао академии эфира к тому же к нему было приковано внимание всех учащихся тем временем ван буоле получил уведомление о начале жеребьевки ему не требовалось ходить куда-то лично все можно было сделать в духовном интернете дао академии ван буоле сидел в позе лотоса в своей пещере бессмертного сделав большой глоток воды он утер рот и вошел в сеть первая схватка интересно с каким факультетом ван буоле глубоко вздохнул и присоединился к жеребьевке вскоре пришли результаты ему не сообщили имя противника только время и место схватки через два часа на третьей арене дхармического оружия у него состоится первый бой ван буоле остолбенел он впервые участвовал в жеребьевке поэтому полагал что ему хотя бы сообщат имя его оппонента почесав затылок он заглянул в сеть как оказалось не он один задавался этим вопросом спустя какое-то время он все понял они хотят предотвратить жульничество чтобы никто не готовился к своему противнику заранее зная только время и место мы увидим оппонента только на арене да у академии эфира те еще хитрецы пробормотал себе поднос ван буоле времени оставалось немного поэтому он решил помедитировать и стал регулировать внутреннее дыхание только по достижении пиковые формы он наконец выдохнул близилась начала схватки выйдя на улицу что он побежал к третьей арене у факультета хармического оружия имелось десять арен третья располагалась рядом с кафедрой духовных камней а рядом с ареной уже сидели три преподавателя ожидая состязающихся вокруг арены столпилось немало зрителей никто не знал кто будет драться на этой арене но это явно будут двое одних из лучших бойцов в академии для зрителей не имело особого значения кто будет сражаться на арене если конечно они специально за кем-то не следили без понятия кто будет здесь драться кто-то с факультета хармического оружия следите за тем что пишут в сети скоро объявят я хочу посмотреть матч в анболы а мне кажется будет интересно взглянуть на что способна джао я мэн все-таки она одна из лучших студенток которая могла поступить в дао академию белого оленя гудящая толпа внезапно раступилась худощавый молодой человек в дао ском халате с мрачной решимости прошел через освободившееся пространство и запрыгнул на арену там он взмахнул рукавом и холодно посмотрел на небо это у хай сэнь с пятого года прошел первый тур я слышал переплавленное имдхармическое сокровище невероятно сильное вот так повезло не думал что нам удастся увидеть в первом же матче такого сильного студента факультета хармического оружия интересно с какого факультета будет его соперник пока толпа оживленно обсуждала предстоящий матч у хай сэнь терял терпение внезапно позади толпы раздался громкий крик звук еще не успел стихнуть как ван буулэ на огромной скорости промчался мимо людей и после большого прыжка приземлился на арене толпа тут же взорвалась криками ван буулэ он на арене получается небеса у хай сэнь удостался ван буулэ многие зрители сочувственно смотрели на у хай сэнь статус главного префекта трех кафедр и выдающиеся способности давали ему право называться лучшим на факультете дхармического оружия быть может с таким статусом студенты с других факультетов еще бы посмели драться с ним но кто с его факультета дерзнет поднять на него руку ван буулэ слуха покашлял тоже почувствовав некоторую странность ситуации он не ожидал что первым ему попадется студент с его факультета рассмеявшись он накрыл ладонью кулак и слегка поклонился зрителям после чего повернулся к ухай сэнь забудь о том что я главный префект серьезно попросил он используй против меня свой лучший хромический артефакт хоть я главный префект трех кафедр обещаю никаких последствий за рамками экзамена не будет до этого спокойный ухо и сэнь потерял самообладание и во все глаза уставился на ван буулэ а потом и вовсе попятился на несколько шагов от слов ван буулэ он про себя в отчаянии взвыл проклятие почему я такой невезучий из всех студентов мне достался именно он ухо и сэнь совсем пал духом в глазах других он был сильным кандидатом который пробился во второй тур сам он понимал что ему повезло оказаться среди двух тысяч студентов против кого-нибудь другого у него еще был шанс но при виде ван буулэ он лишь горько усмехнулся он видел ван буулэ в деле его техники заломы и удары в пах при мысли о последних его пробрал холодный пот к тому же ван буулэ хоть и сказал не обращать внимание на его статус такая фраза его устами звучала скорее как предупреждение как он мог забыть все кто противостоял ему плохо кончили так и поверишь что ты не станешь мстить каким идиотом надо быть чтобы в это поверить тем временем преподаватели повторили правила и объявили о начале матча не успел стихнуть звон стартового гонга как ван буулэ с криком бросился в атаку но тут ухо и сэнь воскликнул я сдаюсь сдаюсь накрыв ладони кулак он поклонился ван буулэ и быстро покинул арену с одной стороны его расстроил проигранный матч с другой он поступил правильно ему еще предстояло поучаствовать четырех матчах если бы он стал драться с ван буулэ кто мог гарантировать что по окончанию матча у арены его бы не ожидала группа арбитров к тому же он решил поберечь силы для следующих матчей таким образом он убил двух зайцев одним камнем толпа одобрительно загудела многие были согласны с таким решением все таки на его месте они бы сделали то же самое это единственный главный префект обладающий такой огромной властью гораздо умнее просто сдаться в этом нет ничего постыдного даже если он победит то ему не стоит забывать о возможной ответной реакции ван буулэ победив без каких-либо усилий ван буулэ на радостях подумал что наконец достиг мастерства упоминаемого в автобиографиях высокопоставленных чиновников не зря говорят что в мире лучше всего относится к красивым людям и достиг уровня когда одним взглядом могу заставить оппонента сдаться кто еще вдало академии способен на такое никто упиваясь своим успехом ван буулэ коснулся щеки и посмотрел на свое похудевшее тело ван буулэ ох ван буулэ самодовольно подумал он теперь тебя больше нельзя назвать простым человеком глава восемьдесят первая эй скажи что-нибудь первый матч закончился ван буулэ одержал победу просто поднявшись на арену из двух тысяч участников чьи схватки проходили одновременно половина получила очко тогда как другая осталась ни с чем первый же матч показал потенциальных победителей отбора второй тур использовал систему накопления очков каждая победа приносила одно при этом поражение не накладывало никаких штрафов если кто-то набирал пять очков выиграв пять матчей он получал хорошее место в итоговом рейтинге размышляя о правилах второго тура ван буулэ в развалку покинул арену встреченных на пути перешептывающихся студентов он приветствовал улыбками и коротким кивком головы в пещере бессмертного он открыл пачку снеков и вошел в сеть чтобы посмотреть матчи остальных участников духовный интернет кипел активностью студенты посмотревшие разные матчи вели жаркие споры относительно их исхода особенно горячо обсуждались схватки известных участников последние новости ван буулэ выиграл свой матч его противник ухай сэнь с факультета хромического оружия сдался джои файн тоже победил для победы над суньян с факультета ловушек ему потребовалось меньше тридцати вдохов ван буулэне без удовольствия отметил большое количество комментариев в новостях о себе но тут же заметил заметку о победе джои фаня джои файн стал сильнее выгнав брови подумал он он не только стал главным префектом на факультете боевых искусств но и одержал победу в первом же матче хотя ему еще далеко до меня с этой мыслью ван буулэ раскупырил бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток внезапно его рука с бутылкой застыла а по лицу промелькнуло изумление у нас первая темная лошадка чэнь зэхэн проиграл малоизвестному старшекурснику линаню с факультета алхимии проклятье чэнь зэхэн боролся с джои фанем за пост главного префекта в схватке с линанем он проиграл быстрее чем успела сгореть палочка благовоний я видел этот матч лонань проглотил какую-то неизвестную пилюлю и озверел он одолел чэнь зэхэна в рукопашном бою в сети очень много обсуждали поражение чэнь зэхэна к сожалению дао академия внимательно следила за тем чтобы записи матчей элитных студентов не утекли в сеть они не хотели допустить того чтобы к их тактикам подготовились будущие оппоненты как только кто-то выкладывал видео в сеть виновника тут же выявляли и наказывали поэтому записи не было единственный способ узнать что там произошло самому посмотреть матч на арене читая обсуждение ван буолэ прищурился он знал что культивация чэнь зэхэна уже перешла на ступень укрепления пульса с ней он явно не был слабаком и все же его победил какой-то студент факультета алхимии в этом туре очень много серьезных оппонентов нельзя расслабляться подумал ван буолэ из множества постов его внимание привлек еще один джао ямэн сражалась против джао ямэн главного префекта кафедры травоведения факультета алхимии за три вдоха возвела формацию и поднялась в воздух джао ямэн был вынужден сдаться в этом обсуждении многие студенты задавались вопросом что именно сделала джао ямэн на помощь подоспели студенты с факультета магических формаций они объяснили что на всем факультете никто не мог создать формацию всего за три вдоха новость о такой быстрой победе очень обрадовала ребят с факультета магических формаций и быстро распространилась по духовному интронету прочитав объяснение знатоков ван булла забеспокоился джао ямэн он поставил бутылку воды на стол его крайне беспокоили новости из сети помимо тех кто оказался главной темой для большинства разговоров во втором туре участвовало много старших студентов которые могли претендовать на места в тысячи лучших следующий матч завтра времени почти нет исход соревнований определял кто отправится в мистический мир несмотря на всю уверенность ван булла не собирался расслабляться раньше времени выйдя из сети он стал медитировать чтобы успокоиться и привести себя к пику формы так прошел целый день даже после окончания матчей в сети не только не прекращались дискуссии наоборот накал обсуждений даже возрос на следующий день за час до матча ван булла получил уведомление о начале жеребьевки 9 арена факультета магических формаций интересно кто мой соперник на этот раз ван булла рассмеялся и решил направиться на арену пораньше вскоре он добрался до горы где располагался факультет магических формаций это был первый визит ван булла все здесь выглядело не так как на факультете алхимии литхромического оружия в каждом здании изгибе дороги во всей архитектуре ощущался естественный порядок даже зелень была высажена в строгом порядке от нее исходила аура которую ван булла не смог описать спустя какое-то время ему наконец удалось подобрать точное описание этого места гармоничное целое именно такое чувство вызывал факультет магических формаций если студент не учившийся на этом факультете входил на гору то он ощущал на себе неподдающиеся описанию давления особенно интересно ему показалась остаточная духовная энергия исходящая от камня словно многие области горы находились под влиянием формаций но их намеренно подавили чтобы они не сработали такое ощущение будто у ребят с факультета магических формаций есть дурная привычка случайным образом расставлять всюду формации почему меня не покидает чувство будто за каждым углом поджидает опасность если столкнусь с кем-то с факультетом магических формаций надо быть осторожным эти хитрецы всюду расставляют ловушки ван булле очень осторожно шел к арене из-за этого когда он добрался до места до начала матча оставалось совсем немного времени его сразу же заметили студенты уже собравшиеся у арены по лицам многих промелькнуло удивление ван булле запрыгнул на арену и сложил руки в замок за спиной из толпы послышались приглушенные голоса в этом матче участвует ван булле прошлый его противник сдался в самом начале схватки как думаете кому предстоит сейчас с ним драться находясь в центре внимания ван булле получил неописуемое удовольствие он обычно старался не выделяться но сейчас чувствовал что его появление устраивало переполох везде куда бы он не направился по этой причине он поприветствовал зрителей характерным жестом вдалеке послышался восторжный крик кто-то приближался довольно скоро на арену поднялся студент ван булле я твой противник ха небеса явно не забыли или же нас вела вместе сама судьба длинноволосый молодой человек был облачен в доовский халат он был крайне взволнован и обрадован ван булле странно покосился на неестественно довольного противника в его голову начали закрадываться подозрения эм ты у нас осторожно начал ван булле я с факультета просветления дао ван булле стой здесь и не двигайся позволь мне поискать просветление несколько часов не беспокойся победа в этом раунде за тобой молодой человек пошел к ван булле не в силах скрыть свой восторг его слова удивили зрителей у многих округлились глаза некоторые ошеломленно попятились на несколько шагов факультет просветления дао черт кто-то из них попал в две тысячи финалистов прошлого тура ван булле разделял удивление зрителей их невозможно прогнать ван булле пожалуйста выполни мою просьбу горячо воскликнул юноша и бросился к нему как этот псих прошел предварительный отбор матч еще не начался а его противник уже на всех порах несся к нему учителя поднялись с мест но не дав им времени ничего сказать молодой человек ехидно прокричал учитель я постигаю дао в этот момент преподаватели не знали то ли плакать то ли смеяться троица застыла на месте отказавшись от диастона ведь юношу молодой человек с ревом набросился на него такое бесстрашие многим зрителям показалось очень странным у нас здесь настоящий безумец ван буоле ударил ногой прыгнувшего на него юношу мощный удар отправил его в полет приземлившись тот резко поменялся в лице и посмотрел на свой живот после чего сел в позу лотоса словно произошедшее позволило ему ухватиться за ниточку ведущую к просветлению от увиденного ван буоле холодок пробежал по коже зрители и преподаватели не могли отвести глаз от арены не мог же он успешно обрести просветление в дал я просто пнул его пока ван буоле размышлял о том не выбить ли противника из транса тот внезапно поднял голову и рассмеялся его больше не заботили люди вокруг он соскочил с арены и с диким хохотом побежал прочь ван буоле поднял руку и поспешил следом эй ты обрел просветление или нет крикнул он ему но студент факультета просветления дао казалось не услышал вопроса продолжая истерично хохотать он скрылся вдалеке проклятие неужто так трудно ответить ты обрел просветление или нет раздраженно подумал ван буоле он никак не мог понять назначение этого факультета туда похоже определяли только помешанных от мысли о возможных последствиях сегодняшнего матча ван буоле стало не по себе если тот студент действительно обрел просветление после удара ногой ему не хотелось думать что случится дальше в расстройстве хлопнув в себя полбу ладонью он повернулся к судьям господа преподаватели псих сбежал каков ваш вердикт троица переглянулась а потом странно покосилась на него победитель ван буоле глава 82 тхармические артефакты можно и так использовать проклятие почему мне достался парень с факультета просветления дао вернувшись в пещеру бессмертного ван буоле совсем не чувствовал радости от победы этот маньяк с тревогой подумал он он что и вправду обрел просветление дао больше всего ван буоле беспокоило именно это в сети он принялся искать все упоминания о факультете просветления дао его не интересовали исходы других матчей к его облегчению тщательные поиски так ничего и не выявили однако ему все равно было не по себе спустя какое-то время он сжал кулаки хватит уже об этом думать если ему действительно удалось и ко мне начнут сбегаться психи с факультета просветления дао и просить чтобы их ударили то я с радостью исполню эту просьбу мне нужно будет только ударить их верно ван буоле был доволен своей идеей свободное время он провел за медитацией на третий день его ждал очередной матч в этот раз он проводился на факультете ловушек между факультетами ловушек от хромического оружия имелось определенное сходство к примеру факультет ловушек считался более компетентным в изготовлении автоматонов чем факультет хромического оружия смертоносность ловушек возрастала если оба факультета обеднели силы толстые праотцы пожалуйста дайте мне ваше благословение чтобы мне больше не попались студенты с факультета просветления дао помолился ван буоле и отправился на арену с одной стороны противник с этого факультета гарантировал победу с другой последствия этой схватки сложно предсказать поэтому он бы предпочел не встречаться с ними возможно толстые праотцы услышали его молитвы у арены он с облегчением выдохнул когда увидел своего оппонента и услышал перешептывание зрителей главное чтобы это был не очередной псих с факультета просветления дао третий матч вот-вот должен был начаться зрители с нетерпением наблюдали как два противника подходили к арене ван буоле линань темная лошадка линань кому удалось победить чэнь зэхэна линань уже выиграл два матча подряд его последним противником был старший студент факультета магических формаций его он побил таким же способом как и первого оппонента пилюлями схватка будет напряженной новости об этом матче облетели академию быстрее лесного пожара ван буоле и линань оба были весьма видными студентами победившими в обоих матчах их поединок обещал быть весьма захватывающим поэтому к их арене с других гор поспешили студенты позабыв о матчах которые они изначально хотели посмотреть на арене линань даже не взглянул на ван буоле он просто сел в позу лотоса закрыл глаза и начал медитировать у него получился весьма удачный образ ван буоле хотел его поприветствовать но вместо этого с удивлением пробормотал себе под нос думаешь заставить меня нервничать этим дешевым спектаклем ван буоле выпятил грудь и убрал руки за спину один из бойцов сидел в позе лотоса пока другой стоял в ожидании начала поединка когда три преподавателя дали команду начинать к арене все еще продолжили прибывать зрители с начала матча линань открыл глаза и холодно посмотрел на своего противника в его руке блеснула кроваво-красная пилюля которую он без колебаний раздавил и бросил ван буоле в следующий миг прогремел взрыв пилюли пока красный туман рассеивался лина не вытащил очередную пилюлю стоило ему проглотить ее как его глаза покраснели изначально он находился на стадии укрепления пульса но пилюля дала ему дополнительную силу по арене растекся обильный кровавый ци удар кровавого ци сотворил иллюзорную бурю все это произошло еще до того как стихло эхо команды начинайте от такого зрители пораженно вздохнули даже три преподавателя завороженно наблюдали за манипуляциями линаня какая сложность действий восхищенно сказал один из зрителей сначала в ход пошла ядовитая пилюля потом пилюля для повышения силы я слышал он сделал их сам поддержал его другой линань с ухмылкой быстро побежал на ван буоле тот прищурился алый ядовитый туман заставил его насторожиться вторым дурным звонком стала проглощенная линанем пилюля опасный малый но разве это не считается жульничеством ван буоле сразу понял что после приема пилюли линань стал гораздо сильнее и быстрее с оглушительным ревом он тоже пошел в атаку на линане тот холодно усмехнулся хоть он и не был главным префектом приготовленные им усиленные пилюли давали преимущество в бою он считал что с такими навыками мог стать префектом если бы захотел сейчас он планировал получить право попасть в мистический мир к тому же ему хотелось выделиться ван буоле главный префект факультета хромического оружия сегодня я тебе объясню что рядом со мной ты пустое место ехидно подумал линань после чего поднял скорость до максимума расходящийся от него ци придала ему еще более впечатляющий вид внезапно он прошипел приближающемуся ван буоле тебе не победить в этот момент он раздавил еще одну пилюлю которую скрывал в кулаке между пальцев просочился обильный зеленый туман который стал расползаться подобно выводку маленьких змей но тут ван буоле закрылся рукой с его ладони брызнул золотой свет ставший защитным барьером думаешь заслониться от хромическим артефактом это тебе не поможет поглядим остает ли твоя игрушка перед моими атаками со смехом заявил лена не побежал еще быстрее когда бойцы наконец сошлись лицом к лицу золотое сияние ван буоле ударило вперед он использовал его не для защиты а для того чтобы окутать им линане этот хромический артефакт я сделал специально для тебя с ликованием в голосе заявил ван буоле луч золотого света принял форму огромного колокола с грохотом он приземлился на пол арены и поймал линане в ловушку ван буоле не терял времени даром из браслета появилась пригоршня сияющих золотым светом шариков которые он бросил в колокол после серии оглушительных хлопков на барьер золотого колокола было наложено множество сдерживающих слоев что лишь укрепило клетку линане золотой колокол на арене напоминал гигантскую ослепительную лампочку все зрители и преподаватели застыли они не могли поверить своим глазам что интересно не линань а ван буоле повел себя в этом бою крайне необычно при виде золотого сияния все подумали что это был какой-то защитный барьер некоторые сразу заподозрили что в руках ван буоле защитное свечение явно будет как-то использовано против его оппонента он сделал из защитного тхромического артефакта ловушку которая поймала линане оказывается их можно было и так использовать как ван буоле вообще в голову пришло использовать тхромический артефакт таким образом разве не подло как мне кажется даже без хромического артефакта линань уступает ван буоле пока зрители обсуждали увиденное линань под золотым колоколом в ярости прорычал ван буоле у тебя есть хоть капля совести если не боишься сразись со мной он попытался разбить золотое свечение но колокол оказался слишком прочным ван буоле укрепил его настолько что линань не мог быстро сбежать когда линань замолчал ван буоле прочистил горло он гордился собственной изобретательностью которая позволила придумать такую необычную тактику вновь брев руки за спину он серьезно сказал я с факультета тхромического оружия разумеется драка кулаками это не наш профиль ведь физически мы уступаем другим факультетам к тому же мы крайне неодобрительно относимся к бездомному размахиванию кулаками для достижения победы мы предпочитаем использовать тхромические артефакты разве ты не стал сильнее после приема этих пилюль я почти уверен что их действие не может длиться вечно вот почему я поймал тебя в ловушку когда эффект пилюль выветрится вот тогда и подеремся прямо на арене ван буоле сел в позу лотоса достал пакетик снеков из бездонного браслета и принялся жевать не сводя глаз на арене он что решил перекусить прямо во время схватки судьи не знали плакать им или смеяться они с сочувствием посмотрели на линане который в приступе бешенства колотил по золотому свечению ловушка сводила его с ума каждый раз как он разбивал один из слоев золотого барьера ван буоле усиливал его новым словно пытаясь сказать что бы он ни делал ему не победите вот хромические сокровища когда линань выступление обрушил на барьер град ударов ван буоле достал несколько десятков шариков как бы говоря о бесполезности сопротивления как подло на лбу линаня вздулись вены дыхание стало прерывистым наконец он почувствовал как эффект пилюль начал слабеть а вместе с ним и уходила его сила взмокнув от пота он с неохотой сказал я сдаюсь глава восемьдесят третья битва древних боевых искусств линань хоть кипел от гнева ничего не мог сделать не рекомендовалось принимать больше одной пилюли для усиления особенно с учетом их побочных эффектов если студенты других факультетов пользовались бы ими то посрамили бы этим собственный факультет приемлемым было только использование таких пилюль учащимися факультета алхимии да и то только те которые они переплавили сами первоначальный план был прост с помощью этой пилюли пробиться в тысячу лучших в двух прошлых матчах он безжалостно атаковал своих противников поскольку его целью было выделиться в начале этого боя он быстро прикинул как победить ван буоле и за счет этого прославиться еще больше он морально был готов к поражению однако у себя в голове представлял несколько иную картину в теории ван буоле должен был победить его в открытом бою тогда он мог бы списать поражение на превосходящую силу своего противника будучи учащимся факультета алхимии использование им пилюль еще можно было объяснить с другой стороны если бы главный префект факультета хромического оружия использовал кулаки вместо артефактов из-за отсутствия силы из-за отсутствия на этот счет каких-либо правил и ограничений ситуация получалась довольно щекотливой тем не менее в такой схватке у него имелась возможность апеллировать к зрителям краткосрочная но эффективная стратегия в любом случае это бы помогло повысить его репутацию этот блестящий план разбился нестандартную тактику ван буоле тот изобретательный использовал защитный хромический артефакт продемонстрировав всем классический пример того как сражались студенты с его факультета линаню ничего не оставалось как не хотел признать поражение на форуме в духовном интернете дау академии появилась тема посвященная закончившемуся матчу комментариев в ней было в несколько раз больше чем в других темах ван буоле совсем не имеет совести мы студенты факультета алхимии хотим выразить свое недовольство согласен если бы он использовал свои способности то все было бы в порядке но он поймал в ловушку одного из наших что это вообще такое он возомнил себя студентом факультета магических формаций многие студенты алхимики обвиняли ван буоле в том что тот сражался нечестно узнав о тактике ван буоле у многих студентов факультета алхимии мурашки пробежали по коже он показал очень эффективную стратегию которую можно было использовать против бойцов с их факультета студенты факультета тхармического оружия наоборот пришли в восторг они с пеной у рта доказывали комментаторам с факультета алхимии что альтернативное использование тхармического артефакта выглядело несложной задачей однако взгляды большинства людей в этом вопросе были весьма поверхностными среди подавляющего большинства студентов прочно укоренилась мысль что такие артефакты можно было использовать только для защиты пойти против устоявшихся взглядов да еще и придумать план прямо во время матча который бы использовал весь потенциал тхармических артефактов такое было непросто сделать Наш главный префект обидел факультет алхимии честно он использовал тхармический артефакт Кто сказал, что защитные тхармические артефакты могут быть использованы только для обороны радуйтесь что это состязание проводилось да у академии вам показали нестандартные способы использования тхармических артефактов в битве не на жизнь а на смерть У вас бы не было времени возмущаться. Смешно. Впервые слышу, чтобы кого-то обвиняли в неортодоксальном использовании тхармических артефактов. Пилюли вашего факультета не принесли вам победу, поэтому вы тут подняли вой попытки свалить вину на нас. Так получается. Поглаживая живот, Ван Буэлэ улыбнулся, увидев посты студентов факультета тхармического оружия. Это показывало его популярность среди обычных студентов. Их поддержка — главный индикатор одобрения меня как главного префекта. Между двумя факультетами настало время четвёртого матча, который определял, кто попадёт в мистический мир. Четвёртый матч Ван Буэлэ проходил на факультете просветления Дао. Его появление на их горе вызвало переполох. Никого больше не интересовали другие арены факультета просветления Дао. Большинство студентов пришли посмотреть на Ван Буэлэ. Они сели в пазу лотоса и уставились на него в надежде обрести просветление. Ван Буэлэ прикидывался, что не замечает такого внимания со стороны студентов. Вскоре появился его оппонент — настоящая гора мускулов. От него исходила могучая аура, которая трансформировалась в давление, отчего пространство вокруг него, казалось, покрывалось рябьё. «Меня зовут Сон Пень Лон, главный префект силовой кафедры факультета боевых искусств. Приветствую!» Бесцветно поздоровался ступивший на арену мускулистый молодой человек. Стоило ему накрыть ладонью кулак, как его довещая аура исчезла. Теперь было непонятно, чего от него ожидать, это напоминало затишье перед бурей, даже его взгляд был спокоен, как неподвижная гладь озера. Ван Буэлэ стал как никогда серьёзен. Отбросив свою нелюбовь к факультету просветления Дао, он сосредоточился на противнике. Сон Пень Лон был явно непростым студентом, никто из его прошлых противников не держал себя в подобной манере и не обладал такой культивацией пика укрепления пульса. Он, конечно, не дотягивал до предводителя убийц, напавшего на него в Туманолесье, но по силе превосходил двух его заместителей, которые находились на пике укрепления пульса. Команда убийц из Туманолесья состояла из всякого сброда. Что до Сон Пень Лона, он являлся главным префектом на факультете боевых искусств, что показывало его серьёзную культивацию и потенциал. Главный префект факультета тхармического оружия Ван Буэлэ. С радостью обменяюсь опытом. Ван Буэлэ вернул приветствие на корифлодоне кулак. Наслышан о главном префекте Ван Буэлэ. Говорят, ты владеешь могучими тхармическими артефактами, при этом ты ещё весьма умелый боец. Хочу попросить собрата Вана не использовать тхармические артефакты. Давай сразимся, используя только наши кулаки. Как только Сун Пень Лун закончил, он весь подобрался, напоминая готового к прыжку зверя. Его взгляд приобрёл остроту, и он сделал семь шагов, причём каждый был шире предыдущего. Арена под его ногами задрожала, у зрителей с факультета просветления Дао перехватило дыхание. С каждым шагом аура Сун Пень Луна усиливалась, с последним шагом кровавый цевзмыл до небес. Физически он никак не изменился, но ощущение было такое, будто он превратился в гиганта. Его удар был средне огромной волне. Кулак Цунами! Позади него возникла иллюзия необъятного океана. Казалось, будто этот удар усмирил океанскую мощь, дабы сотрясти небо и землю. Преподаватели на мгновение оцепенели. Глаза Ван Була блеснули. После трёх матчей, которые даже разминка язык не поворачивался назвать, у него уже чесались руки. Он не стал уворачиваться или использовать тхармические артефакты, вместо этого он сделал большой шаг навстречу противнику. Согласен! Он замахнулся и тоже ударил Сун Пень Луна кулаком. Тот был предельно сконцентрирован, его сила возросла на треть, в этом бою он собирался выложиться по полной. В момент столкновения двух кулаков воздух вокруг задрожал, а от арены послышался хруст. Во все стороны разлетелись крохотные осколки камня, Сун Пень Луна поменялся в лице, когда почувствовал, как его начала окутывать какая-то энергия. Из-за столкновения двух сил он был вынужден отскочить на несколько шагов. Здоровяк поднял голову и с удивлением посмотрел на Ван Була. «А ты силён!» озвучил он первую пришедшую в голову мысль. Ван Була был вынужден наступить на несколько шагов. Встретив взгляд Сун Пень Луна, он улыбнулся, после чего с небывалой скоростью вновь бросился в атаку. Этот здоровяк разжег в нём желание сражаться. Сун Пень Луна рассмеялся, в нём тоже проснулось желание драться, в следующий миг между ними завязался бой. За дюжину вдохов они обменялись в сотни ударов, а может даже больше. Как только они расходились, тут же вновь устремлялись вперёд, всё выглядело так, будто на арене шла схватка двух студентов факультета боевых искусств. Зрители напряженно наблюдали за дерущимися, среди них были как студенты факультета просветления Дао, так и учащиеся с других факультетов. У многих от изумления отвисла челюсть. Мастерство Ван Бо Ле в рукопашном бою было для них не новостью, но они не учились на факультете тхромического оружия, поэтому не особо понимали, что именно под этим подразумевалось. И теперь им представился шанс увидеть Ван Бо Ле в деле. Ван Бо Ле? Вот это да! В рукопашном бою он даже без тхромических сокровищ сражается на равных со студентом факультета боевых искусств. Он учится на факультете тхромического оружия или боевых искусств? Сун Пень Лон, главный префект силовой кафедры, явно сдавал под натиском Ван Бо Ле. Из уголков его губ текла кровь, в то время как на Ван Бо Ле не царапины. Зрители оцепенели, когда Сун Пень Лон резко повысил свою скорость. Похоже, он понял, что уступает в силе, поэтому прибегнул к секретной технике для увеличения скорости. Он даже несколько раз ударил себя ладонью, чтобы усилить эффект техники. С покрасневшей кожей он кинулся на Ван Бо Ле, и издали могло показаться, будто на добыче пикировал красный орёл. Думаешь, тебе поможет скорость? Глаза Ван Бо Ле блеснули, культивация резко взмыла вверх благодаря технике поглощения отцы великой пустоты, которая вбирала духовный жир. Он уже давно сообразил, что такой метод культивации позволял ему физически превосходить своих сверстников, ему не требовалось активировать поглощающие семечки или использовать технику захвата, чтобы победить противника. В схватке на кулаках Ван Бо Ле было интересно узнать пределы своих способностей на ступени укрепления пульса. Он сделал глубокий вдох и тоже увеличил свою скорость. Вместо удара кулаком он прыгнул на Сун Пень Луна и ударил ногой. Звук удара был громче, чем все предыдущие. Изо рта Сун Пень Луна брызнула кровь, его отшвырнула назад за пределы арены, на земле его скрутила в приступе кровавого кашля. Наконец он поднялся и с блеском в глазах накрыл ладонью кулак перед Ван Бо Ле, который ещё стоял на арене. «Твоя репутация заслужена! Теперь я вижу, Ван Бо Ле, когда я обрету истинное дыхание, надеюсь, не откажешь в матче реванша!» Сун Пень Луна развернулся и пошёл прочь. Ван Бо Ле наблюдал за удаляющимся силуэтом своего противника. После этой схватки он тоже проникся к нему уважением. Сун Пень Луна явно был из тех, кто посвятил всего себя боевым искусством. «Мои противники становятся сильнее! Любопытно, с кем придётся драться в последнем матче!» Ван Бо Ле расслабленной походкой отправился из факультета просветления Дао домой. Глава восемьдесят четвёртая Сбор духов в формацию Результаты матча опубликовали в духовном интернете. Более ста человек одержали победу в четырёх матчах. Каждого из них рассматривали под лупой, но так как они не пересекались друг с другом во втором туре, было сложно определить сильнейшего. Так было задумано изначально. Дао Академия проводила это состязание не для определения лучшего студента, а для отбора тысячи кандидатов для отправки в мистический мир. Правда, всё равно нашлись студенты, которые внимательно изучали результаты всех участников, в итоге у них получился примерный рейтинг. Что интересно, на первой строчке находился не старший студент Элеван Бо Ле. Её занимала Джао Ямен. Её тактики были слишком непредсказуемыми. С самого начала второго тура ей было достаточно один раз вмахнуть рукой, чтобы за несколько секунд создать формацию. Ни один из противников не смог победить её. Дело не доходило до второй атаки. Пойманные в её формацию студенты в конечном счёте сдавались, так как не могли долго находиться под действием подавляющей силы. Причём ей ни разу не достался откровенно слабый противник. Участники, прошедшие четыре раунда, даже главные префекты, сдавались спустя всего три вдоха. Репутация Джао Ямен росла как на дрожжах. Некоторые говорили, что она сильнейшая среди студентов последних нескольких лет. Помимо Джао Ямен в список попали Джо и Фань и ещё несколько выдающихся старшекурсников, которые выиграли четыре матча подряд. Но они бледнели на фоне Джао Ямен. Ван Буэлэ тоже выиграл все четыре матча, но в первых трёх он практически ничего не сделал. В итоге ему досталась не очень высокая строчка в рейтинге, чуть ниже Джо и Фань и остальных. Но после победы в четвёртом матче многие студенты считали, что его нужно поставить выше. Каждому из них не составит труда победить в пятом матче. Наибольший интерес будут представлять матчи, где эти тяжеловесы столкнутся друг с другом. Точно! Только такое противостояние можно считать настоящей схваткой. Даже в случае поражения они всё равно получат кого-то для мистического мира. Мы все с вами знаем, что никто из них не захочет сдаваться, а значит зрелище будет что надо. Ожидание людей подошло к концу. Настало время последнего матча, который определил, кто отправится в мистический мир. Ван Боу Ле предстояло драться на первой арене факультета боевых искусств. Сейчас он находился на пике формы, на месте на него сразу же обратили внимание толпившиеся там зрители. Они следили за каждым его шагом, даже когда он поднялся на арену, зрители всё ещё не проронили ни звука. Как вдруг по толпе прошла волна удивлённых вздохов. Чёрт! Противник Ван Боу Ле! Это же Джао Ямен! В компании студентов к арене медленно приближалась красавица Джао Ямен в халате главного префекта. Заметив Ван Боу Ле на арене, она практически никак не отреагировала, разве что с любопытством выгнула брови. Ван Боу Ле перехватила дыхание. Это она! Он не думал, что из всех участников ему в противнике достанется именно Джао Ямен. Что интересно, больше всего Ван Боу Ле боялся встретиться именно с ней. Он ни разу не видел её формаций, но из описаний комментаторов в сети становилось понятно, что они были загадочными и пугающими. Либо я не везучий, либо не повезло ей. Пробормотал Ван Боу Ле. Наконец девушка поднялась на арену. Не успели они обменяться приветствиями, как зрители потеряли самообладание. Толпа загудела, новость мгновенно облетела сеть. Всё-таки Джао Ямен прославилась в ходе второго тура соревнования, поэтому за ней следило огромное количество студентов. Ван Боу Ле тоже был очень известным человеком. Неудивительно, что их дуэль так переполошила учащихся. Поединок Джао Ямен с Ван Боу Ле, пожалуй, самый интересный матч всего турнира. Ван Боу Ле специализирует в надхромических артефактах. К тому же он мог держать удар в поединке против главного префекта факультета боевых искусств. Джао Ямен, с другой стороны, действует странно и непредсказуемо. Ни в одном из четырёх матчей ей не потребовалось атаковать дважды. Кто-то хочет сделать ставку? Я бы поставил на Ван Боу Ле! Ха! Мои деньги на богиню Джао Ямен! Новости дошли до других участников, победивших во втором туре четыре раза подряд, вроде Джао Яфани. Некоторые уже знали, с кем им предстоит драться, а вот те, кому ещё не сообщили, с облегчением выдохнули. Как и Ван Боу Ле, они не хотели пересекаться на турнире с Джао Ямен. Более того, Ван Боу Ле был ещё одним участником, которого им не хотелось видеть у себя в противниках. «Повезло, что эти два монстра будут драться друг с другом! Ха-ха! Похоже, я всё же смогу взять пять из пяти! Надо быстро закончить матч, чтобы успеть посмотреть на схватку!» Даже преподаватели Академии, деканы и ректор направились к арене на факультет боевых искусств. Они тоже хотели своими глазами увидеть матч и проследить, чтобы не произошло ничего странного. Толпа у арены продолжала расти, студившие матч преподаватели взглянули на двух бойцов на арене, а потом негромко объявили о начале матча. Разговоры тут же стихли, все взгляды были обращены на арену. Заметив, что Джауи Мэн не мигая смотрела на него с тех пор, как поднялась на арену, Ван Боу Ле прочистил горло. «Эй, Джауи Мэн! Мы в любом случае уже прошли отбор! Я бы хотел тебя поздравить! Как ты смотришь на то, чтобы поужинать с таким красавчиком?» После такого беззастенчивого предложения из толпы послушались смешки. Некоторые смотрели на Ван Боу Ле с презрением, преподаватели тоже были слегка озадачены. «Ван Боу Ле, я знаю, ты силен! Очень силен!» Проигнорировав предложение, сказала Джауи Мэн. Она серьезно посмотрела на него и серьезно добавила. «Ты ведь не станешь сдерживаться и приложишь все силы для победы!» Ее сладкий голос слышали все за пределами арены. Ван Боу Ле понял, что она была серьезно настроена, поэтому и он отбросил дурачество. Он по натуре был человеком веселым, но всегда уважал целеустремленных людей. Таких, как фанатика боевых искусств из четвертого матча и Джауи Мэн, стоящую на одной из немарения. На самом деле, Ван Боу Ле считал Джауи Мэн физически слабой. В этом плане она не представляла для него угрозы, но интуиция подсказывала, девушка была крайне опасной. Похожее чувство опасности вызывал у него старик, возглавлявший убийц в черном. «Духовное тело прирождение» об этом Ван Боу Ле прочитала в сети практически сразу после поступления в Дао Академию. Тогда ее очень часто обсуждали в сети. Почувствовав некий боевой азарт, Ван Боу Ле согласно кивнул. «Этот обмен опытом будет интересным», с улыбкой сказала Джауи Мэн и указала пальцем на Ван Боу Ле. Духовная энергия вокруг стянулась в одно место, породив невидимый водоворот. Ван Боу Ле поменялся в лице и зигзагами побежал к Джауи Мэн. К сожалению, было уже слишком поздно. Девушка с любопытством на него посмотрела, а потом сжала свои изящные пальцы в кулак. В этот самый момент раздался хлопок, невидимый водоворот духовной энергии трансформировался в магическую формацию. Как это удалось сделать, оставалось загадкой. Появившаяся магическая формация поймала Ван Боу Ле в ловушку. Водоворот духовной энергии вынудил Ван Боу Ле остановиться, у него перехватило дыхание. Вокруг него не было ничего, кроме тумана, через который ничего не было видно. Теперь понятно, как она победила всех прошлых противников. Она может собирать духовную энергию в магическую формацию. Вот так приёмчик! Другие противники до самого конца не понимали, что сделала Джауи Мэн, но Ван Боу Ле благодаря технике поглощения Отцы Великой Пустоты очень чутко ощущал движение духовной энергии, поэтому и раскусил её так быстро. Такое острое чутьё подсказывало, что в духовной энергии имелись слабые места. Пять мест! Обнаружив уязвимые точки в духовной энергии, Ван Боу Ле незамедлительно ударил в одну из них. В то же время он достал несколько хромических артефактов из бездонного браслета, поднявшийся грохот поразил зрителей, находившихся снаружи магической формации из духовной энергии. Опять эта техника! В прошлом матче Джауи Мэн точно так же взмахнула рукой, и магической формацией поймала своего противника. Она настолько сильна, что даже Ван Боу Ле не смог избежать её капкана. Пока студенты переговаривались, ректор, преподаватель и в особенности декан факультета магических формаций удивлённо перевели взгляд на Джауи Мэн. Девочка рождена с духовным телом. С ним и знаниями о магических формациях она легко превзойдёт остальных студентов. В будущем она может присоединиться к Элите Федерации. Ван Боу Ле тоже видный студент, но тут он явно уступает, Джауи Мэн. Когда декан факультета магических формаций сказал это, Бородач неподалёку негромко проворчал. Матч только начался. Факультет от хромического оружия нужно время на подготовку. Как только всё будет готово, ваши магические формации станут бесполезными. Ни тот, ни другой декан не собирались уступать. На арене сошлись лучшие студенты их факультетов. Неудивительно, что они начали спорить. Ректор, наблюдавший за всем со стороны, был крайне заинтригован тактикой Ван Боу Ле. Так быстро обнаружил уязвимые точки духовной энергии, должна быть у Ван Боу Ле высокая чувствительность к духовной энергии. Джауи Мэн на арене тоже поняла, что делал Ван Боу Ле. Она пришла к такому же выводу, что и ректор. Слабые места магической формации были блокированы Ван Боу Ле ещё до того, как они успели полностью сформироваться. А в итоге из просто слабых мест они превратились в изъяны. Глаза Джауи Мэн загорелись, она вновь указала рукой на Ван Боу Ле. Впервые с начала второго тура она собиралась атаковать противника во второй раз. Глава 85. Напряжённый матч. Практически в тот же момент, как Джауи Мэн сделала свой ход, формация духовной энергии задрожала. Формация завибрировала, пять уязвимых точек, которые обнаружил Ван Боу Ле, затуманились и медленно исчезли. С началом вращения магической формации, несущей с собой духовную энергию, во всех своих уголках ею была создана подавляющая сила. Продолжая усиливаться, она волнами накатывалась на Ван Боу Ле. Ван Боу Ле нахмырился и взмахом рукава вытащил нефритовый кулон. Духовная сила влилась в артефакт, отчего тот засеял пурпурным светом, который принял форму маленького дракона. После беззвучного рыка дракон начал теснить подавляющую силу. «Раз изнутри формации пробиться так трудно, я использую её силу против неё самой!» Ван Боу Ле сощурил глаза, в его руке появился радужный духовный камень, чуть припав к земле, он начал вырезать на камни начертания, как будто его сейчас не окружало давление. При виде этого у зрителей отвесла челюсть. «Ван Боу Ле, он что, вырезает начертания?» «Что вообще происходит? Может, он хочет сделать хромический артефакт?» «В такой ситуации ему не удастся сделать ничего лучше духовной заготовки?» «Разве духовные заготовки могут разбить магическую формацию?» Ректор и преподавательский состав были приятно удивлены. В особенности был впечатлён бородач. Его глаза ярко заблестели, а губы растянулись в улыбке. С другой стороны, Декан факультетом магических формаций с беспокойством нахмырил брови. Джао Яме незамедлительно отреагировала на манипуляции Ван Боу Ле. Взмахом руки она наложила ещё больше магических формаций, это была её третья атака, но тут Ван Боу Ле поднял голову. Радужный духовный камень в его руке обильно покрывали начертания, за это короткое время он успел нанести более трёх тысяч узоров, причём это был не случайный набор штрихов. Каждое начертание относилось к сбору духовной энергии, этот камень можно было считать простой духовной заготовкой, сама по себе она не могла создать хромический артефакт. Её единственное предназначение заключалось в сборе духовной энергии из окружающего пространства, с более чем тремя тысячами начертаний, наложенных друг на друга, заготовка рассыпется на части, как только аккумуляция духовной энергии достигнет максимума. К сожалению, это будет первое и последнее её использование, однако одного раза Ван Боу Ле было достаточно. «Активация!» — прорычал команду Ван Боу Ле и приложил духовный камень к настилу арены. Вне зависимости от последствий, даже если камень расколется, он хотел довести его до высвобождения всей подавленной духовной энергии. Для этого он поместил на камень начертания, ответственные за распространение этой энергии как можно дальше. В следующий миг камень вспыхнул радужным сиянием. Начертания на нём тоже засветились, этот свет стал силой притяжения, которое с гулом прошло за пределы магической формации. Всё место схватки в мгновение ока накрыл гигантский водоворот, поглощавший духовную энергию. С его появлением весь факультет заходил ходуном. Со всех сторон к водовороту на арене начала стягиваться духовная энергия, внутри находился не только Ван Боу Ле, но и магическая формация из духовной энергии. В каком-то смысле она стала защитным барьером, оградившим его от бурлящей духовной энергии, словно хрупкий волнорез, стоявший между ним и штормовыми волнами. Каким бы крепким он ни был, ему не устоять перед неумолимым натиском волн. Только сейчас зрители поняли, что творилось на арене. Ван Боу Ле смог вырваться! Для этого он сделал заготовку, которая собирает духовную энергию, чтобы ей ударить по магической формации. Гениально! Как он до этого додумался! А ректор хоть ничего не сказал, был впечатлён смекалкой Ван Боу Ле. Бородач добродушно рассмеялся при виде кислой мины декана факультета магических формаций. На самом деле Ван Боу Ле придумал такой выход из ситуации благодаря наличию у него поглощающего семечка. Если бы не желание скрыть свойства этого семечка от остальных, то ему бы не пришлось выдумывать такой изощрённый план для уничтожения формации. Могло показаться, что изменения проходили очень медленно, но в реальности с тех пор, как Ван Боу Ле положил духовный камень на пол до появления волн духовной энергии, прошли считанные мгновения. Джао Ямен на арене изменилась в лице, было уже слишком поздно пытаться предотвратить происходящее, тяжело задышав, она отступила назад. В следующий миг раздался оглушительный рокот, духовная энергия в воздухе, подобно штормящему океану, своей невероятной силой сняла преграду, которой была магическая формация. Под таким напором формация не выдержала, все её слои мгновенно разбились. Появился Ван Боу Ле, с исчезновением подавляющей духовной энергией силы она бурным потоком хлынула в радужный духовный камень. Тот мог быстро вбирать духовную энергию, но не мог поглощать такое её количество слишком долго. Всё-таки у него была всего одна функция — поглощить энергию, чей переизбыток и послужил причиной его раскола. С громким грохотом на стил арена разбился на миллион кусочков, Ван Боу Ле окружил себя всевозможной защитой и, воспользовавшись импульсом от взрыва, увеличил скорость вдвое. Подобно разряду молнии, он стремительно приближался к Джао Ямен, собираясь ударить её кулаком. Такая быстрая ответная реакция вкупе с разрушением магической формации показалась зрителям чем-то за гранью возможного. Джао Ямен изумлённо отпрыгнула назад и выполнила магический пас. Между ней и кулаком Ван Боу Ле образовалось несколько слоёв магической формации, девушка побледнела, магическая формация погасила удар, и ей удалось избежать внезапной атаки освободившегося противника. Вот только сам Ван Боу Ле имел за плечами богатый боевой опыт, как только Джао Ямен пригнулась, пурпурный дракон позади него заричал и бросился на девушку. В это же время Ван Боу Ле извлёк из бездонного браслета несколько дюжин летающих мечей и запустил их в Джао Ямен. Летающие мечи были очень быстрыми и острыми, во время полёта они рассекали воздух, отчего все зрители услышали характерный свист. Джао Ямен судорожно задышала, ей не беспокоили летающие мечи, однако пурпурный дракон излучил угрозу, выставив переплетённые пальцы перед собой, она зачерпнула духовную энергию из воздуха, та превратилась в невидимую ладонь огромных размеров, которая ударила в небольшого пурпурного дракона. Раздался хлопок и тряск, дракон вместе с пурпурными мечами исчез, но глаза Ван Боу Ле почему-то ярко блеснули. Он указал рукой на раскиданные во все стороны летающие мечи, клинки задрожали и вновь оказались под контролем Ван Боу Ле. Резко сменив траекторию полёта, они вновь своими остриями нацелились на Джао Ямен. Ошарашенная девушка побледнела, зрители, включая преподавателей деканов и ректора, завороженно наблюдали за ареной. «Управление мечами? Он контролирует эти мечи!» «Как такое возможно? На стадии древних боевых искусств максимум можно управляться с одним летающим мечом. Управлять несколькими десятками? Невозможно!» Пока зрители переговаривались, Джао Ямен почувствовала, как у неё холодок пробежал по коже. Она сглупила. Летающие мечи, которые она изначально не посчитала угрозой, оказались главной опасностью. Способность Ван Буэла управлять летающими мечами застала её врасплох. Даже эксперт стадии древних боевых искусств не мог заставить меч ловко менять направление. При такого рода контроле в движениях клинка всегда имелась некая скованность. В случае нескольких дюжин клинков, их хозяин мог разве что отправить их по прямой. Ректоры и другие важные лица Академии хотели вмешаться и остановить схватку, но тут глаза Джао Ямен засияли голубым светом, подобно двум сапфирам. От неё повеяло мистической аурой. Ван Буэла напрягся, почувствовав дестабилизацию невидимой духовной энергии в округе. Из неё образовался смерч, взмывший до неба. О камбуре была Джао Ямен. Летающие мечи вновь разметало во все стороны. Усиленные ураганом, Джао Ямен на огромные скорости побежала к Ван Буэле. Несколько магических постов, и смерч превратился в несколько формаций. Ван Буэле на какое-то время совсем перестал дышать. Ни магические формации, ни бурю не видели зрители. Они могли только их почувствовать, да и то очень слабо. Но Ван Буэле видел всё как на его. Только он видел не глазами. Эту картину ему помогла визуализировать острейшая чувствительность к духовной энергии. В этом образе перед ним предстала безумная буря духовной энергии Джао Ямен. Вместе с девушкой к нему приближалось огромное количество магических формаций. Сияющие голубым светом глаза девушки пугали. Казалось, будто она потеряла саму себя, полностью отдавшись этой пугающей силе, которая превосходила ту, что была у неё самой. В такой непростой ситуации Ван Буэле принял решение использовать поглощающее семечко. Изначально он держал его как козырь для смертельно опасных ситуаций, но сейчас, похоже, другого выбора не было. Когда Ван Буэле уже хотел пойти в атаку, на арене возник ректор. По мановению его руки поднялась подавляющая сила во много раз сильнее той, что излучала Джао Ямен. Эта сила пригвоздила девушку Иван Буэле к месту. Матч закончен. На арене появились декан факультета магических формаций и бородач. Оба схватили своих главных префектов и потащили в сторону. Ректор ещё раз поднял руку. Подавляющая сила тут же исчезла. Глаза Джао Ямен потухли. А потом девушка обмякла и потеряла сознание. Ван Буэле покрылся холодным потом от одной мысли о жутковато светящихся глазах Джао Ямен. Даже духовная энергия в его теле слегка дестабилизировалась. К счастью, поглощающая семечка быстро её подавила и успокоила. Секретная техника Джао Ямен вышла из-под контроля. Под её влиянием она перестала давать отчёт своим действиям. Такого рода техники должны быть использованы только если вы находитесь в смертельной опасности. «Как ректор, я присуждаю победу в этом матче Ван Буэле!» Старый доктор посмотрел на Ван Буэле с некоторой долей скепсиса. Он уже раскусил его секрет. С большой вероятностью летающие мечи управлялись силой магнетизма. Но даже так Ван Буэле умудрился за этот бой несколько раз его удивить. Глава 86. План Гао Цюаня С окончанием матча подошла к концу первая половина турнира Дао Академии Эфира. Теперь участников, одержавших по три победы, ждали дополнительные матчи за оставшиеся места. 74 студента одержали победу во всех пяти матчах, среди них большинство было учащимися старших курсов. Молодые люди с первых двух годов обучения составляли меньшинство. Несмотря на все их достоинства, они всё равно уступали старшим студентам, у кого было значительно больше времени отточить свои навыки. Поэтому на одного нового студента, выигравшего пять матчей, приходилось девять более старших товарищей с тем же количеством побед. В этом турнире эти 72 человека со всеми своими достоинствами оказались в тени головокружительного матча между Ван Буэле и Джао Ямен. Их поединок потряс всю Далу Академию, многие зрители до сих пор не могли прийти в себя после увиденного. Его свидетелями была лишь малая часть учащихся, но вскоре те, кто видели матч, своими красочными описаниями помогли остальным составить более-менее полную картину случившегося. Их матч оборвали на самом интересном месте, по мнению некоторых его нельзя было считать законченным. С другой стороны, оба бойца поразили всех своим мастерством и силой. У участников вроде Джо и Фани, одержавших победу в пяти матчах, мурашки пробежали по коже. Они до сих пор не разобрались в своих эмоциях, но одно было точно – такие состязания пробуждали в людях дух соперничества. Бой Ван Буэле и Джао Ямен оказался невероятно сильным катализатором этих эмоций. В сети довольно быстро появился список использованных ими стратегий и техник. По всему духовному интернету студенты активно обсуждали их схватку. В итоге у дополнительных матчей было не очень много зрителей. Джао Ямен создает магические формации за три вдоха в результате манипуляции духовной энергии. Ее духовное тело – это вам не шутки. На стадии истинного дыхания ее чувствительность к духовной энергии станет еще выше. Ван Буэле тоже впечатлил. Он переплавил заготовку для поглощения духовной энергии из окружения, поэтому магическая формация рассыпалась изнутри, что и позволило ему выбраться. Этот парень по праву заслуживает звание единственного главного префекта факультета дхармического оружия. А Джао Ямен быстро среагировала на контратаку Ван Буэле – это очень ценный навык. В дискуссиях больше всего уделили внимание двум ключевым моментам. Именно они очень интересовали людей. Голубое свечение с глаз Джао Ямен в самом конце матча, и то, как Ван Буэле умело управлялся сразу с десятками летающих мечей. Вот что больше всего поразило студентов. Джао Ямен, должно быть, использовала секретную технику страшной силы. Как Ван Буэле одновременно управлял таким количеством мечей? Такое выходит за грань способностей людей на стадии древних боевых искусств. Дискуссии в сети не стихали, тем временем подошли к концу дополнительные матчи, на этом состязание Дао Академии эфира подошло к концу. Список тысячи участников обещали опубликовать через три дня, никто особо не ждал официального анонса. Практически сразу по окончании второго тура силами студентов был составлен и выложен в сеть список тех, кто набрал необходимое количество очков и прошел в заветную тысячу. Больше всего были расстроены те, кого выбили в дополнительных матчах, и кому не хватило всего несколько строчек до тысячного места. К сожалению, они ничего не могли сделать. Иногда даже самый крошечный шаг мог стать пропастью между небом и землей. После матча напряженная атмосфера в Дао Академии немного разрядилась, наконец все могли выдохнуть и расслабиться. После напряженного матча с Джао Юмен Ван Буэлэ тоже выкроил время для восстановления сил, однако он не стал покидать пещеры Бессмертного. Из его головы никак не выходила картина последнего рывка Джао Юмен. Голубое свечение из глаз. Похоже, она потеряла контроль. Такая секретная техника ей еще явно не по зубам, что ясно показывает потерю сознания сразу после матча. Ван Буэлэ все еще не до конца пришел в себя после случившегося. В своем анализе он пришел к выводу, что если бы Ректор не вмешался, то тот бой мог закончиться совершенно непредсказуемым образом. В том состоянии Джао Юмен была слишком сильной. Словно настала единая с духовной энергией. Ван Буэлэ расположился на балконе и закрыл глаза. У себя в голове он раз за разом прокручивал масть Джао Юмен, пытаясь понять, в каких моментах мог поступить лучше. Ван Буэлэ любил предаваться рефлексии. Об этом навыке он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Переосмысление своего опыта всегда было важным компонентом как в отношениях с людьми, так и для тренировки навыков. На пике Ректора имелось здание с резными перилами и яшмовыми ступенями. По своему великолепию оно уступало дворцу Ректора, но все равно очень впечатляло. В нем жил и работал проректор. После инцидента с Ван Буэлэ в Томанолесье его полномочия по надзору за дисциплинарным комитетом передали другим людям, однако он все еще оставался проректором и обладал определенной властью. С последнего этажа он любовался академией. Позади молча стоял мужчина средних лет в черном халате. Это был преподаватель академии, который в данный момент возглавлял дисциплинарный комитет. Именно он год назад объявил о том, что Ван Буэлэ жульничал на испытании. «Проректор!» — все же решил спросить он. «Вы действительно хотите так поступить?» Не став оборачиваться, проректор посмотрел на небо и спокойно ответил. «Боишься?» «Есть немного». С невеселым смехом признался мужчина в черном. Ван Буэлэ не только главный префект факультета хромического оружия, он еще умудрился удивить всех в недавнем матче, поэтому его можно считать одним из главных фаворитов академии. «Так зачем нам опять усложнить ему жизнь? Какую выгоду вообще может принести лишение его места в рейтинге? В этот же день разгневанный ректор не только накажет вас, но и восстановит его в списке». Говоривший явно не понимал плана проректора и пытался переубедить его, наконец он набрался храбрости и сказал «К тому же, Лень Тяньхао уже лишил статуса студента». Мужчина в черном так и не закончил мысль. В прошлом он бы никогда не дерзнул сказать что-то подобное, но ему и вправду не хотелось связываться с Ван Буэлэ, который практически гарантированно попадал в верхнюю академию. Ему не было никакого смысла заводить еще одного врага. Однако он не мог ослушаться проректора, поэтому и пытался убедить ректора изменить свое решение. «Лень Тяньхао?» Со смехом переспросил проректор. Его собеседник не видел, как в глазах проректора промелькнуло презрение. «Можешь больше ничего не говорить. Просто ответь. Ты сделаешь это или нет?» Повернувшись, Гао Цюань холодно посмотрел на преподавателя в черном халате. От опустившегося на него давления у того на лбу выступил пот. «Я сделаю это!» После небольшой паузы нехотя согласился он. «Отлично. У тебя три дня. Как только появится список, я буду видеть результат». Без эмоций в голосе сказал Гао Цюань. Мужчина в черном чувствовал себя скверно, но у него не было выбора. Кивнув, он отправился выполнить поручение. Оставшись в одиночестве, Гао Цюань с презрением подумал. «Ты действительно думаешь, что я опустился до потаканий прихотям какого-то сопляка, чтобы подлизаться к сенатору? У меня самого нет выбора. Ректор, этот старик, который думает, что все находится под его контролем, хочет, чтобы я повысил свою ценность. Он думает, что я не знаю о том, что он держит ближе всех именно тех, кого собирается убить». Вместо презрения в глазах Гао Цюань появилась угрюмая свирепость. «Разумеется, положение Ван Бо Лэ будет быстро восстановлено, но если ничего не сделаю, не повышу собственную ценность, ректор может подумать, что его инвестиции потеряли в цене. Если старик в расстройствах решит сдать меня задешево, разве он сам от этого не потеряет?» Гао Цюань стеснул кулаки. «Чем больше у меня врагов, чем больше людей, которых я спровоцировал, тем больше желающих избавиться от меня. Вот только для этого им сперва придется получить добро ректора. Все-таки на острове Нижней Академии власть ректора не беспредельна, но он остается крайне могущественным человеком. Если кто-то придет за мной, сперва им придется договориться с ректором. Если я буду крайне жесток и займею достаточно врагов и ненавистников, тогда для него я буду представлять высокую ценность. В итоге в ходе переговоров ректор сможет выторговать гораздо больше. Насколько я вижу, ректор считает, что именно Ван Бо Лэ будет тем, кто в будущем придет с ним договариваться. Следуя этой логике, чем выше моя ценность, тем меньше людей смогут позволить себе мне отомстить. При таком раскладе у меня будет больше времени на планирование, «Оно мне нужно, чтобы сбежать отсюда!» Сверепый блеск в глазах Гао Циуани усилился, он никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Его не покидало предчувствие того, что ректор мог избавиться от него до того, как его переведут в другое место. Вот почему он решил поставить все на Ван Бо Лэ, чтобы поднять собственную ценность. Он знал ректора как облупленного. Этот поступок наверняка заставит старика повременить с его устранением в угоду потенциальной выгоды в будущем. Ван Бо Лэ во всей этой схеме не был мелкой ребёшкой, но он был никем в сравнении с Гао Циуанем и его прошлом. Даже если он единственный главный префект факультета хромического оружия и человек, кому удалось в последнем матче удивить всю Академию, что с того? Может, я нахожусь только на начальной ступени истинного дыхания, тогда как он на пике древних боевых искусств? Истинная разница лежит в наших навыках. Отсутствие от него адекватной ответной реакции показывает, что он решил стерпеть, поскольку пока я ещё не достиг истинного дыхания. Даже если я попытаюсь усложнить ему жизнь, что он мне сделает? Если он обретёт истинное дыхание в будущем и захочет отомстить, ему придётся сначала твёрдо встать на ноги в Верхней Академии. К тому моменту меня уже поминают, как звали. Что случится после... Гао Циуань закрыл глаза и ухмыльнулся. Тогда он вполне возможно лишится шанса отомстить. Глава восемьдесят седьмая. Невыносимо. Следующим утром Ван Буэлэ закончил размышлять и медитировать. От ректора пришло сообщение. Четыре великих дао Академии собирались открыть свой мистический мир через месяц, поэтому ему следовало подготовиться. Надо достичь стадии истинного дыхания! Решил Ван Буэлэ и связался с Эхайяном. Ван Буэлэ не пожалел духовных камней на пилюли и материала для переплавки дхармических артефактов, он не собирался упускать такую отличную возможность для прорыва. Сэхайян был очень занят, предстоящие экзамены и вылазка в мистический мир заметно увеличили количество клиентов. В дао Академии имя Сэхайяна являлось синонимом надежности. Несмотря на свою занятость, Сэхайян тут же ответил на сообщение. Ван Буэлэ всегда был щедрым клиентом, к тому же он уже давно считал, что тот гарантированно попадет в Верхнюю Академию. Хорошее отношение с таким человеком позволит ему расширить свой бизнес и на остров Верхней Академии. Поэтому он пообещал доставить всё необходимое в ближайшее время и даже дал небольшую скидку. «Брат Буэлэ, пока ты работаешь со мной, с Сэхайяном, можешь ни о чём не беспокоиться. Управлюсь дней за семь». Ван Буэлэ удивила такая оперативность. Он заказал большое количество товаров, к тому же они были очень высокого качества. Обещание быстро всё доставить в который раз подтвердило мнение Ван Буэлэ о том, что Сэхайян значительно упрощал жизнь в Академии. Ван Буэлэ стал ждать. Наконец, в духовном интернете был опубликован список тысячи кандидатов, которые отправятся в мистический мир четырёх Дао Академий. Для большинства в списке не содержалось новой информации, все имена были уже известны, но многие всё равно решили посмотреть. Сперва никто ничего не заметил, но вскоре у студентов округлились глаза. «Ван Буэлэ нет в списке!» Чёрт, как так получилось? Ван Буэлэ выиграл все пять матчей и продемонстрировал небывалое мастерство. Как его могли не включить в список? В сети тут же разгорелась оживлённая дискуссия, Люда, Убинь и другие арбитры изумлённо пробежали глазами по списку и немедленно связались с начальником. Ван Буэлэ не было дела до списка, и из медитативного транса его вырвало сообщение Люда Убиня. Ещё до того, как он заглянул в сеть, его кольцо уже буквально разрывалось от сообщений. Во всех говорилось, что его не включили в список. «Невозможно!» Ворвалось у Ван Буэлэ. Он в панике полез в сеть. Спустя пару мгновений на его лице появилась кислая гримаса. В списке действительно отсутствовало его имя. В этот самый момент дисциплинарный комитёт ДАО Академии сделал объявление. В нём объяснялась причина отсутствия Ван Буэлэ среди финалистов. В ходе расследования было установлено, что Ван Буэлэ в первом матче использовал свою власть для сговора с Ухайсенем. В результате Ухайсень сдался без боя, поскольку это идёт вразрез с правилами «Кандидатура Ван Буэлэ снимается с турнира». Заявление комитета было лаконичным. В приложенном видеоролике Ухайсень жёстко критиковал Ван Буэлэ и признался в том, что тот угрозами заставил его сдаться. Некоторые поверили в заявление комитета, но большая часть студентов понимала всю его абсурдность. Что за чушь? Это чей-то заговор? Проректор Гао Цюань недолюбливает главного префекта Ван Буэлэ? Должно быть, это его рук дело. Нечасно! Ван Буэлэ следил за событиями из своей пещеры бессмертного, он с трудом сдерживал ярость. На шее вздулись вены, глаза полыхали гневом. Первой его реакцией было включить кольцо и связаться с ректором, но он смел сдержать этот порыв. Нельзя спешить, надо успокоиться. Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул. Несмотря на ярость, он не беспокоился за своё место в списке. Повод выборный комитетом выглядел слишком надуманным. Сейчас было важнее найти человека, который стоял за этим решением. Благодаря знаниям из автобиографии высокопоставленных чиновников, он сразу заподозрил неладное. Линь Тянь Хао? Гао Цюань? Ректор? Мысленно перебирал имена Ван Буэлэ. Опустив руку с кольцом, так и не включив его, он решил занять в ожидательную позицию. Ему не пришлось долго ждать, не успела догореть палочка благовоний, как с пика ректора было сделано объявление. Ван Буэлэ не нарушил правил, поэтому его имя вновь помещено в список. В тоне говорившего чувствовалась сталь. Похоже, ректор был крайне недоволен работой дисциплинарного комитета. Ситуация разрешилась очень быстро, к тому же неодобрение ректора в сторону дисциплинарного комитета очень обрадовало студентов. В сети появилось множество восторженных комментариев. Студентам еще раз была продемонстрирована власть ректора. А ректор силен! Ха-ха, это да, Академия эфира! Сегодня у вас торжествовала справедливость! Арбитры и Люда Убень вздохнули с облегчением. Только Ван Буэлэ оставался спокойным. Его взгляд невольно опустился на кольцо передатчик. После второго объявления он получил сообщение от ректора, состоящее всего из двух слов. Гао Цюань! Ярость Ван Буэлэ вспыхнула с новой силой, кризис был разрешен, но он понял, что его использовали и сделали мишенью. Лин Тяньхау уже исключили. Маловероятно, что это он стоит за всем. Да и будь это он, то ему не на что рассчитывать, кроме моего презрения. Что до ректора, я не нужен ему, чтобы показать собственную власть. Следуя этой логике, самый вероятный подозреваемый Гао Цюань. Проклятье! Этим манёвром он, по сути, ничего мне не сделал, однако ректор получил возможность продемонстрировать всем свою власть. Тем не менее, я верю, что у него были и другие мотивы. Впрочем, неважно. Этот подлец уже не в первый раз пытается мне навредить. Ван Буэлэ в сердцах ударил ладонью по полу. Немного успокоившись, он сжал пальцы в кулак. Первый раз он пытался исключить меня за жульничество, но я тогда стерпел. Второй раз он распустил фальшивые слухи, которые чуть не стоили мне жизни, но и тогда я проглотил обиду. Ведь он был проректором. Третий раз стал последней каплей. Ван Буэлэ не мог не утихомирить свой гнев, не дать ему выход. Чувства не из приятных. В Дао Академии были те, кто понял, что случилось на самом деле. События непосредственно их не касались, к тому же, будучи людьми неглупыми, им не нужно было демонстрировать остроту своего ума, чтобы потешить самолюбие. Всё-таки они обладали определённым статусом на разных факультетах, поэтому в этом не было нужды. Ван Буэлэ же оказался перед дилеммой. С его характером он бы уже давно что-то предпринял, но после инцидентов в Томонолесе он выяснил, проректор обладал культивацией стадии истинного дыхания. Ван Буэлэ не мог победить человека с такой культивацией. В раздражении и гневе Ван Буэлэ тряхнул головой и с маской вошёл в мир иллюзий. На ледяной равнине он, пытаясь удержать грозящий выплеснуться гнев, спросил. «Лапуля, мне противостоит эксперт стадии истинного дыхания. Ты не знаешь способа, как пробиться на стадию истинного дыхания?» Маска блеснула и сразу же дала ответ «Нет». «Тогда существует ли способ победить такого человека, имея культивацию древних боевых искусств?» «Нет». Тот же ответ. Ван Буэлэ с досадой посмотрел на маску. Он покачал головы, проглотив досаду. Перед тем, как отомстить Гао Цуаню, он хотел достичь стадии истинного дыхания. Когда он уже хотел сдаться и покинуть мир иллюзий, маска внезапно едва заметно блеснула. Если Лапуля действительно жила в маске, как предполагал Ван Буэлэ, то такой слабый блеск был сродни лукавому взгляду. Словно ей представилась отличная возможность подшутить над ним. На маске появилось несколько слов. Чтобы привлечь внимание Ван Буэлэ, в него ударил разряд тока. Понуривший голову Ван Буэлэ подпрыгнул на месте от внезапного удара током. При виде слов на маске он застыл, а в глазах появился радостный блеск. Древние боевые искусства – это процесс переплавки, чьей крайней степенью является золотое тело. Если ты сможешь достичь золотого тела, то у тебя появится шанс против эксперта стадии истинного дыхания. Решив, что это может оказаться недостаточно привлекательным предложением, маска добавила еще пару строк. Вдобавок, если ты взойдешь на стадию истинного дыхания с золотым телом, то получишь дополнительные преимущества. Глава 88. Золотое тело? Какие преимущества? Моргнув несколько раз спросил Ван Буэлэ. В этот раз маска не дала четкого ответа, вместо этого ограничившись коротким «Все поймешь, когда вберешь истинное дыхание». В любое другое время Ван Буэлэ нашел бы способ выбить из маски ответ. Из предложенного он понял только одно – положительный эффект был гарантирован, и ярость к проектору Гао Цуани занимала все его мысли, поэтому он без лишних вопросов сказал «Я буду культивировать! Что надо делать? Я выдержу все, даже молния! После уверенных слов Ван Буэлэ маска несколько раз вспыхнула и завибрировала. На ней появился новый текст, одних техник для культивации было несколько штук. К тому же маска описала множество пилюль, о которых Ван Буэлэ вообще никогда не слышал. Внизу имелась приписка «Если Ван Буэлэ будет следовать этому плану, то обретет золотое тело всего через три года». Галя на список техник для культивации, Ван Буэлэ стала не по себе, а от перечня пилюль у него перехватило дыхание. Наконец он дочитал до приписки о трех годах культивации, у него глаза чуть не выкатились из орбит. «Должен быть другой путь! Ладно, Лапуля, хватит дурачиться! Если у тебя есть способ обрести золотое тело за месяц, чтобы я мог победить эксперта истинного дыхания, я сделаю это, чего бы это мне не стоило!» Прямолинейно сказал Ван Буэлэ, желая как можно скорее как-то умерить свой гнев. Маска вновь засияла. В этот раз ей не потребовалось много времени. На ней появился способ, как Ван Буэлэ мог получить золотое тело за один месяц. Ему предстояло пройти адскую тренировку культивации. Сначала надо было опустить культивацию со ступенью укрепления пульса на физическую печать, а потом вновь пробиться с этой ступенью на укрепление пульса. Цикл, который предстояло повторить десятки раз. Процесс чем-то напоминал ковку, сродни тому, как удары молота придают форму стали. К тому же понижение культивации могло нанести ему настоящий вред даже в мире иллюзий. Такой неортодоксальный способ не имел далеко идущих последствий. Главную сложность представляли неописуемые страдания, которыми сопровождался процесс. Решение, предложенное маской, взбудорожило Ван Буэлэ. Он сделал глубокий вдох и с опаской покосился на маску. Настоящий вред? Лапуле, мы ведь не враги? Я просто хочу отомстить ему. Твой способ, как бы сказать, немного жестковат. Маска опять вспыхнула. Судя по рою готовых вырваться из маски молнии, она была разгневана. Перепуганный Ван Буэлэ быстро вышел из мира иллюзий, зимний пейзаж исчез, и он вновь оказался в пещере Бессмертного. Не этого он ожидал от переговоров с маской. С одной стороны он хотел отомстить, с другой предложенное решение показалось ему ненадежным. Он оказался перед нелегким выбором. В поисках способа снять раздражение он заглянул в сеть, но чтение обсуждения о его снятии и последующем восстановлении в списке еще сильнее испортило настроение. Недолго, думаю, он включил кольцо-передатчик и послал проректору Гао Цуане голосовое сообщение. Проректор Гао, я стерпел попытку исключить меня, закрыл глаза на сговор с Линь Тяньхао и покушение на мою жизнь, но в этот раз я требую объяснений. Ранее проректор заведовал дисциплинарным комитетом всей Академии. Ван Буэлэ был его подчиненным, вот почему у него имелись контакты Гао Цуане. Послав сообщение, Ван Буэлэ стал ждать ответа. Спустя час ответ так и не пришел. Ван Буэлэ сферепо покосился на кольцо-передатчик. «Плевать!» Заскрежтав зубами, подумал он. «Раз не хочешь ничего мне говорить, я выбью из тебя объяснение!» Со свирепым блеском в глазах Ван Буэлэ отправил сообщение Сахайяну, в котором попросил одолжить сокровища для обмана разума. В этот раз договориться удалось значительно быстрее. Вскоре появился Сахайян и передал ему духовное сокровище. При виде каменного лица Ван Буэлэ он понял, что лучше не сдавать лишних вопросов, поэтому после пары слов быстро ретировался. После его ухода Ван Буэлэ сел в пузу лотоса в пещере Бессмертного. Закрыв глаза, он воскресил у себя в голове решение, предложенное маской. Пару мгновений спустя он резко открыл глаза и начал вырезать начертания для сбора духовной энергии на радужных духовных камнях. Назначение этих начертаний – усилить радужные духовные камни, чтобы те собрали большую часть энергии из окружения. Вырезав необходимое количество начертаний, Ван Буэлэ отложил камни в сторону, сделал глубокий вдох и вошел в мир иллюзий. «Лапуля, можно начинать!» Таинственная маска тут же ярко сверкнула, из нее Ван Буэлэ внезапно ударила черная молния. Все произошло слишком быстро, он просто не успел увернуться. Электричество пронзило все тело неописуемой болью. Ван Буэлэ еще никогда не доводилось чувствовать, как по всему телу расходятся волны адской боли. Он чувствовал, как разрушительная сила молнии разрывала его плоть, ломала кости и растекала меридианы. Словно его переделывали на фундаментальном уровне, полностью перековывали. Боль была просто чудовищной. Между приступами кровавого кашля он вопил во все горло, в конвульсиях дергаясь на земле. Давление начатой трансформации подавляло культивацию и кровавой цы. После предельного подавления культивации укрепления пульса и компрессии кровавого цыда затвердевания, он опустился с укрепления пульса на физическую печать. Весь процесс занял около часа. Вопли Ван Буэлэ наконец стихли, но он не потерял сознание. По окончании компрессии он на дрожащих руках попытался подняться, его всего трясло, а халат промок от пота. Не желая отключаться, он покинул мир иллюзий. В пещере бессмертного, белой как простыня, он с пугающим огоньком в глазах стал переплавлять духовные камни. Делал он это не для получения новых камней, ему был нужен духовный жир. Этим методом он как можно скорее хотел создать достаточно толстую жировую прослойку перед возвращением на стадию укрепления пульса, окружавшие его радужные духовные камни усиливали духовную энергию, из-за чего повышалась скорость работы поглощающего семечка. «Гао Цуань, ты у меня попляшешь!» Тихо прорычал Ван Буоле. Поглощающая семечка в теле проявила себя, став поглощать духовную энергию без ограничений, словно в попытке загнать себя до изнеможения. Радужные духовные камни, лежавшие рядом с Ван Буоле, сияли, пока из них с небывалой скоростью высасывалась духовная энергия. Тело Ван Буоле как черная дыра пожирало всю духовную энергию, до которой она могла дотянуться. Происходило это с невероятной скоростью. Если бы кто-то стал свидетелем творящегося в пещере бессмертного, то он к своему ужасу увидел бы стремительно разраставшееся тело Ван Буоле. Спустя неизвестное количество времени, все радужные духовные камни в пещере раскололись, а вот тело Ван Буоле теперь занимало больше половины пещеры. Ему было трудно даже разлепить глаза. Стиснув зубы, он изо всех сил потянулся с духовным сокровищем, которое обманывало разум. Приняв позу поудобней, он послал мысленный приказ, он сказал своему мозгу, что беспрерывно бегал больше года так быстро, как мог. В следующий миг у Ван Буоле глаза стали размером с блюдца, а голова заработала с такой скоростью, что ему начало казаться, будто она сейчас взорвется. Огромное тело затряслось, духовный жир быстро таял, превращаясь в энергию, отчего наружу стал рваться кровавый цы. Это продолжалось довольно долго. Когда все наконец закончилось, культивация Ван Буоле перешла на ступень укрепления пульса. Он принял сидячее положение. Теперь от него исходила совершенно иная аура, более сильная и свирепая, похожая была у старика в черном, который находился в одном шаге от истинного дыхания. После этого загадочная маска начала бить его черными молниями, чтобы вновь подавить культивацию. В ходе этой процедуры появилась некая мистическая субстанция, которая медленно впитывалась и встраивалась в его тело. «Работает!» — радостно подумал Ван Буоле. Он сделал глубокий вдох и начал очередной цикл по получению золотого тела в мире иллюзий. Черные молнии подвергали культивацию Ван Буоле компрессии. Его культивация сначала опускалась с укрепления пульса на физическую печать, а потом вновь совершала прорыв, после чего цикл компрессии повторялся заново. Жуткая боль, сопровождающая этот процесс, сводила Ван Буоле с ума. Но в такой ситуации проявилась свойственная ему свирепость, особенно когда он понял, что предложенный маской метод работал, поэтому даже под такой чудовищной пыткой, когда боль становилась невыносимой, он представлял, как бьёт Гао Цуаня. «Со золотым телом я смогу победить эксперта истинного дыхания! Гао Цуань, я точно размажу твои яйца!» Шло время. Отведённый месяц медленно подходил к концу. Культивация Ван Буоле уже достигла пика. Выглядел он, конечно, не лучшим образом, но его аура могла поразить любого. Эта аура уже превосходила ту, что человек имел на ступени укрепления пульса. Повторяющиеся циклы компрессии, даже Ван Буоле не знал, в каком состоянии сейчас находился его кровавый Ц. Теперь казалось, будто его кожу окружало едва заметное золотое свечение. Даже таинственная маска не знала, что думать. Если там действительно скрывался дух, то он бы точно потерял дар речи от того, что Ван Буоле смог продержаться так долго. В такое и правда было сложно поверить. В один момент, пока чёрные молнии подавляли культивацию Ван Буоле, из маски раздался приглушённый женский голос, который тот не услышал. «Золотое тело оказалось правдой?» В голосе чувствовалась некая неуверенность. «Кто предки этого толстяка? Я просто хотела проучить эту занозу. Кто бы мог подумать, что он обретёт состояние золотого тела?» Глава восемьдесят девятая. Сражение с экспертом истинного дыхания. К моменту, когда до отправления группы Дао Академии к мистическому миру осталось три дня, Ван Буоле прошёл через огромное число циклов компрессии и боли. Сидя в одном нижнем белье в своей пещере бессмертного, он разглядывал своё заметно похудевшее тело и красивого молодого человека в зеркале. «Этот метод помог мне ещё и похудеть!» От его внимания не ускользнуло и золотое свечение кожи. Самый крохотный выброс крова у отца искажал пространство вокруг него. «Я стал сильнее!» «Ха-ха! Должно быть, это золотое тело!» Запрыгав от радости, Ван Буоле вошёл в мир иллюзий и закричал во всё горло. «Лапуля! Моё тело сияет золотым светом! Погляди! Я уже достиг золотого тела!» Загадочная маска несколько раз вспыхнула. Не увидев на ней слов, Ван Буоле начал нервничать и сомневаться в собственных выводах. Наконец, на маске неуверенно появились несколько строк. «Поздравляю! Ты уже вошёл на легендарную ступень золотого тела!» «Правда?» Восторженно переспросил Ван Буоле, с некоторым подозрением восприняв слова маски. На её поверхности появилась надпись «Да, теперь ты можешь драться с экспертом истинного дыхания! Иди и отомсти!» Это вселило в Ван Буоле уверенность. Уперев руки в бока, он задрал голову и рассмеялся. «Гаудзюань! Могучий Ван Буоле идёт за тобой!» Подумал он. Ван Буоле попытался оценить свою культивацию, но не смог получить точный ответ. Тем не менее, аура главаря убийц не стала незначительной на фоне его собственной, но теперь она уже уступала ему по меньшей мере в десять раз. Особенно это касалось кровавого цы. После попытки почувствовать его, у Ван Буоле чуть челюсть не отвисла. Кровавый цы был невероятно густой и насыщенный, ещё никогда его тело не было так защищено. Он почувствовал специфичный запах, исходящий от его тела, отличавшийся от всей еды и снеков, которые он ел в последнее время. Это ещё больше убедило Ван Буоле в собственном превосходстве. Ему уже не терпелось пустить в ход новую силу и скорость. Заверение маски укрепило его уверенность. Он покинул мир иллюзий, переоделся в свежую одежду и пулей выскочил из пещеры. После месяца томительного ожидания он не мог больше ждать. Ему хотелось отомстить Гаудзюаню прямо сейчас! «Ну что ж, Гаудзюань, после всех твоих нападок пришла пора попробовать на себя вкус кулаков дедушки Вана!» Ван Буоле мчёлся так быстро, что позади он оставлял оглушительные хлопки. Такая скорость заметно превосходила кого-то на пике ступени укрепления пульса. Гранки и свист услышали множество студентов. Прежде чем они понимали, что происходит, Ван Буоле уже скрывался из виду. Он направлялся к пику реактора. Пробив звуковой барьер, он очень быстро добрался до здания на горе, которое занимал Гаудзюань. На месте он почувствовал в воздухе странную довязчую силу. До обретения золотого тела он никогда не чувствовал ничего подобного во время встречи с Гаудзюанем. Теперь же его культивация выросла, а с ней чувствительность к окружающему пространству. «Что если... лапуля мне наврала?» Мелькнула у него предательская мысль. Ван Буоле остановился и несколько раз моргнул. «Отступать нельзя. Я получил золотое тело, поэтому просто обязан побить Гаудзюаня. К тому же при таком количестве свидетелей он не посмеет меня убить!» Эта мысль вернула Ван Буоле честь утерянной уверенности. Двинувшись вперед, он достал мегафон и проречал в него. «Гаудзюань, ты зашел слишком далеко! Я пришел преподать тебе урок!» Его голос нес в себе безграничную силу кровавого ци, громоподобный крик из нового мегафона стал чем-то сродни воззванию небес, которая прокатилась по всему пику ректора. К тому же в направлении, куда указывал мегафон, ударил настоящий ураган, вырвав с корнем множество растений и разметав их во все стороны. Стены здания задрожали от вибрации, главные врата тут же распахнулись, явив Гаудзюаня. Неожиданный звук вырвал его из медитации. «Тэх!» вырвалось у него. Не успел он закончить фразу, как Ван Бо-лэ молниеносно влетел в здание и ударил в обидчика кулаком. Все это произошло в считанные мгновения, Гаудзюань просто не успел среагировать, да и сама мысль о том, что Ван Бо-лэ посмеет на него напасть, казалась дикой. Когда ему в уши ударил рев Ван Бо-лэ, кулак достиг цели, после которой его впечатало в землю. «На колени и зови меня попочкой!» — проревел Ван Бууле. Вместе первоначального приземления Гао Цюани на полу главного зала пол проломился. А потом он отлетел ещё дальше. Весь главный зал задрожал. Ван Бууле со свирепом блеском в глазах бросился вперёд. Грохот переполошил весь пик реактора. Старый доктор поменялся в лице и выбежал на улицу. Другие преподаватели на пике удивились, услышав шум, а потом поспешили на звук. Лица студентов, кто случайно оказался на пике ректора, поражённо закрутили головой. Все они побежали в направлении здания, занимаемого проректором. Там они услышали разгневанный крик. «Ван Бууле! Смертищешь!» Вслед за криком появилась свирепая аура, которая высушила окружающую растительность. Из образовавшейся в полу ямы, наконец, выбрался Гао Цюань. Его волосы растрепались, наряд в нескольких местах порвался, глаза проректора полыхали яростью, способной сжечь небо и землю. Его, проректора, атаковал студент. Это стало серьёзным ударом по его репутации. Захлестнувший его ярость и стыд было сложно описать словами. Проректор кинулся на Ван Бууле, сгорая от желания свернуть ему шею. «Ван Бууле!» Прошепелан. Гао Цюань дал волю ауре истинного дыхания, скрытой в теле. Эта аура не смогла вызвать трансформации неба и земли, но её хватило, чтобы все растения в округе пожухли. Аура истинного дыхания с невероятной силой давила на практиков древних боевых искусств. Словно бог в глазах простых людей он излучал крайне пугающую ауру. Подпитываемая яростью давление истинного дыхания ударила прямо в Ван Бууле. «На колени!» Ван Бууле, почувствовав давление, сравнимое с весом целой горы и невидимую силу, которая давила ему на плечи, поменялся в лице. Такой гнёт сковывал его движение. Именно так. Стадия истинного дыхания подавляла стадию древних боевых искусств. Так практик подавлял простого смертного. Древние боевые искусства означали смертность, тогда как на стадии истинного дыхания мог находиться только практик. Разница казалась несущественной, но они отличались на фундаментальном уровне. Истинное дыхание превосходило древние боевые искусства в особенности благодаря давлению ауры. Из-за неё бойцы на этой стадии не могли сражаться с практиком. Под гнётом истинного дыхания спина Ван Буула согнулась, а голова низко опустилась. Квости жутко хрустели. Очевидно, что Гао Цуан не преследовал цели заставить Ван Буула встать на колени. Он хотел сдавить его настолько сильно, чтобы все кости разбились. Как только Ван Буула окружило давление, на место событий прибыли ректор, преподаватели и оказавшиеся неподалёку студенты. От увиденного они поменялись в лице. «Гао Цуан, остановись!» Продевел ректор. Только он хотел вмешаться, как Ван Буула, несмотря на давление, внезапно поднял голову. Свирепый блеск его глаз не предвещал ничего хорошего. «Думаешь, тебе удастся сломить меня?» Проречал Ван Буула и вспыхнул кровавым Ц. «Послушался рокот. Жутковатый кровавый Ц невероятной плотности породил у Ван Буула за спиной иллюзорное море крови. В этом кровавом море имелась загадочная субстанция, получившаяся в результате поглощения чёрных молний. Даже ректор не мог её увидеть. Хоть олое море, созданное ужасающим кровавым Ц и было иллюзорным, его появление изумило всех присутствующих. Куда больше удивляло то, как кровавый Ц вступил в противоборство с мощью истинного дыхания Гао Цуаня. В ходе этого противостояния Ван Буула затрясло, однако ему удалось распрямить спину и сделать один шаг вперёд. «Мне плевать, что ты на стадии истинного дыхания!» Все присутствующие застыли, словно громом поражённые. Глава девяностая. Экстремальные кровавые Ц. «Чёрт! Мне что, всё это мерещится?» «Как такое возможно? Кто-то на стадии древних боевых искусств противостоит давлению истинного дыхания?» «Кровавый Ц и Ван Буула? Какой-то противоестественный?» «В матче с Джао Ямен ничего подобного не было!» Преподаватели застыли от удивления, а студенты разинли рты, не в силах поверить своим глазам. Разница между древними боевыми искусствами и истинным дыханием была такой же, как между ребёнком и сильным мужчиной. Не существовало способа одолеть эту силу, но прямо у них на глазах Ван Буула выпрямил спину, поднял голову и одарил Гао Циоаня мрачным взглядом. Это показывало, что подавляющая сила больше на него не действовала. Даже ректор слегка опешил. Он во все глаза смотрел на Ван Буула, не в силах скрыть своё изумление. По легенде, если кто-то доведёт культивацию и кровавоваться до предела, то возможно короткое время сопротивляться подавляющей силе эксперта истинного дыхания. Тем не менее, для этого надо родиться в семье с особой линией крови, которую непросто найти даже с нынешним уровнем прогресса. Может ли такое быть, что в жилах Ван Буула течёт уникальная кровь? Ректор решил не вмешиваться в схватку между Гао Циоанем и Ван Буула. Ему хотелось увидеть по делу возможностей Ван Буула. Подозрения о наличии у студента редкого сокровища или не очень чистые помыслы относительно его линии крови были вполне простительны. Похожие мысли могли появиться в голове любого облачённого властью человека в четырёх ДАО Академиях. Однако в первую очередь эти учебные заведения Федерации служили местом для взращивания таких редких талантов. Их главная цель – привязать этих студентов к своим учебным заведениям – это не стоило какой-то сиюминутной выгоды. Если бы ДАО Академиями двигала простая жажда наживы, то они бы никогда не поднялись до своего нынешнего положения и не стали бы башнями из слоновой кости, куда мечтали попасть многие Федерации. Поэтому, будучи простым ректором Нижней Академии, он, как и старшее руководство Академии, не забывал об их основной задаче. Всё-таки с начала эры Духовного Истока многим посчастливилось столкнуться с чем-то, навсегда изменившим их жизнь. Старому доктору тоже повезло пережить нечто подобное. У кого в нашем мире нет секретов? Достаточно того, что он чувствует себя частью ДАО Академии. Ректор с нетерпением ожидал следующего хода в Анбуле, что до Гао Ционе он был удивлён больше всех зрителей. «Невозможно!» – задыхаясь, воскликнул он. Невероятный кровавый Ци Ван Буоле дал отпор давлению истинного дыхания, такого он ещё никогда не видел. «Нет ничего невозможного!» Ван Буоле поднял руку, блеск его глаз стал ещё ярче. У него в душе к восторгу прибавилась растущая уверенность в собственные силы, подозрения, возможно, и лжелопули оказались беспочвенными, золотое тело действительно могло противостоять эксперту истинного дыхания. Ван Буоле низко прорычал и самоуверенно бросился в атаку на Гао Ционе. Двигался он с предельной скоростью, отчего молниеносно пересёк разделяющие их расстояния. «Даже если ты можешь сопротивляться давлению стадии истинного дыхания, твоя культивация всё равно слишком низкая!» Глаза Гао Ционе покраснели, с таким количеством свидетелей он буквально сгорал от стыда. Вызов, брошенный простым студентом, взбесил и уязвил его. В глазах проректора появилась жажда убийства. Как только Ван Буоле оказался рядом, в его руке появились три бумажных талисмана. Внешне они не выглядели как материальные объекты, поскольку были полупрозрачными. Их покрывали начертания и окутывал загадочный свет. Стоило им появиться, как духовная энергия в округе стала циркулировать вместе с талисманами. С блеском в глазах Гао Ционе выбросил три талисмана вперёд и прошептал. «Огненный шар!» В следующий миг бумажные талисманы уже полетели сами и вспыхнули пламенем, при этом они поглощили духовную энергию из воздуха, отчего тут же превратились в огненные шары размером с кулак. Это было непростое пламя. Судя по голубоватому цвету, температуры огня было достаточно, чтобы сжечь не только плоть, но и расплавить металл. Нетрудно представить, как быстро человеческое тело сгорит при контакте с одним из таких шаров. Температура воздуха резко возросла, а в лицо зрителей ударила волна жара. Три огненных шара приближались к ошалевшему Ван Боуле. Он смотрел записи боёв экспертов истинного дыхания, но впервые в жизни воочию видел магию практиков. Толпившиеся неподалёку студенты разразились криками при виде огненных шаров. «Заклинание истинного дыхания!» Это была настоящая магия начальной ступени истинного дыхания. Помимо физической трансформации и подавляющей силы истинного дыхания, практики на этой стадии отличались от людей на стадии древних боевых искусств способностью использовать магию. Древние боевые искусства использовали кровавые ци для создания иллюзий, однако разрушительность такой техники была не очень высокой, поэтому приходилось в большинстве своём полагаться на физические данные. А вот на стадии истинного дыхания заклинания были во много раз сильнее техник физического тела, именно это и было фундаментальным различием между смертными практиками. Три огненных шара приближались с огромной скоростью, сжигая воздух на своём пути. Их траектория загнала Ван Буэлэ в угол, лишив возможности спрятаться. Жар волнами накатывал на него со всех сторон. Ректор подавил в себе желание вмешаться, Ван Буэлэ был не из тех, кто поступал необдуманно. Раз ему хватило храбрости завязать драку, значит, у него имелся какой-то план. Глядя на приближающиеся шары пламени, Ван Буэлэ глубоко вздохнул и поднял руку. Из бездонного браслета со вспышкой навстречу огню вылетело несколько летающих мечей, вслед за ними он извлёк десятки крохотных печатей. Как только они окружили его, нефритовый кулон вспыхнул пурпурным светом. Вокруг него начал виться появившееся из свечения дракончик. Летающие мечи могли выдержать практически любой вид механического воздействия, но под жаром огненных шаров они начали плавиться. Во время их переплавки Ван Буэлэ использовал обычные металлы. Этого было достаточно для противников уровня древних боевых искусств, но против кого-то на стадии истинного дыхания они оказались практически бесполезны. Мечи были сделаны из обычных материалов, однако в основу заготовки лёг радужный духовный камень, достаточно редкая штука. В результате взрыва расплавленных мечей духовные заготовки получили дополнительный импульс и чуть быстрее полетели к огненным шарам. Ван Буэлэ прыгнул навстречу шарам пламени и сдетонировал окружающие его крохотные печати. Родившаяся во взрыве энергия на мгновение остановила огненные шары, а потом изменила их направление. Теперь между ними образовалось достаточно пространства, куда мог проскочить человек. Со скоростью вылетающей из кремня искры Ван Буэлэ выпустил летающие мечи, а потом кинулся к Гао Цюаню. Взрывы мечей и крохотных печати не только замедлили огненные шары, но и позволили ему успешно миновать их. Пурпурный дракон тоже обеспечивал защиту. К сожалению, хватило одного соприкосновения с пламенем, чтобы маленький страж рассыпался на части. Ван Буэлэ удалось пройти мимо огненных шаров, молниеносным рывком он оказался рядом с Гао Цюанем. Проректор не ожидал, что студент сможет целым и невредимым быстро до него добраться. Не успев среагировать, он был вынужден отступить на шаг. Его защитное духовное сокровище стало небольшим барьером, в который тут же пришелся удар Ван Буэлэ. Удар кулака нес в себе такую силу, что барьер завибрировал и ударил в грудь Гао Цюаня. Этот удар перетряс все его внутренние органы. Заметив, как противник отшатнулся, Ван Буэлэ не стал ослаблять натиск и опять кинулся вперед. Зрители наблюдали за схваткой, затаив дыхание. Глаза ректора заблестели, Гао Цюан недоверчиво покосился на Ван Буэлэ. Ему еще не доводилось сталкиваться с настолько сильным бойцом на стадии древних боевых искусств. Когда он опять оказался в непосредственной близости от него, глаза Гао Цюаня сверкнули. Он физически слишком силен. Нельзя подпускать его близко. Надо набрать дистанцию. По щелчку вокруг него появились еще четыре бумажных талисмана. Они тоже загорелись, но не стали превращаться в огненные шары. Вместо этого они приняли форму клинков ветра и ударили в Ван Буэлэ даже быстрее, чем это бы сделали огненные шары. Скорость этих клинков пробила звуковой барьер. В это же время Гао Цюань быстро отступил и очередным щелчком пальцев извлек из бездонной сумки три очень острых летающих меча и отправил их в Ван Буэлэ. Глава девяносто первая Избиение Гао Цюань Сначала воздушные клинки, потом летающие мечи. Атака Гао Цюань продемонстрировала истинную силу стадии истинного дыхания. К тому же это произошло после того, как Ван Буэлэ сбросил с себя давление истинного дыхания. В противном случае ни один боец стадии древних боевых искусств не смог бы противостоять противнику на стадии истинного дыхания. Такой была и йодавящая природа. Глаза в Ван Буэлэ загорелись, он был готов к чему-то подобному, поэтому не стал сбавлять скорость. С появлением клинков ветра и летающих мечей он вскинул руку, на которой блеснула пурпурная перчатка. От нее исходило странное свечение, к тому же в ней подобно взведенной пружине скрывалась духовная сила. Это явно был необычный предмет. Ее Ван Буэлэ снял с руки убитого им старика в Туманолесье. Впоследствии он модифицировал перчатку, в итоге сокровище стало еще сильнее. Перчатка не только могла создавать бурю, теперь она могла усиливать владельца. В его арсенале не было предмета с атакующей силой выше, чем у этой перчатки. Как только Ван Буэлэ натянул перчатку и жал пальцы, в нее хлынуло весь кровавый ци из тела, словно открылся какой-то шлюз в плотине. Поднявшийся кровавый ураган быстро разошелся во все стороны. При его встрече с клинками ветра Ван Буэлэ сделал широкий шаг вперед, поднял руку и вертикально рубанул ладонью в воздух. А в этот раз со свистом появилось около десяти летающих мечей. Вместо того, чтобы атаковать Гао Циуани, они закружились вокруг Ван Буэлэ, защищая его. Став чем-то вроде ощеревшегося острыми лезвиями шара, он налетел на клинок ветра. Раздался треск и грохот, один за другим разбивались летающие мечи, а потом и пал ураган Ван Буэлэ. Тем не менее, ему удалось пройти через клинок ветра. К моменту, когда он вновь стал видим зрителем, Гао Циуань послал в него три летающих меча, Ван Буэлэ с рявом достал еще один термический артефакт – шарики для создания барьера золотого колокола. Вместо того, чтобы защитить владельца, шарики накрыли несколькими слоями барьера золотого колокола летающие мечи. Поднявшийся звук взметнулся до самых небес, три летающих меча разбились вместе с половиной барьера золотого колокола. В этот момент Ван Буэлэ последним рывком наконец добрался до Гао Циуани. Гао Циуань, готовься вкусить горечь поражения! Проректор поменялся в лице и попытался отступить, но с удивлением обнаружил, что уступал в скорости Ван Буэлэ. В ходе погони глаза Ван Буэлэ горели решимостью. «Ван Буэлэ! Тебя совсем жить надоело?» Воскликнул Проректор, когда Ван Буэлэ ударил в него кулаком. Глаза Гао Циуани свирепа блеснули, во время отступления он прикрывался небольшим барьером. Вскинув обе руки, он приготовился использовать свою силу. Если маленький барьер защитит его от атаки Ван Буэлэ, то у него появится временно еще одно заклинание. Но тут Ван Буэлэ схватил барьер левой рукой. В эту же секунду, начиная с пальцев, по всему его телу прокатился шок. Ван Буэлэ задрожал, в уголках губ показалась кровь, сопротивление маленького барьера чуть не раздробило ему кости в левой руке. Терпя боль, он другой рукой молниеносно схватил Гао Циуани за палец, с которого уже было готово сорваться новое заклинание. При виде запаниковавшего проректора, Ван Буэлэ их едно усмехнулся. «Я давно хотел сломать тебе палец!» С этими словами он резко рванул вниз, Гао Циуань побледнел. Его палец пронзила острая боль, какую он еще никогда не чувствовал. Однако он был экспертом истинного дыхания, несмотря на жуткую боль и не такое крепкое тело, как у Ван Буэлэ, он в прошлом имел культивацию крепления пульса. Проигнорировав боль, он ударил Ван Буэлэ свободной рукой. К несчастью, он среагировал слишком медленно. Ван Буэлэ с усмешкой замахнулся и ударил ногой в пах Гао Циуаня. «Хочешь исключить меня?» В этот удар Ван Буэлэ вложил всю свою силу. После удара Гао Циуань больше не мог терпеть боль и закричал. От чудовищной рези в паху, затопившей болью тело подобно цунами, его лицо позеленело. Ван Буэлэ вновь оказался рядом, он почти целый месяц был вынужден сдерживать желание избить Гао Циуаня. Наконец настал момент, когда он смог выплеснуть накопившуюся злость. «Гао Циуань, хочешь заморать мое доброе имя?» Взревел Ван Буэлэ. В грудь проректора пришелся очередной удар кулака. Изо рта Гао Циуань обрызнула кровь, а его самого отбросило назад. Из области паха по всему телу расходились волны боли, он находился на стадии истинного дыхания. Несмотря на жуткую боль, его глаза кровожадно загорелись, на шее, лбу и теле вздулись вены. «Ах ты, ублюдок! Сдохни!» Закричал Гао Циуань. Раскинув руки в стороны, он засиял светом, похожим на цвет неба. Из него к Ван Буэлэ медленно поплала голубая фигура. Это был не дух или душа, а запретная техника стадии истинного дыхания. Она использовала духовные корни, чтобы те ассимилировали врагов и поглотили их. Это обычно означало смерть. К ней прибегали только тогда, когда жизнь практика висела на волоске. Но сегодня Гао Циуань использовал против Ван Буэлэ всё, что у него было. Ван Буэлэ прищурился. Почувствовав опасность, он тоже кровожадно посмотрел на противника. «Это ты смерть ищешь!» Холодно бросил он. Он крепко стиснул перчатку, намереваясь её взорвать. Когда до начала действия запретной техники Гао Циуань и взрыва перчатки оставались считанные мгновения, весь пик ректора внезапно тряхнуло. Подавляющая формация невероятной силы на горе была приведена в действие, создав неописуемую отражающую силу. В этот же миг возник защитный барьер, который разделил сражающихся. Гао Циуань вздрогнул, его запретная техника была прервана. Он отступил и утер капающую сгуб кровь. Перчатка Ван Буэлэ тоже не взорвалась, новая сила оттолкнула его назад. В руке ректор сжимал Пай Цзо. Она ярко засеяла действия в унисон с подавляющей силой горы. Очевидно, ректор без колебаний использовал магическую формацию, чтобы прекратить этот вышедший из-под контроля поединок. К удивлению, Ван Буэлэ после атаки Гао Циуаня примешалось сожаление. Он сделал глубокий вдох и накрыл ладонью кулак перед ректором. «Благодарю, ректор!» Гао Циуань был мрачнее тучи, даже не взглянув на Ван Буэлэ, он в ярости закричал ректору. «Этот юнец своим нападением продемонстрировал крайнюю степень неуважения! Я собирался преподать ему заслуженный урок, так почему вы остановили меня?» Зрители притихли. С одной стороны, они все еще находились под впечатлением после атаки Ван Буэлэ, с другой им показалось, что ректор в этом конфликте занял сторону Ван Буэлэ. «Почему я остановил тебя?» Бесцветно переспросил ректор. «Ты действительно думаешь, что я сделал это ради спасения студента?» Гао Цюань застыл и резко перевел взгляд на Ван Буэлэ, а потом на его перчатку. От внезапного осознания он покрылся холодным потом и тяжело сдышал. В глазах проректора промелькнул страх. Старый доктор усмехнулся и повернулся к Ван Буэлэ. Его взгляд тоже на мгновение задержался на перчатке. Ван Буэлэ моргнул. Похоже, ректору удалось раскусить часть его плана. На самом деле, во время модификации перчатки он сделал в ней полость, заполненный большим количеством яда краснокосной белолицей змеи. Такое количество яда после взрыва перчатки превратило бы Гао Цюань в груду алых костей ещё до того, как он успел бы закончить заклинание. Это был козырь Ван Буэлэ. Если бы Ван Буэлэ не остановил ректор, то он объяснил бы ситуацию тем, что проректор первым использовал против него летальную технику, и он убил его в рамках самообороны. Хоть ректор раскусил его план, Ван Буэлэ не чувствовал себя виноватым. Следуя совету из автобиографии высокопоставленных чиновников, где говорилось, что в определённых ситуациях надо позволить лидерам чувствовать собственную значимость, он послушно снял перчатку и убрал её в бездонный браслет. Поклонившись, он с раскаянием опустил голову. «Ректор, я виноват в том, что удалил проектора, я позволил эмоциям взять над собой верх». Раскаяние Ван Буэлэ немного смягчило гнев старого доктора, и всё же он не мог просто закрыть на всё глаза. Ему требовалось отчитать нерадиового студента, внезапно Ван Буэлэ достал небольшую записную книжку, словно предугадав намерение ректора. Казалось, он был готов почтительно кивать и записывать всё, что скажет ректор. Люди вокруг поражённо на него уставились, даже Гао Цюань надолго забыл о гневе и страхе, слишком велико было его удивление. Ректор не знал то ли плакать, то ли смеяться. Ему сразу вспомнился их разговор на летающем корабле, когда Ван Буэлэ ещё не поступил в академию. Это остудило его гнев. — Ладно, я знаю, с тобой обошлись несправедливо. — Строго сказал он. — Чтобы такого больше не было! Глава девяносто вторая Деревня истинного дыхания Ректор мастерски разрядил напряжённую атмосферу. Учителям и студентам даже в голову не пришлось задавать вопросы, услышанное их полностью убедило. С тех пор, как год назад Ван Буэлэ попал в ДАО Академию Эфира, он раз за разом проделывал нечто за гранью возможного. Будь то мир иллюзий на экзамене, титул главного префекта трёх кафедр, реорганизация дисциплинарного комитета факультета, все эти деяния прославили Ван Буэлэ на всю Академию. Не говоря уже об исключении Лин Тяньхау и остальных, создании армии автоматонов для победы над факультетом просветления ДАО и самой запоминающейся схватки недавнего турнира с Джао Йемен. Всё это сделал один студент. Эта драка, где он на стадии древних боевых искусств побил проректора с культивацией истинного дыхания, поразила их до глубины души. Теперь они ещё больше зауважали Ван Буэлэ. Конечно, Ван Буэлэ воспользовался несколькими трюками, выученными на факультете хромического оружия. Хотя он был главным префектом этого факультета, поэтому это можно было считать приёмами в его арсенале. Если бы он не использовал полученные знания, то можно сказать, что он впустую потратил последний год. Схватку остановили до того, как стал понятен победитель, храбрость Ван Буэлэ произвела глубокое впечатление на присутствующих. «Не распространяйтесь о сегодняшнем инциденте. Если кто-то нарушит мой запрет, он будет исключен», сказал ректор при тихшей толпе. Ещё до начала схватки старый доктор отрезал эту область от духовного интернета, чтобы в сеть ничего не просочилось. Можно сказать, что информация о драке Ван Буэлэ про ректора не вышла за пределы пика ректора. После требования охранить молчание все кивнули, прекрасно понимая, что старику лучше не перечить. Даже если кто-то и узнает о суматохе на пике ректора, им не удастся восстановить полную картину событий. Даже Гао Цюан не собирался нарушать приказ ректора. В основном это было сделано для защиты Ван Буэлэ, но и про ректор не хотел, чтобы об инциденте стало известно учащимся. Так ректор замял ситуацию, которая вызвала бы серьёзный скандал в трёх других дао-академиях, если бы они узнали об этом. Характерным жестом приказа всем расходиться, ректор сурово смирил взглядом Ван Буэлэ. «Ты идёшь со мной!» Старый доктор сложил руки в замок за спиной и двинулся к своей резиденции. Ван Буэлэ потёр переносицу, с тихим мда он понурил голову и послушно поплёлся за ректором. Если бы у старика был портфель, то он бы тут же вызвался помочь его понести. Рёзкое изменение в поведении Ван Буэлэ удивило многих людей. Гао Цюань заскрежетал зубами, про себя проклиная толстого подхалима. Правда, сейчас у него были проблемы посерьёзней. Никто не мог предугадать, что Ван Буэлэ посмеет напасть на проректора. Ещё больше причин ускорить мой перевод. Ван Буэлэ, проклятие! Зная о его скверном характере и о том, что он посмеет напасть на меня, я бы никогда не стал с ним связываться. Пока Гао Цюань утяготили заботы, атмосфера на пике ректора постепенно успокаивалась. В резиденции ректора старый ректор повернулся и посмотрел на Ван Буэлэ. Под тяжёлым взглядом старика успокоить Ван Буэлэ дало трещину. Его сердце забилось быстрее. «Ректор, я понимаю, что виноват!» Склонив голову, признался он. «Ван Буэлэ, я знаю, что у тебя есть секреты. Тебе явно подвернулась удача, иначе бы на стадии древних боевых искусств ты никогда бы не смог победить эксперта истинного дыхания». Услышав эти слова, Ван Буэлэ никак не подал виду, но его нежнее веко дёрнулось. Только он хотел что-то сказать, как ректор остановил его, подняв руку. «Расскажешь придуманную тобой историю как-нибудь в другой раз. Что твоё, то твоё. Мне не дал академии неинтересно, что подарила тебе фортуна. Этот фундаментальный принцип и отличает четыре дал академии от других организаций. У меня к тебе всего одна просьба». Глаза ректора блеснули. «Во-первых, во время испытания в мистическом мире собери духовные корни вплоть до семи цуней, а потом сразись за духовный корень восемь цуней, а потом используй духовный корень восьми цуней, чтобы войти на стадию истинного дыхания и перейти в верхнюю академию». Эти слова ректор сказал суровым тоном, но в его глазах читалось предвкушение. Сердце Ван Боуле пропустило удар, он был ещё молод, но из автобиографии высокопоставленных чиновников знал, что несравненный талант мог вызвать зависть, поэтому не стал использовать в бою поглощающие семечко. До того, как вломиться в резиденцию про ректора, он уже придумал историю, которая бы объяснила его поведение. Кто мог знать, что ректор так быстро от всего этого отмахнётся? Ван Боуле чувствовал искренность в словах ректора, к тому же его реакция была именно такой, какую он ожидал от Доу Академии. Тронутый таким отношением, он также понимал, чего от него ожидал ректор. «Я постараюсь». Сделав глубокий вдох, пообещал он. Ректору хватило обещания Ван Боуле. Он сел в позу лотоса и ещё раз внимательно посмотрел на Ван Боуле. «Скажи, ты изучил нефритовую табличку, что я тебе дал? Что такое духовный корень?» Ван Боуле не нужно было время на размышления. Ректор, духовные корни – это истинное дыхание. Когда истинное дыхание остаётся в теле, оно превращается в духовные корни, похожие на меридианы, которые становятся с телом единым целым. На стадии истинного дыхания главным разграничением является длина духовных корней. Будь то культивация или использование заклинания на стадии истинного дыхания, это даёт невероятное превосходство. По последним данным пределам человеческих возможностей считаются духовные корни длиной 8 цуней. Ван Боуле дал ответ быстро и чётко. Ректор кивнул, Ван Боуле честно изучил присланный им материал. После небольшой паузы он сказал, «Боуле, тебе следует знать о происхождении истинного дыхания. Оно пришло из древнего меча и содержалось в осыпавшихся из космоса фрагментах. Наше учебное заведение стало одной из четырёх великих Дао Академии благодаря величайшей жертве, сделанной 38 лет назад. Жертве в обмен осколок». В этих осколках хранятся техники культивации и прочие сведения, всё это стало фундаментом Дао Академии Эфира. В то же время содержащееся в них истинное дыхание, один из главных компонентов мистического мира, принадлежащего нашей Дао Академии Эфира. Но наш мистический мир предназначен только для обычных студентов. Всё из-за того, что осколки слишком маленькие, дыхание Большей Шести Цуни встречается там крайне редко. Ректор внимательно посмотрел на Ван Бауэлэ и спросил. «Бауэлэ, ты знаешь, где находится самый большой из осколков?» Ван Бауэлэ сразу понял, ректор собирался открыть ему тайну, поэтому он всем своим видом пытался показать, что готов внимательно слушать. «Самый большой осколок зовётся «Деревней истинного дыхания». Находится он на юго-востоке Федерации в бескрайней пустыне. Несмотря на название, она размером с половину города Эфира». После тех слов глаза ректора загорелись загадочным светом. «Такая большая!» От удивлению Ван Бауэлэ расширились глаза. Вначале за этот фрагмент шли ожесточённые бои между различными фракциями и сектами. Тогда на это место положили глаз корпорация Трелонье с её серьёзными ресурсами, две секты, пренебесное вознесение и закат галактики, клан Пять Поколений Неба с Тысячелетней Историей, а также Сенаторой Федерации. Все они сражались за это место с четырьмя ДАО-Академиями. В конечном итоге мы одержали победу. Фрагмент был очень большим, к тому же там имелось загадочное магнитное поле, поэтому мы не смогли переместить его. С тех пор четыре ДАО-Академии контролируют этот фрагмент. Никто не может забрать его у нас. Вскоре вы все отправитесь в деревню истинного дыхания. В голосе ректора слышались нотки гордости. Ван Бауэлэ был впечатлён. Об этом не упоминалось в сведениях, которые предоставил ему ректор, всё это он слышал впервые. Он знал о могуществе ДАО-Академии, но только сейчас понял, насколько они были сильны. Деревня скрывает много духовных корней истинного дыхания, однако из-за очень странного магнитного поля не могут рассеяться. В то же время проникнуть туда очень трудно. Из-за этого мы пользуемся естественной слабостью в поле, которая возникает раз в несколько лет. Ректор решил дать время Ван Бауэлэ обдумать услышанное, спустя какое-то время он продолжил. Только тогда туда могут войти люди. Даже в ослабленный период изгоняющая сила очень сильно действует на людей, кто уже обрёл истинное дыхание. Поэтому эксперты этой стадии не могут туда войти. Если ты обретёшь внутри истинное дыхание, то будешь насильно выброшен оттуда. В зависимости от духовного корня, в лучшем случае человек может подержаться там пять минут. Вот почему всё внутри осталось нетронутым сражением, произошедшим много лет назад. Ведь оно шло снаружи. Каждое открытие мистического мира используется четырьмя дау-академиями для поисков. Студентов отправляют не только искать истинное дыхание, но и поручают собирать техники культивации, хромические сокровища, материалы и сведения для своих дау-академий. Ректор испытывающе посмотрел на Ван Буэлэ. После того, как обретёшь духовный корень восемь цуней, внутри ты сможешь остаться не дольше пяти минут. Тебе надо приложить все силы для помощи дау-академии в поиске ценных предметов. Ван Буэлэ втянул в легкий воздух, сказанное его не удивило. Всё-таки он понимал, что дау-академии при открытии такого загадочного места преследовали множество задач, поэтому он кивнул, кое-чего он не понял, поэтому спросил. Ректор, истинное дыхание человека — это его духовный корень. Истинное дыхание появилось из фрагментов огромного меча, но как именно оно появилось и почему позволяет людям становиться практиками? После этого вопроса ректор надолго замолчал. Ван Буэлэ терпеливо ожидал, пока старик заговорит. Какое-то время спустя ректор поднял голову и посмотрел на солнечный меч, словно мог видеть сквозь крышу резиденции. Ты не первый, кто задался этим вопросом, хрипло сказал он. В молодости я тоже ломал над этим голову. Каждого практика в разные моменты жизни посещали подобные мысли. Несколько лет назад бывший президент федерации и единственный главный старейшина Дао Академии Эфира выдвинул теорию. Эта идея пришла ему в голову, пока он постигал Дао галядину солнечный меч. Верна она или нет, никто не знает. Я попробую ее объяснить, а выводы уже делай сам. Ван Буэлэ на вострелуши после небольшой паузы ректор начал рассказ. Глава 93 Вылазка в мистический мир Тысячу лет назад многие ученые пытались разными способами выяснить, есть ли жизнь на других планетах нашей галактики. Есть ли другие цивилизации или формы жизни во Вселенной. Тысяча лет изменений постепенно приближало человечество к истине. Более 30 лет назад меч из позеленевшей бронзы стал еще одним веским доказательством того, что в космосе существуют другие цивилизации. Из одного из населенных имя миров и прибыл этот бронзовый меч. Как и в случае нашего мира, там есть жизнь, но между нами существует одно серьезное различие. Они заводь себя практиками. Последнюю фразу ректор произнес с восхищением, что до Ван Буэлэ внутри него разразилась настоящая буря эмоций. У Пятиполой горы в Туманолисте ему были показаны странные образы. Он знал, что ректор говорил правду. В этом мире сокровища могут скрываться где угодно. Существуют места с духовной энергией такой плотности, что тебе и не снилось. Вне зависимости от метода появилась возможность создавать в человеческом теле духовные корни, а следовательно начать культивацию. Сложно точно сказать. Быть может, их сокровища оскудели или духовная энергия истончилась. Может, все произошло по какой-то другой причине, но в итоге началась война. Вероятно, она была настолько разрушительной, что этот огромный меч за счет последних сил был отправлен в полет. Последняя надежда их мира. Вполне возможно, что они планировали найти новый дом, восстановить численность и вернуть себе утраченную славу. Вот почему существует теория о том, что этот огромный меч выступал одним из хранилищ истинного дыхания секты, которой он раньше принадлежал. Все члены той секты должно быть поместили свои духовные корни в меч, дабы те стали семенами их силы, которые взрастят будущих тяжелым вдохом ректор покачал головой. Очень жаль, что во время путешествия меч натолкнулся на нечто, из-за чего он потрескался и в итоге угодил в звезду нашей солнечной системы. В результате столкновения рукояти часть меча разбилась, целостность хранилища истинного дыхания была нарушена, а его содержимое растворилось в осколках, разлетевшихся по всему звездному небу. Рассказанное произвело на Ван Буэлэ неизгладимое впечатление. Он вспомнил об увиденном в Томанолесье в пещере Пятипалой горы, величайшей красавице своего поколения и множестве сцен гибнущего мира. Хорошо запомнив слова ректора, Ван Буэлэ внезапно кое-что понял. Нечто очень важное. В таком случае, разве количество людей, способных стать практиками, не ограничено? Ван Буэлэ сразу же увидел очевидную проблему, такая проницательность очень впечатлила ректора. «Верно», с довольной ноткой в голосе согласился он. «Прибытие бронзового меча стало счастливой случайностью для нашего мира. Какой прогресс мы совершим в культивации, будет зависеть только от нас. Люди моего поколения недостойны жить во времена таких революционных трансформаций мира». Вопрос Ван Буэлэ растревожил какие-то дремлющие до этого эмоции в ректоре. Старик со смехом поднялся и пальцем указал на скрытой пеленой тумана остров Верхней Академии. Ван Буэлэ знаешь, что из себя представляет остров Верхней Академии? Туда могут попасть только эксперты истинного дыхания. Это истинное сердце дау Академии. Из огромного меча мы узнали, что по системе их сект наша Нижняя Академия это всего лишь внешняя секта. Все вы ученики внешней секты. Только те, кто смог попасть в Верхнюю Академию могут считаться частью внутренней секты. Внешняя секта? Внутренняя секта? Этот разговор с ректором стал для Ван Буэлэ настоящей чередой откровений. Он многое понял. Только кто-то с Верхней Академии может занять государственный пост федерации. В эре духовного истока культивации положение федерации взаимосвязаны. Слабые не имеют права вести нас в будущее этой эпохи. Ректор рассмеялся. Его глаза горели надеждой. Поэтому ты обязан стать экспертом истинного дыхания и попасть на остров Верхней Академии. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и кивнул. Теперь он больше знал о деревне истинного дыхания и острове Верхней Академии. Ректор дополнил свою историю рассказом о ситуации в деревне и дал Ван Буэлэ нефритовую табличку с информацией, которая могла там пригодиться. После этого Ван Буэлэ покинул резиденцию ректора и вернулся на пикт Никто за пределами круга очевидцев не знал о драке с проректором. Чувствуя приближение дня отправки, Ван Буэлэ поспешил в пещеру духовной печи, чтобы реорганизовать и починить хромические артефакты. В перерывах он изучил информацию о том, как обрести истинное дыхание. Сколько же всего надо запомнить о поглощении духовного корня? У Ван Буэлэ заблестели глаза. Согласно нефритовой табличке, в деревне истинного дыхания имелось большое количество духовных корней истинного дыхания, они не были мертвы, наоборот, в них имелось сознание. Их можно было найти во всех частях деревни истинного дыхания. Духовные корни длиной в одну цунь встречались чаще всего. Чем длиннее они становились, тем сложнее становились их поиски. Помимо корней длиной от 1 до 8 цуней встречались и те, чья длина достигало девяти цуней. К сожалению, человеческое тело не могло выбрать их в себя. У процесса поглощения духовного корня имелось две сложности. Во-первых, каждый духовный корень сам искал предназначенного для него человека, поэтому куда точнее было сказать, что не человек искал духовный корень, а сами корни выбирали себе носителя. Только избранный духовным корнем мог выбрать его в себя, если его пытался поглотить другой человек, то жизнь под угрозу. Духовные корни выбирали людей довольно незамысловатым способом, они принимали облик избранного человека. Таким образом он становился судьбой этого человека. В деревне истинного дыхания было много духовных корней, поэтому на поиски уходило много времени. Вторая проблема крылась в самом поглощении духовного корня. Согласно исследованиям Федерации существовал только один способ сделать это с гарантированным успехом – метод замещения. Сперва требовалось поглотить духовный корень длиной в один цунь и подавить его, чтобы не произошел прорыв культивации. С фундаментом в виде духовного корня длиной в один цунь человеку предстояло найти предназначенный ему судьбой корень уже в два цуня для замещения. Если не найти корень в один цунь, тогда без фундамента замену корня в два цуня нельзя было произвести. Таким способом необходимо было замещать корни вплоть до получения корня в семь цуней. Поиски нахождения корня в восемь цуней зависели целиком и полностью от удачи. Федерация называла корни такой длины универсальными. Для них не требовалась судьба. Если у человека был корень в семь цуней, он мог выбрать в себя корень длиной в восемь. Вот только такие корни были большой табличку, Ван Буле долгое время размышлял. В итоге он решил подготовить кармические артефакты под ситуацию. Так прошло три дня, на рассвете третьего дня началось их путешествие. Будучи одним из тысяч лучших студентов, Ван Буле взошел на специально подготовленный зеленый корабль, который должен был отвезти их в деревню истинного дыхания. Джои Фань, Джоу Ямен, Думинь и остальные уже были на борту. Вместе с ними отправились ректоры и многие преподаватели. Ван Буле сразу почувствовал у некоторых людей на корабле ауру экспертов. Это явно были практики из Верхней Академии, он точно не знал, сколько их находилось на борту, по его прикидкам их было по меньшей мере десять. Еще были кто-то с довещей аурой, похожей на ту, что была у ректора. Дело не только в сопровождении. Вероятно, они будут стоять на страже снаружи деревни истинного дыхания, чтобы не дать чужакам проникнуть внутрь. Ван Буле пришел к этим выводам, основываясь на том, что ему сказал ректор. Корабль особой модели был намного быстрее простых судов. Он мог просто пролетать мимо магнитных гроз и чудовищ в небе. Деревня истинного дыхания находилась далеко, однако дорога туда занимала всего сутки. Покинув территорию Дао Академии Эфира студенты на борту получили сообщение от ректора. Когда они собрались на верхней палубе, старый доктор провел брифинг о мистическом мире, в который им предстояло отправиться и рассказал о том, что от них требовалось. Его рассказ в общих чертах походил на историю, поведанную Ван Буле, правда без особых подробностей. Но этого хватило, чтобы студенты поняли ситуацию, пока большинство из них вздыхали и охали, Ван Буле заметил, что Джо и Файн, Джо и Емэн и старшие студенты не выглядели удивленными. Как и я, они уже обо всем знают, подумал Ван Буле. Окинув взглядом толпу, ректор сказал, теперь все вы получите по нефритовой табличке. Они вам понадобятся по двум причинам. Во-первых, кольца в мистическом мире не работают, никакой связи. Эти нефритовые таблички не могут передавать звук, но могут послать сигнал о помощи вашим товарищам в округе. Будучи частью ДАО Академии Эфира, надеюсь, вы будете помогать друг другу. Во-вторых, в них содержится информация о подающих надежды студентах из трех других ДАО Академий, а также сведения о самих Академиях. В полете можете почитать и подготовиться. Все-таки четыре ДАО Академии в глазах всего мира находятся в союзе, но на самом деле мы постоянно соперничаем друг с другом. И последнее «Не посрамите честь ДАО Академии Эфира». После этих напутственных слов ректор спустился на нижнюю палубу. Учителя раздали нефритовые таблички. Вскоре все студенты, включая Ван Буэлэ, смотрели на нефритовые таблички у себя в руках. Он послал духовную энергию в нефритовую табличку. В следующий миг в мозгу появилось множество образов. В одних описывались три ДАО Академии, в других содержалась информация об их студентах. Вскоре в толпе послышались удивленные возгласы. «ДАО Академия Белого Оленя сильна! Поглядите, у них учится девушка по имени Ли И, как и Джоу Ямен, она родилась с духовным телом. Здесь сказано, что у нее огненное духовное тело. В прошлых схватках она во время атаки сравняла с землей всю арену. Джоу Яфань. Да и он такой же невероятный! Главный префект факультета боевых искусств ДАО Академии Белого Оленя. К тому же во всех пяти матчах он победил своих противников одним пальцем! У ДАО Академии Святоречия тоже много неплохих студентов. Нашел информацию про кого-то с именем Уфань. Сказано, что в изучении алхимии он уже вплотную приблизился к уровню официального мастера-алхимика. Как такое возможно? Сунь Юни с филиала Академии Белого Оленя учится на факультете магических формаций. Он тоже наделал немало шума. В нефритовой табличке его описывают как очень способного студента. Молодые люди на корабле никак не могли успокоиться. В трех других академиях училось слишком много хороших студентов. Да, у Академии Святоречия и филиал Академии Белого Оленя были не так уж плохи, но у самой Академии Белого Оленя было слишком много экспертов. Ван Боуле показалось это нечестным. Ну, а чего еще ожидать? Именно поэтому Дал Академия Белого Оленя считается лучшим учебным заведением Федерации. Пробормотал себе под нос Ван Боуле. Заметив кислое лицо Джо и Фаня, он вспомнил, как кто-то упомянул про человека из Дал Академии Белого Оленя с очень похожим именем Джо и Сяня. Эй, Джо и Фань, этот парень, Джо и Сянь, «Твой брат?» «Подойдя», с любопытством спросил он. «Если вы действительно братья, то ваш отец явно знает, как давать имена». Джо и Фаня выглядел так, будто надкусил незрелую сливу. Фыркнув, он проигнорировал Ван Боуле и с нефритовой табличкой в руках направился на нижнюю палубу. «Чего фыркаешь? Я же просто спросил!» Глядя в спину уходящего Джо и Фаня, Ван Боуле чувствовал, что у того слишком вспыльчивый характер. Он тоже фыркнул и ушел с верхней палубы. Когда начало темнеть, студенты стали расходиться по каютам, ночь прошла без происшествий. На рассвете солнечный меч был ярко-оранжевого цвета, отчего создавалось впечатление, будто облака горели. Корабль начал замедлять ход, люди на его борту увидели впереди пустыню, где находился мистический мир. Глава девяносто четвертая «Зачем задираешь меня?» Заходящее солнце придало пустыне теплый красноватый окрас, студенты видели проглядывающие из песка кости животных. Невыносимая жара словно хотела испарить всю влагу из этого региона. От песка волнами расходилось невероятное давление, отчего воздушный корабль слегка задресло, а его раскалившаяся обшивка, казалось, могла загореться. При такой высокой температуре могло показаться, будто весь мир тонул в пламени. Если покинуть защиту корабля, то жара мог мгновенно выпарить всю влагу из тела и поставить жизнь человека под угрозу. Всё это потрясло студентов на борту корабля. Глаза Джои и Фаня блеснули, а Джои и Мэн сохраняло спокойствие, но её ресницы слегка подрагивали. Другие отреагировали похожим образом. У Ван Боула немного сбилось дыхание, и он неосознанно отошёл на несколько шагов от фальшборта. К счастью для пассажиров, прохладный ветер немного ослаблял жару, горение обшивки корабля тоже прекратилось, после чего на борту нормализовалась температура, наконец все с облегчением выдохнули. Вдалеке они увидели смутные очертания огромного оазиса. Внушительных размеров оазис казалось был отдельным миром, в самом центре находилась гора, которую окружили реки и горы поменьше, оазис как будто заслоняло какое-то марево, странные силы искажавшие всё это место и не пускавшие туда людей на стадии истинного дыхания. Рядом с оазисом располагался небольшой воздушный порт и площадь, там уже стояли на якоре белые, черные и оранжевые летающие корабли. На площади собралось около тысячи людей, в нарядах цветов кораблей в порту. Площадь накрывал сияющий барьер, горячий ветер, гонявший раскалённый песок обтекал узкую дорогу, ведущую к оазису. Похоже, это был единственный безопасный путь. Территория за пределами защитного барьера на площади была небезопасна для людей, при такой и высокой температуре никто не мог долго там выжить. Рядом с площадью стоял каменный монумент высотой в несколько десятков метров с надписью «Деревня Истинного Дыхания». Здесь находился самый крупный осколок на земле, находящийся под контролем четырёх дау-академий «Деревня Истинного Дыхания». Три корабля привезли делегации трёх других академий. Дау-академия эфира находилась от пустыни дальше всех, поэтому прибыла последней. Студенты и преподаватели других академий подняли головы к небу, заслышав звуки идущего на посадку корабля. Судно вошло под защиту барьера и приземлилось в воздушном порту. Под руководством учителей студенты сошли на землю. «Смотрите внимательно! Те, кто в белых халатах, из Дау-академии Белого Оленя! Чёрную форму носят студенты из филиала и оранжевый свет Дау-академии Святоречья!» Ван Боуле шёл вместе с другими студентами с любопытством разглядывая барьер. После объяснения преподавателей он посмотрел на представителей других Дау-академий в попытке найти людей, которые удостоились упоминания в нефритовой табличке. Вскоре он обнаружил Ли из Дау-академии Белого Оленя «Эта девушка обладала огненным духовным телом». Миниатюрная красавица с убранными в хвост волосами носила белоснежный даосский халат. Внем она напоминала настоящую фею, а она даже не посмотрела в сторону людей из Дау-академии эфира, слишком занятая собственным отражением в зеркальце небольшой пудреницы. Нанося пудру, она смотрела на себя в зеркало под разными углами и довольна улыбалась. Многие прибывшие студенты были удивлены. «Как студенты моего поколения могут быть такими нарциссами?» Нахмурившись, подумал Ван Боуле. Автоматически посчитав всех студентов Боуле покачал головой. Правда, он не обратил внимания, как сам машинально посмотрел на себя в карманное зеркальце, а потом вновь брал его в браслет. В толпе студентов трёх Дау-академии также стояли Офани с филиала Академии Белого Оленя и Сони Йонни с Дау-академией Святоречья. Он даже заметил высокого Джоисяня практически точную копию Джои и Фаня. Они действительно родственники. У некоторых нефритовых табличках, выданных Дау-академией не было портретов. Одним из таких был Джоисянь. Увидев его впервые, Ван Боуле удивлённо повернулся к Джои и Фаню, но тот уже растворился в толпе. Вне пределов видимости Ван Боуле он покосился на Джоисяне и так стеснул кулаки, что у него побелели костёшки пальцев. Пока прибывшие оценивали своих конкурентов, студенты других академий тоже их рассматривали. Как и в случае Дау-академии эфира, они тоже получили нефритовые таблички с похожим содержимым. Помимо старших студентов, учащихся трёх Дау-академии интересовали Джои Фань, Чэнь Цзэхэн, Линань и ещё несколько человек. Но больше всего Джао Ямен и Ван Боуле. Их заинтересованность в Джао Ямен легко объяснялась. Холодная и неприступная красавица приковывала к себе взгляды, где бы она не находилась. При виде такой очаровательной девушки у всех парней трёх Маня Мудумень с её длинными ногами, милым личиком и женственными формами. Ван Боуле уже был известен за пределами своего учебного заведения, к тому же с такой комплекцией его было невозможно с кем-то спутать. Заметив на себе пристальные взгляды, Ван Боуле моргнул и со вздохом подумал о старших студентах своей академии. Красивые люди всегда и везде привлекают к себе внимание. Я даже не стараюсь как-то выделиться, но они всё равно на меня смотрят. Хм, может мне лучше встать рядом с Джао Йо Мэн? Тогда другим академиям не придётся волноваться на кого смотреть на меня или на неё. После очередного томного вздоха Ван Боуле старший студент разом странно на него покосился. Покачав головой, он невесело рассмеялся и отвернулся. Пока студенты оценивали своих будущих конкурентов и составляли о них мнение, ректоры, преподаватели и практики четырёх ДАО Академии тоже собрались вместе. Немного поболтав, они посмотрели на часы. Неформальный тон ректоров в четырёх ДАО Академии быстро сменился деловитым. Времени почти не осталось. Нам надо подготовиться, когда поднимется магнитная волна, откроем мистический мир. После небольшой дискуссии ректоры раздали приказы своим людям, прибывшие с ними около сотни практиков рассредоточились по территории. Они расположились в позе Лотоса вокруг площади и принялись ждать. Четыре тысячи студентов притихли. С наступлением ночи искажение пространства вокруг площади перед оазисом усилилось, куда ни посмотри, всюду была странная зыбь. В один момент от земли поднялось свечение, оно усиливалось, пока не превратилось в слепящий свет. Раскинувшись во все стороны, свет залил ночное небо. Издали это напоминало шар огня, поднимающийся к тёмным небесам. Небо окрасилось всеми цветами радуги, словно в каком-то сюрреалистичном сне. Это произошло слишком внезапно, застав многих студентов расплох. Ректоры Академии подняли головы, не прекращая выполнять магические пассы. Глава ДАО Академии Белого Оленя внезапно громко скомандовал. Собрать удоосы! Вперёд! Вслед за ним на площади раздался рёв сотни практиков, они выполнили магические пассы и вспыхнули духовной энергией. Жуткая сила магической формации взмыла вверх, подобно урагану, но потом она покатилась по площади к месту, где находилась граница с морем зелени с оазисом. Где бы ни проходила сила неба и землю сотрясал грохот страшной силы, как только ураган и пламя Зелёного моря встретились, пламя задрожало, словно оказалось под порывами сильного ветра. Пока оно клонилось в одну сторону, в месте, где на него давил ураган, образовалась уязвимая точка. «Чего стоите?» рявкнул ректор до Академии эфира. Его крик ударил в уши студентам, подобно раскату грома. Четыре тысячи человек вышли из оцепенения и с некоторой растерянностью бегом бросились к оазису. «Хуангуй!» Ван Бууле был приятно удивлён. Радость при виде знакомого лица складила только что испытанный шок. Неподалёку он увидел старого знакомого из родного города. Поступив в ДАО Академию Святоречья, он стал главным префектом кафедры травоведения. Хуангуй давно заприметил Ван Бууле. Среди студентов из разных академий до этого висела напряжённая атмосфера, поэтому он постеснялся поприветствовать Ван Буууле. Но тот сам к нему подошёл и окликнул по имени. Он хотел ответить, как вдруг кто-то презрительно бросил. «Ты, Ван Буууле, даже за собой не следишь жердей. Похоже, ты не представляешь из себя ничего особенного». Говорил высокий худощевый молодой человек в чёрном халате филиала Академии Белого Оленя. Эти провокационные слова он произнёс, совершенно не скрывая презрения. Став ни с того ни с сего мишенью чьей-то насмешки, Ван Буууле внимательно посмотрел на говорившего. «Завидуешь привлекательности других? Кто этот безмозглый идиот? Хуан Гуй, ты его знаешь?» Хуан Гуй рядом с Ван Буууле нахмырился. Став свидетелем такого рода вербального нападения, он почувствовал себя не в своей тарелке. Всё-таки тот, кто мог поступить в одну из четырёх ДО Академий, явно не мог быть настолько глупым, чтобы без особой причины или вражды оскорблять других. «Как по мне, тройной главный префект ДО Академии Эфира не стоит любого префекта филиала Академии Белого Оленя!» С неприятной улыбкой заявил высокий студент. «Хватит строить из себя чёрт знает кого! Иначе я преподам тебе урок!» Надменно взмахнув рукой, он собрался уйти, но он совершенно не знал Ван Бууула. Как только наглец отвернулся, Ван Бууула широким шагом сократил дистанцию и быстрее, чем противник успел среагировать, схватил и заломил ему палец. «Назови меня папочкой!» Глава 95 Духовный корень в девять цуней Ван Бууууле атаковал слишком быстро, чтобы кто-то успел среагировать. Даже Хуан Гуи, стоящий рядом, успел только вздрогнуть, а Ван Бууууле уже заломил убитчику палец. По всему телу высокого молодого человека волнами расходилась боль. «Ай, пусти!» Жалко, закричал он. Ему еще никогда не было так больно. Он неосознанно пытался как-то выгнуть руку и тело, чтобы пальцу не было так больно. Ван Бууула хмыкнул. Он не пытался как-то выделиться или досадить другим, но этот парень по какой-то надуманной причине решил его оскорбить. Такое он не мог спустить. «Тебе лучше поторопиться! Остальные уже входят в мистический мир! Назови меня папочкой!» Практически прорычал Ван Бууууле. Молодой человек был белее простыни. Он очень хотел вырваться, но у Ван Бууууле была железная хватка. Заломленный палец при каждом движении отзывался сильной болью, поэтому он быстро перестал трепыхаться. Другие студенты во все глаза уставились на них. Резкое движение Ван Буууле и отчаянно его поливого обидчика привлекли внимание даже студентов неподалеку от входа в мистический мир. В толпе поднялся Гомон. «Кто-то уже дерется?» «Нетерпеливы. Мы еще даже не в мистическом мире!» Возмущенные студенты из филиала Академии Белого Оленя побежали на ворочку своему товарищу. «Остановись!» «Я знаю его!» Ван Бууууле с ДАО Академии Эфира! «Он совсем страх потерял!» Когда подошло подкрепление филиала Академии Белого Оленя, студенты ДАО Академии Эфира, не желая показаться трусами, тоже вышли вперед. У входа в мистический мир внезапно образовался затор. «ДАО Академии Эфира и филиал собираются драться!» «Мне никогда не нравился филиал Академии Белого Оленя!» «Только и умеют, что подлизываться к ректорам и задирать нос перед остальными Академиями!» «Ван Бууууле!» «Я за тебя!» «Ха-ха!» «Еще не успели открыть мистический мир, а ДАО Академии уже цапаются!» «Не думал, что мы начнем прямо снаружи!» «Думаю, в мистическом мире будет еще веселее!» Одни пытались спровоцировать контингент других Академий, а вторые просто кричали. Преподаватели недовольно посмотрели на своих подопечных. Старый доктор издал Академию Эфира и нахмырился и прокричал. «Довольно!» «Смотрю, у вас много свободного времени!» «Немедленно отправляйтесь в мистический мир!» Зрелый мужчина, сидевший рядом, был ректором филиала Академии Белого Оленя. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, а голос обрушился на студентов, как раскат грома. «Если кто-то будет драться, то можете забыть о мистическом мире!» Только после вмешательства двух ректоров смятец у входа в мистический мир наконец улеглась. Ван Буэлэ сурово посмотрел на обидчика и отпустил палец. Лоб студента филиала Академии Белого Оленя покрылся испариной. Все еще бледно он быстро нырнул в толпу, оттуда он с ненавистью поглядывал на Ван Буэлэ, решив отомстить ему при встрече. Его собратья по Академии схватили его и потащили в мистический мир. «Какой раздражающий взгляд! Этот парень хочет со мной поквитаться?» Ван Буэлэ фыркнул и вместе с остальными двинулся к мистическому миру. Когда тысячи студентов вошли в Оазис, люди из четырех Дао Академий, оставшиеся снаружи на публичной площади, начали корректировать духовную энергию. Россия и Фураган, они разошлись кто куда, кто-то отправился на поиски друзей и знакомых, некоторые хотели обсудить последние новости, другие медитировали в позе лотоса. Это место было достаточно открыть на короткое время. По достижении истинного дыхания человека выбрасывало из Оазиса. После возвращения большинства студентов им требовалось открыть мистический мир ещё раз, чтобы могли выйти те, кому не повезло совершить прорыв культивации. Ректоры четырёх Академий сидели рядом, несмотря на дружелюбные улыбки, между ними буквально проскакивали искры соперничества. «Интересно, сколько студентов вернутся с духовным корнем восемь цуней?» «Предлагаю пари, правила вы знаете?» «Согласен. У кого будет больше студентов с духовными корнями восемь цуней, та Дао Академия и победит!» Болтая и смеясь, ректоры сделали свои ставки. В кучу были сложены пилюли, материи, дхармические артефакты. Не было ни одного похожего предмета, но все были крайне высокого качества. Обычно побеждала Дао Академия Белого Оленя. В этот раз старый доктор и ректор Дао Академии святоречья выглядели уверенными в победе, вскоре ставки были сделаны, людям на площади оставалось только ждать. В деревне истинного дыхания тысячи студентов пораженно крутили головой. Местное небо отличалось от того, к чему они привыкли. Оно было совершенно невероятного цвета, к тому же еще ярко сияло, словно его пересекали мириады радуг. Даже земля у них под ногами отличалась от той, что была в мире снаружи. Вместо песка здесь росла трава, вдалеке виднелись горные цепи, леса, реки. Еще дальше, в центре деревни истинного дыхания, проглядывали размытые очертания гигантской горы. Только это была не гора в привычном смысле, а огромный осколок. Деревня истинного дыхания! Я обязан заполучить духовный корень восемь цуней! Я мог попасть в Верхнюю Академию еще два года назад, но мне хотелось дождаться открытия этого места. В этот раз у меня точно будет духовный корень восемь цуней! Все были взбудоражены, студенты понимали, какой редкий шанс им всем выпал. Если они используют его на все сто, то заложат серьезный фундамент своей будущей культивации. Ван Боулэ почувствовал, как у него разгорячилась кровь. Оценив ситуацию, он заметил, что большинство побежали вперед. Некоторые в одиночку, другие сбились в группы по три-пять человек. Он уже хотел сам двинуться в путь, но тут люди вокруг него изумленно закричали. «Гляньте на небо!» «Это же!» Эти крики побудили Ван Боулэ тоже посмотреть на небо. По небу медленно шагала безликая фигура. Даже без лица по комплекции было понятно, что это был мужчина. Сама фигура была иллюзорной и размытой, но внутри нее Ван Боулэ увидел нечто похожее на корень. Очень длинный, примерно в девять цуней. От этой фигуры исходило давление, которое потрясло всех студентов. Мужчина в небе шел крайне неспешно, как король в собственном саду. Если прибавить к этому сильное давление, неудивительно, что он привлек всеобщее внимание. Казалось, будто он надменно взирал на людей внизу. «Девять цуней!» «Это духовный корень в девять цуней!» «Небеса!» «Не успели мы войти, как нам довелось увидеть легендарный духовный корень в девять цуней, единственный на всю деревню истинного дыхания!» «Все духовные корни не имеют лиц, пока не встретят предназначенного судьбой человека!» «Жаль, многие пытались, но никому не удалось вобрать в себя духовный корень в девять цуней!» Молодые люди разочарованно провожали духовный корень взглядом, когда фигура растворилась в облаках и давление исчезло, а они, наконец, отвели глаза. Сердце Ван Буэлэ бешено стучало. Он знал, что человеческое тело могло выбрать только корень длиной восемь цуней, прошествовавший по небу мужчина, им можно было только любоваться, поглотить его никто не мог. После встречи с таким духовным корнем настрой студентов только вырос. Вскоре они разбрелись в разные стороны в поисках духовных корней. Чэнь Зэхэн, Джо Ифань, Джао Ямен и другие ушли. Ван Буэлэ хотел предложить Думинь отправиться на поиски вместе, но та уже ушла. Оставшись в одиночестве, он не стал терять времени даром и тоже отправился искать. Деревня истинного дыхания была огромной. Хоть сюда прибыло сразу четыре тысячи студентов, разделившись, они потеряли остальных из виду. Вскоре подошел к концу первый день. Некоторым счастливчикам повезло найти духовный корень в один цунь, предназначенный им судьбой. Большинство все еще искало свой. Если они находили их духовные корни длиной не в один цунь, то они не могли вобрать его. Корни в один цунь, не предназначенные им судьбой, или те, которые не выбирали их, «Мой духовный корень в один цунь! Где же ты?» Ван Буэлэ забрел в лес деревни истинного дыхания. С пачкой снеков в руке он удуреченно осматривал окрестности. Он невольно начал задаваться вопросом, почему ему так не везло. За целый день он не повстречал ни одного духовного корня. Это тщение он расширил зону поисков с внешней зоны до области ближе к центру деревни, и еще час Ван Буэлэ с кислой миной бродил по лесу. Когда уныние начало перерастать в раздражение, он внезапно остановился и удивленно посмотрел на иллюзорный силуэт без лица, неподвижно паривший под сенью огромного дерева. До его ушей донесся таинственный смех. Глава 96 Преждевременная радость «Даже духовные корни пытаются морочить людям головы!» Ван Буэлэ удивленно взглянул на иллюзорную фигуру, чей смех эхом гулял по густому лесу. Страх в нем сменился настороженностью. Перед прибытием сюда он изучил нефритовую табличку ректора. Там говорилось, что духовные корни истинного дыхания обладали духовным разумом. Он подошел поближе, как вдруг иллюзорная и безликая фигура, почувствовав что-то присутствие, обернулась. Внутри отчетливо виднелся духовный корень в семь цуней. В семь... эх... раздосадованно бросил Ван Буэлэ. Сейчас он искал только духовный корень длиной в один цунь, предназначный ему судьбой. Не думал, что будет так сложно, ах, не думал! Ван Буэлэ поскреп затылок. Когда он уже собрался уйти, безликий духовный корень внезапно засветился. Его лицо затуманилось, а тело начало расширяться. А? Ван Буэлэ недоуменно выгнал бровь. Прямо у него на глазах духовный корень за несколько вдохов превратился в его точную копию. Он в точности повторил форму его тела, лица и даже скопировал наряд. Ван Буэлэ лэрдосно улыбнулся, хоть и знал из нефритовой таблички ректора, что истинное дыхание выбирает себе человека, а потом нападает на него. Успешно рассеяв духовный корень, появилась возможность вобрать его в себя. Однако при встрече с духовным корнем неподходящей длины его было невозможно вобрать в себя даже после рассеивания, так что после этого он вновь принимал изначальную форму и продолжал преследование. В определенном смысле можно считать, что человеку повезло. Если духовный корень увязывался за ним, значит после обретения предшествующего ему корня его можно будет выбрать в себя. Хм, а у тебя глаз наметан, раз ты выбрал меня. Самого красивого парня среди всех участников испытания. Ван Буэлэ самодовольно рассмеялся и попятился, чтобы духовный корень последовал за ним. Стоило Ван Буэлэ сдвинуться с места, как духовный корень заречел и бросился к нему. Шум от их столкновения нарушил тишину леса, духовный корень в Семь Цуни был отброшен на десятки метров, да и ошалевший Ван Буэлэ от удара попятился. Корень в Семь Цуни такой сильный! С нынешней культивацией даже главный префект кафедры боевых искусств мог не выдержать его удара, а этот духовный корень в Семь Цуни устоял, хоть и был отброшен назад. Более того, Ван Буэлэ почувствовал легкое не менее во всем теле. Кто-то другой не сможет выдержать этого, но я смогу! Подумал Ван Буэлэ и со всей возможной скоростью побежал прочь из леса, преследуемый рычащим духовным корнем. Давай, корешок! Я здесь! Не отставай! Ван Буэлэ боялся, что духовный корень отстанет, поэтому криками пытался привлечь его внимание. Так они и бежали, один преследовал другого, изредка они обменивались ударами. С криками Ван Буэлэ и рыком духовного корня в лесу стало непривычно шумно. Ван Буэлэ бежал широкой улыбкой на губах, каждый раз оборачиваясь на своего преследователя, он не мог не отметить, каким же был красавчиком. Красивый духовный корень! Давай же! С радостью в голосе кричал он. Не сдавайся! Ты обязательно меня догонишь! От криков Ван Буэлэ речение духовного корня казалось стало громче, да и его скорость возросла. Я здесь! Давай! В ходе погони Ван Буэлэ пробегал мимо студентов из своей или других до академий. Сначала они услышали его крики, потом с удивлением заметили самого Ван Буэлэ, утирающего от духовного корня в семь цуней. Семь цуней! Этому толстяку повезло встретить духовный корень, предназначенный ему судьбой! Чёрт! Корни такой длины встречаются не так уж и часто. Причём он нашёл не просто какой-то корень в семь цуней, а тот, что предназначался ему судьбой. У него удача самого дьявола! Он подманивает духовный корень криками, хочет, чтобы тот меньше пяти цуней. Корень в семь цуней очень силён и опасен. С огнём играет! Люди бы быстро выбросили из головы погоню духовного корня в семь цуней за Ван Буэлэ, если бы не выражение его лица и радость в голосе, когда он кричал что-то своему преследователю. Многие сами не понимали, почему их охватывало раздражение. Ван Буэлэ встречал всё больше студентов четырёх ДАО Академий, которые изумлённо останавливались и провожали парочку взглядом. Среди них были студенты ДАО Академии Эфира. Когда мимо них пробегал Ван Буэлэ и его точная копия, в их сердцах поднималась волна зависти. «Отройной главный префект ДАО Академии Эфира хорош! Какая нестандартная тактика по завлечению духовного корня!» Ван Буэлэ видел лица других студентов и слышал обрывки их разговоров, отчего даже надулся от самодовольства. Преследовавший его корень в семь цуней давал ему преимущество над остальными. «Было бы здорово встретить корень в шесть цуней!» Несмотря на первый успех, Ван Буэлэ не терял бдительности. В долине впереди он заметил мелькнувший иллюзорный силуэт. С блеском в глазах он направился туда попытать удачу. Там он обнаружил уплывавших вдаль три духовных корня. Почувствовав его присутствие, троеца резко остановилась и синхронно повернулась к нему. При виде Ван Буэлэ они вздрогнули, а потом к его несказанному удивлению стали его тремя точными копиями. Три штуки длиной в пять цуней! Ван Буэлэ завороженно наблюдал, как три силуэта приняли его облик и с воем побежали к нему. Выведенное было сложно поверить. Получается, я не только им понравился, но они еще предназначены мне судьбой, а? Ван Буэлэ с шумом втянул в легкий воздух. Вместе с удивлением у него появилось странное чувство, будто он что-то упускал. К сожалению, духовный корень в семь цуни нагонял, поэтому на размышления времени не оставалось. Вслед за сорвавшимся с места Ван Буэлэ с речением бежали уже четыре духовных корня. Может быть, я просто слишком красив? Выдвинул шаткую теорию Ван Буэлэ. Его не покидало странное предчувствие. В то же время он был как никогда счастлив, к сожалению, его радость не продлилась долго, четыре преследователя стали лишь началом. Все духовные корни, которые он встречал на пути, тоже затуманивались и превращались в него, после чего пускались в погоню. Ван Буэлэ все внутри похолодело. Теперь его преследовало тридцать толстяков с покрасневшими глазами, большинство из которых скрывали в себе корни длиннее трех цуней. Что, черт возьми, происходит? Слыша рев за спиной подумал Ван Буэлэ. Радость полностью улетучилась, сменившись страхом. Причем вполне заслуженным. Любой из духовных корней обладал достаточной силой, чтобы от одного удара все его тело пронзала боль. Толпа из тридцати духовных корней каждой своей атакой создавала небывалый шум. На звук слетались новые духовные корни и сразу же трансформировались в Ан Буэлэ. Со временем число преследователей перевалило за сотню. Небеса! Не своим голосом закричал Ван Буэлэ. Не существовало способа уничтожить духовные корни, он пытался убить их, но этот план в итоге провалился. Когда ему удавалось их рассеять, они довольно быстро восстанавливались и вновь включились в погоню. Ван Буэлэ покрылся холодным потом. Его одолевали растерянности бессилия, стоит ему остановиться, как его тут же окружат и атакуют более сотни духовных корней. Что-то не так, черт возьми! Их здесь больше сотни! Так почему нет ни одного меньше трех цуней? Мне вообще нужен духовный корень в один цунь! От страха Ван Буэлэ побежал еще быстрее. Он возглавлял постепенно растущую группу толстяков, которая без устали вела за ним преследование через деревню истинного дыхания. Создаваемый ими шум привлекал все больше внимания. Те, кто становился свидетелем погони, примерзал к месту, настолько сюрреалистичная была картина. Это... Что у них за длина? Неужто у толстяка такой талант, что все эти духовные корни посчитали, что он предназначен им судьбой? Ван Буэлэ во главе небольшого батальона толстых преследователей в ходе погони стоптал всю траву в окрестном лесу. Ван Буэлэ про себя вздыхал. Со временем армия духовных корней разрослась до нескольких сотен. Среди них были даже те корни, которые изначально были предназначены для других студентов, они уже приняли их облик и дрались с ними, но при виде Ван Буэлэ они предавали их и превращались в него, после чего присоединялись к остальным преследователям. Со временем большинство учащихся четырех великих ДАО-академий узнали о Ван Буэлэ и его армии духовных корней, многие из них потеряли свои в результате их предательства. Тем не менее, у Ван Буэлэ не было времени думать о таких пустяках, он лихорадочно пытался найти духовный корень длиной в один сонь. Впереди, в болотистой местности, Ли И, девушка с огненным духовным телом из ДАО-академии белого оленя, сумела победить корень истинного дыхания в один сонь, который принял ее облик. Галяя на свою точную копию, ее лицо буквально засияло от радости, у нее ушло много времени на то, чтобы найти этот духовный корень. После победы над ним, Ли И, очарованная собственной красотой, не удержалась и наклонилась, чтобы поцеловать свою копию, когда ее розовые губы начали приближаться к лицу ее точной копии, раздался грохот, во главе армии толстяков к ней бежал Ван Буэлэ. Глава 97 Видимый отовсюду В тот самый момент, когда мимо пронесся Ван Буэлэ, яконтовые губки Ли И нежно прикоснулись к щеке ее копии. Но тут духовный корень истинного дыхания растолстел, и в мгновение око из крохотной Ли И превратился в толстого Ван Буэлэ. Все произошло слишком быстро, после неожиданного появления Ван Буэлэ и банды толстяков, Ли И оцепенела. Когда она наконец пришла в себя, то с изумлением обнаружила в своих объятиях Ван Буэлэ, чей пухлый щеке достался ее поцелуй. От неожиданности у Ли И округлились глаза, в голове все смешалось, из ее горла вырвался нечеловеческий крик, она отскочила от духовного корня как ошпаренная, что до очередной копии Ван Буэлэ, она зарычала и бросив Ли И, побежала вслед за оригиналом. Ван Буэлэ услышал где-то позади истошный крик, обернувшись он увидел не Ли И, а очередной духовный корень истинного дыхания, который бежал к нему на всех парах. «Один цунь! Наконец-то!» воскликнул Ван Буэлэ. Запрокинув голову, он расхохотался, после чего бросился ему навстречу. Со смехом Ван Буэлэ ударил в духовный корень кулаком, с такой силой удар раздался оглушительный хлопок пробития звукового барьера, духовный корень в «Один цунь» рассеялся от первой же атаки и превратился в зеленый туман, который просочился в тело сквозь пальцы. Туман проник в место внизу живота, где находился Дантянь, и принял там форму иллюзорного духовного корня длиной в «Один цунь». В этот же миг Ван Буэлэ почувствовал приближающийся прорыв. Быстро подавив его, он с восторженным блеском в глазах вновь бросился бежать от армии рычащих толстяков. Все это происходило в считанные мгновения. Когда Ли полностью пришла в себя, Ван Буэлэ уже и след простыл. «Ван Буэлэ, я тебе это припомню!» пронзительно закричала она. Ван Буэлэ находился уже достаточно далеко, но он все равно услышал ее крик, правда сейчас его мало заботили чувства других. Куда больше его беспокоила проблема поиска духовного корня в два цуня. К этому моменту он нашел духовные корни всех размеров, кроме тех, что в длину достигали двух цуней. Если ему удастся найти этот корень, тогда можно будет начать сражение с ордой преследующих толстяков. Он был уверен, что в ходе драки сможет поглотить все корни, начиная с трех вплоть до семи цуней. К сожалению, удача, похоже, была к нему неблагосклонна. Пока он бегал по деревне истинного дыхания, натыкаясь на все новые духовные корни, включая девять цуней, которые они видели в самом начале, ему ни разу не попался хотя бы один корень длиной в два цуня. Отсутствие нужного корня и стремительно тающее время сводили Ван Буола с ума. За целый день количество толстяков перевалило за тысячу. Такой внушительный эскорт сделал Ван Буола самым известным участником испытания в деревне истинного дыхания. Практически все студенты видели его и толпу преследователей. Ван Буола, ты у меня получишь! Я отомщу тебе! Этот толстяк должно быть делает это специально! Крики, возгласы, ругательства других студентов преследовали Ван Буола, куда бы он ни направился. Сердцами участников испытания завладела ненависть, их постигла та же уча, что Ильи. Прежде чем они успели соединиться со своими духовными корнями, те предавали их, стоило ему видеть Ван Буола. Такое количество корней перебежчиков застопорило прогресс других студентов. Ван Буола ничего не мог с этим поделать, к тому же у него были другие поводы для беспокойства. Деревня истинного дыхания накрывала магнитное поле. Обычно оно практически не ощущалось, но после погони длины в сутки Ван Буола начал чувствовать давление этого поля. Казалось, ему на плечи лег дополнительный вес. Духовные корни с другой стороны ничего не замечали. Это-то и беспокоило Ван Буола. Он не мог остановиться, если, конечно, не хотел, чтобы его окружила армия из более тысячи толстяков. Эта сцена вызывала у него в голове ненужные ассоциации. Что делать? Задрожав, подумал он. Два Цуня! Два Цуня! Где ты? Ван Буола готов был заплакать. Мистический мир казался ему очень странным местом. С наступлением ночи, пока остальные отдыхали перед продолжением поисков на рассвете, он был вынужден продолжать бежать. «Предки помилуйте! Хватит меня преследовать! Здесь только народу! Донимайте их!» На рассвете Ван Буола начал выдыхаться. Все-таки в течение целого дня и ночи он ни разу не останавливался на отдых. Ему ничего не оставалось, как попытаться договориться с преследователями. Похоже, он недооценил свою привлекательность, ибо духовные корни истинного дыхания отреагировали более громким рычанием и побежали еще быстрее. У Ван Буола кончились варианты. До этого он испробовал все, что пришло ему в голову. Попытки спрятаться или как-то отвлечь их внимание не помогли ему избавиться от преследователей. Один раз он использовал силу золотого тела, но духовные корни всполошились еще сильнее, что заставило его быстро отказаться от этой идеи. Миновав гору от отчаяния и усталости, он безрастудно достал большой мегафон и во все горло прокричал в него «Убирайтесь!» От этого крик оказалось задрожали небеса, под влиянием этой звуковой волны невооруженным глазом было видно, как задрожал воздух. Духовные корни истинного дыхания застыли, обрадовавшись Ван Буола уже хотел дать дёру, но тут в его расширившихся глазах промелькнул страх. «Нет, не надо!» Более тысячи толстяков точно таким же жестом сотворили у себя в руке по мегафону. Ван Буола тут же покрылся холодным потом. В страхе, что-то закричав, он бросился на утёк, но было уже слишком поздно. Более тысячи копий поднесли мегафоны ко рту и синхронно взревели, даже раз Катгром облетнял на фоне получившегося рёва, который прокатился по всей деревне истинного дыхания. В результате образовалась не просто звуковая волна, а настоящий ураган, и сейчас он катился прямо на Ван Була. Силы и размеры бури поражали, где бы сейчас ни находились студенты, все услышали этот рёв. У них от неожиданности только ёкнуло сердце, а вот Ван Була пронзительно закричал, когда ураган налетел на него. Ощущение было такое, будто в него с размаха ударил ладонью какой-то невидимый гигант. Его, как тряпичную куклу, оторвало от земли и забросило высоко в воздух. В итоге он прилетел в горный пик и приземлился на другой стороне горы. Падения смягчили кроны деревьев леса у подножья горы. К тому же он вовремя активировал поглощающее семечко и стабилизировал своё тело, однако после приземления он всё равно закашлялся кровью. Бледно от шока и боли он нырнул в чещу в надежде спрятаться от преследователей. Ван Була долго петлял в лесу, пока наконец не остановился. По отсутствию преследователей он понял, что духовные корни потеряли его след. Это порядком озадачило Ван Була. Я что, сбросил их с хвоста? Какое же жуткое место! Я больше не хочу встречаться с духовными корнями длиннее трёх цуней! От одной мысли о недавней погоне у Ван Була сердце заныло в груди. Он проглотил несколько целебных пилюль и тяжело вздыхая побрёл дальше. Тем временем более тысячи преследовавших его духовных корней начали рассеиваться. Копии не смогли найти его по другую сторону горы, поэтому они разделились, чтобы расширить зону поисков. В итоге по всей деревне истинного дыхания основали духовные корни, похожие на Ван Була. Разумеется, их видели студенты четырёх ДАО Академий, никто не понимал, что происходит, но их ненависть и раздражение с каждым часом только росли. Волоска в великолепный мистический мир испорчена, и всё из-за этого жиробоса! Меня прям выворачивает от одного вида этого толстяка! Как же он меня бесит! Пока более тысячи Ван Була рыскали по деревне истинного дыхания, а участники испытания скрежетали зубами, Ван Була угрюмо сидел на корточках рядом с небольшим лесным рычагом, от досады он несколько раз ударил себя ладонью по лбу. Духовный корень в два цуня! Где же ты? Я даже не могу свободно передвигаться по этому миру! Если наткнусь на другие духовные корни... Ван Була начал массировать виски размышляя о том, как замаскировать себя. После непродолжительных раздумий он пришёл к выводу, что это не сработает, стиснув зубы, он осмотрел окрестный лес. Если хочу спрятаться, надо подойти к делу основательно! Ван Була быстро нашёл большой камень и достал летающие мечи. Ими он выдолбил из камня что-то вроде черепашьего панциря. Спрятавшись под ним, он вырезал два маленьких отверстия для глаз, после чего двинулся вперёд со скоростью улитки. Спустя пару шагов он резко остановился, достал радужный духовный камень и ненадолго задумался. На нём он стал вырезать начертания, которые создавали ауру незаметности. Только вставив его в камень, он наконец успокоился. Это должно помочь. Как только я найду духовный корень в два цуня, то мне будет нечего бояться. Голова 98. Сокровище. Ван Боулэ с досадой вздохнул. Под каменным панцирем скорость движения была болезненно-медленной. Такие меры предосторожности он принял из страха наткнуться на духовный камень длиннее двух цуней. Волоска в деревню истинного дыхания вышла далеко за рамки планируемого. С одной стороны, он был расстроен, с другой, очень рад всему случившемуся. «Что, черт возьми, так привлекает духовные корни, что они бросаются ко мне, стоит им меня увидеть?» Чем больше Ван Боулэ думал об этом, тем сильнее убеждался. Ему не хватало важного кусочка, чтобы сложить выедино головоломку. Либо их сводили с ума его приятные внешности харизма, либо дело было в золотом теле. С другой стороны, до использования золотого тела духовные корни и так вели себя довольно агрессивно. При этом он понимал, что их мотивации и причины такого поведения были не столько важны, сколько проблема поиска духовного корня в двадцуне. Вот найду нужный духовный корень и можно будет не беспокоиться. Среди тех, кто превратился в меня, было полно корней в трицуня. Шло время. Каменный панцирь давал неплохую маскировку, поэтому в ходе продвижения через лес иллюзорные фигуры духовные корни не превращались в него, как днём ранее. При виде такой их реакции у него как будто камень с души свалился. Правда, он не мог подходить к ним слишком близко, поскольку падала эффективность его каменного укрытия. За два дня студенты четырёх ДАО Академии смогли найти первые духовные корни, которые были предназначены им судьбой. Наконец, Иван Буэлэ, тяжело сдышав, заметил в лесу духовный корень. Два цуня! Обнаружив нужный духовный корень, Иван Буэлэ радостно откинул каменный панцирь и бросился к парящей впереди иллюзорной фигуре. Та резко обернулась и тут же перекинулась Иван Буэлэ, не успела копию атаковать, как в неё пришёлся кулак Иван Буэлэ, который рассеял духовный корень своей огромной силой. Поглощение зелёного тумана, высвобожденного из рассеянного корня, заставило Иван Буэлэ задрожать от макушки до пят. Он чувствовал, как корень в один цунь заменялся только что приобретённым им новым корнем, и его трясло от переполнявших эмоций. После долгих бесплотных поисков я наконец-то нашёл корень в два цуня, со смехом подумал он. Можно больше не прятаться. Духовные корни, дедушка Иван идёт за вами! Иван Буэлэ ловко убрал в бездонный браслет каменный панцирь, который какое-то время служил ему укрытием. К нему вернулся утерянный во время погони боевой дух, теперь даже при встрече с иллюзорными фигурами, что недавно за ним гонялись, ему можно было ни о чём не беспокоиться. Всё-таки с фундаментом в два цуня он мог поглотить духовный корень длиной в три. Окрылённый успехом он буквально летел по лесу. Возможно, ему благоволила удача, но уже через час, выбравшись из чащи, он заметил толстого молодого человека духовный корень в три цуня. С радостным смехом он набросился на него и после небольшой стычки быстро поглотил. В очередной раз заменив духовный корень в теле, Ван Буэлэ пришёл в восторг. Для него краски мира стали сочнее, даже небо словно стало намного красивее. Ван Буэлэ побежал дальше, вдалеке возвышался горный пик, перелетев через который, он вчера сумел оторваться от преследовавших его толстяков. Несколько дней назад я был вынужден бежать, сейчас я вернулся, готовьтесь, духовные корни! Торжественно поклялся он. Переполнеемый радостью, Ван Буэлэ прибавил ходу. К его удивлению, неподалёку от горы находился лес, оклеенный ограждающей лентой. Из этой запретной зоны вышли две девушки в чёрных халатах филиала Академии Белого Оленя, которые о чём-то негромко переговаривались. Довольно симпатичные, несмотря на не очень красивую форму их учебного заведения, судя по тому, как одна из них застегивала халат, она только что нанесла какое-то лекарство. Ван Буэлэ не был с ними знаком, однако они принадлежали к четырём ДАО Академиям, как и он сам. Только он собрался поднять руку, чтобы поприветствовать их, как девушки равнодушно скользнули по нему взглядом и пошли дальше. Опять этот толстяк, сколько можно? Этот за сегодня уже четвёртый, этого пухляка зовут Ван Буэлэ, хотя забудь, лучше сменим тему. Надо быть осторожными, нельзя, чтобы сюда кто-то влез. Услышав негромкий разговор этих двоих, слова приветствия застряли в горле Ван Буэлэ. Он немного растерянно посмотрел на девушек, а потом с подозрением осмотрел себя. Его лицо приобрело довольно интересное выражение, а вот глаза заблестели, когда он понял, что вся эта отцепленная территория почему-то охранялась. Может быть они нашли здесь сокровище? С любопытством предположил Ван Буэлэ. Из запретного леса до его ушей донеслись другие девичьи голоса, это только распалило его любопытство. Пробравшись в лес, он обнаружил среди деревьев пруд, в нём купались несколько девушек из филиала Академии Белого Оленя. По периметру лес патрулировали несколько студенток, чтобы отводить излишне любопытных молодых людей. Некоторые студентки уже одевались. Мне не сильно бы беспокоило, что они несколько дней не принимали ванну. Девушки, которые ещё не стали практиками, не могли магией очистить кожу от грязи. Поэтому этот пруд стал для них настоящим подарком небес, со всех сторон их окружала пустыня, температура стояла довольно высокая, после дня на такой же орех халат начинал пропитываться неприятным запахом пота. К тому же им приходилось участвовать в схватках с духовными корнями, если сложить все эти факторы вместе, то становилось очевидно, почему девушки решили устроить здесь купальню. Ван Буэлэ застыл, как вкопанный, не в силах отвести глаз от столь чарующей картины. Столько маленьких зайчат! Ох, тут и большие зайчата есть! Ван Буэлэ находился в забытье. У него в горле пересохло, а сердце колотилось так быстро, казалось, ещё секунду, и оно вырвется из груди. Переводя взгляд с одной девушки на другую, у него на лбу выступили бусины пота. Внезапно он понял, в какие неприятности влип, без приглашения ввалившись в этот лесок. Его неожиданное появление не удивило девушек, которые истерегли пруд, они лишь лениво сколизнули по нему взглядом. Опять? Повсюду эти раздражающие толстяки. Я уже сбилась со счёта, сколько сегодня видела. Мне попалось пять-шесть. Один только что прошёл мимо. Забудьте о нём. С ними возится сплошная морока. Ван Буэлэ уже хотел дать дёру, но их слова его остановили. Моргнув, он понял, в чём было дело. Студенты просто привыкли к нему, ввиду большого количества духовных корней, позаимствовавших его облик. Возможно, поначалу они ещё как-то реагировали на появление его копий, но спустя несколько дней и множество столкновений с ними во всевозможных ситуациях, студенты начали относиться к нему как к простому духовному корню. Ван Буэлэ оказался перед дилеммой. Что делать, если они узнают, что я настоящий Ван Буэлэ, то придут в ярость и лишатся трезвости рассудка. Это может повлиять на их способность искать духовные корни. Мы учимся в четырёх великих дао-академиях, мы все в одной лодке, поэтому я не могу так поступить с товарищами. Однако просто уйти нельзя, это может вызвать у них подозрения. Ох уж, эти чертовки, почему они решили искупаться передо мной? Неважно, я готов пожертвовать собой. Ван Буэлэ опять вздохнул, размышляя о жертве, на которой он собирался пойти ради этих девушек. Сохраняя нейтральное выражение, он пошёл к ним. Студентки всё ещё игнорировали его, приближаясь к ним, он слышал только стук крови в висках, сердце застучало особенно быстро, когда одна из них выбралась из пруда и прошла мимо. Ван Буэлэ тяжело задышал, одолеваемый чувством, которого ему ещё не доводилось испытывать, он изо всех сил пытался сохранить каменное выражение лица. Только, отойдя на значительное расстояние, он перевёл дух. Как вдруг до него долетели настороженные голоса купающихся девушек. Этот духовный корень какой-то странный. Почему-то я не могу понять, сколько в нём цуней. Повисла недолгая тишина, а потом лесок прорезал пронзительный женский виск. В оцарившейся суматохе Ван Буэлэ поменялся в лице, но и стал убегать. Вместо этого он достал автоматон, свою точную копию и пустил её бежать, а сам накинул на себя каменные панцири и прильнул к земле, где и остался неподвижно лежать. Глава девяносто девятая Поздороваться Ван Буэлэ совсем обнаглел. Это был недуховный корень. Сёстры, только что прошёл настоящий Ван Буэлэ. За ним! Убьём этого извращанца! Ещё много похожих криков раздавалось со стороны пруда, взбешённые студентки филиала Академии Белого Оленя и несколько охранниц, патрулировавших территорию, побежали в направлении, куда скрылся Ван Буэлэ. Они не заметили камень, под которым он прятался. Все их внимание было сосредоточено на автоматоне приманки. Группа девушек бросилась за ним в погоню. Прыдки автоматона вёл преследовательниц Прочет Пруда. Вскоре в небольшом лесу воцарилась тишина. Только тогда Ван Буэлэ под каменным панцирем осторожно двинулся вперёд. Выбравшись из злополучного леса, он прибавил ходу. Никто не видел, как по горному склону ползёт огромный камень. Оказавшись на другой стороне горы, Ван Буэлэ наконец снял с себя панцирь, с горьким смехом он утер под солба. Испытание в деревне истинного дыхания было слишком насыщенным. Как же тяжело оставаться хорошим парнем. Если бы не забота об их эмоциональном состоянии, то я бы не оказался в таком затруднительном положении. Как будто я хотел увидеть их прелести. Ван Буэлэ сухо рассмеялся, что-то бормоча себе под нос, он отправился на поиски духовного корня в четыре цуня. Разумеется, в своём надёжном укрытии каменном панцире. Он бродил по месту, где раньше собирались похожие на него духовные корни. Неудивительно, что вскоре он обнаружил нужный духовный корень, который носил его внешность. Одна молниеносная атака, и Ван Буэлэ с радостным смехом поглотил духовный корень. Внезапно он поменялся в лице, быстро накинув каменный панцирь и нырнул в подлесок по правую руку. Он двигался очень медленно и старался не наступать на ветки, чтобы не создавать шума. Огромного дерева он прильнул к земле и стал наблюдать. В тридцати-сорока метрах впереди кто-то дрался. Это он! Ван Буэлэ сразу узнал этих двоих. Этот парень из филиала Академии Белого Оленя ни с того ни с сего оскорбил его у входа в мистический мир. Брошенный напоследок взгляд ясно говорил, что тот хотел отомстить за вывихнутый палец. Противником молодого человека был духовный корень в пять цуней, точная его копия. Парень уже имел основание в виде духовного корня в четыре цуни и теперь планировал поглотить следующий. Владелец такого корня лишь немного уступал элитным студентам, нацелившимся на корень в восемь цуней. На самом деле, во всей федерации очень немногие имели духовный корень в восемь цуней, большинство людей не заходили дальше трёх. На их фоне те, кто имел корень в пять цуней, выглядели особенными. Сейчас парень из филиала Академии Белого Оленя увёз в бою со своей копией, всё-таки духовные корни в пять цуней по силе мало чем отличались от человека. Вполне вероятно, что парень одержит победу, но схватка явно будет очень долгой. Ван Буэлэ моргнул. Увести у него корень? Идея была весьма заманчивой. Нет, нельзя. Не пристало главному префекту всего факультета хромического оружия Дау Академии Эфира открыто воровать духовные корни. Совесть Ван Буэлэ взяла верх. Кому-то с его статусом не следовало опускаться до банальной кражи, которая не принесёт никакой пользы, а лишь вызовет гнев другой стороны. Забудем об этом. Я просто его поприветствую. Мы все учимся в четырёх Дау Академиях. Будет грубо не поздороваться, к тому же не надо отвлекать его от драки. Поздороваюсь с ним, когда итог схватки будет решён. Ван Буэлэ в очередной раз восхитился своим высоким моральным качеством. У себя в голове такой поступок виделся ему очень предупредительным и рассудительным. Поэтому он остался в укрытии в ожидании нужного момента. Пять минут спустя молодой человек уже жадно ловил ртом воздух, но его глаза азартно блестели. Ему казалось, будто сегодня в деревне истинного дыхания удача по-настоящему ему улыбнулась. Драться с духовными корнями в четыре цуни было несложно. Поединок с корнями в пять занимали чуть больше времени. «Это корень в пять цуней! Возможно, он единственный во всей деревне истинного дыхания, предназначенный мне судьбой!» Возбуждённо воскликнул он, а потом с ещё большим жаром добавил. «Как только я поглощу это истинное дыхание, то смогу побороться с духовные корни в шесть, а может и семь цуней! Куда этому жердяю Ван Буала до меня?» Молодой человек расхохотался и изо всех сил ударил кулаком в духовный корень, вынудив его отступить. Когда корень уже был готов рассеяться, парень со смехом прыгнул на него для добивающего удара. «Духовный корень теперь ты мой!» Эхо его крика ещё не успело стихнуть, как вдруг Ван Буале с блеском в глазах выбрался из своего каменного укрытия. Поднявшись, он приветственно замахал рукой своему недоброжелателю из филиала Академии Белого Оленя. «Сабрадос? Как дела?» Внезапное появление Ван Буале и громкое приветствие шокировало студента филиала Академии Белого Оленя. От неожиданности он на мгновение застыл. Духовный корень в пять суней, находившийся на грани распада, вздрогнул и резко потолстел. Его лицо стало точь-в-точь, как у Ван Буале. Пока студент филиала Академии Белого Оленя поражённо хлопал глазами, его духовный корень своем бросился на Ван Буале. Ого! Ван Буале одной увесистой пощечиной рассеял духовный корень, дело было не в невероятной силе Ван Буале, просто духовный корень уже находился на грани рассеивания после недавней схватки. Поэтому Ван Буале и одержал победу сперва уже удара. Распавшись на зелёный туман, духовный корень растаял в теле Ван Буале, заменив своего собрата длиной в четыре цуня. Всего несколько вдохов спустя, духовный корень полностью растворился в Ван Буале. Молодой человек из филиала Академии Белого Оленя во все глаза на него уставился, слишком потрясённый тем, что он только что увидел. Он тяжело задышал, глаза налились кровью. Ван Буале! Прошепил он. Его трясло, сердце пронзала острая боль. Духовный корень в пять сунь был слишком ценным. К тому же этот преподнесла ему сама судьба. Ван Буале увёл этот духовный корень прямо у него из-под носа. Если бы он украл его раньше, то потеряне ощущалось бы так остро. К тому же ему бы не пришлось тратить столько сил на драку с ним. Разумеется, он всё равно разозлился бы, но не впал бы от этого в бешенство. От одной мысли о всех затраченных усилиях и потерянном призе, который достался другому человеку, он взревел и озверело кинулся на Ван Буале. Ван Буале своевременно отреагировал мощным ударом ноги. Скорость удара была очень высокой, к тому же молодой человек в своей ярости совершенно не собирался уворачиваться. Столкновение было неминуемым. В результате ударов в живот молодого человека отбросило на другую сторону поляны. Ван Буале, тебе хоть капельку стыдно? С трудом поднявшись, гневно закричал молодой человек. Он был настолько взбешен, что у него даже вздулись вены на лбу. Я просто хотел поздороваться, а ты напал на меня. Вот так ты отвечаешь на приветствие? Вас, ребят, филиалы Академии Белого Оленя совсем манером не учат, сердитопарировал Ван Буале. Забудь, я человек великодушный, поэтому не стану припираться с кем-то вроде тебя. До скорого! Ван Буале прочистил горло и на огромной скорости скрылся за стеной кустарника. Оставшийся на поляне парень от ярости прокусил нижнюю губу. «Ван Буале, верни мой духовный корень!» Не замечая текущей крови, закричал он. Раздосадованный молодой человек не знал, как дать выход терзающей его ярости. Он хотел догнать его, но знал, что не сможет ни угнаться за ним, ни победить в бою. Впиваясь зубами в губу, отчего по подбородку застроилось еще больше крови, он корил себя за нездержанностью входа в мистический мир. Своим длинным языком он нажил себе врага в лице Ван Буале, и, как оказалось, он был из тех, кто не забывает прошлых обид. Глава сотая. С радостью помогать другим. Успешное поглощение истинного дыхания в Пей Цуни улучшило и без того хорошее настроение Ван Буале. Особенно с учетом того, что теперь он мог найти место для уединения и в любой момент войти на стадию истинного дыхания, так себя чувствовали люди, когда выходили в ноль в какой-нибудь азартной игре. На радостях он достал пакетик со снайками, решив перекусить прямо на ходу. От одной мысли по багровевшим от ярости лице парня из филиала Академии Белого Оленя, его улыбка становилась еще шире. Парнишка достоин сожаления. Из всех людей он выбрал своей целью меня. Будь он таким же красавчиком, как я, то ему не составило бы трудо найти еще один духовный корень. А мне пора отправляться на поиски корней длиной в 6,7 цуней. Счастливый Ван Буоле отправился колесить по деревне истинного дыхания. С духовным корнем в 5 цуней ему можно было не беспокоиться толпе преследователей. Отныне только корни в 6 цуней выше обращали на него внимание. Это было одной из основных причин отличного настроения Ван Буоле. Больше ему не надо было прятаться. Теперь он мог передвигаться бегом. Несколько дней спустя Ван Буоле стоял на вершине горы, где рассеял духовный корень в 7 цуней мощным ударом кулака и со смехом втянул в себя зеленый туман. 7 цуней! Наконец-то! Пришло время найти духовный корень длиной в 8. Как только вберу его, отпадет необходимость подавления корня. Я пробьюсь со стадии древних боевых искусств на истинное дыхание. Больше Ван Буоле мог не беспокоиться о поступлении в Верхнюю Академию. Окрыленный этой мыслью, он начал поиски духовного корня в 8 цуней. Деревня истинного дыхания занимала внушительную площадь, вначале его преследовала целая орда духовных корней, а потом ему приходилось прятаться и очень осторожно передвигаться от места к месту, поэтому он не заметил этого. Сейчас, во время прочесывания территории, без преследователей необходимости прятаться, он постоянно натыкался на студентов четырех великих ДАУ Академий. Большинство преследовало или искало духовные корни в 4-5 цуней, при виде Ван Буоле в движениях студентов сразу же появлялось напряжение. За короткое пребывание в мистическом мире он стал очень известен, не будет преувеличением сказать, что о нем слышали все студенты. Шли дни, Ван Буоле продолжал обыскивать деревню. В ходе поисков он повстречал еще больше студентов из ДАУ Академий и даже видел духовный корень в 9 цуней вдалеке, но корни длиной 8 цуней как будто сквозь землю провалились. Со временем Ван Буоле понял, что дело было в небольшом количестве этих корней. Как-то раз он столкнулся с Уфенем из ДАУ Академии Святоречья, от него исходило давление очень похоже на то, что было у Ван Буоле. Это означало наличие у него духовного корня в 7 цуней. Заметив взгляд Ван Буоле, Уфэнь слегка прищурился и кивнул ему, он не стал пересекаться с ним, резко сменив в направлении и скрывшись в подлеске. Похоже, мало кто заполучил духовный корень в 7 цуней, но те, кому это удалось, сейчас ищут корень длиной в 8. Серьезно подумал он. Духовный корень такой длины считается универсальным. Здесь уже не играет роль судьба, за него могут бороться все, кто владеет корнем в 7 цуней. Поэтому тот, кто первым найдет его, заполучит преимущество. Ван Буоле увеличил скорость и расширил зону поисков. На пути ему попадались студенты из ДАО Академии Эфира, те, кто мог добровольно соглашались помочь с поисками. От них он узнал много интересного. Пока он прятался, уступающие ему по известности студенты четырех великих ДАО Академии сумели прославиться своими достижениями. По слухам, Джои Сиан из ДАО Академии Белого Оленя обрел духовный корень в 7 цуней и теперь ищет последний в 8. Девушка по имени Ли с духовным телом оказалась любимицей духовных корней. В итоге ей тоже удалось добыть истинное дыхание в 7 цуней. Кто-то видел, как у Фэни с ДАО Академии святоречья дрался с корнем тлиной в 7 цуней. Скорее всего, он уже поглотил его. Джао Ямен из нашей Академии известный не меньше вас главный префект. Ее духовное тело привлекает духовные корни даже больше, чем Ли И. Я слышал, она нашла истинное дыхание в 7 цуней неделю назад. Выяснив текущую ситуацию, Ван Буоло начал нервничать и спешно вернулся к поискам. Как оказалось, духовный корень в 8 цуней встречался крайне редко. За следующие три дня Ван Буоло не нашел ни одного. Вместо него он встретил старую знакомую Думень. Она судорожно ловила ртом воздух, ей противостоял духовный корень в 6 цуней ее копия. Девушка вся вспотела, но даже ее пот имел приятный запах. Ее культивация достигла стадии физической печати, вот только большая часть навыков лежала в области алхимии, поэтому ее вряд ли можно было назвать хорошим бойцом. До схватки с этим духовным корнем она уже истратила много целебных пилюль, поэтому даже найдя предназначенную судьбой духовный корень, она не могла бросить в схватку с ним все, что у нее было. К тому же прошлые поединки сильно ее вымотали, похоже, она не сможет победить в этой схватке. Когда она уже хотела позвать кого-то на помощь с помощью нефритовой таблички, на нее случайно наткнулся Ван Буоло. в направлении побежал к Думень. «Плоскодонка!» — крикнул ей на бегу Ван Буоло. «Нужна помощь! Красавчик твоим услугам!» Думень тоже заметил Ван Буоло. Обычно один его вид вызывал у нее раздражение, но в момент, когда ей позарез была нужна помощь, она лишь удивилась тому, насколько тот появился вовремя. После окрика Ван Буоло ответ застрял у нее в горле, а использованная им форма обращения разожгла в ее сердце пламя раздражения. «Глупый толстяк! Иди отсюда! Мне не нужна твоя помощь!» Думень смирила Ван Буоло тяжелым взглядом, а потом продолжила схватку со своей копией, упертась даже в такую ситуацию и порядком удивила Ван Буоло. «Плоскодонка! Именно это качество я больше всего в тебе ценю! Так и быть, я останусь стоять на страже, чтобы тебе никто не помешал!» Ван Буоло усел со сторонки, достал пакетик снеков и стал наблюдать за схваткой. Получив зрителя, который явно планировал насладиться отличным шоу, Думень захлестнула очередная волна раздражения. В таком состоянии драться было довольно непросто. Спустя какое-то время ей удалось вернуть себе самообладание. Стеснув зубы, она твердо решила одолеть духовный корень. Иллюзорная фигура, взявшая ее внешность, оказалась довольно сильным противником. Думень с тревогой поняла, что победить корень ей будет очень и очень трудно. «Плоскодонка! Назови меня старшим братом, и я помогу тебе! Согласна?» Вновь предложил Ван Буоло. Эти слова взбесили Думень еще больше. Она была очень упрямой, поэтому даже несмотря на свою физическую слабость, отказывалась пойти на попятна. Сообразив, что ответа можно не ждать, Ван Буоло вздохнул. «Чего так упрямишься? Это же была просто шутка!» Ван Буоло отложил пакетик, вытер пальцы и сорвался с места. Двигался он намного быстрее Думень. Мгновение спустя он возник рядом с ней и ударил кулаком в пространство между девушкой и духовным корнем, отчего того оттеснило на несколько шагов. Не успел он прийти в себя, как в него прилетел кулак Ван Буоло. Духовный корень задрожал и попробовал отступить, но Ван Буоло зарычал и зашел ему за спину. «Тебе конец!» Следующий удар кулаком он вложил всю свою силу. В результате этой впечатляющей атаки в спину духовный корень спотыкаясь налетел на Думень, но в полете он не выдержал и наконец рассыпался облаком зеленого тумана, который выбрала в себя девушка. Думень задрожала, когда духовный корень внутри нее заменился на новые длины в шесть цуней. Заметив, что Думень полностью выбрала истинное дыхание, Ван Буоло едва заметно качнул головой и вновь направился на поиски духовного корня в восемь цуней. Перед уходом он не удержался от еще одной шутливой ремарки. «Плоскодонка, можешь не благодарить! Я пойду, дела зовут!» В следующий миг Ван Буоло исчез. Хоть Думень не фыркнула, в ее глазах сейчас танцевали счастливые искорки. Голопый толстяк. Кто бы мог подумать, что у него есть и положительные стороны. Все портит слишком острый язык и его любовь действует другим на нервы. На самом деле Думень стала не первой, кому помог Ван Буоло. Где бы ему не попадались товарищи из Далой Академии Эфира, он всегда помогал им поглотить духовные корни. Просто у него с Думень были особые отношения. Их словесные перепалки начались еще в школе долго до поступления в Далу Академию, вот почему он не упустил шанса подшутить над ней. Вечернее небо приобрело красивый и сизый оттенок. Полюбовавшись с небом, Ван Буоло хотел продолжить поиски, как вдруг он опустил голову и достал из безданного браслета нефритовую табличку. Та вибрировала и мигала красным. Эти таблички им раздали учителя Далу Академии на случай, если кто-то окажется в опасности. Глава 101 Мой дорогой брат Ван Буоло впервые получил сигнал о помощи от товарищей по Далу Академии с тех пор, как они попали в деревню истинного дыхания. Нефритовые таблички имели ограничения по дальности и из-за помех, создаваемых магнитным полем, сигнал о помощи мог дойти только до получателя, который находился недалеко. Такие таблички были не только у учащихся Далу Академии Эфира. Три других Академии снабдили своих студентов похожими средствами для вызова помощи. Ван Буоло опустил глаза на нефритовую табличку и послал туда поток духовной энергии. Получив местоположение человека, пославшего сигнал, он на всех парах поспешил туда. До этого он прилагал все силы, чтобы помочь встреченным студентам своей Академии. Как тройной главный префект факультета Далу Академии Эфира, он не мог бросить товарищей в беде. С одной стороны, это было в его характере, с другой в автобиографиях высокопоставленных чиновников, прочитанных в прошлом, говорилось о пользе связей и заведении большого количества друзей. Помогать другим, самый верный и быстрый способ произвести впечатление и подружиться. Следовать такому совету из автобиографии высокопоставленных чиновников Ван Буоло было даже в радость. Ему подвернулся очередной шанс помочь. Вскоре Ван Буоло добрался до долины, куда указывала нефритовая табличка. Там Джо и Фань подобно тряпичной кукле пролетел несколько метров и тяжело рухнул на землю. С его губ капала кровь, нефритовая табличка выпала из рук и откатилась в сторону. Раненый Джо и Фань уперся одной рукой в землю и попытался встать на колени. Выглядел он крайне скверно. Из многочисленных ран сочилась кровь, покрасневшие глаза безумно горели. Он заречал и одарил испопеляющим взглядом молодого человека впереди, который был очень похож на него. Джо и Сянь! Красавчика в белом халате звали Джо и Сянь. Он всем своим видом буквально излучил элегантность. Он медленно опустил ногу, который совсем недавно ударил Джо и Фаня. «Сянь, как не успокоишься, мой младший брат?» с улыбкой спросил Джо и Сянь. У него за спиной раздался смех, там стояли шестеро студентов в белой форме да у Академии Белого Оленя. Каждый был неплохим бойцом, причем большинство уже обладало духовным корнем в шесть Цуней. С расслабленными и самонадеянными улыбками они обступили раненый духовный корень длиной в семь Цуней. Этот корень не был безликим, он носил внешность Джо и Фаня. Нетрудно догадаться, что Джо и Сянь привел студентов в своей Академии помешать брату вобрать истинное дыхание в семь Цуней, чтобы потом отдать его кому-то из своих товарищей. Главный префект Исянь, это и есть твой никуда не годный младший брат, который продолжает бросать тебе вызов. О нем мы столько слышали. Тот самый, кто не смог попасть в да у Академии Белого Оленя и был вынужден довольствоваться да у Академии Эфира. Зачем мы вообще тратим на него время? Окруживший духовный корень в семь Цуней студенты потешались над Джо и Фанем. Неудобно получилось, признался Джо и Сянь. Когда все закончится, отправимся в ресторан, и отметим ваше успешное поступление в Верхнюю Академию Белого Оленя. Я угощаю. Улыбка Джо и Сянь была такой же легкой и приятной, как и весенний ветер, да и сказал все это он очень любезным тоном. Шестеро студентов да у Академии Белого Оленя хором рассмеялись, им нравилась прямолинейность Джо и Сянь, к тому же они были не прочь подружиться с этим выдающимся главным префектом, одним из лучших студентов да у Академии Белого Оленя. Конфликт прошел точку невозврата, Джо и Фань жалким видом сплюнул кровь. Он был взбешен, но никак не мог перевернуть ситуацию в свою пользу, духовный корень длиной в семьцу не находился так близко и одновременно так далеко, отчего ему было только хуже. Хоть он был главным префектом факультета боевых искусств и весь последний год работал не покладая рук, при встрече со старшим братом тот оказался сильнее. Так повелось еще с детства. Не говоря уже о том, что с ним пришли еще шесть человек, им даже не пришлось нападать на него. Просто окружив духовный корень в семь цуней, они погрузили его в пучину отчаяния. «Дорогой младший брат, то, что ты, незаконно рожденный ребенок, поступил в ДАО Академию Эфира, показывает великодушие нашего горячо любимого батюшки. Бастард вроде тебя не достоин, жены. Духовный корень в шесть цуней — это лучшее, на что ты можешь рассчитывать». Сев на корточки перед Джо и Фанем, его старший брат с улыбкой продолжил. «Можешь забыть о корне в семь цуней». От такого оскорбления на шее Джо и Фаня вздулись вены. Его глаза налились кровью, он настолько сильно сжимал пальцы, казалось, вздувшиеся сосуды на руке вот-вот лопнут. Когда он хотел перейти в контратаку, старший брат ударил его мрачным взглядом и ударил в грудь. Изо рта Джо и Фаня вновь брызнула свежая кровь, собранная для атаки энергия была рассеянной атакой Джо и Сеня. «Опять за старое. С детства ничего не изменилось. Знаешь, как сильно я хочу выдавить тебе глаза? Меня всегда раздражал твой взгляд». Джо и Сень говорил не очень громко, с улыбкой, глядя на младшего брата. «Ах ты!» После удара в грудную клетку каждый вдох больно обжигал легкие Джо и Фаня, тем не менее он ничего не мог сделать. Слова Джо и Сеня разбудили давние воспоминания. Для одноклассников из Дао Академии Фира его прошлое было окутано завесой тайны, более того, он прославился своим невероятным боевым мастерством на весь остров Нижней Академии. На самом деле его детство было далеким от радушного, он родился вне брака и в ранней юности лишился матери, а отец всегда был к нему холоден. Всё детство он не знал тепла и был одинок, старший брат постоянно издевался и пытался задеть его. В прошлом он действительно верил, что с поступлением в Дао Академию Фира наконец сможет получить контроль над своей судьбой и дистанцироваться от семьи. Кто бы мог подумать, что на пути к духовному корню в Семь Цуни встанет его старший брат. Ты главное не сдавайся, как старший брат я уже всё распланировал. Джо и Сень погладил Джо и Фани по щеке и с радостью в глазах поделился своим планом. Я заберу все твои целебные пилюли и забью тебя до такой степени, что ты впадёшь в кому. После этого спрячу тебя в надёжном месте, откуда ты точно не выберешься, не волнуйся, ты не умрёшь. Когда ты придёшь в себя несколько дней спустя, состояние твоих ран усугубится, тогда ты поймёшь, что единственный способ спастись от смерти пробиться со стадии древних боевых искусств и войти на истинное дыхание с помощью духовного корня в шесть Цуней. Когда ты достигнешь стадии истинного дыхания, ты сможешь использовать изгоняющую силу, чтобы транспортировать твоё израненное тело из мистического мира. Как тебе мой план? Старший брат всегда к тебе хорошо относился, верно? Джо и Фань ясно и чётко слышал слова Джо и Сяня, скрытая за ними злоба была очевидной. Джо и Фань покрасневшими глазами оставил сна брата, его одолевало безумное желание что-то сделать, но сейчас он был беспомощен. В отчаянии он посмотрел на укатившуюся нефритовую табличку «Своё единственный шанс». Можешь не смотреть на неё, если кто-то и придёт к тебе на помощь, он пойдёт ко дну вместе с тобой. Джо и Сянь со смехом помог брату подняться и толкнул его к нефритовой табличке. В последний момент он наступил на неё ногой, тем самым разбив последнюю надёжду Джо и Фань после чего двинулся прочь. Глядя на осколки нефритовой таблички, Джо и Фань окончательно лишился сил и в отчаянии закрыл глаза. В этот самый момент вдалеке послышался шум листвы и хруст веток, а потом раздался знакомый Джо и Фаню голос. «Джо и Сянь, как ты смеешь?» Этот крик напоминал раскат грома, с суммопомрачительной скоростью на место событий прибыл Ван Буэлэ. Он молниеносно оказался перед Джо и Сянем и с размаха ударил кулаком. Все произошло слишком внезапно. Ни Джо и Сянь, ни шестеро его помощников не успели толком среагировать. Кулак Ван Буэлэ пробил звуковой барьер, отчего на всю округу со страшной силой прогремел хлопок. Джо и Сянь поменялся в лице. В этот критический момент он схватил брата в попытке использовать его как живой щит. Кольцо у него на пальце ярко сверкнуло, воздвигнув защитный барьер на пути кулака Ван Буэлэ. Лес вновь сотряс грохот, в Джо и Сяне ударила чудовищная сила, словно в него на полной скоростью въехал поезд. Его затрясло, и он не сумел удержать Джо и Фаня. В результате удара защитный барьер тхармического сокровища разбивался слой за слоем. Наконец, громким треском барьер распылило, а Джо и Сяне отшвырнуло более чем на сто метров назад. После приземления, не заметив текущей по губам крови, он изумленно уставился на человека рядом с Джо и Фанем на Ван Буэлэ. Ван Буэлэ! Джо и Сяне тяжело сдышал, явно узнав Ван Буэлэ. У шестерых его сообщников перехватило дыхание, они тоже во все глаза уставились на Ван Буэлэ. Его скорость была слишком высокой, да и его удар кулаком оказалась вложена чудовищная сила, превосходящая то, что они видели у других экспертов в ступени укрепления пульса. Их изумила сила его удара. «Что это за культивация? Защитный барьер кольца так легко разбился!» Джо и Фанем разлепил глаза и словно в забытие посмотрел настоящего рядом Ван Буэлэ, от удивления он лишился дара речи. Он явно не ожидал, что на отправленный сигнал о помощи придет Ван Буэлэ. Историю их взаимоотношений вряд ли можно было назвать приятной. Несмотря на натянутые отношения, Ван Буэлэ все равно пришел к нему на выручку. Это настолько потрясло Джо и Фанем, что в его сердце разразился ураган противоречивых эмоций, среди которых была и толика вины. Не заметив его эмоционального состояния, Ван Буэлэ повернулся к Джо и Сянем, заслонив с собой раненого товарища. Его глаза яростно полыхали, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. Он немного опоздал, но из-за виденного нетрудно было понять, что здесь произошло. Почему Джо и Сянем, Джо и Фанем, братья, ненавидели друг друга, он не имел ни малейшего понятия. Однако недобрые намерения Джо и Сяне были очевидны. Ладно бы, если бы ты просто хотел украсть корень. Каю сам такое проделывал. Но на этом следовало остановиться. И все же ты хотел не только лишить другого человека шанса, но и надежды. Это уже чересчур. Глава 102. Жить надоело. Ван Бууле, это дело клана Пять Поколений Неба. Оно тебя не касается. Если ты сейчас же уберешься отсюда, то я сделаю вид, будто ничего не было. Более того, ты будешь щедро вознагражден. Джо и Сянь выглядел не лучшим образом. В его глазах угадывались намеки на страх. Прошлая атака Ван Бууле полностью вывела его из равновесия. Тщательно все обдумай. Это наше личное дело, а не соревнования между Дао Академиями. С самого начала только я дрался с ним. Собратья по Академии не участвовали. Они только помогли мне окружить духовный корень всем цуней. Кому-то другому Джо и Сянь никогда бы не стал все это объяснять. Вместо этого он бы просто напал, чтобы отбить желание у этого человека помочь его брату, но ему пришлось терпеливо все объяснить Ван Бууле. Личное дело? Ван Бууле прищурился. В прошлом у него с Джо и Фанем были конфликты, но с другой стороны они учились в одной Академии. К тому же их разногласия не были неразрешимыми. Не получил он сигнала помощи, то никогда бы сам не прибежал сюда. Но раз он уже был здесь, то просто не мог не помочь собрату по Академии в беде. Как главный префект и кто-то обладающий большой силой, он не мог закрыть глаза на эту несправедливость. Мне плевать, лично это дело или нет. «Великий Ван Бууле не станет стоять в стороне!» Сразу после этих слов Ван Бууле сорвался с места. Его целью стал не Джо и Сянь, а шестеро студентов Дау Академии Белого Оленя, окружавшие духовный корень всем цуней. Они изрядно удивились, хоть и знали про взбалмошный характер толстого префекта. Гордость учащихся Дау Академии Белого Оленя не позволила им обратиться в бегство. Они пошли в атаку, надеясь вместе навалиться на Ван Бууле. Но тут по взмаху его руки в них было выпущено более десяти управляемых летающих мечей. Клинки с величественной аурой приближались к шестерым студентам. Управляемые мечи! Все шестеро быстро вытащили от кармических артефактов для защиты. Ван Бууле двигался слишком быстро. Джо и Фань поменялся в лице. Он хотел помочь, но Ван Бууле уже сменил направление. Его главной целью был не Джо и Сянь или шестеро его подельников, а духовный корень всем цуней. Будучи человеком проницательным, он в первые же секунды сообразил, что именно этот духовный корень представлял наибольшую ценность. Даже быстрее того рывка, что он продемонстрировал во время первой атаки, он практически мгновенно оказался рядом с израненным духовным корнем. От мощного удара кулаком клон не выдержал и с хлопком взорвался на клубы зеленого тумана. Этот туман устремился к Джо и Фаню и начал растворяться в его теле. Под атакой летающих мечей шестеро студентов были вынуждены отступать. Пока взбешенные молодые люди думали, как помешать Джо и Фаню вобрать зеленый туман, Ван Боулэ зловеще процедил. Тщательно все обдумайте, вы все! Все, что вы делали для этого, можно считать неудавшейся попыткой украсть духовный корень, тогда как я просто пытался помочь однокашнику. Все это мелочь, если так подумать. Однако Джо и Фаню начал процесс поглощения. Если только между вами нет неразрешенной вражды, любые попытки помешать ему будут расценены как попытки лишить студента позволю такому случиться. Вы уже гарантировали себе место в Верхней Академии. Вряд ли кто-то захочет из-за такой мелочи ставить свое будущее под угрозу, верно? По лицам шестерых студентов промелькнули разные эмоции, но все тут же успокоились. В словах Ван Боулэ имелось здравое зерно. До начала поглощения эту ситуацию можно было расценивать как попытку украсть чужой духовный корень, таким в той или иной степени занимались все попавшие в мистический мир студенты. Но сейчас уже начался процесс поглощения корня, любое вмешательство считалось табу и шло вразрез с правилами четырех Дао Академий. К тому же их с Джо и Фанем не связывало кровное родство, как Джо и Сяня. Его участие в этом конфликте еще можно было списать на какие-то семейные неурядицы. Если Ван Боулэ заполучит доказательство их участия, то они серьезно влипнут по возвращении назад. Ван Боулэ, как ты посмел испортить мой план? Гневно воскрикнул Джо и Сянь, его глаза кровожадно горели. Он ловким движением забросил неизвестную пилюлю в рот, его аура тут же стала сильнее, после чего он со свирепым оскалом побежал к Ван Боулэ. Во время атаки позади него появилась иллюзорная фигура, но не из-за его невероятной скорости, так себя проявлял накопленный им кровавый Ци. Это слабое красное свечение насторожило Ван Боулэ. Ван Боулэ, он проглотил пилюлю прошлого воплощения. Такие есть только в клане пять поколений неба. Снян может использовать секретные техники клана. Фигура позади Джо и Сянь, это собранное им ранее воплощение. Эта штука может существенно поднять его силу. Джо и Фань быстро сообщил Ван Боулэ самое необходимое. Не прерывая поглощение духовного корня, он ещё не успел закончить, а Джо и Сянь уже добрался до Ван Боулэ. Он и прошлые воплощения ударили ногой с разворота. Такая синхронность ударов создавала впечатление, будто нога Джо и Сянь оставила за собой алый расчерк. Возросла не только скорость, но и сила удара. Вместе они пробили звуковой барьер, отчего в лесу раздался очередной оглушительный хлопок. Ван Боулэ держался на стороже, повторив движение Джо и Сянь, он тоже с размаху ударил ногой. Кровавый циф взметнулся вверх, подобно цунами. Джо и Сянь зарубно зарычал, но всё внутри него задрожало. Почему толстяк стал ещё сильнее, чем в начале? Нога прошлого воплощения рассеялась, словно оно приняло на себя удар, предназначавшийся Джо и Сяню. Выйдя из столкновения без единой царапины, он, несмотря на захлестнувшее его изумление, не стал терять времени и вытащил откуда-то короткий меч из тёмного металла. Остриё было направлено в грудь Ван Боулэ. Похоже, он намеревался заколоть его. «Интересно!» Глаза Ван Боулэ блеснули, Джо и Сянь не был слабаком. Поглощающая семечка в теле тотчас ожила. Теперь ладонь Ван Боулэ излучала силу притяжения. Это не только повлияло на траекторию меча, но и на самого Джо и Сяня. Появление силы притяжения застало старшего брата Джо и Фаня врасплох. К сожалению, вырваться было уже нельзя. Ван Боулэ хищно улыбнулся. В следующий миг Джо и Сяня в грудь пришёлся увесистый удар ногой. Кольцо на пальце Джо и Сяня с треском вспыхнуло и вновь накрыло его защитным барьером. Хоть защитный кокон разбился, ему удалось погасить удар. Джо и Сянь попятился, но Ван Боулэ не собирался отпускать его. На ходу он указал пальцем на ближайшие к нему летающие мечи. Клинки под управлением силы магнетизма внезапно взмыли в воздух. Джо и Сянь обладал богатым боевым опытом. С опасным блеском в глазах он с размаху ударил себя в грудь, из-за чего закашлялся чёрной кровью. «Теневое убийство прошлого воплощения!» Как только он это сказал, воплощение из кровавого ци, недавно потерявшее ногу, отделилось от его тела и помчалось к Ван Боулэ. Рядом с ним оно неожиданно взорвалось, лез сотряс чудовищный взрыв, Ван Боулэ в мгновение ока исчез в облаке пыли. Джо и Сянь был весь в крови. Похоже, взрыв прошлого воплощения не прошёл для него бесследно. Не став даже утирать кровь, он начал отступать. Кольцо на пальце вновь сверкнуло и накрыло его защитным барьером, который отразил атаку летающих мечей. «Ван Боулэ, ты и вправду силён!» Со смехом признался Джо и Сянь. «Но ты проиграла берегу моего клана!» Шестеро студентов в ДАО Академии Белого Оленя примерзли к месту. При виде того, как кольцо раз за разом накрывало Джо и Синь защитным барьером, они поняли, это явно был непростой артефакт. Как вдруг из пылевого облака раздался смех. «Это всё, на что ты способен?» Джо и Синь резко обернулся. Из облака пылью ударил золотой свет. Это ослепительное сияние растекалось во все стороны, пока не получилось настоящее море кровавого отца. Из облака выскочил Ван Боулэ. Теперь он двигался ещё быстрее. В окружении золотого свечения он возник перед Джо и Синьем. Схватив его за шею, он поднял его в воздух и угрожающе произнёс «Жить надоело!» Утопая в золотом свете, он выглядел как настоящий бог, спустившийся с небес. Глава 103 Духовный корень 8 Цуней Повисла тишина. Участники событий во все глаза уставились на Ван Боулэ. От его тела исходило золотое свечение, позади него клокотало море кровавого цы. Держа на весу Джо и Сяня, он напоминал воинствующего несравнённого бога. Больше всего потрясло исходящее от тела давление. Их сердца громко застучали в груди. Джо и Сянь был не только главным префектом Дао Академии Белого Оленя. Среди своих сверстников его можно было считать кем-то вроде избранного. А с пилюлей прошлого воплощения он становился ещё сильнее. По мнению людей из его окружения, Джо и Сянь находился на самом пике укрепления пульса. С такой культивацией не было преувеличением сказать, что от истинного дыхания его отделял всего один шаг. Всё-таки воплощение кровавого цы, созданное с помощью техники культивации клана Пять Поколений Неба, в некотором роде могло считаться магической техникой. И всё же он оказался бессилен перед лицом Ван Боулэ. Сцена, где тот схватил Джо и Сеня за шею и поднял его над головой и поразил у сердца всех присутствующих. Такого они не ожидали увидеть в мистическом мире. Тишину леса нарушало только тяжёлое дыхание. Джо и Фань вообще ненадолго забыл, как дышать. Он знал о силе Ван Боулэ, но и представить не мог, что тот окажется настолько сильным. Сам Джо и Сянь, чью шею сдавливали пальцы Ван Боулэ, испытывал уже неудивление. Его парализовал страх. Он хотел вырваться, но всё было бестолку. Хватка Ван Боулэ напоминала железные тиски. От слов Ван Боулэ и его мрачного взгляда у Джо и Сеня всё внутри заледенело. От страха у него волосы встали дыбом. Он уже убивал! Подобный холод, увиденный им в глазах Ван Боулэ, был для него не в новинку. Похожий взгляд был у некоторых членов его клана, на чьих руках была кровь других людей. Чувство опасности захлестнуло его подобно приливной волне. Несмотря на дрожь, он пристально посмотрел на Ван Боулэ. Золотое свечение! Что это за техника для культивации? Хрипло выдавил он. Ван Боулэ не без удовольствия отметил, с каким трудом Джей и Сене удалось подавить страх и создать хотя бы видимость спокойствия. Я ещё в шесть лет знал об этой технике. Подняв голову, ответил он. То, что ты задаёшь такой вопрос, показывает твоё невежество. Наконец, студенты из Долу Академии Белого Оленя начали приходить в себя. Все шестеро побледнели. Их глаза нервно бегали из стороны в сторону. Наконец, один из них набрался храбрости и сказал, «Ван Боулэ! Это недоразумение! Не стоит из-за этого убивать! Не горячись! Успокойся!» Им было нужно во что бы то ни стало убедить Ван Боулэ отпустить их товарища. Если в мистическом мире кто-то умрёт, разразившийся скандал затронет и их. Сейчас они уже сожалели, что вообще согласились помочь Джо и Сяню. Джо и Фань тяжело дышал, с тревогой глядя на Ван Боулэ. Выживание Джо и Сяню его совершенно не заботило, но если Ван Боулэ кого-то убьёт, последствия будут катастрофическими. Пока остальные пытались убедить его успокоиться, Ван Боулэ закрыл глаза. Он не собирался убивать, к тому же Джо и Сянь был из непростой семьи. Он хотел преподать ему хороший урок и оставить неизгладимый отпечаток, чтобы того привидения его бросало в холодный пот. «Тогда поступим так!» Глаза Ван Боулэ блеснули, в его голове проигрывались сцены из Туманолесья, где он сражался с убийцами. Он хотел сконцентрировать всю свою жажду убийства на Джо и Сянь, чтобы напугать его. Внезапно Ван Боулэ поменялся в лице и резко повернул голову на небольшой холм вдалеке. Оттуда стремительно приближалась сильная притягательная аура, словно там находилось то, чего он очень сильно желал. Такое чувство посетило не только Ван Боулэ, даже Джо и Сянь, чью шею всё ещё сдавливали пальцы Ван Боулэ, посмотрел в сторону далёкого холма. Несколькими мгновениями позже раздался грохот, они увидели, как из-за холма вдали показалась фигура. С диким воем она приближалась к ним. Тело безликой фигуры било крупная дрожь. Даже с такого расстояния Ван Боулэ и Джо и Сянь заметили внутри духовный корень восемь цуней. Сияние, волнами расходящиеся от духовного корня, особенно бросалось в глаза. Духовный корень восемь цуней! просипел Джо и Сянь. Остальные потрясённо застыли. Этот силуэт оказался духовным корнем длиной восемь цуней. Из-за своих особенностей его ещё называли универсальным духовным корнем. С основанием в виде корня в семь цуней любой мог победить его и его брать в себя. Следом за корнем с криками бежали люди. Шестеро человек поднялись на холм и на огромные скорости побежали вниз по склону. В ходе погони за духовным корнем они успевали драться между собой. Среди них были Ли И с огненным духовным телом из ДАО Академии Белого Оленя и Уфэн из ДАО Академии Святоречья. Ещё одним был чернокожий парень в форме филиала Академии Белого Оленя, о нём не упоминалось в нефритовой табличке, а выданной учителями Академии. Судя по всему, в этом испытании он был тёмной лошадкой, аура его духовного корня в семь цуни не уступала Ли И и Уфэню. Вместе с ними бежали ещё двое парней и девушка, последняя обладала притягательной внешностью и изящной и стройной фигурой. В нефритовой табличке о ней имелась заметка, звали её Цянь Мэн с факультета алхимии. Двое других носили халаты ДАО Академии Белого Оленя, один высокий, другой коренастый, но оба выглядели свирепо. Похоже, они помогали друг другу в погоне за духовным корнем и мешали другим заполучить его. «Это Ли Фэн и Чэнь Линь И!» Хором воскликнули стоящие рядом с Ван Боула студенты ДАО Академии Белого Оленя. Для них стало сюрпризом, что эти двое оказались среди желающих заполучить духовный корень в восемь цуней. Информация о них отсутствовала в нефритовой табличке. С появлением духовного корня в восемь цуней Ван Боула тяжело задышал. Его глаза радостно загорелись, трудоёмкие поиски духовного корня такой длины за все это время не принесли никаких плодов. Вплоть до этого момента. У него напрочь пропало желание пугать Джо и Сяня, он ослабил хватку и со всей силы ударил ногой. Удар отправил Джо и Сяня в полёт, тяжело рухнув на землю его скрутило в приступе кровавого кашля. Этот удар нанес серьёзные повреждения его внутренним органам и выбил из борьбы за духовный корень. Ван Боула вытащил флакон с пилюлями и бросил их раненому Джо и Фаню, после чего с невероятной скоростью побежал к цели. В сопровождении Золотого моря кровавого цы он на всех порах нёсся к духовному корню. Безликая фигура резко повернула голову, словно почувствовав присутствие Ван Боула и Золотого моря. Ли и остальные успели только охнуть, как духовный корень изменил направление и побежал к Ван Боуле. Радостно расхохотавшись, Ван Боула прибавил ходу. Группа шести преследователей тут же прекратила драться между собой. Ван Боула практически прошипела Ли и всё ещё не остыв после инцидента с Ван Боула, она без колебаний достала нефритовый кулон. В этот же миг украшение трансформировалось в шар ослепительного пламени. Она бросила его в духовный корень восемь цуней. Если Ван Боула не остановится, то на его пути окажется огненный шар. Глаза у Фаня холодно блеснули, он ударил себе обеими ладонями в грудь, из-за чего на лбу образовалась прорезь, откуда ударил плотный кровавый цы. Прямо в воздухе кровавый цы принял форму алой ладони, которая ударила по духовному корню. Чернокожий юноша осознал, что ситуация требовала экстренных мер. Он решил достать свой козырь, большую магическую формацию. Приближаясь к духовному корню, формация втягивала в себя духовную энергию из окружающего пространства. Ло Фен и Ченглин И с криком извлекли свои самые сильные духовные сокровища, пару невероятно острых летающих мечей, которые со свистом распороли воздух. Цяньмен, обворожительная красавица, закрыла глаза и бросила пригоршни ядовитых пилюль. Взорвавшись, они исторгли отравленный туман ядовитых червей. Это недвусмысленно показывало, что она была мастером поядом с факультета алхимии. Шестеро студентов использовали свои козыри против духовного корня в восемь цуней, тогда как в действительности целью их атак стал Ван Боуле. «Какой смысл в такой агрессивности?» – удивленно подумал Ван Боуле. Его сердце застучало быстрее, их атаки отличались друг от друга, к тому же все шестеро были исключительными студентами, в ход пошли самые сильные техники, артефакты и пилюли, бесподавляющие ауры истинного дыхания очень сложно выстоять под ударами всех шестерых. Глава сто четвертая «Понял». Ван Боуле было всего два варианта «Отступить или продолжить погоню». Если он выберет первый вариант, тогда упустит духовный корень восемь цуней, но сможет избежать атак шестерых студентов. Именно этого они и добивались не дать ему заполучить столь ценный приз. Им не хотелось, чтобы к нему в руки попал этот духовный корень. Будь это кто-то другой, то они бы никогда так не переполошились, еще во время погони между ними шла ожесточенная борьба. Никто не хотел позволить другому победить. Если Ван Боуле решит включиться в это противостояние, ему придется продемонстрировать небывалое боевое мастерство. Ведь против него единым фронтом выступят все шестеро студентов. «Проклятие! Думаете, так легко уступлю? У меня золотое тело и множество хромических артефактов! Я никого из вас не боюсь!» Спокойно принял решение Ван Боуле. Устремив взгляд вперед, он побежал еще быстрее. На ходу он взмахнул правой рукой, выбросив из бездонного браслета десятки маленьких печатей и летающих мечей тхармических артефактов. Причем это было еще не все. В шестерых нападавших еще отправились десятки веревок, судя по свечению, это тхармические артефакты. Вслед за этим Ван Боуле призвал пурпурного дракона из нефритового кулона, а также достал десятки шариков, которые могли превратиться в барьеры золотого колокола. И наконец он нацепил лично модифицированную им боевую перчатку. Он был полностью готов к бою. С более чем сотней тхармических артефактов его аура приобрела пугающий оттенок. Но все это не показывало той решимости, которой был преисполнен Ван Боуле. Пришел черед самого сильного козыря. Автоматоны! Очередным движением руки Ван Боуле извлек более сотни автоматонов, вставших перед ним плотным живым щитом. Шестеро преследователей с изумлением увидели, как на них подобной огромной волне наступает батальон автоматонов. Ван Боуле грозно заречал и вместе с Золотым Мурем Кровавого Отцы бросился вслед с духовным корнем восемь цуней. В этот момент он выглядел как человек, способный повелевать бурями очень грозно. С дороги! Духовный корень мой! Даже не пытайтесь увести его у меня! Те, кто находился на некотором отдалении, видели появление небольшой армии автоматона в боевом построении на стадии древних боевых искусств и рои брошенных дхармических артефактов. Выглядело это все крайне внушительно. Ли И вместе с остальными занервничала, у всех шестерых все внутри похолодело. Как справиться с таким количеством дхармических артефактов? Никто не ожидал от Ван Боуле такой решительности и того, что он без колебаний поставит все на карту. Ван Боуле «Ты спятил? Зачем выкладываться на полную? Это же не единственный духовный корень восемь цуней!» Не только ли И растерялась. Уфэнь, Цян Мэн, чернокожий юноша и остальные не могли понять, почему Ван Боуле так жестко отреагировал на их атаку. Эта растерянность породила в их душах сомнение и неуверенность, однако они не могли отдать духовный корень, который был практически в их руках. Уфэнь прикусил язык в атаку. Ли и остальные заскреждали зубами и тоже бросились в бой. Их техники культивации, тхармические артефакты, ядовитый туман и магические формации отправились навстречу огромному количеству тхармических артефактов и батальону автоматонов Ван Боуле. Раздавшийся грохот услышали все студенты четырех великих ДО Академий, находившиеся на месте событий. Пока оглушенные молодые люди хлопали глазами, веревки Ван Боуле уже работали в гуще сражения. При изготовлении Ван Боуле их серьезно модифицировал, первая пила кровавой циофании взорвалась, во взрыве была уничтожена созданная им ладонь. Тем временем летающие мечи под управлением силы магнетизма и Ван Боуле приближались к огненному кулону из нефритали и клинки были оснащены начертаниями самоуничтожения, поэтому после контакта с другим объектом они взрывались и наносили еще больше повреждений. С грохотом они удалились об огненный кулон до тех пор, пока он не сдался под их натиском, а в итоге взрывы невероятно быстрых мечей погасили силу кулона, однако тот не разбился, а просто отлетел назад. Что до десятков маленьких печатей, их целью был не чернокожий парень, Лефен или Ченлин и Атсяньмен. Ядовитый туман серьезно пугал Ван Боуле, получившийся от взрыва крохотных печатей ветер разогнал туман и явил множество ядовитых насекомых. Большинство самых опасных особей разорвало на части взрывом. Ван Боуле, это тхромические артефакты или бомбы? Гневно воскликнули ли и остальные. Все тхромические артефакты Ван Боуле были снабжены функцией самоуничтожения, что многие могли бы счесть подлым. В схватке один против шестерых он был вынужден прибегнуть к этой тактике. Предметы взрывались настолько быстро, а также на магические формации чернокожего парня. Их было слишком много, поэтому они не только погасили энергию от этих атак, но и бросились к сражающимся. Автоматоны были очень крепкие, к тому же они могли двигаться, будучи поврежденными. В таком хаотичном сражении молодые люди просто не могли не нервничать. Ван Боуле, защищенный десятью слоями барьера золотого колокола и пурпурным драконом, смог выдержать атаку своих оппонентов с обеих сторон. Во внезапном рывке он возник перед духовным корнем. Может уже уймётесь? По возвращении назад угощу всех ужином? Я забираю этот духовный корень, ладно? С добродушным смехом сказал Ван Боуле. С самого начала ему был нужен только духовный корень, он атаковал только для того, чтобы остановить Ли и других преследователей. Под прикрытием воцарившегося хаоса он напал на духовный корень. Духовный корень Восем Цуни был непростым противником, но его ранее уже успели ранить, к тому же его задело волнами от взрыва фортефактов. К этому моменту он демонстрировал признаки скорого распада. От удара Ван Боуле по всему телу духовного корня расползлись трещины. Чувствуя близость успеха, Ван Боуле с улыбкой ударил кулаком в грудь духовного корня, он был абсолютно уверен, что его цель разобьётся. Ли и остальные с тревогой смотрели на них. Внезапно в глазах чернокожего парня из филиала Академии Белого Оленя появился жестокий блеск. Он достал старинный компас с магической формацией и со всей силы надавил на него. «Тело! Печать!» Воскликнул он. Из компаса вырвался ураганный ветер. Волосы юноша с компасом растрепало. Духовная энергия в округе стала невидимым бурлящим океаном, который со всех сторон начал стекаться к Ван Боуле, словно собираясь «Контратаки» от этого парня он совершенно не ожидал. Вдобавок к этим дело не ограничилось. Несмотря на капающую сгуб кровь, парень с компасом низко проричал. «Магия!» «Печать!» Духовный цып отёк не Кван Боуле, а к центру компаса. Расходящаяся от него энергия нарушила связь между автоматонами и начертаниями их духовных заготовок. Автоматоны задрожали, а потом застыли, словно их парализовало. Пятеро других студентов, не теряя времени, не даром побежали к Ван Боуле. «Разве такое возможно?» Ван Боуле сделал глубокий вдох. Наличие силы для сражения с экспертом истинного дыхания не означало, что у него имелась их способность подавлять оппонентов одной силой давления. Поэтому он никогда не зазнавался или смотрел на лучших студентов других академий свысока, глаза Ван Боуле блеснули, золотой океан кровавого отца заборлил и столкнулся со сходящейся со всех сторон духовной энергией. От их столкновения золотое сияние Ван Боуле стало еще ярче, по всей округе прокатился грохот, ему удалось остановить печать. Не теряя ни секунды, Ван Боуле воспользовался заминкой, чтобы ударить духовный корень. «Давай!» Когда Ли И вместе с остальными добрались до них, духовный корень уже рассыпался на зеленый туман. Через кулак туман проник в тело Ван Боуле, где заменил духовный корень в семь цуней. В Дан Тяне теперь находился духовный корень длиной в восемь цуней. Ван Боуле радостно рассмеялся, потом быстро убрал оставшиеся артефакты с автоматонами в бездонный браслет и бросился бежать в противоположную сторону. «Давайте не будем драться!» «Братья и сестры, я, Ван Боуле, сдержу свое слово!» «После возвращения с меня ужин!» «Деньги не проблема, ведь я с факультета хромического оружия!» После того, как Ван Боуле у всех на глазах поглотил духовный корень, чернокожий парень с расстроенным вздохом убрал компас, отказавшийся дальнейшего участия в сражении. «Ван Боуле, да кого вообще волнует ужин?» В ярости закричала Ли И, но и она тоже остановилась. В своем негодовании она все же понимала, что случившееся нельзя обернуть назад. Им всем следовало принять потерю духовного корня, Офэнни весело улыбнулся. Циань Мэн скривилась и со свирепым огоньком в глазах посмотрела в спину удалявшемуся Ван Боуле. Все понимали, хоть Ван Боуле и украл у них духовный корень, за эту короткую схватку он показал всем, насколько был опасен в бою. В поединке один на один ни у кого из них не было против него шансов. Это понимали все. «Этот толстяк слишком силен! У него столько отхармических артефактов! Как вообще противостоять такому?» Ли Фэнни, Чэнь Лин и горько рассмеялись, переглянувшись они со вздохом отправились на поиски другого духовного корня длиной в восемь цуней. Дело не в том, что шестеро студентов не хотели драться с Ван Боуле, просто тот показал себя слишком хорошим бойцом. Более того, четыре великих дао-академии все еще оставались союзниками, поэтому последствия поединка насмерть могли быть крайне серьезными. В пользу прекращения конфликта говорил этот факт, что поглощенный духовный корень практически никак нельзя было забрать у носителя, если, конечно, не прибегать к каким-то особо жестоким методам. Однако практика этих методов находилась под запретом, между студентами четырех великих дао-академий никогда не существовало по-настоящему глубокой вражды. Поэтому мало кто был готов пойти на такой отчаянный шаг. Несмотря на борьбу за духовный корень, в ходе этой схватки Ван Боуле и шестеро претендентов в определенной мере сдерживали себя. Всем им пришлось задействовать свои козырения в полную силу в случае попадания те могли только ранить. Глядя на убегающего Ван Боуле, расстроенная шестерка студентов начала расходиться, чтобы начать поиски нового духовного корня в восемь цуней. Такие духовные корни встречались крайне редко. К счастью, в отличие от корня в девять цуней, их было больше одного. В архивах четырех великих дао-академий имелась любопытная статистика. Сначала открытие деревни истинного дыхания фиксировалось от пяти до десяти духовных корней в восемь цуней. Точное число варьировалось от вылазки к вылазке. Расследование Академии показало, что до открытия деревни большая часть духовных корней такой длины находилась в спячке. Только с открытием деревни духовные корни просыпались, причем никто не знал, по какому принципу определялось, какое количество пробудится в этот раз. Надо найти другой духовный корень в восемь цуней. С глубоким вздохом решила Леи. Как самая перспективная ученица дала Академии Белого Оленя, она хотела заполучить лучшие из возможных духовных корней. Вдобавок ее решимость подкрепила схватка с Джао Ямен. Покинув поле боя, она сразу же приступила к поискам. Может, не так уж и плохо, что Ван Гуоло украл духовный корень. Во всяком случае, он больше не будет бороться с нами за оставшиеся корни. Если так подумать, то боевое мастерство толстяка находится на каком-то запредельном уровне. После ухода Леи в головах остальных студентов появились похожие мысли. Чернокожие юноши из филиала Академии Белого Оленя Уфэнь, Цян Мэн разошлись в разные стороны, а Ле Фэн и Чэнь Лин И ушли вместе. Они видели достаточно, чтобы понять, что здесь учинил Джо и Сянь, а вот только им сейчас было не до этого, куда острее стоял вопрос поиска духовного корня восемь цуней. Вскоре вновь отсадилась тишина. Джо и Сянь буквально кипел от злости, а Ван Боуле увел духовный корень восемь цуней прямо у него из-под носа. После этого всё остальное потеряло для него значение. Несмотря на бушующую в душе ярость, он мог лишь бессильно стискивать кулаки, всё-таки сейчас он играл не на своей территории. После поглощения духовного корня в семь цуней Джо и Фань поднялся на ноги. Благодаря припасённым пилюлям и лекарствам Ван Боуле он более-менее провёл сатран. Он холодно взглянул на Джо и Сяня и шестерых его сообщников, которые бросали в его сторону настороженные взгляды. Не проронив ни звука, Ван отвернулся и пошёл прочь. Когда Джо и Фань скрылся за деревьями, шестеро студентов Дао Академии Белого Оленя с раздражением покачали головой. Они понимали, в ближайшем будущем с корнем длиной в восемь цуней и высокой боевой мощью Ван Боуле узнает ещё больше студентов четырёх великих Дао Академий. Ранее Ван Боуле слушали многие, но до этого момента это были лишь слухи. Ван Боуле над одними из лучших студентов произвела неизгладимое впечатление на находящихся в деревне истинного дыхания молодых людей. Со вздохом шестеро студентов подхватили молчаливого Джо и Сяня и тоже двинулись прочь. Глаза бегущего Ван Боуле ярко сверкали. Его сердце переполняли радость и восторг. Ха-ха! Духовный корень восемь цуней! Я достиг предела человеческих возможностей! Пробежав солидное расстояние, Ван Боуле наконец остановился. Последние события компенсировали полосу неудач в начале его поиска в деревне истинного дыхания. Теперь надо найти укромный уголок и там совершить прорыв на следующую ступень. Истинное дыхание! Ему уже не терпелось сделать последний шаг и стать практиком. Вновь двинувшись через лес, он пытался найти подходящее место для уединения. На значительной территории в деревне истинного дыхания нашлось место и густым лесам, и безлюдным горам. Ван Боуле планировал найти долину, выкопать там пещеру и в ней спрятаться. При виде горной цепи вдалеке у него заблестели глаза. Уже предвкушая, как он прославится после достижения стадии истинного дыхания, он побежал в сторону далёких горных пиков. Вскоре он обнаружил заросшую сорняком долину. Вокруг не души. С летающим мечом в руках он приступил к работе, насвистывая весёлую мелодию. Камень плохо поддавался, но Ван Боуле удалось за пять минут вырезать небольшую пещеру. «Отличное место!» Довольно результатом он убрал летающий меч и накидал камней перед входом, чтобы немного его замаскировать. С пакетиком в снеках в руках он уже хотел протиснуться внутрь, но тут почувствовал нечто странное. Осторожно обернувшись, он с удивлением обнаружил подкравшегося к нему человека, фигура неподвижно парила в воздухе в десяти метрах от Ван Боуле. Всё это время его шестое чувство молчало. Когда неизвестный подобрался слишком быстро, оно забило тревогу. «Кто ты?» Отскочив назад, приглушённо спросил Ван Боула. Только сейчас он сумел изглядеть незваного гостя получше. Им оказался безликий человек, в котором поблескивал духовный корень длинуя в девять цуней. Тот самый духовный корень, который он видел по прибытии в деревню истинного дыхания. Осознав, что его нашёл только духовный корень, а студентов в долине не было, Ван Боула с облегчением выдохнул. «Тебя разве не учили, что некрасиво подкрадываться к человеку, собирающемуся перекусить?» Ван Боула не ожидал беззвучного появления духовного корня, но видел он его не в первый раз. Многие студенты в деревне тоже замечали, как он приплывал мимо них высоко в небесах. К сожалению, никто не мог выбрать его в себя. Летавший над деревней безликий силуэт было проще заметить, ведь остальные духовные корни находились на земле. «Ладно, не понимаю, зачем я вообще с тобой разговариваю. Уходи, не мешай мне!» пробормотал Ван Боула, потеряв корни интерес. Уже собравшись влезть в пещеру, он внезапно замер, если бы пыцтом повернулся к парящему в воздухе духовному корню. «Девять суней! Неужто его и вправду нельзя поглотить?» Ван Боула несколько раз моргнул. С духовным корнем восемь суней в качестве основания он бы не стал сам искать корень на один сунь длиннее. Вот только тот самого нашёл. Лапуля в маске говорила о неких невообразимых преимуществах, которые даёт золотое тело. Это объясняет такую приливчивость духовных корней. К тому же тот, что был длиной восемь суней, по-своей воле побежал в мою сторону. После всего этого было бы ошибкой не попробовать поглотить духовный корень в девять суней. Ван Боула задумчиво почесал подбородок. Пока он колебался, духовный корень развернулся, собираясь лететь дальше. «Не будет лишним всё-таки попробовать». В нефритовой табличке Дао Академия не говорила, что попытка поглотить этот корень может закончиться смертью. Было только сказано, что это просто нельзя сделать. В глазах Ван Боула появился странный огонёк. Достав перчатку, он сорвался с места. Оттолкнувшись от волона, он взмыл воздух к духовному корню в девять суней и нанёс удар. «Девять суней, иди к папочке!» Ван Боула знал о невероятной силе этого духовного корня, поэтому вложил в удар всю свою силу, отчего Кравовый Цып пришёл в движение вместе с облачённым в перчатку кулаком. Перед ним образовалась буря, которая со свистом ударила в духовный корень. С момента принятия решений до атаки прошло всего одно мгновение, только духовный корень отвернулся, как на него налетел Ван Боула с ураганом, на всю округу прогремел взрыв. Казалось, будто духовный корень был невесомым. Благодаря урагану безликий силуэт ещё быстрее умчался в небо, наблюдая за улетающим духовным корнем, Ван Боула, не имея возможности долго оставаться в воздухе, приземлился и тяжело вздохнул. Как сладить с кем-то способным летать? Ван Боула хотел сдаться, но ему никак не давало покоя идея выбрать в себя духовный корень, поэтому он решил попробовать зайти с другой стороны. Его окружил ореол, который могло испускать только золотое тело, Кравовый Цып позади него принял форму разливающегося во всё стороны золотого океана, духовный корень резко остановился. «Работает!» Плохое настроение Ван Боула как ветром сдуло, всё потому, что духовный корень в девять сунь начал медленно поворачиваться. Из безликого силуэта ударила настолько холодная аура, что сердце Ван Боула пропустило удар. Глава сто шестая. Неукротимый духовный корень. В окружении леденящей ауры духовный корень резко пошёл на сближение. Прежде чем Ван Боула успел сфокусировать взгляд на нападавшем, тот уже оказался перед ним и ударил кулаком. Невероятная скорость! Сердце Ван Боула пропустило удар, а золотой океан Крава в отце стал барьером на пути духовного корня. Дрожащий Ван Боула не останавливаясь отступал так быстро, как мог. Только он успешно уклонился, как перед ним вновь возник духовный корень в девять суней, стоило его ноги коснуться камня, как тот разбился в дребезге, разметав каменную шрапнель во все стороны. Даже без особой силы такая скорость сделает его сильным соперником. Слегка задыхаясь, подумал Ван Боула. Он внефе скачал назад, закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Это ещё не уровень эксперта истинного дыхания. Как и я, эта штука находится на стадии укрепления пульса, но как на этой стадии он может быть настолько быстрым? Ван Боула сделал глубокий вдох, он думал, что уже достиг вершины стадии укрепления пульса, но духовный корень в девять суней быстро развеял это заблуждение. Против такой скорости невозможно драться, надо придумать, как замедлить его. Излучение золотого тела прекратилось, ранее во время побега от толпы духовных корней Ван Боула провернул похожий трюк, утихомерил золотое тело. Этот корень не стал исключением. Стоило Ван Боула прекратить рассылать излучение золотого тела, как духовный корень, испускавший до этого леднящую ауру, успокоился. Отвернувшись от Ван Боула, он взмыл в воздух и медленно поплыл прочь. Это позволило Ван Боула сделать неожиданное открытие. Излучение золотого тела и его отсутствие влияло на поведение духовного корня. Моргнув, он вновь окружил себя сиянием золотого тела и бросился в атаку. Почувствовав аманацию золотого тела, духовный корень резко обернулся и опять начал испускать холодную ауру. Он кинулся к Ван Боуле даже быстрее, чем в прошлый раз. Его рука была нацелена на шею Ван Боуле. Духовный цив окружения пришел в движение, закружившись в водоворот, который пригвоздил Ван Боуле к месту. От такой скорости у Ван Боуле слегка расширились зрачки, однако в этот раз он был готов. Поглощающая семечка ударила мощные силы притяжения, поменяв траекторию руки духовного корня. Когда руку оплела сила притяжения, корень на мгновение застыл. В этот же миг глаза Ван Боуле сверепо сверкнули, и он молниеносно выбросил руку в перчатки вперед и схватил духовный корень за запястье. Заломив руку противника, Ван Боуле с размаху ударил левой ногой ему в живот, мощный удар отбросил духовный корень назад, воспользовавшись шансом, Ван Боуле задействовал кровавые ци и инерцию от удара, чтобы вырваться из водоворота духовного ци, после чего отступил на несколько дюжин метров. Он даже не взглянул на немевшую от удара левую ногу, всё его внимание было сосредоточено на духовном корне. В попытке схватить меня, он попытался меня поймать в ловушку с помощью духовной энергии из окружения. Не без удивления, подумал он. Очень похоже на технику Джао Юмен, вот только она использует магические формации. Очевидно, этот духовный корень тяготеет к техникам факультета боевых искусств. Но оправдано ли это в качестве тактики ведения боя? Сердце Ван Буэлэ бешено колотилось, пока он анализировал ситуацию. Ранее ректор упомянул, что с высокой долей вероятности все духовные корни истинного дыхания это сущности, похожие на семена, которые символизируют квинтис-санкцию выживших загадочной цивилизации. Следуя этой логике, в цивилизации с населением, состоящим из практиков совершенно разным врожденным талантом, должны быть как сильные, так и слабые духовные корни. Это полностью объясняет существование духовных корней и в один цунь, и в девять. Если принять духовный корень в один цунь за рядового практика, то не будет ли являться корень длины в девять реинкарнации элитного эксперта мира цивилизации и практиков? Совладать с этим корнем так сложно из-за его скорости и умения манипулировать духовной энергией. Если раскусить, как он это делает, тогда мне, возможно, удастся его уничтожить. Пока в голове ван Буэлэ проносились все эти мысли, духовный корень, отброшенный ударом ноги, остановился в тридцати метрах и посмотрел на своего противника. Ван Буэлэ встретил его взгляд, духовный корень медленно поднял руку и молниеносным круговым движением вновь привел в движение духовную энергию в округе. Его стараниями энергия в долине закрутилась в невидимом вихре. Услышав пронзительный свист, ван Буэлэ прищурился. В прошлый раз духовная энергия закрутилась в вихрь и поймала его в ловушку. В тот раз это застало его врасплох, но сейчас у него появился шанс получше все рассмотреть. Духовный корень проделал все это с помощью неизвестной техники кровавого ци, однако он не до конца разобрался, как именно тот это сделал, поэтому начал отступать, намереваясь набрать между ними дистанцию. При виде ретирующегося ван Буэлэ духовный корень поднял кулак и ударил в него кулаком прямо через пустое пространство между ними. Все произошло в нескольких сотнях метров от него. В эпицентр урагана духовной энергии, отчего сконцентрированная в одном месте энергия разлилась во все стороны, покатившись на ван Буэлэ настоящей волной. Он и такой умеет! Ван Буэлэ поменялся в лице. Он попытался защитить себя тхармическими артефактами, но ощущение было такое, будто в него с грохотом ударила океанская волна. Брызнула кровь. Ван Буэлэ вынужден отступить еще дальше, вот только духовный корень кипя жажды убийства не собирался сбавлять натиск. Крутанув рукой еще раз, он собрал духовную энергию и отправил ван Буэлэ очередную волну. Задыхаясь, ван Буэлэ обратился в бегство, правда в его глазах не было ни намека на панику. Духовный корень трижды атаковал одним и тем же трюком. В первый раз он успел только удивиться, во второй кое-что понять, к несчастью, в третьей ван Буэлэ внимательно наблюдал за противником, но так и не смог понять механику его техники. Тем не менее, благодаря чувствительности к духовной энергии он пришел к любопытному выводу. Создание бури и последующее усиление эпицентра провоцирует ее разрушение. Техника по созданию волн такое ощущение, что для него духовная энергия всего лишь морская вода. Скорость духовного корня тоже не осталась без внимания. Его скорость тоже связана с влиянием на духовную энергию. Радостно понял он. Туман в голове ван Буэлэ наконец прояснился, сердце затрепетало в груди. Манипуляции корнем духовной энергии открыли для ван Буэлэ новую дверь к пониманию того, как вести бой. Вот только сделанный вывод не помог раскусить технику, которую использовал духовный корень. Но для ван Буэлэ куда важнее была не техника, а общее понимание. Вряд ли он сможет в точности воспроизвести ее, с другой стороны скопировать ее можно и другим способом. Когда духовный корень пошел в атаку, глаза ван Буэлэ блеснули. Поглощающая семечка сделала из правой руки готовую развернуться черную дыру. Подобно невидимому океану духовная энергия потекла прямо к его правой руке. Ван Буэлэ с громким ревом поднял руку и ударил ей вверх. Собранная духовная энергия была выброшена вовне, стена, сотканная из этой энергии была воздвигнута на пути приближающегося духовного корня. Раздался треск, когда кулак корня, стену. В результате удара он был отброшен назад, ван Буэлэ хотел броситься следом, но корень был слишком проворным. Тот уже находился в нескольких сотнях метров от него. При виде такой скорости ван Буэлэ занервничал, в этом бою многое было поставлено на карту. Древние боевые искусства можно практиковать и в такой манере. Моё поглощающее семечко может только притягивать, если я хочу добиться обратного эффекта, то придется полагаться над хромические артефакты. В определенной степени я могу воспроизвести технику, которую использует духовный корень. Духовный корень вновь хотел кинуться на ван Буэлэ, как вдруг тот поднял руку в восстанавливающем жесте. Одновременно с этим он перестал спускать эманации золотого тела. Постой. Дай-ка переварить все это, а потом продолжим. Ладно? Глава 107 Но своротишь. Когда ван Буэлэ отозвал эманации золотого тела и поднял руку в характерном жесте, духовный корень тут же остановился. Его леденящие ауры как не бывало, потеряв к ван Буэлэ интерес, он развернулся и полетел горам вдалеке. Если он улетит, как мне потом найти его? С беспокойством подумал ван Буэлэ. Пока он ломал голову над этой проблемой, духовный корень пролетел сквозь холм и уже с другой стороны умчался в небо. Уведенное поразило духовный корень в ловушку, он сел в позу лотоса и принялся вырезать на чертани на радужном духовном камне. Что до перехода со ступени древних боевых искусств, ван Буэлэ мог об этом не беспокоиться. Сейчас он хотел попробовать победить и поглотить духовный корень в девять цуней. Если так подумать, духовный корень в девять цуней уж очень силен. Так откуда же взялись люди, которые заявили, что его нельзя сделать своим духовным корнем? Как они вообще довели его до состояния, когда его можно было поглотить? Размышляя над этим, ван Буэлэ вспомнил о том, что после обретения истинного дыхания оставалось небольшое временное окно перед тем, как человека выбрасывало наружу. Тогда-то практик мог подавить этот духовный корень и попытаться вобрать его в себя. Даже если одному практику истинного дыхания такое было не по плечу, несколько человек с похожей культивацией и грамотно подобранный момент могли одолеть в бою духовный корень в девять цуней. Если всё так, как я думаю, то в прошлом четыре великих до академии должны были организовать несколько нападений на духовный корень, чтобы получить представление о его боевых возможностях. Однако, почему я ничего об этом не слышал? Последняя мысль мелькнула у него в голове подобно яркой вспышке. Отложив размышления на потом, он сосредоточился на начертаниях. «Для втягивания могу использовать поглощающее семечко, но для выброса придётся полагаться на начертания». С новой информацией Иван Буэлэ покрепче сжал духовный камень и приступил к делу. За следующие три дня в деревне истинного дыхания выросло количество людей с духовными корнями в семь цуней, из-за этого зона поиска в корней длиной восемь цуней стала ещё больше. Тем временем, растрепанный Иван Буэлэ в одной безлюдной долине с радостью разглядывал перчатку на правой руке. Поработал на славу! Теперь эта перчатка усилена целой кучей радужных духовных сготовок. Вдобавок, я серьёзно подкорректировал начертания. Иван Буэлэ немного успокоился и активировал поглощающие семечко. Из перчатки тут же повеяло силы притяжения. Прежде чем духовная энергия успела сконцентрироваться на ладони, Иван Буэлэ стиснул пальцы и ударил перед собой, кулак при этом окружило чёрное свечение. Ошеломительный удар обрушился на облако невидимой духовной энергии, превратив её в ураган, который был очень похож на ураган духовного корня в девять суней. Пространство перед Ван Буэлэ искривилось, а на земле появились трещины. Выглядело это довольно впечатляюще. Удалось! С радостным смехом прокричал Ван Буэлэ небесам. Улучшение перчатки поднимало силу формируемого в ней урагана и трансформировало её в удар, который сталкивался с собирающейся духовной энергией. Чем сильнее и быстрее будет Ван Буэлэ, тем мощнее станет удар перчатки, а значит результат столкновения его силы и духовной энергии будет ещё более разрушительным. К сожалению, улучшение добавило перчатки один из ян. Ей придётся проводить силу, которую должен поглотить Ван Буэлэ, из-за чего в один момент она может просто не выдержать и рассыпаться на части. Ван Буэлэ знал об этом недостатке, поэтому он нанёс снаружи начертания, которые могли помочь выдержать дополнительную нагрузку. Эта процедура повысила силу артефакта, несмотря на некоторые ограничения, в данный момент перчатку можно было считать крайне мощным оружием. Вот почему понимание это самое главное. Ван Буэлэ гордор смеялся. Надо найти духовный корень в девять суней и ещё раз попробовать с ним сразиться. Подавив порыв незамедлительно броситься на поиски, он сел в позу лотоса и дал волю золотому телу, не забыв выплеснуть наружу кровавой цы. Поглядим, смогу ли я завлечь его сюда. Если план не сработает, то придётся отправиться искать на своих двоих. Ван Буэлэ принялся ждать, спустя час духовный корень так и не появился. Ван Буэлэ вздохнул, когда он уже хотел сдаться, в небе вдалеке показалась крохотная фигура. Вместе с ней к нему приближалось давление, которое образовалось из-за её влияния на духовную энергию. Я смог заманить его сюда? Ван Буэлэ был приятно удивлён. С прибытием духовного корня ожила поглощающая семечка. Духовная энергия тотчас потекла к перчатке Ван Буэлэ. Её тут же окружил чёрный риол, и Ван Буэлэ нанёс удар. В мгновение ока под влиянием поглощающей силы и удара кулака образовалась волна духовной энергии, которую духовный корень создавал в прошлой схватке. Только на этот раз её создателем был Ван Буэлэ. Поднялся оглушительный грохот, духовный корень задресло, к тому же он был отброшен назад на несколько сотен метров. Заметив, что корень на земле не двигается, Ван Буэлэ с хохотом бросился к нему. Больше он не собирался пассивно сносить его удары, теперь он сам перешёл в атаку. Пока он мчался к духовному корню, тот внезапно ударил ногой по земле. Вместо того, чтобы воспользоваться импульсом от получившегося из внутрясения для рывка вперёд, духовный корень остался на месте. Благодаря вибрации поднялась мощная волна с корнем в самом её эпицентре. Волна затронула духовную энергию в округе, сложно сказать, что именно произошло, но вибрация, использовав духовную энергию как канал, перекинулась из земли в воздух. Как будто на вибрацию распространилось действие теории электропроводимости. Она разошлась во все стороны, раскалывая камни, разрывая деревья на части, Ван Буэлэ тоже стрясло. Все его внутренности пронзила сильная боль, хоть его и задело, он был готов к чему-то подобному. С Диким Орёвом он жал руку в перчатке в кулак и привёл в действие ранее нанесённые начертания. Вместе с выплеском поглощающей силы семечка он обрушил на землю свой кулак. Стоило ему ударить, как земля дрогнула, звук удара вышел не очень сильным, но грохот от столкновения друг с другом волн духовной энергии вышел довольно громким. Хм, я выучил ещё один трюк. Должно быть, вот так сражаются люди на стадии древних боевых искусств. Может, у меня не нет твоих навыков, но у меня есть хармические артефакты. Ван Буэлэ буквально горел желанием сражаться. Он пошёл на лобовое столкновение с духовным корнем, послышались хлопки и грохот. Ван Буэлэ духовный корень обменились сотнями ударов, причём каждый из них так или иначе влиял на духовную энергию вокруг них. Каждый из них манипулировал духовной энергией в атакующих целях. В ходе схватки Ван Буэлэ постепенно преисполнялся уверенности и отточивал свой контроль над духовной энергией. В округе не было ни одного свидетелей их поединка, если бы кто-то увидел, что творилось в долине, он бы ни за что не поверил своим глазам. Сложно поверить, что бойцы находились только на стадии древних боевых искусств. Любой сторонний наблюдатель принял бы их за экспертов истинного дыхания. В ходе схватки духовный корень всё чаще отступал, да и сама фигура постепенно размывалась. Несмотря на усталость, боевой дух Ван Буэлэ был как никогда высок, он заметно продвинулся в области боевых техник, тем самым подняв свою общую боевую мощь. Желание поглотить духовный корень служило отличным стимулом. Вне зависимости от того, сможет ли он поглотить корень или нет, он никогда себе не простит, если хотя бы не попытается. Особенно если учесть, что золотое тело создавало такой сильный резонанс с духовным корнем, это вполне могло означать, что его можно поглотить. Чувствуя скорую победу, Ван Буэлэ громко взревел и вновь кинулся на противника. После каждого их столкновения на духовном корне появлялось всё больше трещин, которые не только расползались дальше, но и становились глубже. В конечном итоге из тела Ван Буэлэ начал исходить кровавый цы, из-за чего его окружил золотой ореол. От очередного удара духовный корень задрожал и располз на части, вот только в результате получился не зелёный, а серебряный туман. Этот туман явно отличался от остальных, он был заметно плотнее, к тому же в нём особенно ярко чувствовался духовный аспект. Ван Буэлэ быстро поглотил его. Серебристый туман сконцентрировался в области Дантяне, там, где находился духовный корень восемь цуней. Ван Буэлэ занервничал. Облачко серебряного тумана почему-то не стало меняться местами с корнем восемь цуней, словно он презирал его. Сделав несколько кругов, туман развернулся и попытался покинуть тело. Взгляд Ван Буэлэ посуровел. Проклятье! Я ни слова не сказал, хоть ты достался мне с рук, но тебе хватило наглости ещё нас вратить! Глава сто восьмая. Духовный корень в девять цуней. Серебряный туман быстро покинул область Дантяне растерженного Ван Буэлэ, словно у того не было ни физической печати, ни укрепления пульса. Подобно извивающемуся дракону, он прошёл сквозь его тело и наполовину высунулся наружу. Обычные эксперты на ступени физической печати могли закрыть все поры в теле, дабы не позволить духовной энергии вытечь наружу. А те, кто находился на укреплении пульса, могли превращать тело в непроницаемую стену и полностью изолироваться от внешней среды. Несмотря на это, удержать Серебряный туман было очень трудно. На самом деле прошлые попытки попытавшихся выбрать духовный корень провалились именно на этом моменте. Серебряный туман мог игнорировать физическое тело. Как бы человек не пытался удержать его, он все равно мог пройти сквозь плоть. Чувствуя, как ускользает Серебряный туман, Ван Боулэ занервничал. «Вернись!» — негромко потребовал он, поглощающая семечко внезапно ожило, его невероятная сила притяжения вновь затянула Серебряный туман обратно в тело. «Займи место другого корня и стань уже наконец моим!» — провечал Ван Боулэ. Втянутый в тело Серебряный туман вновь закружился вокруг духовного корня восемь цуней, как и в первый раз он демонстрировал явное презрение к Ван Боулэ. После нескольких кругов он вновь попытался улизнуть, Ван Боулэ не мог позволить ему уйти. Не желая оставлять все на волю судьбы, он вновь использовал силу притяжения семечко, чтобы в третий раз поглотить Серебряный туман. «Я не позволю тебе уйти! Не в этой жизни! Однажды, войдя в дверь дедушки Вана, обратной дороги нет! Смирись со своей судьбой!» — закричал Ван Боулэ, гордо погладив живот. Похоже, Серебряный туман начал терять терпение. Вместо формы извивающегося дракона он рассыпался на большое облако тумана и попытался просочиться через поры в теле. Ого! Кто-то хочет поиграть! Хоть Ван Боулэ и был удивлен, он сразу же попытался подстроиться под новую тактику тумана, послышался едва слышный гул, и тело окружил золотой ореол, который стал вторым рубежом обороны после физического тела. Расползающийся туман тут же натолкнулся на золотой ореол Ван Боулэ. Сколько Серебряный туман не бил со свечения, ему так и не удалось пробиться через золотое тело Ван Боулэ. После всех усилий я наконец наложил на тебя руки, и теперь ты пытаешься сбежать? Ван Боулэ радостно рассмеялся. Нет уж дудки! Сегодня добьюсь от тебя покорности, хочешь ты того или нет! Ван Боулэ с силой ударил себя по животу. Внезапно его посетила странная мысль относительно его тона и отношения к Серебряному туману. Почему мне кажется, будто я пытаюсь склонить девушку к проституции? Хотя нет, надо посмотреть на ситуацию под другим углом. Я пытаюсь заставить его подчиниться, вернуть на путь истинный! Эта мысль немного успокоила Ван Боулэ. Теперь он думал, что действительно делал духовному корню одолжение, поэтому он продолжил держать туман золотым телом и силой притяжения поглощающего семечка. Туман не только оказался запертым в теле Ван Боулэ, но и опять начал кружить вокруг корня восемь цуни под влиянием силы притяжения. Каждый раз, когда тот пытался вырваться, Ван Боулэ придавливал его силой притяжения в попытке заставить покориться. Серебряный туман не хотел уступать, даже под таким давлением он всё равно сопротивлялся, постоянно перетекая с места на место, он отказывался подчиниться. Такое упрямство подливало масло в огонь ярости Ван Боулэ. «Ладно, ты не трус, признаю, но ты действительно думаешь, что у меня нет способа приструнить тебя, корешок!» уверенно заявил Ван Боулэ. Он резко развернулся на пятках и побежал к пещере, заслонив вход в пещеру предварительно собранными камнями, а он сел в позу лотоса и глубоко вдохнул. «Я не стану заменить старый корень! Вместо этого я просто соединю вас напрямую!» Неграмко сказал Ван Боулэ и отозвал весь кровавый ц. Даже золотой ореол вернулся обратно в тело, это было сродни компрессии и кровавого отца. Таким образом, он получил нечто вроде печати. Более того, больше тела Ван Боулэ не окружал золотой ореол, однако всё ещё можно было увидеть свечение под кожей, пусть и сильно потускневшее. Благодаря компрессии тусклое золотое свечение кровавого отца постепенно сужалось кольцом вокруг духовного корня, словно уменьшающаяся мембрана, она оттеснила серебряный туман к концу духовного корня в восемь цуней. Компрессия была невероятно сильной, к тому же из-за золотого свечения серебряный туман не мог растечься по телу. Ивана сильно присоединили к духовному корню, полностью лишив способности двигаться. Единственное направление, куда он мог двигаться, был духовный корень восемь цуней. Этот метод Ван Боулэ специально держал на крайний случай. После такой компрессии у тумана не оставалось другого выбора, кроме как связать себя с духовным корнем восемь цуней. На этом этапе их противостояния Ван Боулэ не собирался останавливаться, наоборот, продолжал усиливать давление на серебряный туман. Сужающаяся мембрана постоянно давила на туман, отчего послушался едва различимый треск. «Если ты и дальше будешь артачиться, я никогда тебя не выпущу, даже если мне придется тебя уничтожить!» Ван Боулэ утробно зарычал и увеличил силу компрессии. Кто-то другой на его месте никогда бы не смог такое проделать, но Ван Боулэ обладал золотым телом и мог с его помощью и при поддержке кровавого отца создать печать. Этим он отличался от остальных. В результате серебряный туман был загнан в угол, после еще нескольких бесплотных попыток вырваться он нехотя начал соединяться с духовным корнем восемь цуней. Наконец, Ван Боулэ смог с облегчением выдохнуть и утереть плацалба. Он был очень рад, что туман наконец решил уступить. На самом деле использованный метод был очень рискованным, поэтому он мысленно готовил себя к последствиям в случае неудачи. К счастью, пока все шло по плану, Ван Боулэ невольно задумался о том, что никому до него не удалось покорить этот своевольный духовный корень в девять цуней. От радости его слегка затрясло. Девять цуней! Я вот-вот получу духовный корень, которого нет ни у кого! Я, Ван Боулэ, действительно человек необычайных качеств. Даже корень в девять цуней хочет остаться со мной. Вполне понятный выбор, корешок. Хороший мальчик! Ван Боулэ уже чувствовал себя на один шаг ближе к креслу президента федерации, его глаза нетерпеливо блестели, пока серебряный туман соединялся с духовным корнем восемь цуней. Словно получив дополнительную подпитку, духовный корень медленно рос восемь целых две десятых восемь целых три десятых цуня. После соединения с серебряным туманом духовный корень вырос с восьми до девяти цуней. Ван Боулэ вовсе горло расхохотался, немного успокоившись, он начал медитировать в позе лотоса. Ему уже не терпелось пробиться на стадию истинного дыхания, использовав в качестве фундамента духовный корень в девять цуней. Сам по себе прорыв не представлял особой сложности. Помещенному в дань тяне духовному корню достаточно было позволить пустить корни через меридианы в теле, таким образом рождались духовные меридианы. С ними значительно возрастала скорость поглощения духовной энергии, однако куда больше значения люди придавали способности манипуляции структурой духовной энергии для использования заклинаний. Эта возможность появлялась после полной интеграции духовных меридианов с телом. Прорастание духовного корня в меридианах даровало способность использовать магические техники. Подобно прыжку карпа через врата дракона, человек становился практиком истинного дыхания. От длины духовного корня зависело, сколько меридианов будут заменены на их духовные аналоги. Духовный корень в один цунь создавал всего 9% духовных меридианов, с корнем длиной 8 цунь и 80% всех меридианов заменились на духовные. 90% духовных меридианов! Ван Бо Лес энтузиазмом инициировал прорыв, как вдруг горный пик в самом центре деревни истинного дыхания, который появился в результате падения самого крупного фрагмента меча из космоса, внезапно задрожал. Глава 109 Жажда убийства древней лампы Гора располагалась в запретной части деревни истинного дыхания. Практикующие древние боевые искусства не могли туда попасть, если же какой-то смельчак все же решался туда зайти, его ждала гарантированная смерть от магнитного поля. Только практики на стадии истинного дыхания могли недолго находиться там. Поскольку никто еще не совершил прорыв, с момента открытия деревни туда еще не ступала нога студента. Однако в районе горы находились люди, они наблюдали за горой издали, словно пришли сюда на паломничество. Дрожь горы привела их в замешательство, пока молодые люди пытались понять, что происходит, гора задрожала еще сильнее, а потом на ней вспыхнули и замерцали мириады рон. Из чрева горы во все стороны ударили лучи света, озарив небо, издалека зрелище особенно завораживало, казалось, свет залил небо и землю. Неважно, в какой части деревни находились студенты четырех великих дау-академий, все могли видеть свечение горы. На лицах многих проступило непонимание. Это еще что такое? Что происходит? Может, кто-то пробился внутрь? Сияние было чрезвычайно ярким. Даже в воздушном порту ректоры четырех дау-академий и прибывшие с ними практики оздачно посмотрели на свет, бьющие с деревней истинного дыхания. Что бы это могло быть? Такого никогда раньше не случалось. Четыре ректора вскочили со своих мест и с тревогой посмотрели на деревню. Даже они не особо понимали, что именно произошло. Это непонимание породило в их сердцах беспокойство. Внутри находилась элита их учебных заведений. Каждый из них считался гордостью дау-академий, поэтому им не хотелось терять ни одного из посланных туда студентов. Им даже думать не хотелось, какой серьезный удар по ним нанесет потеря кого-то из лучших студентов, подававших самые большие надежды. По мнению руководства академий, эта горстка молодых людей в будущем должна была многого добиться. По этой причине ректоры, оценив ситуацию, незамедлительно связались через нефритовые таблички со своими верхними академиями, чтобы эти начали подготовку спасательной операции, если такая потребуется. Пока снаружи деревни истинного дыхания царила атмосфера нервозности, студенты внутри тоже беспокойно вздыхали. Все ломали голову относительно причин происходящего. Некоторые прекратили поиски духовных корней, решив покинуть деревню после прорыва на стадию истинного дыхания, большинство из них имели духовные корни менее четырех цуней. Те, кто обладал корнями в шесть-семь цуней, даже не думали о прорыве, несмотря на странный феномен. Найду корень восемь цуней и совершу прорыв. Разные люди, разные решения. Тем временем в глубине горы, образовавшиеся из фрагмента упавшего из космоса, скрывались руины, куда с момента открытия людьми деревни не ступала нога человека. Среди руин находилось неисчислимое множество скелетов и статуй. По останкам уже почти истлевших старинных нарядов мертвецов можно было предположить, что они жили в далеком прошлом. Статуи же были одинаковыми, с тремя головами каждая. Некоторые презрительно смеялись, другие застыли с яростными гримасами, а некоторые плакали. Эти шестиметровые спалины напоминали солдат. Их черные тела резко контрастировали с окружающими руинами. Практически все статуи были повреждены в той или иной степени. Судя по положению скелетов, они сражались с этими черными гигантами, однако в конечном итоге все полегли в бою. Только статуя на самом краю поля боя выглядела практически целой. Вот только во лбу статуи торчало копье, чье острие выходило из затылка. На ее правой руке висела давно потухшая масляная лампа, как вдруг по неизвестной причине в ней внезапно вспыхнул язычок пламени. Пламя было совсем слабым, словно могло погаснуть любой момент. В крохотном язычке пламени появился едва различимый силуэт пурпурного цвета. В момент его появления статуи раздался безжизненный и бесстрастный голос, эхом прокатившийся через руины. «Обнаружен абсолют, уничтожить, поглотить!» Каждое слово давалось голосу с большим трудом. Похоже, неисцелившиеся раны слишком долго разъедали его. Пурпурный силуэт в язычке пламени лампы, висящую статуей на руке, внезапно открыл глаза и покинул огонь. Стоило ему это сделать, как все его тело окутало риол пурпурного света, им оказался мужчина с бесстрастным выражением лица и длинными волосами, напоминавшими струящуюся воду. Облаченный фиолетовую броню, он излучал пурпурный свет всем своим телом, его доспехи с немыслимой скоростью проржавели и развалились на части. Пурпурный риол тоже быстро потускнел, даже тело мужчины начало разлагаться, пока от него не осталось лишь слабое пурпурное свечение. Свет странно мерцал, словно должен был вот-вот исчезнуть. Его первоначальный облик был мимолетным отблеском давно потускневшей славы, ныне он безвозвратно угас, подобно пламени лампы. Когда 99% пурпурного свечения рассеялось, оставшийся тусклый огонек стабилизировался и резко сорвался с места, словно хотел сбежать. Прежде чем он успел выбраться наружу, гора, образовавшаяся вокруг космического фрагмента засияла еще ярче, частота мерцания рун увеличилась, породив подавляющую силу. Пурпурный огонек тоже замерцал, словно невидимая сила хотела уничтожить его. Померкнув еще сильнее, ему удалось финальным рывком вырваться из области действия подавляющей силы, а потом исчезнуть. Возник он уже высоко в небе над деревней истинного дыхания, после побега из горы он дестабилизировался. Гора тем временем продолжала сиять, находящиеся на ней руны все еще мерцали, да и подавляющая сила никуда не делась, она начала расходиться во все стороны, не желая отпускать пурпурный огонек. В ходе борьбы с этим давлением сияние огонька еще сильнее потускнело, однако его скорость никак не пострадала. Определив необходимое место, он умчался туда с головокружительной скоростью, он направился к горе, где медитировал Ван Боуле. Обнаружен абсолют, уничтожить, поглотеть! Пурпурный огонек достиг нужной горной цепи за одно мгновение, не сбавляя скорости, он ударил в гору, пылая колоссальной энергией. Ван Боуле сидел в вырезанной им в скале пещере, после интеграции с туманом духовный корень в его теле поменял цвет зеленого на серебряный. Выросшие из него корни оплели поглощающие семечко, а потом распространились по всему телу, проникнув во все меридианы. Процедура была совершенно безболезненной, к тому же она успокоила разум и сердце. Подобно стремительной эволюции, такая трансформация не могла принести ничего, кроме радости. Ощутив распространение духовного корня по телу и изменение 70% меридианов, Ван Боуле пришел в восторг. Его чувствительность к духовной Ван Боуле мог сравнить духовную энергию с холодным воздухом зимой, а ранее он как будто носил одежду. Хоть он и мог чувствовать холод, ощущения были слегка смазанными. Сейчас же он чувствовал себя так, будто сорвал одежду и наконец мог по-настоящему почувствовать леденящий ветер и холодный воздух. Теперь все ощущалось совершенно иначе. Очень удачная метафора. В процессе прорыва Ван Боуле находился в сознании, он заметил, что духовный корень проник в 80% меридианов, а потом распространился еще дальше. Как только завершу прорыв, надо будет взглянуть на ту гору фрагмент. С радостью подумал Ван Боуле, когда трансформировались 90% меридианов. Реакторы Дау Академия хорошо ко мне относятся. С моей стороны будет невежливо вернуться из этой вылазки с пустыми руками. Постараюсь взять с собой побольше ценностей. Ван Боуле переполняли радость и нетерпение, прорыв был близок к завершению, как вдруг произошло нечто неожиданное. Глава 110 Извержение поглощающего семечка Неописуемое чувство опасности, словно океанская волна, затопило все естество Ван Боула. Как если бы перед ним отворились врата на тот свет, откуда к пламени его жизни потянулась рука смерти. Что за черт? Он еще не успел открыть глаза, а мозг уже работал на пределе возможностей. Его посетило чувство, будто приближался ураган, способно уничтожить все на свете. И этот ураган хотел не только уничтожить его тело, но и душу. У него в ушах раздался холодный шепот. Обнаружен Абсолют Уничтожить Поглотить Поглотить Голос был плохо различим, да и чувство опасности возникло слишком внезапно. Ван Боуле не успел сообразить, что именно происходит, как вдруг в его пещере прогремел взрыв. Гора, в которой медитировал Ван Боуле обрушилась, каменные осколки разлетелись во все стороны. Все его тело пронзило острая боль, когда в него ударилась сила, способная сносить горы и опрокидывать моря. Изо рта брызнула алая кровь. Ван Боуле словно тряпичную куклу с огромной силой швырнула в сторону. Боль была просто неописуемой. Прежде чем Ван Боуле понял, что произошло, его швырнуло в воздух. В ушах звенело. Он с трудом разлепил глаза, но не увидел ничего, кроме пурпурного свечения, которое заслонило ему весь обзор, а также окутало его самого. В следующий миг его пронзила страшная боль, еще никогда в жизни ему не было так больно. Ван Боуле пронзительно закричал. Казалось, каждая частичка его плоти горела, словно его опустили в концентрированную кислоту. От чудовищной боли Ван Боуле начал тереть рассудок, тело Ван Боуле парило в воздухе в окружении пурпурного свечения. Выглядело оно как большая пасть, готовящаяся проглотить его, тело Ван Боуле усыхало, причем это было видно невооруженным глазом. Еще немного его жизнь оборвется, но тут загадочная черная субстанция, которая соединилась со золотым телом, попыталась не дать пурпурному свечению поглотить его. Именно она встала на пути загадочного света. Тем временем сияние рун на горе-фрагменте стало еще ярче. Вместе с сиянием по экспоненте росло и излучаемое им давление. Все это позволило затуманенному разуму Ван Боуле на мгновение проясниться. Он не знал, кто желал ему смерти и почему оказался в таком состоянии, но одна мысль оставалась неизменной. Он не хотел умирать. Хочешь поглотить меня? Но уж нет. Это я поглощу тебя! От боли накатывающейся подобно штормовому прибою Ван Боуле кричал во все горло. Он дал волю поглощающему семечку и стал черной дырой, которая принялась засасывать пурпурное свечение. Это показывало жестокую сторону его характера, он был жесток по отношению к врагам, но еще больше к себе. Осознав, что из лап пурпурного свечения не спастись, он перестал думать о бегстве. В голове осталась только одна мысль поглотить пурпурное сияние. Посмотрим, кто кого сожрет! Я никогда не сдаюсь! Не прошло и секунды, как пурпурное свечение замерцало. Если бы оно не потускнело еще внутри горы, то в мгновение око поглотило бы Ван Буоле, но во время побега из чрева горы огоньку пришлось пробиваться через чудовищное давление, поэтому сейчас он находился в крайне ослабленном состоянии, а значит не имел большей части силы. В попытке пожрать Ван Буоле против свечения выступила загадочная черная субстанция в теле Ван Буоле, а поглощающая семечка Ван Буоле была чем-то совершенно уникальным. В результате сила притяжения медленно затягивала пурпурное свечение в тело Ван Буоле. Его лицо исказило жуткая гримаса, пурпурное свечение ослабло настолько, что тончайшие лучи стали похожи на фиолетовые нити. Часть из них уже находилась в теле Ван Буоле, другая часть все еще оставалась снаружи, извивающиеся и пытающиеся спастись нити со стороны выглядели так, будто Ван Буоле покрывали фиолетовые волоски. Он стал похож на какое-то сверхъестественное создание. Пурпурные нити пытались вырваться из цепкой хватки поглощающего семечка, вот только Ван Буоле в этой критической ситуации, несмотря на застилающие разум безумия и звериные инстинкты, понимал, что этого врага нельзя отпускать. Если пурпурный свят сбежит, то обязательно вернется в будущем в очередной попытке поглотить его, а значит это была их первая и последняя схватка. Сейчас нельзя было отвлекаться. Пытаешься смыться? Пока я здесь никуда ты не пойдешь! Посмотрим, как тебе понравится у меня внутри! Проревел Ван Буоле, кидая все силы в поглощающее семечко в надежде усилить силу притяжения. От возросшей силы притяжения даже серебряный духовный корень в девять суньи внутри Ван Буоле потерял стабильность. Прорыв со стадии древних боевых искусств завершился более чем наполовину, однако он до конца не вступил на стадию истинного дыхания. Поэтому духовный корень не полностью соединился с его плоти и кровью, поглощающая семечко считала этот духовный корень инородным объектом в отличие от плоти Ван Буоле. Осознав все это, Ван Буоле начал нервничать, стоило ему рефлекторно понизить силу притяжения, как пурпурное свечение решило воспользоваться моментом избежать. Надо рискнуть! Ван Буоле с ревом вновь взвинтил силу притяжения до предела, наплевав на ситуацию с духовным корнем. И вновь пурпурное свечение медленно начало поглощаться телом, духовный корень все ближе притягивала к поглощающему семечку. Оно напрямую соединялось с поглощающим семечком. Заметив то, как корень сливался с семечком, Ван Буоле от расстройства пурпурное сияние в конечном счете тоже затянуло внутри тела прямо в поглощающее семечко. Теперь внутри его тела находилось сразу две черных дыры, отчего поглощающая сила удвоилась. Из тела Ван Буоле вырвался оглушительный звук сотрясший небо и землю. Казалось, будто началась буря, в центре которой находился Ван Буоле. Парящее в воздухе тело сильно трясло, из его ворота текла кровь, а потом он бессиленно рухнул на землю. Не в силах больше держаться, он потерял сознание. На ураган внутри его тела никак не повлиял тот факт, что он лишился сознания. Наоборот, буря стала еще неистовей. Между поглощающим семечком и пурпурным светом разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть. В теле Ван Буоле склеснулись две поглощающие силы. Сопротивление пурпурного свечения заметно иссушило кожу Ван Буоле, да и сам он сильно исхудал. В то же время поглощение этого свечения семечком помогло Ван Буоле восстановиться к первоначальному состоянию. Схватка двух сил достигла апогея, разорвав на части меридианы Ван Буоле. Итогом поединка стало поражение пурпурного сияния, перестав сопротивляться, оно постепенно слабело. Семечко воспользовалось шансом и засосало его в себя, после этого судороги Ван Буоле прекратились. С другой стороны, его пламя жизненной силы и духа могло погаснуть в любое мгновение. Из поглощающего семечка, сделавшее свечение части себя, появился фиолетовый корень. Внешне схожий с духовным корнем была лишь поверхностной, куда больше он походил на пурпурные лучи света, которые пожрала поглощающая семечка. Пурпурные лучи корни начали расползаться от семечка по всему телу. Входя в разорванные меридианы, они исцеляли и соединялись с ними, заменяя прошлые корни. Они создавали ранее невиданную мутацию духовных меридианов. 10%, 20%, скорость их распространения и исцеления росла. В мгновение ока они излечили четверть поврежденных меридианов и продолжили работу. Духовный корень из пурпурного света стремительно восстанавливал дух Ван Буэлэ, после обеднения пурпурного света с 30% меридианов, его дух вернулся к своему состоянию до нападения. Еще до атаки огонька Ван Буэлэ был невероятно силен, а после получения 80% обновленных меридианов, его дух стал еще крепче. Но сейчас пурпурный свет занял всего 30% меридианов, а Ван Буэлэ уже оказался на пиковой форме, которой обладал до нападения. Одно это показывало немыслимую силу духовного корня, получившегося из пурпурного света. По мере расползания фиолетовых лучей аура Ван Буэлэ крепла, вскоре лучи заняли 90% его меридианов. Даже будучи без сознания, от него исходило устрашающее и сильное давление. Вот только пурпурные лучи на этом не остановились, за несколько вдохов они заняли все меридианы в теле Ван Буэлэ, превратив их из обычных в духовные. Которых не должен был изменить старый духовный корень. Можно сказать, что трансформации подверглась более 100% меридианов, это был предел человеческих возможностей. После этого поглощающая семечка заменила Дань Тянь Ван Буэлэ, обосновалась на его месте в виде кружащейся черной дыры и, наконец, успокоилась. Все звуки стихли, подавляющая сила, рожденная светом горы, исчезла, Ван Буэлэ остался лежать на земле под потемневшим небом. Стоило ему открыть глаза, как они на мгновение вспыхнули пурпурным светом. Глава 111 Меняется по желанию Во вспышках пурпурного света ощущалось некое зло, но это чувство исчезло так же быстро, как и появилось. Все пришло в норму. Разлепив глаза, Ван Буэлэ какое-то время неподвижно лежал, без зеркала он не смог увидеть изменений в своих глазах. Вскоре его грудная клетка стала быстро вздыматься, он с усилием опустил голову, чтобы осмотреть свое тело. Осознав, что все в порядке, он поднялся и сделал несколько пробных шагов, за исключением легкости и увеличившейся ловкости, других аномалий не было обнаружено. Он облегченно вздохнул. Все вроде в порядке, это хорошо. Оглядевшись, подумал Ван Буэлэ. От долины, окруженной горами ничего не осталось, горы сравнялась с землей, а дно долины теперь усыпали каменные осколки. Гора неподалеку от пещеры тоже была уничтожена. Что за дрянь на меня напала? От прояснившихся воспоминаний у Ван Буэлэ разболелась голова, а лицо скривилось в гримасе. Последнее, что он помнил, как втянул в поглощающее семечко пурпурный свет, после чего его затрясло, а потом в глазах потемнело. Размышляя об этом, выражение его лица постоянно менялось, у него округлились глаза, когда выяснилось, что в теле отсутствовал духовный корень, а на месте до антяни образовалась черная дыра, поглощающая семечко. Черт, где мой духовный корень? Мой корень в девицу не пропал! Горис направил Ван Буэлэ, вспомнив поглощение духовного корня семечком во время схватки с загадочным пурпурным светом. Ван Буэлэ застыл словно громом пораженный. Ему хотелось закричать, но получились лишь какие-то сдавленные звуки. Сколько трудов ушло на духовный корень в девять суней! Ван Буэлэ был вне себя от ярости. После доскональной проверки всего тела он внезапно застыл. Его дыхание ускорилось. Что-то не так! Ван Буэлэ быстро сел, сделал глубокий вдох и еще раз «Что произошло?» Хоть духовный корень отсутствовал, все меридианы в теле трансформировались в их духовные аналоги. Ощущение от них в точности совпадало с тем, что он чувствовал во время недавнего прорыва, однако имелись различия. К примеру, духовные меридианы стали фиолетового цвета, а Ван Буэлэ никак не мог понять, что за странную ауру они испускали. Все это привело его в замешательство. пора мгновений спустя он попытался силой культиваться и вобрать духовную энергию из окружения. В результате вся духовная отцы в округе начала вращаться вокруг него с необычайно высокой скоростью. Собравшись вместе, она хлынула в духовные меридианы. В прошлом при попытке вобрать духовную энергию в поглощающие семечко, она постоянно просачивалась наружу. Вот почему требовалась техника укрепления отцы. С ее Духовная энергия сродни древним боевым искусствам была и народной материи, которую использовали для переплавки духовных камней. Если смотреть на это под другим углом, то ее можно было использовать для культивации физического тела путем циркуляции энергии между телом и окружением. Ее нельзя было навсегда сохранить в человеческом теле. Духовный жир ван Буле выступал лишь временным хранилищем духовной энергии, да и то только благодаря интенсивной работе поглощающего семечка, а точнее ее силы притяжения. Переработанный духовный жир просто усиливал тело ван Буле, в итоге получилось, что в теле ван Буле не было ни капли духовной энергии, которая бы принадлежала ему. Внутри могла находиться только духовная энергия из окружения, поглощаемая по мере необходимости. На ступени укрепления пульса человек мог недолго удержать духовную энергию в своем теле, вот только она никогда не становилась частью физического тела. Но сейчас ван Буле заметил странную аномалию в текущей духовной энергии, ни капли духовной энергии в меридианах не просачивалась наружу. Похоже, после циркуляции в меридианах она трансформировалась в духовные нити, которые исчезали в черной дыре поглощающего семечка. После нескольких тестов ван Буле осознал, что мог высвобождать эти нити из семечка и вновь отправлять их циркулировать по телу. Каждый полный цикл через меридианы напоминал уже знакомый ему процесс поглощения духовной энергии из окружения для усиления собственного тела. Проводимая им сейчас непростая процедура протекала довольно медленно, но она кардинальным образом отличалась от древних боевых искусств, словно духовные нити действительно принадлежали ему. Духовными нитями, которые выглядели как неотъемлемая часть тела, можно было управлять. Ван Буоле перехватило дыхание. Немного подумав, он решил отправить духовные нити наружу. Как только они покинули тело, пространство вокруг Ван Буоле накрыло подавляющая аура, уникальная для стадии истинного дыхания, а потом и вовсе занялась небольшая буря. Истинное дыхание! Появление подавляющей силы в виде урагана подтвердило догадки взволнованного Ван Буоле. Теперь он понял, почему эксперты истинного дыхания могли подавлять людей на стадии древних боевых искусств. Потому что духовная энергия истинного дыхания по-настоящему принадлежала практикам, даже если наружу просочится всего одна нить, она каким-то неведомым образом могла соединиться с духовной энергией в окружении и передать его ли человека, из-за чего появлялось давление, которому не могли противостоять люди на стадии древних боевых искусств. Эта техника хоть и немного отличалась в плане исполнения, была сродни теории, по которой духовный корень в девицу не мог собирать энергии и превращать ее в волны. Согласно этой идее, практики истинного дыхания управляли духовной энергией изнутри, тогда как духовный корень перенаправлял энергию из окружения. Чувствуя давление истинного дыхания, Ван Буоле на радостях достал летающий меч из браслета, взвесил его в руке и направил духовную нить из своего тела к мечу. После броска меча клинок окутал магический свет, под влиянием воли Ван Буоле меч резко остановился. Похоже, невидимые нити действительно могли управлять им, вскоре летающий меч оказался под полным контролем Ван Буоле. То скорее, то замедляясь согласно его воле, он мог полететь прямо или повернуть, если он того пожелает. Его контроль пока тяжело было назвать филигранным, однако в сравнении со стадией древних боевых искусств он явно шагнул на следующую ступень. Немного поигравшись с летающим мечом, Ван Буоле с довольным смехом убрал его в браслет. Он ещё раз решил оценить свою физическую силу, он сорвался с места с невообразимой скоростью. Благодаря усилению духовной нити он стал заметно сильнее в сравнении с культивацией уровня древних боевых искусств, благодаря всё той же нити его сила тоже значительно возросла. Нынешний Ван Буоле пережил настоящую метаморфозу, став лучше в каждом аспекте. А какова длина нынешнего духовного корня? Все меридианы стали духовными, словно «Может так оно и есть? Кто знает?» Ван Буоле довольно прикрыл глаза, ощутив на месте до антеня поглощающая семечка. От мысли о корне в десять цуней семечка затуманилась и начала меняться, вскоре оно уже не выглядело как черная дыра, а как духовный корень в десять цуней. У Ван Буоле округлились глаза. Стоило мне подумать о корне в десять цуней, как он стал именно такой длины? Двадцать цуней? Тридцать? Сто? Ван Буоле во все горло хохотал, пока поглощающая семечка меняла форму согласно его желаниям. «Стоит мне пожелать и оно изменится!» Радостно подумал Ван Буоле. После нескольких трансформаций он пришел к мысли, что нападение пурпурного света стало настоящим подарком судьбы. «Неважно насколько ты силен, тебе придется преклонить колени перед дедушкой Ваном!» Задумался Ван Буоле, вспомнив о нефритовой табличке, где описывалось, что именно ждет студентов после перехода на новую стадию культивации. Понятия не имею, сколько я провалялся без сознания. Отсюда сложно определить, как долго мне здесь еще можно находиться. С этой мыслью Ван Буоле посмотрел вдаль, в сторону горы, образовавшейся из упавшего из космоса фрагмента. «Да, у Академии очень хорошо ко мне относятся. Если представится шанс добыть что-нибудь ценное, то я обязательно это сделаю». Приняв решение, Ван Буоле поспешил к далекой горе. Он стал первым человеком, кому удалось заполучить духовный корень восемь цуней, однако на стадию истинного дыхания он вступил далеко не первым. Во время схватки с духовным корнем в девять цуней и поглощения пурпурного света, после которого он какое-то время провалялся на земле без сознания, появилось немало духовных корней длиной восемь цуней. Всех их поймали студенты. Некоторые студенты четырёх великих дау-академий уже пробились со стадии древних боевых искусств на истинное дыхание, большинство из них обладали духовными корнями длиной в пять цуней и меньше, поэтому их время в деревне было крайне ограниченным. Однако миссию, порученную дау-академиями, всё ещё требовалось выполнить, поэтому студенты начали пробираться к горе главному фрагменту. Сразу же после прорыва они могли проникнуть в гору, после нахождения артефактов или каких-то других ценностей они могли забрать их с собой благодаря магнитному полю деревни. Среди студентов, обладавших духовным корнем длиннее пяти цуней, было много тех, кто уже прорвался внутрь. Некоторые имели корни в семь цуней, другие не надеялись на эти духовные корни длиннее тех, что у них были. Они использовали оставшееся время для поиска ценностей в горе-фрагменте, так они выполняли порученную им задачу и сами извлекали из этого немало пользы. На подходе к горе Ван Боуле увидел более ста практиков стадий истинного дыхания из всех четырёх великих дао-академий, которые уже пробились со стадии древних боевых искусств. Одни спешили к горе-фрагменту, других выносило из неё магнитное поле. Глава 112 Особый артефакт для поиска сокровищ. В небо острым шпилем возвышалась величественная гора. Будучи самым крупным фрагментом древнего меча из позельневшей бронзы на земле, он простоял здесь 38 лет, став свидетелем рождения цивилизации практиков. За последние 30 с лишним лет многие элитные студенты четырёх великих дао-академий на стадии древних боевых искусств посещали эту гору. Впоследствии они становились толпами федерации. Всем своим видом гора внушала трепет. После падения фрагмента всю пустыню накрыл огромный ураган, который бушевал несколько лет. Даже после того, как ветра стихли, оставшееся магнитное поле создало деревню истинного дыхания, о которой ныне знали все практики. Ресурсы, техники культивации, пилюли, тхармические и духовные сокровища покоились в глубинах горы фрагмента в ожидании человека, который их найдёт. Каждый раз, как открывалась деревня, студенты серьёзно подходили к порученному им заданию по исследованию горы и поиску ценностей. Ван Боуле не сводил глаз с горы фрагмента. По непонятной причине его разум и душу буквально тянуло к ней. Это чувство усиливалось по мере приближения к подножью величественной горы. Она была в несколько раз выше всех гор, когда-либо виденных Ван Боуле, он даже не мог полностью охватить её взглядом, настолько гора была большой. Перед такой громадиной в его сердце закрылось чувство собственной незначительности. Поверхность горы фрагмента покрывали трещины различной глубины, некоторые появились около 30 лет назад, но большинство, похоже, были намного старее. Чем-то эти трещины напоминали старческие морщины. От них веяло усталостью, которые приходят с годами, немые свидетелями нувших тысяч лет. На поверхности горы поблескивали мириады рун, мерцающие лучи света создавали нечто вроде водяного вала. Если сравнивать с моментом их первого появления, они были уже не такими яркими, однако они все еще освещали не очень большую область вокруг горы. У подножья основали студенты четырех великих дау-академий. Точками входа служили трещины на горе-фрагменте. Среди них имелась одна высотой чуть больше 25 метров шириной в 6. Это был самый большой вход, именно через него студенты проникали внутрь горы. Одни студенты заходили в гору, а других, причем их было заметно больше, выносило наружу магнитное поле. Лишь небольшой процент последних возвращался с пустыми руками, большинство держали в руках какие-то предметы. Несмотря на их явно нерабочее состояние, лица студентов буквально съели от радости. В качестве стимула для учащихся четыре дау-академии оставляли за ними право выбрать и оставить себе малую часть добычи из горы. Весьма заманчивое предложение, вот почему студенты с таким рвением выполняли миссию дау-академии. Добытые объекты из горы были настолько уникальными, что их нельзя было поместить в бездонные артефакты. Поэтому дау-академии не боялись, что их студенты могут прикарманить больше положенного. В определенной степени все было честно. Студентам был дан редчайший шанс изменить свою судьбу, сумеют ли они воспользоваться им после обретения истинного дыхания или же нет, зависит от их удачи. Случаи нахождения сокровищ в горе были не столь редкими, более того, каждый раз, как студенты получали к ней доступ, кто-то довозвращался с бесценной находкой. Самый известный случай произошел с нынешним президентом федерации, бывшим студентом ДАО Академии Белого Оленя. Говорят, много лет назад он нашел легендарную бессмертную пилюлю внутри горы. Такого рода истории служили отличным мотиватором для студентов выкладываться на все сто во время поисков в горе, понаблюдав за студентами, которых выносило из горы магнитное поле, Ван Булэ облезал губы и уже хотел двинуться ко входу, как вдруг «Черт, это еще живое растение! Парнишка сорвал куш!» «Конечно, не бессмертная пилюля, но это явно ценное сокровище!» Магнитное поле вынесло к выходу студента ДАО Академии Белого Оленя. Хоть этот парень достиг истинного дыхания с помощью духовного корня в шесть цуней, он с трепетом держал в руках трехцветное растение, на нем имелся даже небольшой фрукт. Растение, фрукт и его приятный запах сразу же привлекли внимание остальных, толпа возбужденно Академии Белого Оленя при виде выброшенного из фрагмента собрата радостно засмеялись. При виде улова удачливого студента в глазах остальных появился маслянистый блеск, некоторые побежали к горе еще быстрее, чем раньше. При виде улетающего студента ДАО Академии Белого Оленя с растением в руках Ван Буэлэ уже не терпелось попасть внутрь. Теперь он уже видел перед собой не просто гору фрагмент, а настоящую сокровищницу. Я буквально чувствую запах легкой наживы! С блеском в глазах Ван Буэлэ побежал к горе. Миновав толпу людей, он пулей влетел в разлом, а внутри света было заметно меньше, чем снаружи, но его глаза быстро приспособились к полумраку. Впереди находилось нечто похожее на пещеру бессмертного. Среди множества секретных палат в результате повреждений фрагмента были открыты более десяти. Поролом, через который заходили студенты, образовался в стене одной из таких секретных палат. По правую руку находился круговой коридор шириной чуть больше трехсот метров. Он уходил настолько глубоко, что его конец нельзя было увидеть. Студенты даже не пытались исследовать палаты вокруг. Вместо этого они сразу направлялись к круговому коридору. Не слишком ли пустовато? Ван Буэлэ решил заглянуть в секретные палаты. Ван Буэлэ решил заглянуть в секретные палаты. Ощущение было такое, будто здесь побывала стая саранчи. Все было выметено подчистую, на полу не осталось даже крохотного осколка камня. Судя по всему, за столько лет помещения у входа были полностью зачищены студентами, посещавшими деревню истинного дыхания. Поэтому требовалось забраться глубже. Ван Буэлэ не колебался ни секунды, с умопомрачительной скоростью он устремился к круговому коридору, по обеим его сторонам располагались довольно просторные комнаты, но все были пусты. Иногда от основного пути расходились боковые коридоры, отчего это место все больше напоминало лабиринт. Всюду сновали люди, которые совершенно не боялись здесь заблудиться. Похоже, найти сокровища можно только где-то глубже. Ван Буэлэ с прежней скоростью побежал дальше, до него донеслись звуки драки. С блеском в глазах он тут же поменял направление и устремился на звук. Найденное им массивное помещение лежало в руинах. При беглом осмотре Ван Буэлэ обнаружил разрушенные сооружения и разбросанные на полу предметы неизвестного назначения. Десятки студентов из разных академий поднимали предметы так быстро, как могли. Семь-восемь из них с криками дрались между собой. Время от времени одного из студентов, радостно прижимавшего к себе какой-то найденный предмет, магнитное поле уносило за пределы горы. В то же время все новые люди вбегали сюда и принимались собирать вещи с земли. С таким усердием только разоряют семьи и грабят хижины! Примечание переводчика. Образно совершение массовых грабежей. Ван Буэлэ несколько раз моргнул и тоже поспешил вперед. Вскоре он нашел нечто похожее на массивную бочку для воды. Несмотря на внешнюю схожесть с бочкой, на всей ее поверхности имелись отверстия одинакового размера, такая бочка явно протекала, поэтому прошлые хозяева вряд ли использовали ее для переноса воды. Ван Буэлэ не смог придумать, как еще можно было ее использовать. Покрепче обхватив ее руками, он решил использовать бочку как контейнер для других предметов. Идея показалась ему весьма здравой, вместе с находкой он двинулся дальше. У большинства студентов не было времени отнимать находки других, однако находились и те, кто предпочитал именно этот способ. Ван Буэлэ повстречал одного такого хитреца во время своих поисков. Судя по форме, он учился в Далакадемии Светоречья. Его уже окружало магнитное поле, явный признак того, что его скоро отправят наружу. Заметив перед Ван Буэлэ металлический предмет размером с кулак, он с блеском в глазах бросился вперед, намереваясь украсть его. «Наглости тебе не занимать!» бросил Ван Буэлэ, смирив его взглядом. Он сорвался с места с бочкой в руках и с размаху ударил ногой в студента Далакадемии Светоречья. Тот издал полный боли и крик и выронил все свои предметы. Он в панике попытался их поднять, но магнитное поле подняло беспомощного студента в воздух, а потом понесло к выходу наружу. В коридоре осталось лишь эхо его яростного вопля. Ван Буэлэ раздраженно вздохнул и оперативно собрал разбросанные предметы в бочку. Ещё полчаса он плотал по руинам, пока наконец его глаза ни на секунду не прекращали сканировать окружение на предмет наличия там чего-нибудь ценного. Миновав три похожих помещения, он отметил уменьшившееся количество студентов. Все интересные предметы на его пути незамедлительно отправлялись в бочку, постепенно в ней выросла небольшая гора. Внезапно он увидел впереди нечто округлое. Глава 113 Алтарь из синего нефрита Аван Буэлэ особо не приглядывался. Но так случилось, что его взгляд скользнул по начищенной металлической поверхности стены коридора, в ней он увидел своё отражение. Окинув взглядом коридор, он подошёл поближе, чтобы полюбоваться собой. «Эх, какой же я худой и стройный!» Судя по всему, его понимание худобы и стройности отличалось от общепринятых. Довольно причмокивая, он начал крутиться перед импровизированным зеркалом, чтобы рассмотреть себя под всеми возможными углами. «Эта бочка для воды слишком большая, она меня полнит! И всё же даже ей не оттянет моего изящества!» Количество студентов четырёх великих доу-академии неуклонно уменьшалось, пока он не остался совсем один. Дальше по коридору и в прилегающих помещениях на полу валилось много всяких причудливых вещей. Сломанные метёлочки, примещение переводчика, короткая, деревянная или бамбуковая полочка с привязанным пучком волос от коровы, лошади или яка, или конопленных волокон, крапила, принадлежность дзен-буддийского монаха. Существует поверье, что они помогают носителю избегать желаний. Ещё их используют, чтобы отгонять насекомых, не убивая их. Расколотые доспехи и всевозможные металлические фрагменты неизвестного происхождения. Среди всего этого Ван Буоле заметил повреждённые колокольчики и внушительное число осколков от флаконов для пилюль. «Почему всё сломано?» гадал Ван Буоле. Ему на пути до сих пор не попалось ни одной целой вещи, за исключением большой бочки, которую он тащил с собой. О пилюлях, растениях и хромических сокровищах пока можно было только мечтать. «Не пропадать же добру! Пусть они и не в самом лучшем состоянии!» В Ван Буоле теплилась надежда, быть может, что-то из этого окажется ценным, пусть сейчас он этого не понимал. Поэтому он поднял несколько самых любопытных предметов и забросил в бочку, после чего двинулся дальше. Чуть позже, когда Ван Буоле пробегал мимо плохо освещенной развилки коридора, ведущей направо, ни с того ни с сего по его коже пробежал холодок. Как вдруг мимо него на огромной скорости что-то промчалось, правда он не разглядел, что именно из-за полумрака. «Кто здесь?» Заметив движение краем глаза, Ван Буоле насторожился. Отойдя на пару шагов, он пригляделся. На боковом пути все было тихо, словно увиденное в полумраке было лишь игрой теней, из-за которой Ван Буоле разыгралось воображение. Ван Буоле хотел послать на разведку автоматона, но тут темноту коридора внезапно прорезал свет, а потом послышалось тяжелое дыхание и какая-то возня. Подобравшись, словно взведенная до предела пружина, Ван Буоле продолжал вглядываться в коридор, наконец он понял, что свет излучало магнитное поле, окутавшее человека. Он был одет в форму студента ДАО Академии Эфира, а в руках сжимал серебряный бутыль в форме тыквы горлянки. «Джой Фань!» воскликнул Ван Буоле, узнав его. В это же мгновение он почувствовал давление истинного дыхания Джой Фань, которое боролось с магнитным полем. По силе оно равнялось духовному корню не в семь, а в восемь цуней. «Ван Буоле!» Человеком, окутанным магнитным полем, действительно оказался Джой Фань. Со смесью горечи и сожаления он посмотрел вглубь коридора, но тут же обернулся на звук голоса Ван Буоле. По лицу промелькнуло удивление, а потом его внезапно посетила идея. «Ван Буоле!» «Туда!» «Скорее!» воскликнул он. «Джао Ямен нашла там алтарь, набитый сокровищами и покойниками! Быстрее! Там уже идет борьба за сокровища!» Джой Фань успел сказать только это, а потом магнитное поле пронесло его мимо Ван Буоле к выходу. В следующий миг он уже ищет в темноте, глаза Ван Буоле загорелись, дыхание стало прерывистым. «Покойники, говоришь?» Это больше всего заинтересовало Ван Буоле. Джой Фань явно имел в виду не людей с Земли, а тела практиков погибшей цивилизации. Тех, кто прибыл сюда вместе с огромным мечом из позеленевшей бронзы, в сравнении с техниками для культивации, пилюлями и прочими предметами, тела погибших практиков представляли куда большую ценность. Такая находка имела невообразимое значение для всей Федерации. Любая, кто сможет принести такое тело своей Дао Академии, окажет ей неоценимую услугу. Пока мозг Ван Буоле в силу, он бросился в боковой коридор и побежал по нему словно разъяренный носорог. Ничто не могло остановить его. После ухода Ван Буоле стену оставшегося позади коридора подернула рябь, из нее вылетел черный череп. Судя по всему, за неизвестно сколько лет сгнило все, остался только этот пустой череп. Череп посмотрел в боковой коридор, куда убежал Ван Буоле и оскалился, из-за чего слегка натянулась липкая нить, не дававшая нижней челюсти упасть. Его черно-желтые зубы опасно блеснули, от одного вида и того жуткого черепа у любого мурашки пробежали бы по коже. Череп не полетел следом за Ван Буоле, а вернулся обратно в стену. Та жутковатым образом зашевелилась, словно настоящая плоть. Никто не заметил этих изменений. Тем временем Ван Буоле продолжал бежать по коридору, он в очередной раз спиной почувствовал холодок. Теперь уже странное движение в полумраке не казалось ему плодом разыгравшегося воображения, поэтому он ни на секунду не ослаблял бдительности. Внутри фрагмента побывало столько людей, а никто не упомянул, что здесь может быть опасно. С другой стороны, лишняя осторожность не повредит. Настороженно крутя головой, Ван Буоле продвигался по коридору, вскоре он услышал грохот и громкий спор. Джоу Ямен, Чен Минь Юй, почему вы все еще сопротивляетесь? Джо и Фанни уже выбросили наружу. Вы последний, кто остался из ДАО Академии Эфира. «Джоу Ямен, раз ты нашла это место, то можешь забрать с собой бутыль из тыквы-горлянки. Однако я не позволю тебе забрать труп. А? Кто-то идет!» Как только Ван Буоле услышал эти слова, на самой дальней стене, которая находилась в поле его зрения, он увидел шестиметровую трещину. Оттуда лился голубой свет, за ней можно было увидеть несколько фигур. Судя по звукам, там шла схватка, а один из сражающихся быстро подскочил к трещине, словно хотел заслонить ее собой. Глаза Ван Буоле блеснули, его дикий рев нарушил царяще в коридоре тишину. Он двигался слишком быстро, уже рядом с трещиной он наконец смог разглядеть человека, заслонившего собой проход. Им оказался рослый и крепко сложный студент в халате филиала Академии Белого Оленя. В руках он держал ростовой щит, своим массивным телом и щитом он блокировал трещину. Почувствовав кого-то в коридоре, он прокричал «Убирайся!» «И не мечтай!» — крикнул Ван Буоле. Его крик получился даже громче, чем у здоровяка. Кулак Ван Буоле уже приближался к цели, в один миг вся духовная энергия в округе исчезла внутри его перчатки, вдобавок энергия внутри тела тоже потекла к артефакту, отчего она засветилась еще ярче. Скорость Ван Буоле выросла, что лишь усилило его удар. Подобно комете он налетел на здоровяка со щитом, коридор сотряс грохот. В результате манипуляции внешней внутренней духовной энергии, которая превосходила даже возможность духовного корня в девять суней, была высвобождена страшная сила, причем настолько, что даже пол заходил ходуном. Ростовой щит не выдержал такой атаки и в следующий миг разбился в дребезги, изо рта студента филиала Академии Белого Оленя брызнула кровь. Закричав от боли, он отступил примерно на 30 метров. В освободившийся проход тут же нырнул Ван Буоле. Внутри ему в глаза ударил голубой свет, Ван Буоле прищурился, от увиденного у него перехватило дыхание. Помещение было овальной формы, большая часть которого тонула в загадочном черном тумане. К счастью, благодаря голубому свету он смог разглядеть большие пересекающиеся друг с другом каналы на земле, своим расположением они напомнили ему о магических формациях. В этой магической формации стояли статуи, хоть от большинства из них почти ничего не осталось, несложно было понять, где они стояли. Все статуи изображали людей на коленях с благоговением на лицах, словно они молились. Статуи преклонили колени перед внушительным пятиугольным алтарем из синего нефрита, занимавшим больше половины площади магической формации. Примерно треть овального помещения занимал этот огромный алтарь. К его вершине вела лестница с девятью пролетами, на каждом пролете имелись загадочные письмена, а в самой высокой точке алтаря в воздухе парило длинное копье. Оружие окружало риол мягкого света, вдобавок на древке поблескивали спиральные узоры. Казалось, ни на небе, ни на земле не существовало другого такого копья, а его безграничная аура ясно давала понять, что это бесценное сокровище. Глава 114 Атака Голубое свечение копья разгоняло тьму, придавая всему голубоватый оттенок. Что это за сокровище? Ван Боуле судорожно сглотнул комок в горле, в его душе воцелился хаос. Будучи главным префектом факультета хромического оружия, он обладал отменным чутьем над хромические сокровища. После беглого взгляда на копье, у него в голове сразу же возникло название Божественное оружие? Ван Боуле хоть и был главным префектом факультета хромического оружия, мало что знал о таком оружии. Он только знал, что Божественное оружие считалось легендарным предметом. Аура копья намекала на то, что это действительно было Божественное оружие, но сам Ван Боуле никогда ничего подобного не видел, поэтому не мог сказать наверняка. Даже если копье не являлось оном, оно все равно было практически бесценным сокровищем. Копье окружали четыре фигуры, облаченные в ветхие халаты необычного фасона, в нынешнюю эру федерации такие не носили. Они парили прямо над пятиугольным алтарем в позе лотоса, медитируя вокруг копья. Без сомнения они были мертвы, однако их тела все еще парили в воздухе и испускали невероятно сильное давление. Ван Боула лишь мельком взглянул на них, но его глаза пронзила острая боль. Глядя на них он испытывал как физическую, так и душевную боль. Изначально в воздухе вокруг копья парили пять трупов, не четыре. Пятый покойник по неизвестной причине находился за пределами магической формации в углу этого овального помещения. Когда-то это была молодая девушка несравненной красоты. Хоть она и была мертва, выглядела она так, словно просто крепко спала. Если бы не окружавшая ее аура смерти, то девушку легко можно было принять за живую. Перед ней стояла Джао Ямен, судя по тому, как ее шатало, она была серьезно ранена. Рядом с ней стоял еще один молодой человек в халате Дао Академии Эфира. Их окружали семь-восемь студентов из трех других Дао Академий. Среди них были Ли-И, Уфэнь и Чернокожий парень. Исходящая от них подавляющая сила явно намекала на наличие у них духовных корней восемь цуней. Цянь-Мэн, Ли-Фэн и в группе не были слабаками, они совершили прорыв, использовав духовный корень не в восемь, а в семь цуней. Похоже, до его прихода в овальном зале многое успело произойти. Но сейчас, после того, как Ван Буэлэ вломился в помещение в столь впечатляющей манере, все присутствующие обернулись на шум и изумленно уставились на него. Ван Буэлэ! Это Ван Буэлэ! Проклятие! Что он тут забыл? Молва о свирепости Ван Буэлэ давно уже облетела всю деревню истинного дыхания. Неважно, видели ли они его собственными глазами или просто слышали об этом от кого-то еще, все знали, что среди студентов Дао Академии Эфира, за исключением, пожалуй, только Джао Ямен, Ван Буэлэ был сильнейшим. Никто так не притягивал к себе ненависть и славу, как Ван Буэлэ. За несколько дней в деревне он стал одним из известнейших студентов всех четырех великих Дао Академий, пока остальные хмурили брови, а Джао Ямен и молодой человек из Дао Академии Эфира таращились на Ван Буэлэ. Они явно не ожидали его здесь встретить. Ван Буэлэ, к здешней магической формации не подобраться, а значит и забрать что-то из нее. Это тело, это плод неимоверных усилий Джао Ямен. Оно принадлежит Дао Академии Эфира. В панике выпалил молодой человек, явно защищавший покойницу. Даже без этого объяснения Ван Буэлэ сразу все понял. Прогнав мысли о копье из головы, он бросился на толпившихся вокруг трупа молодых людей. Студенты из разных Академий не ожидали от него такой прудкости. В их глазах промелькнуло изумление, особенно это касалось у Фэня, который решительно крикнул. Время на исходе! На болтовне у нас нет времени! Пришло время действовать! Труп достанется тому, кто первым сумеет наложить на него руки! На лбу у Фэня появился разрез, откуда хлынул кровавый ци. После перехода на стадию истинного дыхания в его кровавом ци появились намеки на духовную энергию. Это заклинание он направил на Джао Ямен. Глаза Ли и тоже странно заблестели, она молниеносно сорвалась с места, вдобавок ее тело внезапно окутало пламя. Остальные не могли похвастаться такой силой. Однако все являлись экспертами истинного дыхания с духовными корнями всем цуней. Используемые ими хромические сокровища стали значительно сильнее в сравнении с тем временем, когда они находились на стадии древних боевых искусств. Действуя сообща, они всем скопом накинулись на Джао Ямен и парни из ДАО Академии Эфира. Чернокожий студент филиала Академии Белого Оленя внезапно обернулся и с утробным рыком указал рукой с компасом на Ван Буууле. Тело! Печать! Духовная энергия из окружения начала стягиваться к Ван Буууле в попытке запечатать. В это же время здоровяк, чей щит разбил Ван Буууле внезапно достал большой меч и кинулся на обидчика. Все это происходило одновременно. С появлением Ван Буууле ситуация явно накалилась до предела. До появления Ван Буууле от агрессивных действий студентов удерживало некое подобие союза между четырьмя великими Дао Академиями и присутствия большого числа свидетелей. К тому же никто не хотел делить этот ценный приз с остальными. Присутствующие понимали, скоро Джао Ямен перенесет наружу магнитное поле, поэтому никто особо не старался отобрать ее находку. Они лишь хотели вынудить ее отступить. С прибытием в Ван Буууле они не могли больше ждать и без раздумий использовали свои козыри. После громкого взрыва в уголках губ Джао Ямен появилась кровь. Магическими пассами она возвела магические формации печати, пока она держала нападавших на расстоянии, молодой человек рядом с ней внезапно закашлялся кровью. Он хотел броситься но в самый неподходящий момент его тело окружило магнитное поле. С гневным криком он пытался схватить труп, чтобы унести его с собой, но нападавшие не позволили ему это сделать. Атака нескольких духовных сокровищ отрезала молодому человеку путь к покойнице, раздосадованного студента подхватило магнитное поле и понесло к выходу. Когда у мертвеца стало на одного защитника меньше, глаза остальных заблестели и они вновь кинулись на Джао Ямен. В сердце девушки разрезился настоящий ураган эмоций, она буквально валилась с ног от усталости. Извлечение покойницы из магической формации выжило её досуха. В ней практически не осталось энергии. При виде попытки студентов других академий украсть плод её трудов, Джао Ямен не на шутку разозлилась. Она хотела и дальше не подпускать других студентов к трупу, но тут её тело окутало магнитное поле. Неужели все мои усилия пойдут на смарку? Джао Ямен тихонько вздохнула. Когда магнитное поле подняло её в воздух, в этот самый момент Ван Буэлэ в ходы издал протяжный крик. Он побежал вперёд и принялся работать кулаками. Ураган ударов разбил магическую формацию чернокожего парня. Нападаете только, когда вас больше, да? Бросил Ван Буэлэ и коротким взмахом руки вытащил несколько автоматонов. Вслед за ними в бой пошли летающие мечи, которые оттеснили здоровяка с мечом у чернокожего парня, не дав последнему возвести новую магическую формацию. Ван Буэлэ со всей силой оттолкнулся от земли и умчался вперёд, подобно выпущенной из лука стреле. Ударная волна соединилась с духовной энергией, мощная волна ударила во все стороны. Образовавшаяся невидимая волна, которая обрушилась на обступивших Джао-Ямен студентов, вынудила их остановиться. Воспользовавшись моментом, пока одни стояли столбом, а другие планировали контратаку, Ван Буэлэ с размаху ударил кулаком в пространство перед группой студентов. Из его тела вылетела духовная нить, чьей задачей было перенаправить духовную энергию внутри тела. Вдобавок он активировал перчатку и поглощающее семечко, повлияв на духовную энергию в окружении. Замысловатой серией движений Ван Буэлэ породил ураган духовной энергии, когда кулак завершил удар. Овальное помещение задопил грохот, ураган духовной энергии понесся вперёд, студентов из других академий сдресло, и они были вынуждены расступиться. В этот же миг автоматоны Ван Буэлэ набросились на них и крепко обхватили руками и ногами. Атака была проведена с филигранной точностью, сам Ван Буэлэ двигался с небывалой грацей, подобно журчащей в ручье воде. Кажущиеся несвязными, действия наконец сложились в единую мозаику. Расчистив себе дорогу, Ван Буэлэ оказался перед покойницей. «Ван Буэлэ!» в ярости закричал Леи и остальные. Но было уже слишком поздно. Ван Буэлэ уже находился перед трупом. Мощным ударом ноги он отправил покойницу в сторону Джао Юмен, которая магнитное поле тянула к выходу. Девушка изумлённо захлопала глазами, но всё же сложила руки в магическом пассе и выставила палец перед собой. Последняя капля её энергии сотворила вокруг трупа магическую формацию. Крепко обхватив труп, она скрылась за поворотом коридора. До оставшихся в помещении донёсся лишь постепенно удаляющийся свист ветра. Глава 115 Жестокая Ли И Ван Буэлэ был доволен результатом. Хоть покойнице досталось Джао Юмен, он верил в беспристрастность Дао Академии. Добропорядочная Джао Юмен наверняка расскажет ректору о его помощи, а значит его усилия будут вознаграждены. Ведь без его вмешательства покойнице досталось бы какой-то другой Дао Академии. Ван Буэлэ сделал серьёзный вклад в выполнение миссии Дао Академии, причём у него ещё оставалось время. Обернувшись, он слегка оторопел. В глазах всех оставшихся в помещении сверкали недобрые искорки, они были настроены недружелюбно. Кхе! Ван Буэлэ прочистил горло и серьёзно сказал, «Вы уж извините, я слишком спешил, поэтому не успел поздороваться. Полагаю, не все здесь знают, кто я такой, поэтому позвольте представиться, меня зовут Ван Буэлэ». Говоря это, он попытался помочь подняться здоровяку, чей щит недавно разбил. Тот ожёг его испопеляющим взглядом и оттолкнул протянутую руку. «Вы все верны своим Академиям. Я учусь в Дал Академии Эфира. Как я мог не помочь? Разве вы не согласны? Может, уже хватит так на меня смотреть? Вдобавок, я не использовал свои сильнейшие способности. Так с чего вы так разозлились?» Ван Буэлэ со вздохом окинул взглядом людей в помещении. К этому моменту они уже освободились от его автоматонов. И неудивительно, против экспертов стадии истинного дыхания у автоматонов стадии древних боевых искусств не было ни единого шанса. В лучшем случае они могли ненадолго задержать их. Освободившиеся студенты выглядели подавленными, особенно ли и Уфэнь и чернокожий парень. Ван Буэлэ оказался крайне непростым соперником. Каждое столкновение с ним заканчивалось их поражением, переглянувшись, они удостоверились в том, что все хотели отомстить Ван Буэлэ. Им было необходимо дать выход клокочущим в них эмоциям, если своевременно этого не сделать, они могли выплеснуться в самый неподходящий момент. Ван Буэлэ напрягся, однако внешне никак это не показал. По возвращении надо будет их обновить. Со вздохом подумал он, собирая разбитые автоматоны. В противном случае в будущем от них не будет никакого проку. Поместив все автоматоны в бездонный браслет, Ван Буэлэ заметил, что Ли И и другие студенты все еще сердито буравили его взглядом. «Если хотите увидеть, на что я способен, можете попробовать напасть. Хотя я бы предпочел все уладить, как цивилизованные люди. И вот еще что, может перестанете уж заращиться? Я красавчик, как их поискать, но мне слегка неловко от всего этого внимания». Слегка опустив голову, застенчиво сказал Ван Буэлэ. Его слова произвели обратный эффект, студенты помрачнели еще больше. Ли И театрально закатила глаза и стюснула зубы, толстокожесть этого толстяка выводила из себя. «Ему надо преподать урок. Вырубим и разденем его до гола. В таком виде магнитное поле вынесет его наружу. Он станет настоящим посмешищем!» Сказав это, Ли И высоко подпрыгнула. Обладание духовным телом с огненным атрибутом позволило ей окутать себя пламенем, хоть она и не успела выучить ни одного заклинания после перехода на стадию истинного дыхания. Из ее солнечного сплетения Ван Буэлэ ударил огненный шар. Выглядело это довольно впечатляюще. Казалось, огонь перекинулся даже на воздух. Первое, что Ван Буэлэ почувствовал, так это волну обжигающего жара. «Согласен! Неплохая идея!» Глаза чернокожего парня заблестели. Стоило ему надавить на компас, как из его тела во все стороны хлынула духовная сила. Она слой за слоем создавала печати магической формации. Целью этого внушительного конструкта был Ван Буэлэ. Уфань всегда считал Ли И слишком заносчивой и жестокой девушкой, однако он все равно согласился с ее планом. Он тотчас достал четыре пилюли. На самом деле именно пилюли были его самым сильным оружием. Использованная до этого техника кровавого отца была результатом принятых загодя пилюль. Им двигало желание отомстить Ван Буэлэ, поэтому он без раздумий забросил в рот все четыре пилюли и во все горло взвыл. Его кожа внезапно покрестнела, у него на лбу появилось четыре разреза, откуда повеяло жуткой аурой. Сразу после этого он кинулся на Ван Буэлэ. Остальные тоже использовали свои козыри. Судя по зарождающемуся магнитному полю, некоторых из них скоро выбросит наружу. Тем не менее, они все равно присоединились к нападению, их раздражение и ненависть к Ван Буэлэ были вполне оправданными. Неудивительно, что они тоже хотели унизить его. Али И, а ты жестокая девочка! Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, предстоял крайне серьезный бой, поэтому он был максимально сосредоточен. Поглощающее семечко ожило, накрыв силой притяжения все помещения и начав затягивать к нему заклинания от хормические сокровища и даже людей. Траектория ударов изменилась, отчего все нападавшие поменялись в лице. Пока они вырывались из лап силы притяжения, Ван Буэлэ побежал вперед. Благодаря ускорявшим его духовным нитям он двигался значительно быстрее обычных экспертов истинного дыхания. Он увернулся от огненного Шарли И и вырос прямо перед чернокожим парнем, которому отвесил удар кулаком в перчатке. «Лежать!» неграммко проричал Ван Буэлэ. Хоть чернокожий парень не достиг стадии истинного дыхания, он все равно не смог увернуться от кулака Ван Буэлэ. Удар пришелся прямо ему в живот. Ван Буэлэ был слишком силен. Чернокожему парню показалось, будто в него на полном ходу въехал поезд, с его губ брызнула кровь, а его самого отбросило назад, где он осел и потерял сознание. Пока его первая цель еще находилась в воздухе, Ван Буэлэ на всякий случай отправил к нему трех автоматонов, похожих на студентов факультета просветления Дао, чтобы тот никуда не сбежал. Ван Буэлэ обернулся и ушел из-под удара всех посланных в него духовных сокровищ. Следующей целью стал Уфэнь. Прежде чем тот успел среагировать, Ван Буэлэ ударил в него кулаком. «И ты приляг!» Ни попытки Уфэня уклониться, ни использованные духовные сокровища не помогли избежать удара. Кулак в перчатке с легкостью смел все преграды на своем пути и впечатался ему в живот. Уфэня вырвало кровью, и он потерял сознание. Его тоже крепко схватили несколько автоматонов. Схватка протекала стремительно, остальные нападавшие побледнели. Единственным исключением была Ли И, со свирепым огоньком в глазах она двинулась на Ван Буэлэ. С громким криком она сложила руки в магическом пасте, отчего пламя, окутавшее ее тело, приняло форму огромной горящей пасти. — Ты действительно думаешь, что я тебя боюсь? — прокричал Ван Буэлэ, вытащенный из бездонного браслета мегафон. Его и без того оглушительный рев, усиленный мегафоном, мощной звуковой волной ударил в охваченную пламенем девушку. Огненные шары пламя смело и разорвало в клочья, обнажив удивленную Ли И. После удара звуковой волной она попыталась отступить, но Ван Буэлэ быстро догнал и без какой-либо жалости ударил в живот. Только она потеряла сознание, как ее скрутили несколько автоматонов. Ван Буэлэ обернулся к оцепеневшим студентам, которые еще стояли на ногах, и спросил. — А вы что собираетесь делать? — Ван Буэлэ, ты слишком жесток! — гневно вскричал здоровяк. Студенты попятились на несколько шагов. — Верно! Что это ты замыслил? Зачем их держат автоматоны? Эхо этих слов еще не стихло, как вдруг магнитное поле подняло в воздух до сих пор не пришедшего в себе у Фоня. Человек без сознания не мог дать отпор магнитному полю, поэтому его сразу же понесло к выходу. Три автоматона полетели вместе с ним, держа его в весьма компрометирующих позах. Остальные студенты ошарашенно проводили его взглядом. Ван Буэлэ сухо покашлял. Заметив магнитное поле вокруг чернокожего парня, он оторвал кусочек ткани со своей формы, что-то написал и засунул тряпицу ему в карман. После этого Ван Буэлэ повернулся и одарил едва заметную улыбку оставшихся студентов. Теперь вы понимаете, зачем я это сделал? Ещё стоявшие студенты, включая здоровяка, отшатнулись и с шумом втянули в легкий воздух. Идея Ван Буэлэ практически ничем не отличилась от плана Ли И. Оба преследовали цель унизить, магнитное поле вынесет потерявших сознание студентов вместе с автоматонами, которые в недвусмысленных позах обвивали их руками и ногами. Это было сделано для того, чтобы студенты четырёх великих дау академий и снаружи увидели, в каком виде они вернутся из деревни. Это станет нестираемым чёрным пятном на их репутации. Всё-таки в своих дау академиях все они были известными студентами, а для таких людей репутация была всем. Поэтому оставшиеся заговорщики поспешили прочь, намереваясь убраться как можно дальше. Но было уже слишком поздно. К несчастью для них, теперь уже Ван Буэлэ точил на них зуб. Глава 116 Фальшивка? Изначально Ван Буэлэ хотел разрядить ситуацию дипломатией, но студенты из других академий решили избить его до потери сознания, а потом раздеть до гола. Они планировали обнажить его стройное тело публики. Такого Ван Буэлэ не мог ни простить, ни допустить. Такой наглый замысел всерьёз разозлил Ван Буэлэ, поэтому он бросился вслед за беглецами. Пару секунд спустя воздух зазвенел от криков, за исключением двух счастливчиков, в которых унесло спасительное магнитное поле, остальных вырубил Ван Буэлэ. Тех, кто лежал на полу без сознания, Ван Буэлэ связал верёвками, а потом их потащили автоматоны. Ван Буэлэ разглаживал свой наряд, с удовольствием наблюдая, как обидчиков и облепивших их автоматонов уносит вдаль магнитное поле. Предоставил эскорт из автоматонов потерпевшим сознание беднягам. Какой же я добряк! Настроение Ван Буэлэ улучшилось, вещей оказалось так много, что они уже не помещались в бочку. Ван Буэлэ пришла в голову идея. Он вызвал оставшихся автоматонов и призвал к ним оставшиеся предметы. Наконец, со сборами было покончено. Странно, почему меня не отправляют наружу? Ван Буэлэ проверил свою культивацию и с удивлением не обнаружил даже намёка на появление магнитного поля. Задумавшись об этом, он посмотрел на алтарь. Может, стоит взглянуть? От одного вида синего копья над алтарём у него в глазах заплясали огоньки. Логическая часть разума подсказывала, что это было опасное место, где его культивации явно будет недостаточно. Однако он всё равно хотел попытать удачу. Ван Буэлэ остановился у самого края канала магической формации. Дальше идти было нельзя. Он присёл на корточке перед канавой шириной чуть больше полутора метров. Внезапно он поднялся и с нетерпением поднял правую руку. Поглощающее семечко в его теле ударило силой притяжения в синее копьё в попытке утянуть его с алтаря. От силы притяжения множество камней, разбросанных по магической формации, взмыли в воздух. Даже символы на алтаре несколько раз вспыхнули, но синее копьё и четыре парящих в воздухе трупа не сдвинулись с места. План не сработал. Рассерженный Ван Буэлэ с громким рёвом заставил поглощающее семечко заработать во всю силу. Сила притяжения возросла в несколько раз. Казалось, в магическую формацию ударил ураганный ветер. К нему притянуло ещё больше мусора и осколков камня. Четыре мертвеца немного сдвинулись в сторону Ван Буэлэ. Вот только, несмотря на все усилия покрасневшего Ван Буэлэ, длинное синее копьё даже не шелохнулось. «Проклятие!» раздосадованно воскликнул он. Он хотел переступить через прорытый под ногами канал, чтобы оказаться поближе к копью, но вовремя себя остановил. Вместо него вперёд пошёл автоматон. Когда тут уже собирался перепрыгнуть через канал магической формации, оттуда хлынул ослепительный свет. Яркое свечение вмиг испарило автоматона, по спине Ван Буэлэ пробежал холодок. «А здесь опасно!» Его сердце бешено колотилось в груди. Немного подумав, он решил не упускать свой шанс и попробовать ещё раз. Окинув взглядом помещение, убедившись в отсутствии посторонних, он сел в пост лотоса и принялся ждать. Пять минут спустя вокруг него наконец появились первые намёки на магнитное поле. В этот же миг он без колебаний достал загадочную маску. «Надо рискнуть!» После появления маски в тумане послушался рокот, похожий на удары океанских волна скалы. Из-за неё обволакивающее помещение туман забурлил, иногда он катился вперёд, иногда отплывал назад, словно внутри обитал какой-то дикий зверь. И сейчас он бился в агонии Вэл, от поднявшегося грохота даже земля сдрожала, а на прорытых в ней каналах начали появляться трещины. С начавшимся землетрясением могло показаться, будто всё помещение сейчас обрушится. «Ничего себе!» Ван Боулео с трудом держался на ногах, дыхание стало прерывистым. Слыша стук крови в висках, он быстро отошёл подальше. Маску он решил достать, чтобы проверить, насколько она могла повлиять на окружение и сможет ли создать ему возможность проникнуть внутрь. В виде творящейся странности, Ван Боулео уже начал сожалеть о своём поступке, но тут и во взгляд остановился на синем копье, и он вновь загорелся желанием заполучить его. «Богатство и слава неотделимы от риска! Если станет слишком опасно, я просто перестану сопротивляться магнитному полю и смоюсь отсюда!» С этой мыслью Ван Боулео выпустил около сорока оставшихся автоматонов в сторону канала. Оттуда вновь ударил слепящий свет, но на этот раз землетрясение и бурлящий туман слегка сдвинули его. Большинство автоматонов распылило, лишь два успешно перебрались на другую сторону. Как только они оказались внутри магической формации, Ван Боуле сорвался на бег. Его ускорила духовная нить. Проследовав путем двух уцелевших автоматонов, он успешно пересек канал. Когда он оказался на другой стороне, его сердце от восторга чуть не выпрыгнуло из груди. «Я внутри!» Ван Боулео посмотрел на лестницу, ведущую на вершину алтаря, его глаза горели. Поглощающая семечка вновь начала излучать силу притяжения, на этот раз четыре покойника приближались к нему заметно быстрее, но вот синее копье по-прежнему оставалось на месте. Ван Боулео нахмурился и произвел в уме некоторые расчеты, после чего начал готовиться к следующей попытке. Два оставшихся автоматона пошли в авангарде и показали ему, что дальнейший путь безопасен. Следуя за ними, он быстро добрался до алтаря. Мерцающие символы и начертания на ступенях заставили его остановиться, это было весьма мудро с его стороны. Как только один из автоматонов по его команде запрыгнул на лестницу, его тут же испепелило яркое свечение алтаря. «Я не могу идти дальше!» нервно подумал Ван Боуле. Ван Боуле мысленно приказал последнему автоматону прыгнуть на пятнадцать метров, у него на глазах его постигла та же судьба, что и его недавно уничтоженного собрата. Ван Боуле скривился, магнитное поле все сильнее тянуло его к выходу. Времени осталось мало, он поднял голову и внимательно посмотрел на парящее над алтарем синее копье. Использовав оставшуюся в теле энергию, он с ревом оттолкнулся от земли и прыгнул вверх, на высоте в пятнадцать метров он вытащил летающий меч и ловко запрыгнул на него. Люди на стадии древних боевых искусств не могли зависеть в воздухе, но это было возможно для практиков стадии истинного дыхания. С помощью термических артефактов они непродолжительное время могли оставаться в воздухе, именно это и проделал Ван Буэлэ. С летающего меча он вновь наслал на парящий меч силу притяжения. Иди сюда! Мощная сила притяжения потянула к Ван Буэлэ четырёх мертвецов, а вот синее копье слабо закачалось, но так и не полетело к нему. Вместо этого оно покрылось рябью, а потом и вовсе стало полупрозрачным. Что за... У Ван Буэлэ перехватило дыхание, длинное копье таяло прямо у него на глазах. В следующее мгновение оно растворилось в воздухе, словно это был не материальный предмет, а обычная иллюзия. Под влиянием силы притяжения Ван Буэлэ иллюзия дестабилизировалась и распалась. Оно не настоящее? Ван Буэлэ протёр глаза и ещё раз ошеломлённо посмотрел на место, где недавно парило копье. Чёрт подери! Столько усилий и всё ради фальшивки! Вы надули меня, выставив тут этот мираж! Я это вам припомню, кем бы вы ни были! Ван Буэлэ разгневанно ругнулся и медленно приземлился. Стоило его ногам коснуться земли, как с того места, где недавно находилось копье, к нему прилетела синяя жемчужина. Ван Буэлэ прищурился и поймал её. Она приземлилась ему в ладонь с такой силой, что он невольно отступил на пару шагов. В то же время магнитное поле вокруг него усилилось до такой степени, что его потянуло к выходу. Жемчужину я возьму! Почувствовав действие магнитного поля, Ван Буэлэ быстро притянул к себе четырёх покойников поглощающим семечком. Неплохой лов! Когда магнитное поле пронесло его над магической формацией, он с облегчением выдохнул. Сложно сказать, почему он прошёл через неё целым и невредимым, быть может, его защитила жемчужина, или же дело было в четырёх покойниках. Не забыл он и про оставленные снаружи формации сокровища и набитую практически до отказа бочку. Их тоже притянуло к нему поглощающая семечка, но тут произошло нечто странное. Глава сто семнадцатая Печать Стоило Ван Буэлэ взять жемчужину, как бушевавший в помещении ураган и вой ветра, напоминавший рёв дикого зверя, на мгновение стихли. Как вдруг раздался громоподобный грохот в несколько раз громче, туман резко втянуло назад, и он начал рассеиваться. Казалось, будто была снята какая-то печать. Теперь овальное помещение больше не тонуло в тумане. Это... Ван Буэлэ окружённый магнитным полем вздрогнул. Мысли в его голове понеслись голопом. В кажущемся бесконечном пространстве над овальным залом находился гигантский череп, скрытый угольно-чёрной маской. Оказалось, что и овальное помещение парило в воздухе, а внизу в темноте покоилось гигантское тело. Как оказалось, огромный череп наверху был соединён с телом в титанических размерах статуи. Без тумана стало ясно, что овальное помещение на самом деле было ладонью статуи. Внешний вид маски статуи сразу показался Ван Буэлэ знакомым. Именно её он видел в иллюзии внутри Пятипалой горы, где фигурировала женщина внеземной красоты. Сердце Ван Буэлэ захлестнуло раган эмоций. Из разразненных кусочков он наконец сложил предлюбопытнейшую картину. Это была статуя той самой женщины, и это каменное извояние смотрело на синее копьё, которое парило над алтарём в самом центре её ладони. В груди Ван Буэлэ бешено колотилось сердце. К счастью, прежде чем достать маску, он был мысленно готов к любым неожиданностям. К тому же он раньше уже видел эту женщину, но тут Ван Буэлэ прищурился. Пока его тянуло назад магнитное поле, из-за статуи показалось плачущее лицо шириной более тридцати метров. Лицо обильно кровоточило, из глаз бил пурпурный свет, поэтому нельзя было понять, кому принадлежало лицо, мужчине или женщине. Почувствовав пронизывающую до костей ауру, Ван Буэлэ задрожал, будто его с головой окунули в прорубь с ледной водой. «Что за чертовщина?» воскликнул Ван Буэлэ, когда из-за статуи показались десятки таких лиц. За исключением выражений лиц, они были очень похожи. Одни выглядели печальными, вторые плакали, третьи горько смеялись, четвертые искривились в яростных гримасах. Все лица истекали кровью, а из их глаз бил пугающий пурпурный свет. Количество лиц росло, вскоре всю чернеющую пустоту вокруг заполонили эти жутковатые лица. С диким воем они устремились к Ван Буэлэ, явно намереваясь пролететь через статую. У Ван Буэлэ голова как будто налилась свинцом, мысли спутались. Сейчас он хотел только одного, чтобы магнитное поле поскорее унесло его подальше от этого места. Когда лица уже хотели пролететь через статую, глаза безжизненного исполина вспыхнули, а потом раздался неграмкий женский голос, отправившийся гулять эхом по пустоте. Подавление! Всю статую тут же окружил золотой ореол, ударившие из неё золотистые молнии соединились в огромную сеть, которая накрыла рвущиеся вперёд лица. После контакта с сетью лица разразились жалобными воплями, сколько они не пытались, им не удалось пробиться через эту электрическую сеть. Под давлением этой преграды лица были вынуждены бежать, в конечном итоге они растворились в чернеющей пустоте. Всё внутри ошарашенного Ван Боула задрожало, магнитное поле тянуло его к выходу, но сам он никак не мог отвести глаз от статуи, которая уже вернулась к своему первоначальному облику. Пурпурное свечение из глаз лиц напомнило ему о недавней необъяснимой атаке. Лица обладали той же аурой, что и напавший на него пурпурный огонёк. Может, это и были они? Ван Боула стало не по себе, когда он вспомнил, что и в видении, показанном ему в пятипалой горе, в небе тоже парили лица. Виденные в видении лица и те, что исчезли в пустоте, было практически не отличить. Что здесь вообще происходит? Почему лица появились сразу после того, как я забрал синюю жемчужину? Может быть, эта штука всё это время подавляла их? И действительно, пять мертвецов, окружавших синее копьё, были похожи на стражей жемчужины. Взяв жемчужину, не мог же я положить начало катастрофе. Ван Боула занервничал. Пока магнитное поле не вынесло его в коридор, он успел последний раз взглянуть на огромную статую. Наконец он оказался в коридоре и полетел к выходу. Издали Ван Боула напоминал небольшой холм, несущий гигантскую бочку. За её края держались автоматоны, которым были привязаны мешки со всевозможными предметами. Когда Ван Боула решил осмотреть заброшенных в бочку мертвецов, его зрачки раскосузились. Ранее они находились слишком далеко, чтобы их можно было рассмотреть. К тому же всё его внимание было приковано к синему копью. Только сейчас он смог по-настоящему их рассмотреть. Как оказалось, на их коже присутствовали загадочные отметины. На лбу всех четверых находились пурпурные метки. Эти метки выглядели как уменьшенные версии виденных им недавно лиц, которых подавила статуя. Это открытие встревожило Ван Боула и перевернуло его теорию с ног на голову. Они не защищали, а подавляли синюю жемчужину. К замешательству Ван Боула примешалось чувство, будто он что-то упускал. Внезапно его глаза сверкнули. Его посетила смелая идея. Возможно, я всё не так понял. Быть может, эти жуткие лица с помощью копья или покойников всё это время подавлили статую? Стоило мне забрать жемчужину, как сдерживающий её туман рассеялся. Истекающие кровью лица попытались вернуть её на место, но тут ожила статуя, и теперь запертыми оказались уже эти лица. С имеющейся информацией сложно было выстроить сколь бы то ни было стройную теорию. Однако он практически не сомневался, что прихваченные с ним покойники были как-то связаны с пурпурным огоньком, который хотел поглотить его. Надо подумать, зачем пурпурный огонёк хотел поглотить меня? Из-за духовного корня в девять суней? Во время нападения слышал голос. Он сказал, что был найден некий абсолют. Получается, абсолют — это духовный корень в девять суней? Или же нет? После пробуждения количество духовных меридианов в моём теле перевалило за девяносто процентов, а быть может и за сто. Пока магнитное поле несло ваннбула по коридору, он размышлял об увиденном. Последние события наглядно показали, насколько загадочным и непредсказуемым могло быть это место. Особенно с учетом того, что он не зашёл дальше окраины внутренности гигантского фрагмента горы. До сердца этой громадины было очень и очень далеко, нынешняя культивация и скорость вкупе с ограничениями во времени не позволили ему уйти далеко от входа. Даже на периферии здесь столько всего непонятного. Что же тогда прячется в сердце этого фрагмента меча? Ваннбула тяжело вздохнул. Пока его несло магнитное поле, он с восхищением любовался удаляющейся горой. Студенты четырёх великих дала академию входа внизу при виде добычи ваннбула от изумления и восхищения примерзли к месту. Тела погибших! Мне ведь не показалось, покойники в древних халатах, причём не один, а сразу несколько! Это уже перебор! Он насобирал такую большую бочку, плюс ещё к автоматонам тоже что-то привязано! У входа внезапно стало очень шумно. Вот только никто не заметил, как на склоне горы беззвучно появилась голова, чьё лицо искажило свирепая гримаса. Именно её ваннбула повстречал у развилки. Голова смотрела в направлении, куда удалялся ваннбула. Постепенно свирепость уступила место смятения, а потом и сомнения. Только спустя очень много времени голова беззвучно исчезла. Глава 118 Ректор, здесь записка! Внушительный силуэт ваннбула с большой бочкой быстро летел по небу деревни истинного дыхания. Из-за богатой добычи его вес стал значительно выше, отчего в сравнении с остальными студентами магнитное поле было в несколько раз сильнее. К этому моменту ваннбула уже отпустили эмоции после увиденного внутри горы фрагмента, на него успокаивающе действовали мысли о добыче. «Мне все удалось!» Подумал ваннбула с восторжным блеском в глазах рассматривая свою бочку автоматонов и мертвецов. «Бьюсь об заклад, снаружи все челюсти будут подбирать с пола! Это покажет им насколько ваннбула хорош!» Ваннбула громко расхохотался. Вот только люди снаружи деревни истинного дыхания и прибывшие со студентами практики уже пребывали в состоянии шока. Особенно четыре ректора, которые ранее заключили между собой дружеское пари. Это был не первый к визит сюда, поэтому они знали, когда примерно начнут возвращаться студенты. Пока этот момент неумолимо приближался, они практически не сводили глаз со входа. Все четверо немного нервничали, в деревне истинного дыхания явно что-то произошло, если судить по недавнему странному свечению. Прибытие подкреплений из ДАО Академии немного успокоило ректоров. Вскоре магнитное поле начало выносить первых студентов, обретших истинное дыхание. Большинство из них достигло прорыва с помощью духовных корней короче пяти цуней, они вернулись не с пустыми руками, но их улов не особо впечатлял. Несмотря на все это, они вернулись экспертами истинного дыхания. Люди подбадривали их. От них люди снаружи, включая ректоров, узнали о виденном ранее странном свечении. Узнав, что никто не пострадал, они облегченно выдохнули, с их слов они узнали и о ситуации в деревне истинного дыхания. Новость о получении Джао Йемен или и духовных корней восемь цуней очень обрадовала ректоров. Они начали делиться предсказаниями относительно количества студентов, которые вернутся с духовными корнями той же длины. К сожалению, рассказы вернувшихся не позволили составить полную картину происходящего. Но все как один рассказывали о Ван Боуле. Поведанные ими истории поразили как четырех ректоров, так и всех остальных. Ректор, Ван Боуле совсем распоясался. Он использовал какой-то трюк, чтобы заставить тысячи духовных корней связать с ним свою судьбу. Те даже превратились в него. Эй, вы же тоже видели? В самом начале везде шатались копии Ван Боула. Он настоящий предвестник бед. Любой встреченный им духовный корень тут же превращался в него. Если бы не он, то я бы вернулся с корнем в семь цуней. За этим парнем гонялись тысячи духовных корней. Поставили на уши весь мистический мир. В голосах первой группы вернувшихся слышались нотки раздражения и даже свою судьбу. Попытался оправдаться старик и неграммко покашлял в кулак. Несмотря на фасад спокойствия, его тоже потрясли новости. Он не сомневался, что Ван Боула обязательно что-то учинит, но чтобы в таком масштабе, трое ректоров отреагировали на оправдание стариком молчанием. Вся эта история звучала довольно странно, однако Ван Боула не учился в их академиях, поэтому не в их положении было что-то говорить. Тем временем вернулась еще две группы студентов, количество принесенных предметов росло, при виде пилюли живых растений толпа зашумела. Пилюли! Ого, он принес оттуда растения, да еще и плодоносящие! Ректор ДО Академии Белого Оленя добродушно рассмеялся и ухмыльнулся трём своим коллегам. Те выглядели так, как будто надкусили неспелый лимон. Ну как вам студенты других Академий тоже отказались от комментариев, они даже не стали смотреть в сторону надувшегося от самодовольства ректора ДО Академии Белого Оленя. Но их головы были заняты мыслями о редких пилюлях и растениях, особенно о последних. Хотя целью их пари было не количество предметов, принесенных студентами из деревни, однако их добыча все равно оставалась основной причиной открытия мистического мира. Паре определяло, каким образом и святоречи успокоились. Среди студентов их Академии никто не принес с собой растений, с другой стороны они нашли и пилюли и предметы не уступающие им по ценности. Это вернуло погаши было улыбки. Только старый доктор хмуро разглядывал добычу своих подопечных. Их улав значительно уступал тому, что удалось принести студентам других Академий. Бутыль из тыквы горлянки ненадолго подняла расстроенному старику настроение. Ректора все еще беспокоила насколько его студенты отставали от остальных. Видя, что ректор не в самом лучшем расположении духа, Джои Фан решил не рассказывать об инциденте с трупом, хотя изначально собирался сразу же об этом доложить. Он не знал, кому в итоге досталась покойница, поэтому благоразумно об этом умолчал. Старик Ло, чего ты такой смурный? Еще не вернулись твои самые способные студенты? Полагаю, нет причин сомневаться в их талантах. Высказал слова сочувствия ректор Дао Академии Белого Оленя, похлопав старика по плечу. Двое других ректоров тоже не удержались от саркастических комментариев, но их сочувственные слова старый доктор лишь фыркнул. К обуревавшему его негодованию примешивалось бессилие, правда вскоре чувство бессилия пропало, возвращение Джао Ямен стало настоящей сенсацией. Тело! Черт! Настоящий мертвец! Толпа зашумела, удивлены были не только ректоры четырех Дао Академий, но и четыре человека позади них. Эти люди обладали не только высоким статусом, но и могучей культивацией. Они вышли вперед, чтобы получше рассмотреть находку, на самом деле мертвецов находили и раньше, вот только большинство из них были слишком повреждены, отчего хорошо сохранившиеся покойники ценились даже больше живых растений. Старый доктор повернулся к своим скривившимся коллегам из трех Дао Академий, выглядело троица крайне скверно. Ну как? Самодовольно спросил старик. Как вам студенты из Дао Академии Эфира, а? Один мертвец может легко перевесить все находки Дао Академии Белого Оленя, но не расстраивайтесь, ваши способные студенты еще не вернулись, верьте в них. Старый доктор одобрительно кивнул Джоу Ямен, заметив, что она ранена, он тут же достал несколько пилюль. Ректор, я смогла извлечь это тело из магической формации благодаря помощи Чэнь Миньюя и Джои Фаня, но без помощи Ван Буоле я бы никогда не вынесла его из горы, призналась Джоу Ямен, с благодарностью приняв пилюли. Ван Буоле? Ректоры уже во второй раз слышали это имя, несмотря на удивление, ректор Дол Академии Белого Оленя негромко сказал Старина Алло, самые лучшие мои студенты еще не вернулись, полагаю, скоро они будут здесь, и они точно не разочаруют. Верно, Старина Алло, не беспокойся. Старина Алло, ты... Три ректора заговорили наперебой, с завистью глядя на мертвеца. Внезапно они умолкли, когда у входа в деревню истинного дыхания раздался звук возвращения студентов. Некоторые из вернувшихся были без сознания, другим повезло чуть больше. Их ведь не показался бы остальным странным, если бы не три автоматона, облепившие каждого весьма компрометирующей позе. Автоматоны не только находились в весьма странных позах, но и многозначительно постановали. Их виды издаваемые звуки изумели всех присутствующих. Некоторым так и вовсе показалось, будто у них в голове отворилась дверь в неизведанный новый мир. Это Уфань! Проклятие! Точно ведь Уфань издала Академия Святоречья! Восходящая звезда! Этот парень сумел заполучить духовный корень восемь цуней! Что, черт возьми, с ним случилось? Джо и Фань судорожно вздохнул и уставился на лежащие вовсе глаза. Не менее изумленный Чэнь Миньюи Рядом тоже с шумом втянул в легкий воздух. Даже скупая на эмоции Джо и Ямен не смогла скрыть своего удивления, троица переглянулась. В глазах друг друга они увидели противоречивые эмоции, а также невысказанный вопрос. Ректоры четырех великих Дао Академии тоже не сумели скрыть удивление, особенно руководитель Дао Академии Святоречья, у него чуть глаза не выкатились из орбит. Пока толпа оцепенело стояла, вернулась еще группа студентов, среди них было несколько человек без сознания. Еще до того, как толпа их увидела, до них донеслись уже знакомые звуки. Синхранно повернувшись, они увидели чернокожего юношу без сознания в объятиях автоматонов. Это уже чересчур! Их что, ограбили? Да ладно бы ограбили! Зачем грабителю понадобилось это делать? Ректоры Дао Академии Святоречья и филиал Академии Белого Оленя пришли в ярость. Они подошли к своим подопечным, эманациями готовящегося взрыва. Оба ректора застыли на месте, старый доктор с трудом сумел сохранить невозмутимость, а вот его коллега из Дао Академии Белого Оленя цокнул языком. Ха-ха, как креативно! Да и автоматоны весьма искусно сделаны! Не успел он закончить, как опять послышали странные звуки, перед толпой появилась Ли-И, которая так и не пришла в себя. Ректор Дао Академии Белого Оленя застыл, словно громом пораженный. Разумеется, он узнал Ли-И одну из лучших студенток последнего набора его Дао Академии. Кто? Проречал он. Кто это сделал? Пока в сердцах трёх ректоров разгоралось пламя ярости, один из студентов обнаружил отрезок ткани в кармане чернокожего парня. Господа ректоры, тут записка? Глава 119 Возвращение Баула Ректор филиала Академии Белого Оленя был слишком взбешён, поэтому совершенно не обратил внимания на клочок ткани в кармане. Вырвав из рук студента отрезок ткани, он быстро пробежал глазами по тексту, в процессе чтения у него на лбу вздулись вены. Он сурово посмотрел на Джоу Ямен, а потом бросил записку старому доктору. Ректор Лу, я жду объяснений! Разгневанно потребовал он. Взглянув на записку, старый доктор рассмеялся, правда, в этом смехе не было ни намёка на веселье. Джоу Ямен, пожалуйста, попроси ректора присмотреть за моими автоматонами. Не надо пытаться силой разъединять их, иначе они взорвутся. Ниже было ещё несколько строчек текста, где описывалось, как освободить людей от автоматонов. Только тот, кто разбирался в начертаниях факультета от хромического оружия, мог быстро обезвредить автоматоны. Ректор филиала Академии Белого Оленя, хоть и обладал обширными знаниями, разбирался в начертаниях не так хорошо, как старый доктор. Пока он бравил взглядом старика, тот сухо покашлял. Господа, успокойтесь. Не успел он закончить, как от входа в деревню истинного дыхания вновь послышались странные стоны. Перед сконфуженной толпой приземлился студент Дао Академии Белого Оленя вместе с несколькими автоматонами. Лицо ректора Дао Академии Белого Оленя потемнело. Из описания студентов нынешнего набора Дао Академии Эфира и рассказа Джоу Ямен, он и двое других ректоров знали имя сделавшего всё это человека. У старого доктора разболелась голова, участие автоматона всузило круг подозреваемых до одного человека. Ван Була. Насчёт этого инцидента. Если я попробую объяснить... Старый доктор прочистил горло ещё раз в попытке сделать вид, что он ничего не знает. Внезапно вдалеке вновь раздался шум, словно не заметив гнева коллег, старый доктор быстро сказал Возможно, это недоразумение. Эх... И вновь ему не дали закончить. Вдалеке послышались стоны. Вернулось ещё три человека. Ректоры трёх Академий казалось были готовы взорваться в любую секунду. Старый доктор устал опотёр переносицу. Давайте сначала я их спасу, а потом всё обсудим. Со вздохом предложил он. С этими словами он подошёл к Ли И. Кротким движением руки он освободил девушку из лоб автоматонов. Правда, он не знал, как заставить их замолчать. Ему не хотелось уничтожать их, поэтому он оставил их становить в сторонке. Потом он освободил Уфэнь и остальных. Собратья по Академиям привели товарищей в чувство, заметив с тревожных студентов вокруг, вспомнив о том, что случилось до потери сознания и услышав стоны, они закрыли лицо руками и закричали. Ван Була! Между нами ещё ничего не кончено! Ректор! Это сделал Ван Була! Ректор, я требую справедливости! Пострадавшие разразились громкими криками. Уфэнь, чернокожие парни и остальные сыпали в адрес Ван Була! бесконечным потоком бранных слов и проклятий. Обступившие их студенты из трёх других до Академии уже почти не сомневались в том, что главным подозреваемым был Ван Була! Хоть они и не сталкивались с ним лично, среди тех, кому всё же довелось встретиться с ним, никто поначалу не хотел жаловаться на него и страха перед возможной местью с его стороны. Всё-таки, по мнению большинства, Ван Була! был человеком беспощадным, однако стоило кому-то выкрикнуть его имя, как дамбу наконец прорвало. Ректор! Ван Була тот ещё подлец! Он подглядывал за нами во время купания! Ректор! Ван Була украл мой духовный корень в пять цуней! Это после того, как я вложил в схватку с ним все свои силы! Ван Була не только выждал подходящий момент для кражи, этот мерзавец потом ещё и ранил меня! Ректор! Хочу пожаловаться на Ван Була! Он серьёзно избил Джо и Сяня, оставив его на духовном корне в семь цуней! Господин Ректор! Бесконечный поток жалоб напоминал бьющиеся об скалы морскую прибой. Под конец студенты трёх Дао Академий, вне зависимости встречались ли они с Ван Була или нет, жаловались на него и винили во всех грехах. Разразился нешуточный скандал. Ректоры четырёх великих Дао Академий не ожидали, что Ван Була окажется объектом для ненависти такого количества людей. Переманивание им нескольких тысяч духовных корней, многие из которых были судьбой посеяли семена ненависти в сердцах студентов, оставшихся ни с чем. Особенно обидно им было, когда духовные корни, потеряв Ван Була, рассредоточились по всей деревне. Слонявшиеся всюду копии Ван Була служили постоянным напоминанием об их неудачах. Разумеется, среди жалобщиков нашлись и те, кто ни разу не пересекался с Ван Була, ими двигали зависть и желание поучаствовать в скандале. Поэтому и они добавили свои комментарии. Шум толпы нарастал, многие студенты обменивались своим мнением и озвучивали недовольство. Троица из ДАО Академии эфира переглянулась, а потом молча посмотрела на старого доктора. Старик оказался под серьезным давлением, про себя он горько рассмеялся. Кто бы мог подумать, что Ван Була окажется человеком, способным вывести из себя такое количество людей и спровоцировать такой масштабный скандал. У него все сильнее болела голова. Внезапно студенты и практики, охранявшие вход, взорвались криками. Приближается летающий объект! Тихо! К нам летит загадочный объект! Большой! Не похож на студента! Крики у входа в деревню истинного дыхания привлекли внимание ректоров четырех ДАО Академий. Если бы не загадочное сияние в деревне, заставившее группы сопровождения всех Академий вызвать подкрепление, то летающий объект в небе никогда бы не привлек к себе такого внимания. Голодящие студенты замолчали и нервно подняли головы к небу. Они увидели, как из деревни истинного дыхания вылетело нечто высотой в 6 и шириной в 9 метров, неизвестный объект окружило магнитное поле. Из-за его искажений было трудно разглядеть, что находилось внутри, а объект стремительно приближался к толпе. Что это? Похоже на огромную бочку? Разве? Как по мне, это никакая не бочка. За эту штуку цепляются люди. Да бочка это! Гляньте, сколько в ней добра! Проклятье! Если мне не изменяют глаза, то эта штука похожа на алхимический треножник! Из толпы доносились изумленные крики студентов. Старый доктор заметил за приближающейся бочкой округлую фигуру. По его морщинистому лицу промелькнули недоумения и изумления. Трое ректоров рядом с ним тоже узнали человека за бочкой. Инстинктивно они хотели сразу же отчитать его как следует, но при виде его добычи суровые слова застряли у них в горле. Наконец, студенты с острым зрением заметили пухлого человека, держащего бочку. Они потерли глаза, словно не могли поверить в увиденное. Это Ван Буула! Только прозвучало это имя, как Ван Буула из-за бочки закричал. Эй, впереди! Поберегись! Не стоите у меня на пути! Я не знаю, как остановиться! Только сейчас все увидели Ван Буула. Они инстинктивно разошлись с его пути, при этом в их головах роились сотни мыслей. Увидев, что путь свободен, Ван Буула в окружении магнитного поля полетел еще быстрее и со свистом влетел на площадь. В этот момент магнитное поле исчезло, но Ван Буула по иноции пролетел еще немного, а потом его ноги наконец коснулись земли. От веса его добычи и скорости полета земля отозвалась ощутимой дрожью. Вместе с бочкой он пробежал еще несколько десятков метров и только тогда наконец сумел затормозить. Он отпустил бочку и та с глухим звуком рухнула на землю. Тяжело дыша, Ван Буула утер обильный пот салба и странно посмотрел на притихшую толпу. Студенты и несколько сотен сопровождавших их практиков и ректоры и даже элитные эксперты четырех академий, вызванные в качестве подмоги, выглядели так, будто увидели привидения. Полнейшее изумление на лицах людей привело Ван Буула в неописуемый восторг. Он прочистил горло и уже хотел что-то сказать, но тут толпа взорвалась таким оглушительным ревом, что любые слова Ван Буула гарантированно бы в нем потонули. Глава 120 Бесконечный клан Ван Буула Алхимическая печь Это точно алхимическая печь? Ван Буула вынес оттуда алхимическую печь? Гляньте, за нее цепляются автоматоны! Чего так раскричались? У этой алхимической печи даже крышки нет, а внутри... Черт подери, да там куча всякой всячины! Я вижу даже несколько фрагментов термического оружия! Ван Буула пришлось прикрыть уши, чтобы не оглохнуть тревого толпы. Немного привыкнув, он прочистил горло и силой щелкнул пальцами руки в перчатки. Автоматоны тут же отпустили края бочки и высыпали на земли привязанные к ним предметы. Там были и пилюли, и фрагменты неизвестных предметов, и разбитые нефритовые таблички, а также странные вещи, назначения которых Ван Буула не понимал. Все это богатство было рассыпано на плитах площади. По толпе прокатился коллективный вздох, а потом опять поднялся гул. Ого! Автоматоны принесли! Листок от какого-то растения! Вон там древние духовные камни! Только посмотрите на них! Это точно древние духовные камни! Я абсолютно уверен! Гляньте туда! На те куски камня! На них руны! Может быть, это руны магических формаций? Громкие комментарии и выкрики студентов слились в какую-то невообразимую какафонию. Ван Буула гордо выпятил грудь. Однако, по его мнению, он произвел недостаточно сильное впечатление, поэтому мощным ударом ноги он перевернул большую бочку, из нее на землю высыпалась сваленная там добыча, включая четырех мертвецов. Изначально они лежали на самом верху бочки, но из страха потерять их во время возвращения, Ван Буула спрятал их на самое дно бочки. При виде четырех мертвецов крики стали еще громче. Покойники! Четверо! Мне не мерещится? Ван Була принес оттуда четырех мертвецов! От поднятого ими шума казалось, задрожала земля. Почтенные представители четырех великих дау-академий, превосходящих ректоров как по статусу, так и по культивации, больше не могли сохранить невозмутимость. Они без стеснения разглядывали покойников, даже несколько глубоких вдохов не помогли им успокоиться. Из того же поколения, что и ранее принесенный мертвец, посмотрите на их лбы! Это погибшие члены бесконечного клана, описанного в хрониках! Девочка говорила о пяти мертвецах в месте, где она нашла принесенного ей покойника. Эти старики обладали невероятной культивацией и статусом, поэтому обычно держались крайне холодно и носили бесстрастные маски. Но сейчас они выглядели крайне возбужденными, их глаза горели. Один из них, краснощекий старик, резко повернулся к Ван Буууле. Малец, ты нашел этих мертвецов? Там же, где девчушка? Уважаемые старейшины, я и вправду нашел их у алтаря. Чтобы забрать их оттуда, мне пришлось приложить все мои силы, пережить чудовищную боль и много смертельных опасностей. Добыть их оказалась задачка не из легких, почтительно ответил Ван Буууле. Он сразу понял, что перед ним стояли непростые старики, поэтому постарался ответить максимально честно. Ответ Ван Буууле ввел стариков в небольшой ступор. Давно они не чувствовали такого удивления. Запрокинув головы к небу, они расхохотались, старики смотрели на Ван Буууле с нескрываемым одобрением. Старейшина с продолговатым лицом в даосском халате дау Академии Белого Оленя похлопал Ван Буууле по плечу. Отличная работа, молодой человек. Твоё рвение достойно похвалы. Не хочешь присоединиться к дау Академии Белого Оленя? Стоило ему это сказать, как раз на щёке старик, не желая проигрывать, подошёл к Ван Буууле и смахнул руку с его плеча. Его глаза буквально светились похвалой всякий раз, как он смотрел на Ван Буууле. Тебя зовут Ван Буууле, верно? С дружелюбной улыбкой спросил он. Отличная работа. Тебя ждёт светлое будущее в нашей дау Академии эфира. Старик из дау Академии Белого Оленя даже не рассердился. Он улыбнулся Ван Буууле, а потом переключил своё внимание на принесённых им мертвецов. Столпившиеся студенты всех четырёх Академий притихли, но в их головах роились сотни мыслей. Они оцепенело смотрели на разбросанные по земле предметы и на довольного Ван Буууле. Недавние обсуждения и многочисленные жалобы остались в прошлом, даже ли и другие выдающиеся студенты заскрежетали зубами, проглотив обиду. При виде предметов, которые раньше принадлежали им. Хотя и без них размер его добычи не укладывался в голове. Он один принёс больше, чем все они вместе взятые, к тому же четыре мертвеца взволновали их особенно сильно. У них никак не укладывалось в голове, как Ван Буууле удалось достать их. Если эта мысль посетила ли и остальных, то о других и говорить не стоило. Все без исключения студенты были потрясены до глубины души, настолько богатая добыча с трудом поддавалась описанию. Если провести параллель, то Ван Буууле можно было сравнить с целой Дао Академией. Четырьмя мертвецами он одним махом превзошёл остальные три Дао Академии. Такого количества ценностей из деревни истинного дыхания не выносили с момента её открытия. На фоне добытого обвинения в адрес Ван Буууле выглядели не более чем придирками. Использование автоматонов и другие его выходки, пока они не перерастали в нечто преступное, можно было легко забыть после не очень серьёзной нервоучительной лекции. Три ректора про себя лишь горько рассмеялись, при взгляде на Ван Буууле они покачали головой, размышляя о том, как было бы здорово, если бы Ван Буууле учился в Игдао Академии. А вот старый доктор был на седьмом небе от счастья. Он радостно рассмеялся и тоже похлопал Ван Буууле по плечу. Буууле, отличная работа! Захлестнувшую старика радость было невозможно описать словами, студенты из Дао Академии Эфира тоже находились в прекрасном настроении, они толпились вокруг Ван Буууле и горячо поздравляли, по их мнению, они, как его однокашники, имели на это полное право. Они как никогда гордились своей Дао Академией, особенно с учетом его деяний в Деревне Истинного Дыхания. Там Ван Буууле показал себя верным товарищам и настоящим поборником справедливости. Он помог многим студентам Дао Академии Эфира. Когда учащиеся трех Дао Академии проклинали и обвиняли его во всех смертных грехах, они молчали, но планировали встать на защиту Ван Буууле, если его попытаются наказать. Ведя, что конфликт был исчерпан, они очень обрадовались за Ван Бууууле. Его невероятный подвиг, помимо радости, заставил их почувствовать и толику зависти. Ван Бууууле тоже был вне себя от радости. Он болтал и перекидывался шутками со стоящими рядом студентами своей Академии. Чейн Зе Хэн, Джо Ифань, Думинь и остальные присоединились к беседе. Думинь была вынуждена остановиться на корне длиной в шесть цуней. Хоть Ван Бууууле не повстречал Чейн Зе Хэна в деревне, он без шума и пыли заполучил духовный корень в семь цуней, что до Джо Ифани. После расставания с Ван Бууууле ему повезло найти духовный корень в восемь цуней. Даже Джоу Ямэн подошла к нему и глядя в глаза негромко поблагодарила. От такой реакции сверстников лицо Ван Бууууле буквально светилось от счастья. Он чувствовал, что с такой популярностью не за горами и столь желанный президентский пост. Не имело значения, что между популярностью в Академии и постом президента практически не было связи. Ван Бууууе сейчас как никогда был уверен в себе. Студенты трёх других Академий могли лишь смириться с тем фактом, что Ван Бууууе опять оказался в центре внимания. После возвращения большинства студентов из деревни, практики четырёх ДАО Академий перенастроили магическую формацию, чтобы вернуть на площадь оставшихся. Путешествие в мистический мир деревни истинного дыхания подошло к концу, и из более чем четырёх тысяч студентов чуть более 90% пробились на стадию истинного дыхания, тем, кому не повезло, рано было отчаиваться. С их потенциалом они могли попробовать ещё раз в мистическом мире принадлежащем их Академиям. Даже с толикой удачи они без проблем смогут стать экспертами истинного дыхания. Все предметы, добытые студентами, и их результаты были задокументированы. Если они хотели что-то оставить себе, то могли сразу заявить об этом. В противном случае им будет предоставлена вторая возможность после возвращения в ДАО Академию, когда все собранные ими предметы будут каталогизированы. Вдобавок, ДАО Академия позволяла обменять найденный предмет на другие ресурсы. Четыре ДАО Академии обычно почти не вмешивались в эту процедуру, давая студентам полную свободу. Ван Буале взвесил все свои варианты, вполне логично, что он решил оставить себе синюю жемчужину. Во время возвращения он осознал, что ее нельзя было поместить в бездонный браслет. На самом деле ничего из деревни истинного дыхания нельзя было убрать в бездонный браслет. Синяя жемчужина выглядела весьма приметно, к счастью, никто не знал, что ранее она имела форму длинного синего копья. К тому же ее изначально яркий цвет заметно потускнел за время полета, сейчас она уже не так, как раньше, приковывала к себе взгляды и все же нашлись те, кто не мог отвести от нее глаз. Но в сравнении с другими предметами, принесенными Ван Буале, она не особо впечатляла. Ван Буале решил оставить себе не только жемчужину, ему приглянулось еще несколько вещей. С учетом размеров его добычи по возвращении в Дао Академию он мог попросить оставить себе еще много всего. После проверки найденного и составления списков четыре Дао Академии начали собираться в обратный путь. В заключенном между реакторами пари победил старый доктор, помимо Ли Ии духовный корень восемь цуней обрел некто Джэнь Юань Цзэ. Он был не очень известен, да и Ван Буале ни разу с ним не встречался в Деревне Истинного Дыхания. С другой стороны, из контингента Дао Академии Эфира сразу трое студентов вернулись с корнем восемь цуней Джо Ифань, Джоу Ямен и Ван Буале. Духовный корень Ван Буале мог трансформироваться, поэтому он укоротил его до восьми цуней, чтобы сохранить свою силу в тайне. Видя, как Ли Ии вместе с другими студентами пошла к летающим кораблям, Ван Буале переполнили эмоции. Интересно, когда мы увидимся вновь? Ли Ии и остальные заметили это и одарили его испепляющим взглядом, после чего взошли на палубу. Вскоре в небо поднялся и корабль Дао Академии Эфира. С палубы Ван Буале наблюдал за удаляющимися Деревней Истинного Дыхания и горой фрагментом. Перед его мысленным взором вновь возник образ статуи женщины и целый свор жутких лиц. Бесконечный клан пробормотал Ван Буале себе под нос. Глава 121 Уникальное божественное оружие Наконец, летающий корабль скрылся за облаками, больше Ван Буале не мог видеть ни деревню, ни затуманенную фрагмент гору. Он закрыл глаза, чтобы ощутить духовные меридианы в теле, Ван Буале прекрасно понимал значение пословицы «Драгоценный камень может бросить его хозяина в тюрьму». Поэтому он замаскировал настоящий духовный корень. Все-таки корень длиной 8 цуней считался пределом человеческих возможностей. Если появится человек с духовным корнем в 10 цуней, ему даже думать не хотелось о том, какой разразится скандал. Стоя за ним могущественная семья, возможно, ему бы удалось пережить такую бурю, но это явно был не его случай. Если его раскроют, последствия будут катастрофическими. Верь в доброту других, но никогда на нее не рассчитывай. Эту мысль он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. В детстве Ван Боуэлэ не понимал ее значения, но, став старше, осознал, какую идею пытался донести автор. Ван Боуэлэ тяжело вздохнул и подавил невеселые мысли. Достав пакетик со снэками, он отправился на нижнюю палубу. Снэки могли скрасить любую ситуацию и всегда поднимали настроение. Прикончив всю пачку, Ван Боуэлэ задумался о своей добыче и скором поступлении в Верхнюю Академию. От этих мыслей его настроение настолько улучшилось, что он начал насвистывать какой-то веселый мотивчик. Внезапно ему жутко захотелось с кем-то поболтать. У каюты Чэнь Зэхэна выяснилось, что он все еще стабилизировал культивацию после прорыва. Сейчас ему было не до гостей. Ван Боуэлэ ничего не мог поделать, поэтому отправился на поиски Думень. Поначалу их разговор протекал очень спокойно, постепенно Ван Боуэлэ все больше давал волю своему внутреннему я. Думень недолго могла это терпеть, наконец она не выдержала. Глупый толстяк, вон отсюда! Раздраженно бросила она. Ван Боуэлэ потер переносицу и быстро ретировался. По его мнению, Думень обладал крайне тяжелым характером. Потом он пошел к каюте Джо и Фаня, но и тот заперся и никого не принимал. Ван Боуэлэ почесал затылок и решил отыскать Джоу Ямен. Внутри каюты он обнаружил сидящую в позе лотоса Джоу Ямен. Сколько он не старался ее разговаривать, она не отвечала, отчего Ван Боуэлэ чувствовал себя немного неловко. Ему быстро надоело разговаривать со стеной, поэтому визит в ее каюту тоже пришлось досрочно закончить. От скуки Ван Боуэлэ решил заняться культивацией, не успел он приступить, как ему пришло сообщение от ректора. В своем послании старик просил его зайти и рассказать о месте внутри фрагмента горы, где он нашел мертвецов. В каюте ректор ждал его не один. Краснолицый старик и несколько незнакомых практиков повернулись на вошедшего Ван Боуэлэ. Помимо него в каюту пришли Джоу Ямен, Джо Ифань и Чэнь Миньёй. Ректор начал расспрашивать их о случившемся внутри фрагмента и о том, как они нашли алтарь и мертвецов над ним. Они поведали, когда были первого мертвеца. Джоу Ямен воспользовалась секретной техникой, чтобы достать его. Это недешево ей обошлось. Ван Боуэлэ оказался не столь откровенен. Он рассказал о странном происшествии. Туман внезапно разошелся, явив статую и странное лицо, после подавления которого пол закачался. С помощью автоматонов он нашел путь обратно. Ван Боуэлэ заранее продумал свою версию событий. Это длинное синее копье фальшивка, а я принял его за настоящее божественное оружие. Досадно. Большая часть рассказа Ван Боуэлэ была правдой. Он благоразумно ничего не упомянул о маске и синей жемчужине. В такой мишине неправды, полуправды, недосказанности непросто распознать ложь. Что до фальшивого копья скрывать это не было смысла. К тому же Ван Боуэлэ беспокоился, что Дауа Академия могла проверить его историю, поэтому у него не было причин врать. Длинное синее копье? Переспросил ректор. Когда рассказ подошел к концу, сидящий позади директора краснощекий старик посмотрел на незнакомых Ван Боуэлэ практиков. После их кивка он улыбнулся. Если бы Ван Боуэлэ не сказал, что копье фальшивое, его бы ждали неприятности. Оно действительно не настоящее. На самом деле четыре Дову Академии раньше находили подобные иллюзорные копья синего цвета, сказал один из незнакомых Ван Боуэлэ практиков. На сегодняшний день в других фрагментах найдено три таких копья. В каждом из таких мест стояла статуя со странным выражением лица. Синие копья на трех алтарях исчезли после того, как мы извлекли окружавших его мертвецов. Согласно нашим исследованиям, это образы, созданные силой, которые мы не в силах контролировать. К тому же эта сила еще умеет и подавлять. Жаль, что мы не можем управлять ей. Что до мертвецов все они были повреждены. Такие покойники все равно представляют определенную ценность, но они не идут ни в какое сравнение с добычей из этого путешествия. Ван Боуэлэ не ожидал, что четыре Дову Академии ранее уже находили алтари с синим копьем, у него в душе поднялось странное чувство. Они что, не находили синие жемчужины? Задал с вопросом Ван Боуэлэ. Я единственный, кто смог ее заполучить. Сердцебиение Ван Боуэлэ ускорилось, когда он вспомнил, как использовал силу поглощающего семечка, чтобы добыть синюю жемчужину. Если только синяя копья не исчезла, а сгустилась жемчужина под влиянием силы притяжения моего поглощающего семечка. На задумчиво сдвинутые брови Ван Боуэлэ обратил внимание краснощеки старик. Почувствовав на себе его удивленный взгляд, Ван Боуэлэ глубоко вдохнул и сказал, Дедушка, если синяя копье действительно иллюзия, быть может, где-то спрятано настоящее копье, о местонахождении которого мы пока не знаем. Если моя теория верна и копье действительно существует, тогда оно должно быть божественным оружием. Краснолицый старик не распознал притворство Ван Боуэлэ. Когда он впервые услышал эту историю много лет назад, тот уже отнесся к ней с удивлением и скепсисом. Божественное оружие. С улыбкой сказал он. Откуда ж ему здесь взяться? На сегодняшний день во всей Федерации существует всего одно божественное оружие и принадлежит оно четырем ДАО Академиям. Его использует президент. Это ценнейшее сокровище во всей Федерации. Старик рассмеялся. Обычно он бы никогда не стал объяснять студенту такие простые истины, но Ван Боуэлэ ему понравился, поэтому он снизошел до короткого объяснения. Всего одно! У Ван Боуэлэ округлились глаза. Похоже, Чэнь Минь Юй тоже впервые слышал об этом. А вот Джо и Фан и Джао Ямэн отреагировали довольно спокойно. Они явно уже знали об этом. Красной щеке старик улыбнулся. На этом тема божественного оружия была исчерпана. Старик задал еще несколько вопросов, после чего отпустил всех четверых. Даже у дверей своей каюты Ван Боуэлэ все еще не пришел в себя. Во всей Федерации всего одно божественное оружие? Только сейчас он по-настоящему понял ценность предметов такого рода. В его взгляде вспыхнуло пламя желания. Теперь Ван Боуэлэ знал о Федерации несколько фактов, неизвестных широкой общественности. К примеру, Союз четырех ДАО Академий являлся одной из главных сил Федерации. Практически половина чиновников и служащих аппарата являлись выходцами из четырех великих ДАО Академий. Вдобавок к прошлой, и нынешние президенты Федерации тоже закончили одну из ДАО Академий. В определенном смысле четыре ДАО Академии выбирали президента. Раньше Ван Боуэлэ не понимал почему, но сегодня он узнал, среди всех группировок Федерации божественным оружием владел только Союз четырех Академий. Можно сказать, что президент Федерации был представителем четырех ДАО Академий, однако сильным Сенатом в определенном смысле сдерживал растущее влияние Академий. Таким образом, две эти организации уравновешивали друг друга. Ван Боуэлэ имел лишь общее представление о полномочиях Сената, четыре ДАО Академии выбирали президента, а Сенат определял национальную политику Федерации. Между ними шла постоянная борьба, с другой стороны, они были неотделимы друг от друга из-за постоянного давления других сил и группировок, а также обитавших по другую сторону городских стен чудовищ. От этой мысли Ван Боуэлэ тяжело вздохнул. Он обладал ограниченной информацией и мог лишь строить догадки. Вуаль загадочности, скрывающая Федерацию, приоткроется, когда он попадет в Верхнюю Академию. Что они знают о Бесконечном Клане? Много ли им известно о происхождении загадочного меча в Солнце? Раз они нашли погибших, может, они обнаружили и выживших? Ступила ли нога кого-нибудь из Федерации на древний меч из позеленевшей бронзы, пронзившей Солнца? Желание в глазах Ван Боуэлэ стало явственней. В ходе путешествия он как-то спросил Джо и Фанни о заклинаниях клана Пять Поколений Неба. Его объяснение вышло весьма таинственным. Секретную технику клан Пять Поколений Неба обнаружил во фрагменте. Она использовала фундаментальные основы мира, чтобы призвать так называемый прошлый мир. Вдобавок, она была связана с происхождением духовных корней. Это было не настоящее истинное дыхание, но с духовным корнем можно было использовать технику. Просто Джо и Фанни владел ей недостаточно хорошо в сравнении с Джо и Сянем. Фрагментов Старого Меча должно быть очень много. Интересно, как выглядит Луна и другие планеты. В ходе размышлений Иван Буоло любовался небом из иллюминатора корабля. На следующий день судно начало снижаться к озеру Зеленолесья. Одну часть города Эфира опоясывала ров шириной в 100 метров, отделяя это место от остального города. Рвом был отчерчен внутренний город, который принадлежал одному из 17 сенаторов Федерации. Мэру города Эфира на территории внутреннего города мог поместиться десяток больших особняков, особенно бросался в глаза старинный замок в самом центре внутреннего города. В небе порхали птицы, воздух благоухал цветочным ароматом. Там были разбиты пруды, имелись искусственные горы и старинные строения, стоящие вокруг главного замка. Во внутреннем городе каждая плитка на полу, каждый элемент декора и вырытый ров скрывали в себе руны, отчего все это место пронизывали магические формации. Все это находилось на виду, нетрудно представить, насколько опасной для незваных гостей была защита внутреннего города, скрытая от глаз посторонних. Территорию патрулировали стражники в черных доспехах, излучавшие могучую ауру. Обслуживающий персонал состоял из армии поваров, музыкантов, слуг и других рабочих. Они работали во внутреннем городе словно рой трудолюбивых пчел, как будто служба хозяевам была их главной целью в жизни. Позади замка находилась запретная территория, куда никому нельзя было входить без разрешения владельца. Там росло старое дерево высотой в несколько десятков метров. Его раскидистая крана достигала 300 метров в диаметре. Среди листвы и переплетения веток угадывались чертания еще зеленых несозревших фруктов. Под старым деревом сидели два человека, одного из них звали Лин Тяньхао. Выглядел он подавленным. Он неоднократно поднимал голову, словно хотел заговорить, но каждый раз останавливал себя в последний момент. Его взгляд был обращен на спину мужчины средних лет в черном фраке, взгляд мужчины был направлен на фрукты, похоже, он о чем-то глубоко задумался. Он был высоким с идеальной осанкой, несмотря на солидный возраст на его гладком лице, из-за которого его можно было принять за юношу, имелось всего пара морщин вокруг глаз. Окружавшая его аура напоминала океан, глубокий, непостижимый, давящий и вызывала сильные колебания духовной энергии в воздухе. Это был один из 17 сенаторов федерации, мэр города Эфира, Лень Йо. Глава 122-я Сверкающая дорога «Ао, Эр, эти фрукты скоро созреют!» Галядина Дерево с улыбкой сказал Лень Йо. На мгновение могло показаться, будто от его улыбки цвет листьев стал еще более насыщенным, все еще расстроенный Лень Тяньхао смотрел на отца. «Ты все еще не понимаешь?» Не получив ответа от сына, спросил Лень Йо. Он обернулся и с блеском в глазах посмотрел на своего наследника, на которого он возлагал большие надежды. К сожалению, вместе с большими надеждами пришли и большие сожаления. Он знал о главной слабости своего отпрыска — любви к интригам. После слов отца Лень Тяньхао наконец не выдержал и высказал тяготящие его мысли. «Отец, я все еще не понимаю, почему ты не позволил мне вернуться в Дау Академию. С твоим статусом, даже если бы я действительно все это сделал, с возвращением в Дау Академию проблем бы не возникло. Из-за твоего запрета я не поучаствовал в открытии мистического мира Деревни Истинного Дыхания. Этот чертов Ван Буэлэ побывал там. Я слышал, он заполучил духовный корень восемь соней!» От ярости костяшки на пальцах Лень Тяньхао побелели. Последняя часть больше всего его злила. Лень Юни невозмутимо посмотрел на сына. Под взглядом отца Лень Тяньхао невольно опустил голову. «Хао Эр, мой преемник. Дау Академия Эфира это всего лишь прелюдия. Я отправил тебя туда учиться скорее для галочки, но ты почему-то относишься ко всему этому крайне серьезно». Бесцветно заметил Лень Ю. Хоть он и не повысил голоса, у Лень Тяньхао все внутри сжалось, когда он почувствовал странную угрожающую ауру. Он склонил голову еще ниже. «Тебе не дает покоя такая мелкая ребешка. Хао Эр, я разочарован». Взгляд Лень Ю был спокоен, но от его слов Лень Тяньхао поежился. Он открыл баларот, чтобы объясниться, но тут глаза отца свирепо сверкнули. Лень Тяньхао вздрогнул, как от удара током. Слова оправдания застряли у него в горле. Чего Лень Тяньхао не заметил, так это разочарование в глазах отца. Рассеев пугающую ауру, мужчина посмотрел на небо. Спустя какое-то время он устало сказал. «Хао Эр, этот мир огромен и полон загадок». Неграмка начал Лень Ю. «Сейчас Федерация установил сошаткий баланс. С одной стороны четыре дау Академии, с другой Сенат. Но мы не можем полагаться друг на друга. В то же время Корпорация Трилунье, Клан Пять Поколений Неба и две другие большие секты выжидают. Не говоря уже о море чудовищ за нашими воротами. Загадочная Корпорация Трилунье по богатству может соперничать с целой страной. Клан Пять Поколений Неба по слухам владеет подлинным наследием Старинного Меча, а две крупные секты по некоторым свидетельствам держат у себя спящих практиков из Старинного Меча. Четыре дела Академии могут открыто набирать в свои ряды могущественных людей, но Сенат не может позволить себе такой роскоши. Все это применимо к одной лишь Федерации. Еще есть Луна, другие планеты и бесконечная территория Старинного Меча из позеленевшей Бронзы. Еще дальше лежат вещи, в которые даже мне с трудом верятся. Вещи, находящиеся за грани воображения большинства людей. Сложно понять, кому предназначились эти слова, Лин Тиньхау, или же он говорил сам с собой. В такой безграничной вселенной неужто так тяжело видеть немного дальше собственного носа? Как твой отец, я надеюсь, что ты быстро возмужаешь, не трать силы на незначительных людей, поскольку я твой отец, твоя жизнь отличается от остальных. Ты понимаешь? Лин Тиньхау занервничал, его сильно потрясли слова отца. Ему показалось, будто он понял вложенный в них скрытый смысл, поэтому быстро кивнул. Отец, я... Я понимаю. Ты не понимаешь. Олень Ю покачал головой. Стоило ему взмахнуть рукой, как с кисти ударил яркий свет. В следующий миг перед ним возникли восемь человек. Они неподвижно парили в воздухе с закрытыми глазами, словно их сдерживала какая-то сила. От их вида зрачки Лин Тиньхау расширились, и он тяжело сдышал. Из восьми человек семеро выглядели точь в точь, как Лин Тиньхау, причем в каждом скрывались духовные корни от одного до семи цуней. Что до последнего безликого человека, внутри него находился корень длиной восемь цуней. Другим приходилось из кожи вон лезть, чтобы заполучить духовные корни, да и удача играла в этом не последнюю роль, но сейчас перед Лин Тиньхау парили корни от одного до восьми цуней. В отличие от остальных тебе не нужно соперничать с другими, во всяком случае первую половину твоей жизни. Я уже все для тебя подготовил. В этом ты отличаешься от всех остальных незначительных людей ХОР. Твоя жизнь уже расписана наперед. От тебя лишь требуется пройти проложенным мной путем, и ты точно достигнешь вершины. В будущем, когда ты станешь мэром города Эфира и новым сенатором, тогда тебе придется начать работать самостоятельно. Если ты действительно понимаешь, тогда отправляйся в Верхнюю Дау-Академию Эфира и усердно занимайся. Лин Тяньхау был потрясен. Отец впервые прямо рассказал ему о его будущем. На какое-то время он глубоко задумывался. Наконец он нарушил тишину. Я понял. Медленно сказал он. Тем временем летающий корабль уже приземлился в воздушном порту Дау-Академии. До путешествия в деревню истинного дыхания они находились на стадии древних боевых искусств. Вернулись оттуда они уже экспертами истинного дыхания. Никто из них не мог скрыть своих эмоций. Они очень обрадовались когда увидели встречавших их в порту студентов и учителей разных факультетов. Понимая чувства студентов ректор взмахом рукава разрешил им разойтись. Все студенты истинного дыхания побежали к знакомым и друзьям. Вскоре в воздушном порту стало очень шумно. Ван Буоле тоже пришли встретить люди. Разумеется, группу встречающих возглавляли Люда Убини остальные. Ван Буоле быстро окружила толпа людей в форме арбитров. Они со смехом поздравляли Ван Буоле на пути домой. На факультет хромического оружия Ван Буоле вернулся в отличном настроении. Я Ван Буоле вернулся! На пике хромического оружия Ван Буоле запрокинул голову и расхохотался. Люда Убини организовал небольшую вечеринку в честь возвращения начальника. В пещеру бессмертного пьяный Ван Буоле вернулся за полночь. Срыгнув, он сделал несколько глотков духовно-ледяной воды, чтобы немного промочить горло. Потом он активировал кольцопередатчик и послал сообщения родителям, где сообщил об обретении истинного дыхания и поступления в Верхнюю Академию. Разве я не потрясающий старик Ван? Самодовольно спросил Ван Буоле. Вскоре из кольца раздался голос обрадованных родителей. После долгого разговора с родными Ван Буоле заметил за окном глухую ночь, поэтому попрощался с ними и выключил кольцо. С балкона пещеры Бессмертного Ван Буоле любовал с ночным пейзажем и наслаждался тишиной. Ему не хотелось покидать это место. Как быстро летит время! Год назад мысли о добыче в деревне истинного дыхания быстро развеяли его меланхолию. Пока еще рано говорить с Академией о сокровищах. Когда они каталогизируют все мои находки и предоставят полный список, я смогу забрать часть предметов себе или обменять их у Академии на что-то ценное. Даже если у меня останется одна лишь жемчужина, ее все равно можно будет считать отличным уловом. От этой мысли сердце Ван Буоле начало биться быстрее. Его рука сама собой нырнула в карман и достала оттуда серую жемчужину. Изначально синий цветок потускнел, теперь она приобрела серый оттенок. Держа ее в руке, Ван Буоле не чувствовал ничего особенного, вот только он знал, чем она являлась раньше. Если мои подозрения верны, с блеском в глазах подумал Ван Буоле, эта штука и есть синее копье. Жемчужина получилась в результате работы моего поглощающего семечка, выходит во всей федерации она одна такая, верно? Пусть я пока не знаю, как ей пользоваться, это сокровище единственное в своем роде. Спустя какое-то время Ван Буоле задумался о том, чтобы расспросить лапулю в маске. Все-таки видение в пятипалой горе оказалось не единственным, где он видел маску. В деревне истинного дыхания он тоже видел кое-что, указывающее на связь с маской. Ван Буоле хотел попробовать вытянуть из лапули хоть что-то. С помощью подушки иллюзий он вошел в иллюзорный мир, вернулся оттуда он, так и не получив ответа ни на один из задных вопросов. В мире иллюзий загадочная лапуля упорно отмалчивалась, чтобы он не спрашивал, она никак не реагировала. Не хочет говорить? Ван Буоле устало потер переносицу, лапуля оказалась стоящей проказницей. У него имелись определенные мысли насчет жемчужины, он планировал проверить их уже в Верхней Академии. Убрав жемчужину, Ван Буоле закрыл глаза и мысленно вернулся к поединку в Деревне Истинного Дыхания, где он сражался с кармическими артефактами. Эту привычку резюмировать прошлые события он перенял из автобиографии высокопоставленных чиновников. Чуть позже Ван Буоле открыл глаза, подперев рукой подбородок он задумался. Умение создавать волны духовной энергии безусловно очень полезный навык, но спектр действий моих тхармических артефактов слишком узкий. Эти штуки только умеют взрываться. Да, они могут ранить или даже убить противника, с другой стороны тхармические артефакты можно использовать для психологической войны. Почему-то мне кажется, что это даже эффективнее фического уничтожения. Перед мысленным взором Ван Буоле возникли затравленные лица Ли и остальных, когда на них кинулись автоматоны. Хм, надо будет поработать в этом направлении. В следующий раз обязательно выкрою время для экспериментов, надо создать тхармический артефакт, который будет влиять на психику противника. Если их парализуют страхом от одного его вида, они сдадутся без боя. Возможно, с таким тхармическим артефактом слабый сможет победить сильного. В глазах Ван Буоле уже танцевали крохотные огоньки, путешествие в деревню Истинного Дыхания оказалось крайне полезным. За размышлениями и культивацией небо незаметно посветлело, на рассвете Ван Буоле закончил медитировать, к его удивлению снаружи пещеры Бессмертного уже толпились посетители. Он стал принимать у себя гостей прямо с утра, особенно много было студентов Истинного Дыхания из факультета хромического оружия, которые вернулись вместе с ним. Во время путешествия их тревожили совершенно иные проблемы, поэтому они просто не успели зайти к нему в гости. Поток гостей не истекал пять дней, только когда Ван Буоле получил от ректора письмо из Верхней Академии, его жизнь вернулась в более размеренное русло. Он собрал сумки и окинул взглядом пещеру Бессмертного, где провел без малого год, в нем уже нарастало предвкушение. На рассвете шестого дня над островом Нижней Академии раздался колокольный звон. Колокол стих только тогда, когда догорела благовонная палочка. Примечание переводчика. Таким образом, обычно исчисляли время в Древнем Китае. Согласно этой системе, один год равняется двенадцати месяцам, один месяц пяти неделям, одна неделя шести дням, один день разбит на двенадцать частей по два часа, одна честь состоит из четырех четвертей по тридцать минут, одна четверть состоит из времени, за которое остывают три чашки чая десять минут каждая, одна чашка чая равна времени, за которое сгорают две палочки благовоний пять минут каждая, одна палочка благовоний разбита на пять частей по одной минуте каждая, однако такая часть стоит из шести коротких моментов по десять секунд каждый, один такой момент равен десяти вдохам мгновением, а один вдох равен одной секунде. Где бы ни находились студенты, услышав звон, они бросали дела и выходили на улицу. Там они увидели спешащих к пику ректора практиков на стадии истинного дыхания. Они собираются в Верхнюю Академию. Интересно, когда мы сможем туда попасть? Людо Убин стоял перед своим жилищем на факультете хромического оружия, ему удалось мельком разглядеть Ван Буоле в толпе студентов. Внешне он никак не показывал своих эмоций, но глубоко внутри его охватила странная меланхолия. Прапость между мной и главным префектом постоянно расширяется, и если не буду усердно работать, то никогда его не догоню. На вершине горы стоял бородач, он с довольной улыбкой наблюдал за Ван Буоле вдалеке. Из его памяти до сих пор не стерся образ окровавленного Ван Буоле во время испытания в Нексусе Иллюзий. На пике факультета алхимии Джоу Сеоя тоже вышла на улицу и мечтательно посмотрела на гору ректора. Она сжала свои маленькие кулачки и решительно надула губки. «Брат Буоле», – прошептала она, – «мой алхимический рецепт уже отправился на оценку. Если он пройдет проверку, у меня появится шанс поступить в Верхнюю Академию». Под взглядами множества студентов Нижней Академии, несколько сотен молодых людей с разных факультетов, поднявшихся на стадию истинного дыхания, собрались на пике ректора. Вскоре они добрались до площади на горе, все они вернулись из деревни истинного дыхания. Именно они стали первой группой, кому удалось поступить в Верхнюю Академию. Вторая группа будет состоять из людей, которые пройдут переэкзаменовку и отправятся в мистический мир, принадлежащий Дао Академии. По результатам испытаний, лучших переведут в Верхнюю Академию. Сейчас на площади в полной тишине стояло несколько сотен человек, они с предвкушением смотрели на человека перед ними, на ректора. «Остров Верхней Академии, пожалуйста, откройте горные врата!» Ректор обернулся и широко взмахнул рукавом. Его громоподобный голос был слышен даже на скрытом туманном острове вдалеке. В этот же миг цвет неба изменился, ветра обернулись вспять, небесную твердь сотряс рокот. Туман острова Верхней Академии расступился. Оттуда в пик ректор на острове Нижней Академии ударил луч чистейшего света, ставший сверкающей дорогой.